Всем хай, для тех кто хочет пропиариться в моих роликах есть ссылка на мою страничку ВК для рекламы, а на этом важная информация заканчивается и мы начинаем. Когда что-то имеем, то это не ценим, но как только теряем. Плачем. Два парня лежали на камнях. Это было разрушенное здание некогда великого клана кланучих. На данный момент в нем царил хаос, и только два этих юноша вносили в это место хоть капельку красок. У одного из них были широко открыты кристального, кукольного цвета глаза, а из уголков рта стекала кровь. Через несколько мгновений течение прекратилось, парень бездыханно смотрел в пустоту во время того, как второй ей юноша еще кое-как мог двигаться. Через несколько минут тишину нарушил шорох плаща по земле, а возле второго паренька появился человек в оранжевой маске, закрученной по форме спирали. Первый же просто лежал, его тело просто существовало. Еще дышавшего парня мужчина взял на руки и почти мгновенно испарился ли с ним, а к бездыханному подошло какое-то существо, напоминающее результат генетического эксперимента по соединению человека и растения. «Ты умер, Итачи, не могу поверфить, ведь ты был так близок, чтобы забрать у него глаза», — проговорила это одна из сторон кустаобразного. Он взял на руки тело и уже хотел исчезнуть в слоях литосферы, как вдруг. Его остановили. Теплая маленькая ладонь неизвестного человека легла на плечо зеленого шина без плаща. Он медленно повернулся и увидел перед собой хрупкую на вид девушку, непонятно как оказавшуюся здесь. Он не знал, что она была здесь уже несколько минут, еще с той поры, как увидел густой дым, поднимающийся в небеса, и лес, горящий черным пламенем. «Кто она такая чего хочет?» — подумал Зиццу, который все еще держал на руках бесчувственное тело умершего соратника. Ему сейчас совсем не было дела до этой слабой и на вид незнакомки, которая так странно смотрела на него. Он желал просто вырубить ее и по-быстрому доделать свое дело, но мешала собственная ноша. И вот, когда он уже собрался что-то сказать, девушка, наконец, подала голос. «Прости!» — тихо промолвила она, глядя на члена Акацуки печальными фиолковыми глазами. Неожиданно Кустикоподобный получил резкий удар рукой в живот, да такой сильный, что отлетел на несколько метров назад. А его груз оказался в руках той, что нанесла этот удар. Еще раз глянув на поверженного зеленого шпиона преступной организации, девушка исчезла с глаз, забрав черноволосого юношу с собой. «Черт! Если Мадара узнает, то будет плохо!» Белая сторона зеленого шиноби нахмурилась, в то время как черная уже придумывала план по их спасению от ужасной участи. «А если мы ему ничего не скажем? Знаешь, мне нравится эта идея! Будем молчать!» С радостью кивнул Белый и испарился с места событий к временной базе Акацуки, о которой могли знать только они. Саски Блин открыл глаза. Сначала очертания расплылись, но через мгновение силуэты потолка, а точнее, сталагнитов, выходящих из этого верха, стали четко видны черноволосым ушиноби. «Я? Где? Я оказал тебе первую помощь!» До ушей юного учихи долетел чей-то голос, что заставило его тут же подняться с постели, хоть и все тело заныло от боли. Пространство в этом странном укрытии, напоминающем пещеру, освещалось лишь стоящим возле футоногарком свечи на подставке. Саски пытался разобраться в происшедшем и как он тут оказался. «Ты победил!» — тот же голос, раздавшийся из темноты, расставил все на свои места. Битва у чих была закончена в его пользу, но насколько сильно была совершена месть младшего брата, и что теперь ждало его впереди? Тишину и покой унылого строения нарушило появление внутри его странного явления. Пространство исказилось, и в следующий миг в комнате появилась молодая девушка с человеком на руках. «Ох, наверное, стоило сделать два перемещения поменьше вместо одного», — подумала юная особа и огляделась в поисках нужного предмета интерьера. Легкий дымок еще стелился под ее ногами от только что выполненного шумшина на довольно приличное расстояние, однако Кунаича была очень рада, что все же смогла освоить эту технику так хорошо. Она, наконец, различила во мраке комнату небольшую кровать. Пара шагов, и она уже стоит рядом с мебелью. Осторожно положив свою ношу на постель, девушка тут взялась за его руку, проверяя пульс, и склонилась над парнем, надеясь уловить хотя бы слабое дыхание, хоть единый знак того, что он жив. Учхо Итачи, неужели ты действительно умер? Пронеслось у нее в голове. Она отказывалась верить, что Итачи, когда-то юный гений клана и капитан Анбу, а теперь опасный преступник Рангээс и член преступной организации под названием Акацуки, мог так легко умереть, проиграв своему младшему брату. Странно, как такое вообще могло случиться? Это еще предстояло узнать. Итачи медленно поднялся из тьмы. Он, не спеша, шел по занесенной снегом дороге. Вокруг не было ничего, кроме снега. Чисто белого снега. Не было ни воздуха, ни запаха, ни боли, ни страха. Даже звуков не было. Шиноби медленно шел в никуда, не зная даже зачем. Со временем рядом, на белоснежном снегу стали появляться красные пятна. Кровь. Именно в этот момент Тачиха понимал, что нет ничего более красивого, чем смесь белого и красного снега и крови. Юноша не очень хорошо понимал, зачем он идет, почему не падает и не останавливается. Но он точно знал, надо идти. Что-то ему подсказывало, что если он остановится сейчас, то идти уже не сможет никогда. Итачи все шел и шел по белоснежному снегу с каплями крови на нем. Но в один момент, закрыв глаза и потом вновь открыв их, перед парнем предстала картина иного характера вместо белоснежного с каплями крови снега. Он снег был полностью покрыт алым соком живых, что придавало ему зловещий оттенонок. Вокруг стояли безлистные деревья, а на небе красовалась кровава красная луна, на черном небе. Не было ни звезд, ничего, только кровава красная луна, кровавый снег и угнетающие деревца, выглядывающие из-под снега. Все, казалось, замерло в напряженном ожидании, но ни единого даже слабого вздоха не вырвалось из груди лежащего в безмолвии юноши. Ни единого движения с его стороны, никаких признаков жизни он подавать решительно не желал. Девушка глубоко вздохнула и выпрямилась, выпустив его руку, на холодных пальцах которой еще оставались пятна крови, не успевших сойти с каплями дождя, что до сих пор стучал за окном. Поняв, что надеяться на внезапное оживление брюнета бессмысленно, молодая Кунаича решила пролить немного света на ситуацию, причем в буквальном смысле. Мрак комнаты разогнал маленький огонек свечки, стоящий на тумбочке у кровати. Теперь девушка смогла рассмотреть получше умершего парня. Он был бледен и безмолвен, мокрые волосы не сдерживала больше потерянные в бою резинка, и они растрепались, рассыпавшись по подушке. Кровавые дорожки, идущие к подбородку, еще виднелись в уголках рта, но самым ужасным были холодные и безжизненные открытые глаза и тачи, пустые как темные колодцы. Выражение такого лица выглядело пугающим, ибо в нем явно читался отпечаток смерти. Девушка еще раз тяжело вздохнула и ладонью закрыла веки умершего, затем также осторожно вытерла кровоподтеки. Теперь казалось, что Учиха просто уснул. Уснул беспробудным сном и пал в забвении. «Как же ты такое допустил, и тачи! Ты должен был выжить и пойти дальше своим путем, а не оставлять все на откуп младшего брата!» Грустно проговорила девушка, по щеке скользнула хрустальная слеза и упала на его лицо. Все еще находясь в тишине, парень вздохнул и пошел дальше сквозь кровавые сугробы. Вперед, к луне, где, как он думал, его будет ждать вечный покой, к которому он так стремился. Но эту угнетающую обстановку пробила капелька, если это можно было назвать капелькой, размытая на миг пространство и звук падающей воды. Юноша будто бы очнулся от сна, но пробиваться в жизнь ему не очень-то хотелось, да и смог бы он. Нет. Слишком тяжело, даже для Нбуякацука в одном. Он вновь перевел свой ненавидящий взгляд на луну. Ох, как же ему надоела эта тишина! Хоть у Чихи все на вид тихия, внутри у каждого царит ураган. А в этом урагане царствует пламя, уничтожающее остальные эмоции и оставляя только себя и его огонь и ураган, пламя и ветер. Учиха тяжело вздохнул и продолжил свой вечный путь к луне. Привычная для него безмолвность теперь будто довела Найтачи, заставляя его кричать. Он вновь закрыл глаза, а открыв их, перед взором вновь показалась другая картина. Голова юноши была аккуратно уложена на кроваво-красные одевания. По его телу время от времени пробегали чувства чаготой еще более холодного, чем снег или лед. Острие ножа вонзалось в тело у Чихи, заставляя его беззвучно надрываться криками, полными болью. Существо в капюшоне, которое и было его палачом, приложило ледяные, как сталь пальцы, колбу жертву будто проверяя, нет ли у него температуры. На самом же деле он всего лишь удостоверялся, что кожа парня достаточно остыла. При каждом ударе пленник издавал неслышные стоны боли, из его ран ручьями текла кровь. Со временем кровь начала медленно замерзать. И вот мученик вновь удостоверился, нет ничего лучше, чем смесь белого и красного. Снега и крови. Ручьи алвысокоживых и с тела Итачи покрывались тонким слоем льда. Ему казалось, что кровь теперь течет гораздо быстрее обычного. Веки Шиноби медленно закрывались, а в последний момент он успел увидеть в капюшоне лицо своего мучителя им был. Его младший брат, Учхасаски. Итачина всегда закрыл глаза. Чтобы через миг проснуться в чьих-то теплых руках. Чьих именно, он не понимал, но знал точно, что не в руках врага, и точно не в руках Акацуки. Проведя рукой по его волосам, девушка убрала прилипшую к щеке черную прядку и, ничего не замечая, продолжила монолог Итачи, как ты мог пожертвовать своим будущим. Пусть даже ради Акацуки. Но я тебя не узнаю. Может, эти Акацуки тебя изменили? Хотя, не думаю, что Ктато мог сильно повлиять на твой характер. Может, я просто никогда не знала настоящего тебя. Но я не хочу верить, что такое могло произойти. Ты мог проиграть битву, но в войне всегда выходил победителем. А теперь... Да, тебя, похоже, добили окончательно, забавно. Она слабо усмехнулась. Ну да, забавно, что она говорит все это мертвому юноше, бывшему товарищу в команде Анбу, а ныне разыскиваемому по всему миру преступнику. Однако Куна еще нужно было выговориться. Она еще при жизни хотела столько ему рассказать, но у нее так и ни разу не получилось, а теперь было поздно. Девушка усмехнулась, вспомнив свое детство, как она часто наблюдала за черноволосым мальчиком, тренировавшимся в метании сурикенов, прячась за толстым стволом дерева. Сколько раз она хотела подойти и заговорить с ним, но так ни разу не решилась. А сейчас осталось только проговорить все это его холодному телу и никогда не услышать ответа. Неожиданно она поддалась вперед и обняла парня, уткнувшись лицом в его плечо и даже не заметив, какое теплое его тело, тихо произнесла. «Итачи, прости меня, что ничего не рассказывала тебе раньше. Не сказала, не остановила, не защитила. Я упустила свой шанс, но сейчас бы отдала все за еще один единственный. Прости». Соленые слезы предательски брызнули из глаз, орушая забрызганную кровью и дождем одежду учихи. Только-только успевшую высохнуть юноша видел лишь тьму, но отчетливо слышал тихие женские всклипы, и то, что чужая, теплая кожа прикоснулась к его телу. С трудом он выдавил из себя. «Кто? Ты?» Тихий хрипловатый голос у левого уха прервает поток слез, девушка тут же отдернулась и посмотрела на лицо брюнета, которого оплакивала всего мгновение назад. «Живой? Ну как? Я же проверяла, он был холодный и даже не дышал, пульса тоже не было. Это просто чудо!» Подумала опишевшая Кунаичи. Но это чудо имело один сильный недостаток. И Тачи по-прежнему смотрел на нее пустыми глазами, в которых не было видно никакой жизни. Как будто даже сквозь нее девушка все поняла и вся радость тут же улетучилась. Не видит. А слеп. Проклятый Мангеки Шаринган обернулся против своего владельца, а может, еще и передача сил Саски тоже сыграла здесь свою роль. Внезапно парень вновь начал кашлять кровью. На вид это, конечно, было не самым приятным зрелищем, но поделать что-либо в данном случае могла только его спутница. Последняя спохватилась тут же вскочила с кровати, забегав по квартире в поисках чистого стакана. Когда таковой был найден, она налила туда воды из-под крана и вернулась к постели пробудившегося и уже переставшего кашлять у Чихи, на ходу доставая какое-то лекарство в маленьком бутыльке и высыпая его в чашу. «Вот, выпей это, пожалуйста! Станет легче!» — промолвила втише юная спасительница, приподнимая голову парня, поднесла стакан с жидкостью к его рту. Однако тот замешкался, и она вполне понимала почему. «Не бойся, Итачи, это не яд! Я твой друг и пытаюсь тебе помочь!» — мягко добавила она и немного наклонила бокал с лекарством. После этого парень покорно начал глотать жидкость. Допив, он вновь плюхнулся на подушку. «Друг? Что значит «друг?»?» — задумался Учиха, поднимая свои пустые зрачки на девушку и пытаясь найти ее во все той же тьме, что окутывало его все время. Несмотря на плохое состояние юноши, юная Кунаича смогла слабо улыбнуться. Впрочем, он все равно не мог бы это увидеть. Для пущей уверенности она помахала рукой перед его лицом, но не получив на это никакой ответной реакции, ей пришлось поверить в неспособность Брюнета видеть. «Почему?» — еле слышно начал говорить длинноволосый Шинобе, «ты пытаешься, помочь?» Он покорно стал ждать ответа, так а его заинтересовал тот факт, что о нем кто-то беспокоится. «Эх, как жаль, что кто этот человек, ему было не дано узреть, ну, я... я...» Просто не могла бросить умирающего человека на произвол судьбы, немного запинаясь, ответила она на вопрос больного Учихи Итачи. «Неужели ты меня не узнаешь?» «Я Камяка». «Хьюга Камяка». Она-то думала, что он хоть по голосу ее узнает, так как это единственное, что не изменилось в Кунаиче за все то время, что они не виделись. За восемь лет прежде хилая и незаметная Камяка превратилась в красивую девушку со стройной фигурой и милым личиком. Правда, прическа так и осталась короткой, но теперь темные волосы выбивались в стороны, нарушая прилежный вид, а две и сине-черные прядки длинные почти до плеч обрамляли лицо. Это придавало брюнетке схожесть с кошкой, но все в мыслях называли ее «дитя бога» так можно было перевести ее имя. И все же самые прекрасные в юной богине были теплые и добрые сиреневые глаза, гордость клана и в то же время ее сила. Хьюга шумно вздохнула и встала с края постели. «Тебе сейчас не стоит говорить, не то кашель может вернуться. Лучше полежи спокойно и попытайся заснуть. Ты слишком ослаб после боя с Саски, тем более потерял зрение». Темноволосая Кунаича накрыла лежащего юноша Диламы, взяв свечу со стола, отошла на шаг назад. «Свет тому, кто ослеп, теперь уже был ни к чему. Я буду рядом. Если что-то понадобится, то зови». «Спокойной ночи», — сказала она и направилась к дивану, который должен был послужить ей ложем на эту ночь. «Умирающего, значит?» «Хм». Вздохнул парень и пустыми глазами посмотрел в потолок. «Я был мертв». Через некоторое время молодой Шеноби погрузился в мир грез и сновидений. Ему снились различные вещи, но самым длинным был сон воспоминания. Тринадцатилетний парень в маске Анбу сдавал отчет об очередном закончившемся задании с простым безэмоциональным лицом. Когда он закончил рапорт и хотел было удалиться, в помещение вдруг влетела еще одна Анбу девушка примерно его возраста. Снимая маску на ходу, она приветливо улыбнулась мальчику. «Хакагисама, Данзасама, миссия завершена успешно, никто не пострадал», — с довольством на лице сообщила новоприбывшая, а после вновь повернулась к товарищу. Тот смотрел на нее равнодушным взглядом, отчего улыбка Кунаичи начала медленно таять. Через несколько секунд Учхо отвернулся от нее и собрался сделать шаг прочь из кабинета по выдаче миссии, как его вновь остановили, только на этот раз это был голос старика третьего. «Отлично, Камико, отлично. Думаю, тебя пора перевести в третий отряд, будешь под командованием Итачи». Он как раз просил хорошего Шиноби в дополнение к себе, «Так что ты идеально подойдешь, так ведь, капитан Учхо?» Все взгляды были устремлены на обладателей Шарингана, но тот отвечать не пишил. Темноволосая девушка уже боялась, что он откажется, хоть и от рекомендации самого Хакагиселия не отказаться-то и невозможно, но ведь это был гений Клан Учхо, молодой капитан взвода Анбу, уже столько сделавшую для своей деревни и страны, что, казалось, уж ему-то можно все. В то же время Камико боялась быть принятой, все-таки ее соклановцы навряд ли будут рады, когда узнают, что Хьюга будет служить под командованием Учхи. Их кланы терпеть друг друга не могли и вечно соперничали, но этот страх девушки был таким маленьким, что она почти не брала его в расчет. Прошло всего четверть минуты, но для брюнетки это время показалось вечностью, так как она успела передумать кучу всего, однако после этого Итачи коротко кивнул в знак согласия, развернувшись, направился к выходу. Проходя мимо обладательницы Бьякогана, он попутно бросил на нее косой взгляд. Та предприняла последнюю попытку, снова милая немного застенчиво улыбнувшись черноглазому и такому холодному юноше, и к своему удивлению получила улыбку в ответ. Впрочем, это едва ли можно было назвать улыбкой, всего лишь небольшое движение уголков губ вверх, смягчившее каменное лицо. Но этого было достаточно, чтобы юная представительница Анбо зашлась легким румянцем на щеках. Ее новый капитан уже ушел, когда на ее плечо опустилась и подбадривающая успокоивающая рука Сандеми. С того дня я твердо поняла, что влюбилась в эту легкую полуулыбку своего врага, да, он всегда был моим врагом, врагом клана, затем стал врагом деревни, а чуть позже и всего мира, кроме кучки таких же преступников, как и он. Учхо Итачи, я так долго тебя не видела, но даже теперь мне кажется, что все, как и прежде, даже чувства те же, хоть и мы оба изменились. Только вот незадача, ты не можешь больше увидеть меня, и вот я опять помогаю тому, кого по идее должна ненавидеть. Прежде как гения неприязненного моим родственникам и родителям клана Учхо, а теперь как особо опасного преступника Рангээса хладнокровного убийцу. Но этого нету в помине, я просто не могу тебя ненавидеть, хоть я, как и всегда, верно служу главной ветвью клана Хьюга самаками из побочной ветви, как и прежде верно служу своей родине, деревне скрытого листа. Все, как и прежде. Такие мысли блуждали в голове брюнетки, на которую нахлынули старые воспоминания. Она лежала с закрытыми глазами и уже не знала, были то ли ее просто мысли или же сон, ведь как уснула, девушка совсем не заметила. Когда ночной дождь успокоился, первые лучи встающего солнца уже озаряли золотистую дорожку, коей был отмечен предстающий путь для дневного светила, неся с собой предвестие наступающего утра. Примерно в это время проснулся Итачи. Будто бы осмотревшись, хотя ясно, что увидеть что-то ему было невозможно, он направил пустой взгляд на молодую Хьюга, хотя и не знал, где она именно. Из полуоткрытых глаз он наблюдал за движениями девушки, слыша каждый ее мирный вздох и шорох от переворачивания на другой бок. Было непонятно, как он понял, что она именно там. Совпадение или повышенное чутье не важно. Через некоторое время парень аккуратно встал с постели и на ощупь пошел к ванной. Ощущение темноты вокруг казалось ему давяще болезненным, но позволить себе закричать Итачи не может, потому лишь судорожно тянется, в надежде прикоснуться к стене. Футан, с которого он поднялся, был расстелен посередине комнаты, далеко от стен и ослепший юноша не может найти опару сразу. Он даже не знает, обо что спотыкается и почему падает, но сдерживает недостойный вскрик испуга просто потому, что он... Учхо. А Учхо не имеет права вскрикивать, даже если в момент падения ему кажется, что он летит в бесконечную давящую темноту, лишенную малейших проблесков света. От всей этой возни проснулась хозяйка дома. Камико медленно открыла глаза и посмотрела вперед. Она еще не могла понять, что из вчерашнего было реальностью, а что сном, и лишь когда взгляд ее упал на осторожно двигающегося по комнате Нукинина, мысли девушки пришли в порядок. Не шевеляясь, она продолжала молча глядеть на Итачи, так испуганно идущего навстречу неизведанному. Каждый шаг был для него труден, будто шаг в пропасть. И вот очередной шаг вперед оказывается неудачным. Парень спотыкается о рюкзак, который его спасительница вчера оставила на полу, ибо в пылу случившихся событий совсем не замечала, что и куда кладет. Тогда было важно лишь одно проверить состояние брюнета, а сегодня такая невнимательность обернулась против спасенного. Он начал падать, но внезапно падение остановилось. Темноволосая Кунаича успела подхватить его почти в самом начале, покачнувшись и едва не свалившись вместе с юношей, но все же не дала ему позорно свалиться на холодный пол. Она осторожно обнимает его за плечи, а очху утыкается лицом в ее шею, ощущая чарующий аромат фиалок, идущих от ее волос. Это успокаивает и придает ему сил. Брюнет с пустыми глазами, отодвигается, и, держась за плечо девушки, снова выпрямляется. «Проводить?» Тихо спросила Хьюга, хотя уже по лицу Итачи знала, каким будет ответ. Тот отрицательно помотал головой, убрав руку с теплой опоры в ее лице. Девушка все поняла, однако взяла его правую руку в свою ладонь и прикоснулась ей к находящейся рядом стене, которую он так настойчиво искал, затем отошла. Она точно знает, каким бы ни был беспомощный мучха, он ни за что не будет просить помощи у других. «Этот путь, которым ему отныне придется следовать, он должен проделать сам, она же может только направить его в нужную сторону. Ванная прямо, как раз справа от тебя. А кухня находится чуть дальше впереди на противоположной стороне», сообщила Камика бывшему обладателю Мангеки Шарингана, поднимая свой рюкзак, послуживший препятствием для него. Невидящий Шинобел лишь благодарно кивает в ответ и двигается дальше. Но теперь все меняется. Хоть его движения все так же осторожны, но в них уже нет былого страха, ведь Итачи знает, что плечо той, что назвалась его другом, рядом, ее поддержка словно освещает перед ним мрачную дорогу и отгоняет ужас непроглядной темноты, что будет с ним отныне. Юна и Хьюга уже с легкой улыбкой наблюдают за юношей, который спокойно идет вперед, обходя препятствия в виде интерьера комнаты, изредка натыкаясь на что-нибудь, но тут же ловя и возвращая упавшие предметы на место. Даже потеряв зрение, в нем виднеется талант гениального ниндзя, как и прежде, парень медленно двигался к нужной двери и уже вскоре переступил порог в ванной и комнаты. Помогает, значит. Ха-ха. С легкой полуулыбкой усмехнулся сам себе очиха и на ощупь открыл кран. Холодная вода из трубы преснула на его руки, смывая с тонких пальцев последние капельки крови, оставленных его братом. Когда Итачи закончил процедуру, он вернулся в главную комнату. Как он понял, девушка уже была на кухне, судя по звуку передвигаемой посуды и аромату зеленого чая с жасмином, долетавших оттуда. Черноволосый Нукинин отошел от стенки и потихоньку пошел на манящий запах. Лишившись зрения, все его остальные чувства сильно обострились, как бы возмещая утраченное. Он отчетливо слышал даже шум ветра за окном, все это было для него в новинку и предстояло еще узнать, как пользоваться своими новыми преимуществами, чтобы скрыть большой недостаток. Наконец он без особых напастей добрался до противоположной стены и, чуть придерживаясь за нее, двинулся в нужном направлении, параллельно с этим запоминая расположение предметов. Вот, значит, что такое видеть все в другом свете, а точнее, без него, мелькнула мысль в голове Учихи. Добравшись до косяка, он раздвинул шторки и вошел на кухню. Комика, увидав входящего брюнета, приветливо ему улыбнулась, наверное, по привычке, ведь толку от этого было чуть, ведь увидеть ее улыбку он не мог, только если почувствовать понаэтию. «Что на завтрак будешь? Или тебе только чай?» Спросила она у вошедшего. Тот лишь кивнул в знак приветствий, а потом тихо добавил «только чай». С абсолютно спокоен и непоколебимым голосом произнес он на ощупь, найдя стул и сев напротив девушки, которая уже успела встать из-за стола, чтобы приготовить ему напиток. Брюнет по звукам определял, что она делает, и внимательно следил за Хьюгой незрячими глазами, будто смотря сквозь нее. Хотелось бы увидеть, пронеслось в его мыслях. Обладательница Кики Гинка тем временем закончила приготовление ароматного чая, поставив кружку на стол перед юношей, вновь заняла свое место напротив него. Сама она уже успела поесть и теперь тоже попивала бодрящий напиток. Некоторое время оба Шинобе просидели в молчании, ибо Итачи всегда был не особо многословен, а его знакомая же просто не решалась с ним заговорить. Под гнетом его пустых и безжизненных глаз ей было почему-то неловко. Но вскоре темноволосая Кунаичи все же смогла задать парню вопрос. «Как твое самочувствие?» Тихо промолвила она и тут же поняла, что с ее стороны это было бестактным. Ну да, нашла о чем спрашивать. Да после боя, где он едва не умер, да еще зрение потерял, как можно чувствовать себя хорошо? Эх, дура я! Точка, Камика пожалела о сказанном, но взять свои слова обратно уже не могла, да и ответ собеседника все равно было интересно услышать. Тот немного помолчал, а потом спокойным, практически безэмоциональным тоном произнес «Нормально». Стандартный ответ у Чихи. Сколько у них не спрашивай, с ними всегда все нормально. Врут. Вот и сейчас Итачи врет, не колеблюсь. Ему не нужно, чтобы за ним ухаживали. Признак слабости. Хорошо, только и смогла на это сказать девушка, хоть и знала, что он явно лжет. Такая уж черта водилась за многими из семействов Хьюга, они могли легко заметить, где правда, а где ложь, и, видимо, ее это не обошло стороной. Но сейчас Камика было не до упреков, надо было поговорить о более важных вещах. Новая жизнь для Итачи накладывала собой новые правила. «Послушай, я уже скоро уйду в Канаху, мне надо еще отчет по миссии сдать», сообщила она, «Когда допила чай, смотря в глаза своему собеседнику, эта пустота в зрачках уже почти перестала ее пугать, меня не будет весь день, позавтра постараюсь уже утром быть здесь. Так что обустраиваться тут тебе придется без меня. Мы сейчас находимся на территории стран огня, однако все же попрошу дальше заднего двора никуда не ходить, сам понимаешь. А дверь, ведущая во двор дома, как раз находится на кухне. Этот дом стоит в глуши и считается покинутым, так что никто сюда не зайдет, но все же ночью лучше не шуметь. А в остальном делай что хочешь». Разъяснив все, что было нужно, темноволосая Кунаича поднялась и вышла из-за стола, направляясь обратно в большую комнату, чтобы забрать свои вещи, уже на ходу затягивая повязку на лбу потуже. Так она прятала свою печать побочной семьи клана Хьюга, которую получила еще в детстве. Подойдя к занавескам, она приостановилась и обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Учиху, а затем добавила, «Разумеется, о тебе я никому ничего не скажу. Еще бы, за такой меня сразу под арест посадят, если уж не казнят», подумала она. «Хорошо», только и смог произнести парень, залив бодрящий напиток в рот, а потом поставил уже опустошенную чашку на место. «Хорошо, что не узнают», также выдержав паузу, добавил он, глядя на Хьюгу своими безжизненными глазами. «До завтра тогда». Талиш едва слышно вздохнула и скрылась за занавесками в гостиной. Девушка подошла к стулу и, взяв в руки рюкзак, нацепила его себе на плечи. Ей совсем не хотелось уходить, но она и так порядочно здесь задержалась. «Да, надо будет еще оправдание для задержки придумать, но, с этим я, думаю, справлюсь», поставила она мысленно перед собой очередную задачу. Кунаичи из клана Хьюга бросила последний прощальный взгляд в сторону кухни, где остался сидеть черноволосый юноша. Казалось, что вот сейчас она уйдет и с ним обязательно что-нибудь произойдет, да обязательно что-то плохое. Однако Камика тут же поспешила отогнать все эти проклятые предрассудки прочь, сделав в своем уме заявление «такой чеху уж точно не пропадет». После чего сложила пару знаков и испарилась, по обыкновению оставив после себя легкую серую дымку. Когда девушка исчезла, Итачи медленно встал и уже более уверенно, чем утром, пошел в комнату. Присев на краешек кровати, он вздохнул и пустыми глазами посмотрел в потолок. Ушла, но скоро придет. Хах, мысленно усмехнулся парень, обычно так говорят, когда не собираются возвращаться. Много ли, мало ли времени прошло, когда он, наконец, вышел из своих раздумий. Так, надо будет потом узнать, где тут часы. Учхо неожиданно поднялся со своей постели и вновь пошел на кухню, лишь пару раз налетев на мебель в гостиной. Однако такие ушибы ничуть его не расстраивали. Даже наоборот, он почему-то улыбался. Войдя в светлую и чистую, как он позже в этом убедится, кухню, слепой ей юноша стал изучать ее обстановку. Добравшись до холодильника, он открыл его и стал перебирать разные предметы, бывшие внутри, пытаясь на ощупь выяснить, что же именно он сейчас держит в своих руках. Половину он так и не смог узнать, особенно закрытые банки и коробки. Эх, если бы только парень мог прочитать надпись на этикетке. Тогда бы вопрос о том, что готовить себе на обед, был бы немедленно решен. Теперь он уже начинал жалеть, что девушка так рано его покинула, оставив практически ни с чем. Она смогла задать ему лишь основные ориентиры в этом доме, остальное же большим грузом легло на собственные плечи Итачи. Но он вовсе не собирался сдаваться. Если судьба подарила ему еще один шанс, то почему бы им не воспользоваться? А уж преодолеть трудности, которые перед ним предстали в новой жизни, Учхо как-нибудь сумеет. Нет, даже не так. Он обязан их преодолеть, иначе просто не выживет. Ничего, справлюсь, внутренне сказал сам себе Брюнет, захлопнув дверцу холодильника и продолжил изучение маленького мира кухни. С проблемой прочтений он тоже справится. Он должен успеть все сделать и найти решение, чтобы не выглядеть больше беспомощным юнцом в глазах этой Хьюги, которая должна была вернуться следующим утром, если, конечно, вообще вернется. Очередной приступ проклятого кашля был вынужден помешать его дальнейшим рассуждениям. Хотя, как позже Итачи заметил, когда кашель прекратился, крови было куда меньше, чем обычно. Интересно, с чего бы это, может, то лекарство, что она мне дала, помогает? Ему с трудом верилось, что эту болезнь, с которой он ходил годами, можно так просто остановить, вылечить. Но все же, он надеялся, что и этому найдется ответ. За всеми этими заботами солнце незаметно перекатилось за край горизонта только за тем, чтобы спустя несколько часов вновь показаться с другой стороны, отмечая собой новый день. Слыша шелест листва и тихое пение ранних птиц за открытым окном, черноволосый юноша открыл глаза, но, как и раньше, оставался во тьме. Зачем же тогда он их открывает и закрывает, если ничего не меняется? Нет, в этом заключается теперь разница в том, спит ли он или же бодрствует. Да и привычка просто, привычка всех людей, даже слепых. Потому чхо, отдохнув в кратком сне, как и обычный человек, встает с постели, одевается и идет умываться, футон можно убрать и потом. А через несколько минут он уже открывает дальнюю дверь на кухне с намерением выйти на улицу. Свежий ветерок ударил в лицо, неся с собой легкий аромат хвои и цветов из леса, что окружал невзрачное строение с трех сторон. Также брюнет ощущает влажный запах утреней росой теплой лучики дневного светила, совершающего очередной обход своих владений на земле. И он понимает, это действительно утро, хорошее утро, а то часы он так и не нашел. И этим утром должна была явиться девушка, которая вытащила его из лап смерти. На лице парня невольно промелькнула легкая улыбка. Был ли он благодарен ей за все это или, наоборот, недоволен? Он не знал, точнее, даже и не думал об этом, так как старался не думать об этой особе. Итачи еще немного постоял возле двери, а потом покинул задний двор, возвратившись в дом. Надо было еще приготовить завтрак, чтобы, когда придет Камяка, спокойно сидеть на кухне, делая вид, что он ее собственно не ждал. Однако, вопреки плану, все пошло совсем не так. Даже когда юноша закончил свою трапезу, Кунаичи не появилась. Интересно, что ее задержало? Впрочем, неважно, подумал он, убирая посуду, огонек волнения как загорелся, так и быстро погас. Справив свои дела по дому, Учиха еще раз обошел свои новые владения, а затем сел на подоконник, прижавшись спиной к боковой стене и прислонившись виском к прохладной поверхности стекла, стал просто слушать звуки природы, долетавшие с другой стороны окна. Теперь, когда заняться было нечем, его мысли снова стали возвращаться к отсутствующему другу. Время шло, утро уже сменилось на день, а в доме было все так же тихо и одиноко. Значит, точно не придет, сделал мрачный вывод юноши, не двигаясь с места, но все же по-прежнему отчитыв время ожидания. Все-таки же он внутренне хотел показать Хьюге, чему он уже научился за время ее отсутствия, и что он более не нуждается в ее заботе. Так выходит, она мне для Чегото еще нужна? Хах, глупости, о чем я только думал, но все же, что мне делать теперь? Тут парень ясно осознал, что все свои планы он строил с тем, что эта девушка будет рядом с ним, а о том, что он будет делать один, он даже не подумал. Неожиданно раздавшийся хлопок в комнате выбросил Итачи из внутреннего мира и своих мыслей, уже становившихся для него пыткой. Серый полупрозрачный дым разлился по гостиной, в центре которой уже стояла новоприбывшая Кунаича с сиреневыми глазами, сжимающая в руках большой пакет, наполненный доверху провизией. Итачи. Позвала она его и нашла парня сидящим возле окна, взгляд его был направлен куда-то в сторону, прости, что так долго. Я просто... Брюнет тихо вздохнул и перебил девушку. Ты опоздала, холодный голос заставил ее вздрогнуть, и потому будешь наказана. С этими словами Учиха слез с подоконника и пошел навстречу к Хьюге, та лишь замерла в ступоре, вопросительно хлопая глазами. Ничего не понимаю, что значит будешь наказана. Раздумывала она, так и оставшись стоять на месте. Свои же действия Итачи разъяснил достаточно просто. Дойдя до темноволосой девушки, он чуть посторонился и прошел мимо, на ходу бросив шутка. Косой взгляд и знакомая полуулыбка привели брюнетку в чувство. Дежавю. Только в этот раз она улыбнулась позднее. Шутка. Пронеслось его последнее слово в мыслях. Раньше она никогда не видела, чтобы этот парень шутил, но была довольна этим открытием. Ведь так можно было понять, что он рад ее видеть, ведь прямо свои чувства у Чхош точно выражать ни за что не станет. Обладательница Бьякугана с улыбкой провожала направляющегося на кухню юношу, замечая, как он легко делает шаг вперед без тени сомнения, изредка придерживаясь за встающие на пути предметы мебели. Его походка плавная и легкая. Поразительно. Всего за день он запомнил расположение всех предметов в доме и спокойно передвигался в его пределах, воистину гений, внутренне восхитилась своим другом юной Хьюга и пошла следом за ним. Войдя в светлое помещение, она застала и тачи рядом с кухонными шкафчиками. Его длинные чуткие пальцы скользили по полкам, перебирая баночки и коробочки в поисках нужного предмета, на самых кончиках среднего и указательного мерцало голубое сияние. «Вижу, ты уже понял, как можно читать с помощью чакры». «Отлично», привычно безобытным тоном похвалила его Камико, ставя принесенный пакет с продуктами на стол и тоже начала что-то выискивать в нем. Ввиду своего занятия она не заметила, как парень чуть повернул голову в ее сторону. Естественно, ответа не последовало, но в мыслях он был немного удивлен. Так она знала про этот способ. «Хах, забавно», подумал Брюнет, даже позабыв, что он хотел найти на полке. Внутренне усмехнувшись, он вывел для себя два возможных варианта, как такое смогло получиться либо эта девушка очень умная, либо его гений дал небольшой сбой вследствие последних событий. «Мда, теряю норов», «нашла», послышался возглас со стороны Кунаича с фиаковыми глазами. Она подошла к юноше и нацепила на его запястье какое-то украшение, не то браслет, не то ремешок, как тому показалось на ощупь. «Это часы, думаю, тебе пригодятся. А то в доме и будильник нет. К тому же эти точно объявляют каждый час, ну и будет тоже, если надо. С управлением ты и сам справишься, я так думаю». Брюнетка скромно улыбнулась, слегка залившись румянцем, надеясь, что он не расценит это как подарок. «Это просто нужная вещь, ничего особенного». Черноглазый Учиха так и подумал, потому нисколько не изменился в лице, только кивнул в знак благодарности, но для нее это было вполне достаточно. Хьюга отошла и снова вернулась к продуктам. «Ты ведь не против, если обед приготовлю я?» Поинтересовалась она спокойным тоном у парня. «Не против», коротко ответил тот и сел на стул, предоставив все девушке. Он не понимал, почему все-таки позволяет ей о себе заботиться, когда смог доказать, что ей совсем вполне способен справиться сам. Видно, ему просто хотелось немного отдохнуть. «Отлично! Я как раз купила данву на чай, надеюсь, ты любишь сладкое». Отозвалась Камико с умеренно счастливым видом, выбирая, чтобы такое приготовить. «Я сегодня тоже ненадолго здесь, только до вечера, позавтра уже вернусь на целый день. Хорошо, что мне в какой-то веке дали выходной. Освоен я сказала, что буду весь день тренироваться. Вскоре еда была готова и беседа уже продолжилась за обеденным столом». Так и потекла мирная жизнь бывшего члена Акацуки и опасного преступника Ранга из Учихи Итачи. С потерей зрения и непроизвольной инсценировки своей смерти он утратил свой прежний интерес как к убийствам, поимке хвостатых, так и к своему младшему брату. Месть Саски была свершена, он победил Нисона, так что пусть думает, что тот погиб, собственно, как и все остальные. О том, что Нукинин выжил, знала только Камека, но и мог узнать тот ходячий и говорящий гибрид растений и человека из преступной организации, как она предполагала. Но когда Брюнет услышал историю их встречи, то лишь рассмеялся, ибо наверняка знал, что Зитсуна вряд ли расскажет лидеру о таком промахе. А даже если и расскажет, то что с того? Мадара всегда его недооценивал, так что искать тело своего потомка уж точно не будет. Поэтому, оставив проблемы прежней жизни за спиной, Итачи начал искать себе цель в новой, пока отдыхал и восстанавливал силы, привыкая к вечному мраку перед глазами. Молодая Хьюга же продолжала ему помогать. Теперь она навещала его довольно часто, лишь иногда пропадая на один или два, но парня уже перестала это беспокоить. Куда бы далеко Кунаичи не уходила по заданию или без, она всегда рано или поздно возвращалась к нему. Темноволосая девушка всегда появлялась с привычным хлопком, так ни разу не воспользовавшись входной дверью. И с каждым приходом она всегда приносила что-нибудь с собой, будь то обычная поставка заканчивающейся время от времени и да или же интересные свитки и книги, что так любил почитать ее неспособный видеть друг, а читал он их конечно при помощи чакры. Вообще, он только и делал в свободное время и в отсутствие девушки, что читал. Да и в принципе, в этом старом доме делать было почти нечего, кроме как соблюдать порядок и чистоту. Но времени эти дела занимали немного, ибо часть забыт по хозяйству лежала на приходящей и уходящей Кунаичи в силу того, что парень просто физически не мог заниматься ими. Вот вы можете представить слепого человека, который умел бы стирать и гладить одежду. А конкретно Итачи на этом месте. Когда приходила Камико, то они обычно проводили все время на кухне, попивая чай со сладостями, которыми гость и так любила радовать Учиху. Она делилась с ним последними новостями Канохи, вспоминала интересные и забавные случаи, происходившие в ее жизни, а также советовалась по поводу предстоящих миссий, которые ей поручали как капитану одного из подразделений Анбу. Брюнетт всегда увлеченно ее слушал и спокойно отвечал обычными короткими фразами. Ему было довольно приятно обществу Хьюги, что приносило собой разнообразие в этой ежедневной рутине. И со временем ему пришлось признать, что скромная и тихая девчонка, прежде состоявшая в его отряде Анбу, выросла и превратилась в сильную, умную, как ему казалось, очень красивую девушку. Блестящая была бы для кого-то партия, будь она из главной ветви семьи, подумал однажды юноши, впрочем, о личной жизни сторонного друга он не расспрашивал. Зато она как-то раз пыталась разговаривать его по поводу горького прошлого. Сначала Итачи отмалчивался, но потом, когда Кунаичи с Бьякуганом уже было хотело замять этот неудачный разговор, он неожиданно решился рассказать ей правду, почему ему пришлось убить почти всех своих соклановцев. Да, он смог, наконец, довериться девушке, и попутно с этим выговориться за все эти годы молчания, отчего камень на душе стал значительно легче. А последующая вполне спокойная реакция собеседницы даже прибавила его уважение. Видимо, это и называется дружеская поддержка, улыбался своим мыслям темноглазый парень. Казалось бы, ничего уже худого отношения двух новых друзей произойти не может, но судьба вынуждена будет второй раз доказать им, что предсказуемой никогда не бывает. Наступал новый сезон, лето постепенно сменялось осенью, которая радовала игру и красок не спадающих с тихим шелестом листьев деревьев, ставшие игрушками вездесущего ветра. Ввиду этого природа дарила стране огня последние погожие деньки, которые двое молодых людей проводили на улице. По заднему двору тихого и невзрачного дома сегодня раздавались странные звуки и женские вздохи. Камико в очередной раз оттачивало свои навыки тадюцу. В последнее время она часто стала задерживаться у Итачи допоздна, потому пропустила несколько командных тренировок, ссылаясь на то, что предпочитает изучать новые секретные техники клана одна. И, естественно, чтобы поддерживать свою форму, она иногда занималась на заднем дворе одиноко стоящего в глуши жилища или же в лесу неподалеку. Учиха по своему обыкновению сидел на крыльце возле двери с книгой в руках, безмолвно наблюдая за обладательницей Бьякуганой одновременно не отвлекаясь от чтения. Однако сегодня он решил изменить своим принципам и вмешался в ее незапланированную тренировку. Брюнетка как раз сделала отличный удар ладонью по воображаемому противнику, как вдруг ее атаку остановила реальная сильная рука. Она замерла и озадаченно посмотрела в пустые глаза юноши, пытаясь понять, зачем он это сделал. Итачи, неужели ты хочешь? проступила догадка в уме Хьюги, но тот ее перебил. Да. Совместная тренировка, простой четкий ответ подтвердил ее опасения. Ты уверен? Ведь же. Дальнейшее пререкание прервала его рука, которая едва не нанесла удар темно-волосой кунаичи в живот, но она быстро среагировала и отпрыгнула в сторону. Бывший владелец Шарингна опустил руку и спокойно встал к ней лицом. Не бойся и бей в полную силу. Спокойный, но в то же время властный голос заставил ее занять оборонительную позицию. Нет, он издевается. Но как я могу ударить незрячего человека? Беснуется внутренний голос девушки, но, видя решительный вид у Чихи, она понимает, что уговаривать его отказаться от этой затеи бесполезно. Тогда она решает закончить все одним ударом, чтобы дать ему понять, что не стоило нарываться. Бить сильно не буду, и конечно без Джукина, мысленно оправдывается Комика, когда атакует спарринг партнера, нацеливаясь на болевую точку в области ключицы, однако тот на ее удивление с легкостью уворачивается, словно отмахнувшись от мушки. Слабо, выговаривает он и ударяет ее ногой в грудь. Увернуться от удара Кунаичи, конечно, не может, зато успевает поставить блок двумя руками, но все равно отлетает на два метра, такая сила была вложена в удар. Оправившись от такой контратаки противника, она понимает, что он не намерен шутить, потому поднимается с колена и снова бросается в бой. Тело движется, руки и ноги не останавливаются ни на секунду, они сражаются, забыв обо всем, кружатся и ускользают словно в танце. Прекрасный ближний бой. Но даже в такие минуты поток мыслей у брюнетки с необычными глазами не прерывается. Она поражается, как парень при своем состоянии может биться с ней наравне. Может, она и не использует сейчас Бьякуган, но все же у Хьюга непревзойденный стиль, в Тайдюцу им равных нет. Тем более, все выходцы из клана Чихо сражаются преимущественно на дальних дистанциях, так почему же этому юношу удается уходить от ее так? Она не понимает. Воистину гений, уже в котором убеждается Кунаичи, вновь блокируя его, слепую, атаку. Она просто не знает, что Итачи в свободное время тоже стал потихоньку тренироваться, подражая ее примеру. Ведь он все-таки Шиноби, а Шиноби должен совершенствоваться несмотря ни на что. Это он и решил показать своей подруге, что он может не только позаботиться о себе, но и защитить их обоих, даже несмотря на то, что лишился зрения. И во время боя парень едва заметно улыбается, улыбается, зная, что они оба становятся сильнее. Однако, чем дальше, тем труднее становится уворачиваться и блокировать удары соперницы, которая, распалившись, бьет в полную силу, не жалея партнера. Даже острота слуха и незаметно выпускаемая чакра с целью преждевременно узнать, куда она будет бить, не помогает. Теперь лишь вражденный инстинкт самосохранения в последний момент спасает его от атак. Юная Хьюга уже перестала сдерживать себя и теперь дерется с Итачи как с полноценным противником, даже не замечая, как ему становится трудно. Она просто наслаждается этим сражением, такой захватывающей схваткой двух выходцев из лучших кланов деревни, пока в итоге непредсказуемым движением не проникает под защиту парня и не ударяет его ладонью в солнечное сплетение. От такой атаки Учхо отлетает назад и приземляется у крыльца, ударившись спиной о холодную стену дома. Наваждение от будоражащей сознания битвы спадает, и Кунаичи непроизвольно ахает от испуга, наблюдая результат своей победы. «О боже, что я наделала?» Мелькнула паническая мысль в ее голове. «Итачи, ты как?» Она сорвалась с места и, подбежав к Учихе, протянула руку, чтобы помочь ему подняться, но тот, не обращая на это внимания, встал самостоятельно. В порядке, выдохнул он как ни в чем не бывало. Камико быстро окинуло взглядом его перепачканную одежду и несколько полученных ссадин в ходе тренировки и тихо хмыкнула. «Думаю, на сегодня достаточно», — непривычно строгим голосом проговорила она, но затем тут же смягчилась, хорошая и получилась тренировка. Черноволосый отступник Канохи согласно кивнул в ответ. Однако после пару раз кашлянул, селез держать внезапно хвативший его приступ проклятой болезни, что не укрылось от внимания партнерши по прошедшему бою. Опять кашель. «Ты сегодня лекарство принимал?» Поинтересовалась она, отряхивая свою одежду от пыли, приставшей в ходе занятий. Тот снова кивнул, благо, приступ испарился. Не так давно темноволосая девушка смогла узнать у Хакаги, с чем связаны симптомы его болезни. Легендарный медик поставила диагноз пневмония, причем в затяжной стадии послышь, а я в медицине не сильна, так что если что, не упрекать возможно излечить, если, конечно, нет опухоли, тогда поможет только операция. Но вести на обследование опасного шиноби и разыскиваемого преступника, которого все считали мертвым, Хьюга, разумеется, не могла. Потому пришлось просто покупать ему прописанные цуноделекарства, надеясь на то, что это поможет. И вправду, приступы кашля стали приходить значительно реже, а вскоре и вовсе оставили свой прежде кровавый оттенок. Естественно, эти восстанавливающие здоровье препараты стоили недешево. К счастью, большую часть расходов Учхо взял на себя, а точнее, на свой счет, потому что терпеть подачек, как забота и помощи, он не собирался. Вместо этого он предложил Камико заглянуть в его родовое поместье, чтобы забрать из сейфа часть его наследства, которое было положено старшему сыну главы клана. Ошарашенная Кунаича категорически отказывалась, так как если ее заметят за этим делом, то сочтут как кражу чужого имущества, однако юноша настоял на своем. Пришлось ей проникнуть на территорию истребленного клана Учхо. Девушка потом долго вспоминала это свое маленькое приключение, как она ловко проскользнула мимо снующих тут и там стражи, где были ее товарищи, и также незаметно ушла в освоясье, прихватив то, что было нужно. На вопрос друга о том, почему поместье находится под присмотром Анбу, она ответить не смогла, только пожала плечами. Наверное, думают, что Саски может нагрянуть ни с того, ни с сего, и предъявить свои права над им, высказала она позже свое предположение, так как после последней битвы двух братьев Учхо-младшим ничего не было слышно. Это наводило Итачи на мысль о том, что скрытый глава Акацуки все же смог добраться до Саски, но ничего по этому поводу не говорил, ну, вернемся к событиям после совместной тренировки. Хьюга глубоко вздохнула и посмотрела на стоящего рядом брюнета. «Ладно, идем внутрь», промолвила она и пошла к двери, ведущей на кухню. «Угу», промычал парень, потянувшись следом, а через секунду добавил как бы между прочим отличный удар, никогда еще противник не мог так легко обойти мою защиту, хм. Девушка застула в проеме двери, наполовину обернувшись, слегка ему улыбнулась. «Этому приему меня кузин Неджи научил. Хоть и младше меня, но лучше Шинобя в нашем клане. Кто-то даже гением его называют». Черноволосый юноша как-то странно напрягся и посмотрел на нее невидящими глазами. «Неджи Хьюга». Спокойно произнес он. «Да». Владелица Бьякугана повернулась к нему лицом. «Ты его знаешь?» «Нет», тот отрицательно мотнул головой, «Мой бывший напарник встречался с ним как-то раз». Брюнетка из Анбу виновата опустила голову, так как знала, что ее друг не любил вспоминать то, что было в прежней жизни. После того памятного разговора о вырубленном клане Учиха, они больше ни о чем подобном не говорили. «А, понятно. Вообще-то он сегодня хотел как раз потренироваться со мной, но мне, разумеется, пришлось ему отказать», откликнулась. В конце концов, Камико перевела беседу в другое русло. «Слушай, Итачи, ты весь оброс уже, давай я тебя подстригу немного хоть». И она испустила тихий смешок. За все время, что Учиха прожил здесь, у него значительно тросла челка и теперь почти полностью закрывала пустые темные глаза, что отнюдь не нравилось его закадычной подруге. Тем более, он теперь так хорошо ориентировался в доме и его пределах, что она почти перестала замечать его слепоту. Словно перед ней был прежний и совершенно здоровый Итачи, только повзрослевший. «Не надо, обойдусь». «Еще на лысок карнаешь», буркнул он, непринужденно подколов девушку. Та в ответ лишь рассмеялась, уже вместе с юношей входя в дом, хотя в мыслях ей было не так весело. Она не сказала ему, что Ниджи едва не увязался за ней, так как был не только ее родственником, но и единственным другом из всего клана. В отличие от остальных он заметил странное поведение Камико, потому и предложил потренироваться вдвоем, чтобы узнать, что же с ней происходит. Под этим гнетом Кунаичи пришлось под строжайшим секретом рассказать, куда на самом деле она ходит. Естественно, имени своего нуждающегося в помощи друга она не сообщила, но взяла клятву с ней сына, что он никому ничего не скажет и не будет за ней следить. И все же девушка с фиолковыми глазами побаивалась, что их тайна может выйти в свет, потому стала чаще напоминать парню не включать свет по ночам и вести себя в доме потише. К счастью, тот расценил это как излишнюю заботу, которую она ему оказывала и потому не переспрашивал. Однако молодую Хьюгу не покидало ощущение, что рано или поздно вся правда об ее тайном время при провождении с этим человеком всплывет наружу. Итачи сидел на диване, облокотившись о спинку сидения, и читал очередной свиток. Его пальцы, освещенные голубоватым цветом выпускаемые чакры, медленно водили по строчкам. Его осязание обострилось до такой степени, что бывший обладатель Деудюцу, которое в последующем его же подвело, непроизвольно ощущал шероховатую поверхность от нанесенных на чистую бумагу чернил. Время было позднее, за окном уже начало темнеть, и втише раздавались вечерние звуки природы. Свет в доме парень не зажигал силу наложенного запрета, светиться, по ночам, да и ему, собственно, от этого не было никакого толку. Внезапный хлопок с привычным дымком в гостиной заставил его отлечься от своего занятия. На полу что-то прошуршало, а затем показалась выпрямившаяся девушка. Учиха вопросительно посмотрел в ее сторону, этот визит на сегодня не был запланирован. Комбанова тихо поздоровалась появившаяся. Хоть и говорила она совершенно спокойным тоном, но он каким-то шестым чувством уловил в ее голосе нотки мрачности. Извини, что так поздно, но по-другому я не могла. Темноволосая Кунаич с печальными глазами осеклась, а затем, обреченно вздохнув, повернулась и ушла с принесенными продуктами на кухню. Черноглазый Нукинин, не понимающий изогнув брови, убрал свиток на тумбочку и потопал следом за ней, по пути прихватив оставшиеся посреди комнаты пакеты, которых в этот раз было почти втрое больше, чем обычно. Войдя на кухню, откуда доносились звуки захлопывающихся оконных ставней и черного хода, а после этого щелчок от, как он понял, включившегося света, он поставил нашу на обеденный стол, вновь устремил пустой взгляд черных глаз на Хьюго, которая разбирала провизию. Камека. Впервые позвал ее юноши, ибо такое поведение своей подруги он находил довольно странным. Та отвлеклась от продуктов и повернулась к нему. Да. Отозвалась она через секунду другую, когда вспомнила, что он ее не видит. Что случилось? Спокойно поинтересовался и тачи тяжелый вздох послышался со стороны брюнетки. Она знала, что нужно ответить, только вот никак не могла подобрать подходящее слово, пока ее собеседник ждал ответа. Меня с командой посылают на задание в другую страну, подала, наконец, она голос, затем снова вернулась к фасовке питания. Тем не менее, продолжая говорить, мы должны незаметно проникнуть на территорию Ами и выяснить, что там на самом деле случилось, ну, по возможности разузнать и разыскать тело погибшего Санина Джирайя. А так как меня поставили во главе миссии, отказаться я не могу, да и оставить команду в таком опасном мероприятии тоже. Брюнет понял, что она волнуется, ибо может не вернуться из настолько сложной миссии, однако своего беспокойства по этому поводу не выдал. «Надолго?» «Все так же непринужденно», спросил он. На неделю, если не больше, с долей грусти выдала девушка. Закончив с продуктами, она, выключив по пути свет, вернулась вместе с Учихой в гостиную, где по-прежнему царил мрак, но бледного света от окна было вполне достаточно, чтобы разглядеть стоящего рядом друга. Он молча взирал на нее, она же в свою очередь не решалась заговорить с ним. Тут часы отзвенели девять вечера, отчего Комика всполошилась. «Ой, мне уже пора, а то искать начнут. Я там еще тебе чистую одежду с лекарствами принесла, потом сам разберешь». Она махнула рукой в сторону сумки возле тумбочки, не сводя глаз с парня, пытаясь запомнить его вечно безэмоциональное, но красивое лицо, пусть даже с длинной челкой, не спадающей на глаза. «Я, я, то есть мы с командой постараемся завершить эту миссию побыстрее, и тогда я, я вернусь», словно комок встал в горле девушки. «Но почему ей так сложно говорить, когда хочется сказать так много? Тем более, это может быть их последней встречей». «О, Комиссама, за что? Я даже в последний миг не могу сказать, как сильно его люблю, как он мне дорог, видать, даже этот, вполне возможно, последний шанс мне суждено упустить», восклицает она в сердцах, но не произносит ни звука. И вот, когда Кунаичи, наконец, решается открыть рот, ее останавливает поднявшаяся рука Итачи. Она ощущает странное легкое покалывание, когда он прикасается холодными пальцами к ее лбу, которые потом спускаются ниже, постепенно изучая лицо девушки. Она не отстраняется, даже не шевелится, на время забыв обо всем на свете, лишь закрывает глаза, когда пальцы опускаются на ее веки. «Действительно красивая», мелькнула мысль юноши, когда он убрал руку, он не мог объяснить своего внезапного порыва, узнать, как выглядит Хьюго, как и не смог бы объяснить, почему же он не сделал этого раньше. Но одно Учхо знает точно, он не хочет, чтобы она погибла так скоро. «Возвращайся скорее», сказал он ей на прощание, хотя и сказать хотелось еще многое, но не в его принципах болтать без видимой причины. Лицо темноволосой Кунаичи первый раз за вечер озарилось легкой улыбкой. «Вернусь, вернусь обязательно», как выговорила она, затем, под действием того же внезапного порыва, что был брюнета минуту назад, сделала шаг вперед и чмокнула его в щеку, после чего сделала печати и исчезла с характерным для этого звуком. Итачи не понял мотива прощальных действий девушки, однако теплое мимолетное прикосновение ее губ нашел на удивление приятным. Когда последующий хлопок огласил ее уход, по лицу парня пробежала тень улыбки. Он вернулся на диван и взял в руки оставленный свиток, только вот охота читать совсем пропала. Он не представлял, как проживет эту неделю без общества единственного существа, которое стало частью его новой жизни. Но спустя мгновение он усмехнулся. «Ничего, выдержу», подумал лучиха и пошел закрывать окно, ибо с приходом ночи становилось холодно. Ему не впервые быть одному, так что каких-то жалких семь дней не станут проблемой. Небо, затянутое темными тучами не слило ничего хорошего. Хоть и был еще день, но темно словно вечером. Забавно, но в другой стране время летит быстрее, чем в родной, подумала про себя девушка и горько усмехнулась. Она и еще трое шиноби расположились неподалеку от границы, соединяющая страну огня со страной дождей, где ему довелось только что побывать. Шесть дней они провели на чужбине, следуя приказу Хакаги. И сейчас, в разгар седьмого команды спец. Подразделение шпионов Ханбу во главе с Камикой собиралась назад в Канаху. На счастье командира, операции Вами, что им поручили, прошла вполне успешно. Они сумели без особых помех пробраться на территорию врага и разузнать, что к чему, а затем также незаметно покинуть селение. Однако проделанной работой группа была не совсем довольна. Нам просто повезло, что лидер Акацуки, он же Амикаги, не было в деревне, а то бы нам туго пришлось, сделал вывод один из Амбу, поправляя маску на лице, стряхивая из себя капли дождя, что постоянно лил в чужой стране. И тело покойного Джерайсона мы так и не нашли, добавил второй, тяжко вздохнув. Но ничего, главное, основные задания мы выполнили без потерь, попытался подбодрить команду третий, поплотнее кутаясь в плащ и закидывая рюкзак на плечи. Пока шли сборы, их капитан не сказал и ни слова, но как только все приготовления к отправке были закончены, она встала и подошла к товарищам. «Ребята, идите без меня, а я еще раз проберусь в Амегакури и попробую разыскать его тело», сказала брюнетка, устремив взгляд в сторону вражеского селения, не могло же оно испариться. «Комиссан, вы уверены?» Переспросил ее один из Шиноби, все-таки пойти туда одной, не самая удачная затея. Судя по молчанию остальных, они думали то же самое. «Да, уверена», твердо заявила Хьюго, накинув на голову капюшон, «Все-таки надо попытаться выполнить задание до конца, а эта работа как раз для такого командира, как я. С моими способностями будет легче всего. И не ждите меня, лучше доставьте Хакаге уже полученную информацию как можно быстрее, а я вас потом нагоню. Волк, оставляю команду на тебя. А теперь отправляйтесь. И даже не думайте, чтобы остаться или пойти за мной, это приказ». Трое представителей элитной группы все поняли и все как один ответили «Хай». После чего последовали веления Кунаичи. «Ни пуха, ни пера». Бросил парень с маской волка, когда они устремились в путь, оставив ее. Прошло несколько томительных минут, пока ее команда окончательно не скрылась из виду, после чего девушка тихо выдохнула «К черту!» и помчалась в противоположную таме сторону. Правильно, «К черту!» она словно одержима и летела к тому старому дому, где ее ждал верный друг в образе настоящего врага. А задание «Черт с ним!» Уж она-то знала, что упавшее в реку тело Санины не будет спокойно лежать на дне, за прошедшую неделю его наверняка унесло течением, так что искать попусту бесполезно. К тому же, девушку сейчас волновало другое. Безопасность и тачи. Все-таки за неделю чего только не могло бы случиться. Избрав другой путь, Камека даже не подозревала, что благодаря этому решению спаслась от жестокой судьбы, постигшей ее товарищей, потому что когда они только проникли вами, то попали под всевидящий дождь, созданной жестоким богом деревни для ее защиты. Тихий хлопок и яркая вспышка осветили появление девушки в старом, но до боли знакомом доме. Она, наконец, добралась до него, пробежав полдня без передышки. К тому времени ночь уже накрыла родную землю темным покрывалом, а мрачное небо, затянутое свинцовыми тучами, изредка подрагивающее от ракочущего грома, света отнюдь не добавляло. «Похоже, будет гроза», подумала юная Кунаичи из клана Хьюга и поежилась. Нет, она не ненавидела бурю и дожди, она попусту боялась неистовой погоды. Когда она была маленькой, то всегда забиралась под одеяло с головой, содрогаясь при каждом грохоте, доносящегося из-за окна, закрывала глаза, лишь бы не видеть этой шаровой вспышки, разрезающей небеса на куски. И даже теперь, когда Камика выросла, страх остался ютиться где-то в самой глубине ее души. «Итачи!» Позвала она парня привычно тихим голосом, чуть сжав ладонь в кулак у груди. Тот как ни странно не отвлекался. «Где же ты?» мысленно задавалась вопросом брюнетка, пытаясь найти его во мраке, но безрезультатно. Темно, хоть глаза выкали. Снова сверкнула молния, на миг осветив помещение, у Чихи нигде не было видно. Девушка всерьез забеспокоилась и уже хотела, было, пойти проверить кухню, предварительно включив свет в гостиной, когда вдруг на ее плечо пустилась чья-то рука. Она непроизвольно содрогнулась и громко вскрикнула бы, если бы человек, стоящий позади диками, так вовремя не зажал ей рот ладонью. Темного лосоку наича хватило паника надо двинуть как следует неведомому врагу и бежать, убежать подальше от него, от этого ужасного места и атмосферы, давящей на психику. «Успокойся, это я!» тихий и почти равнодушный голос привел ее в чувство. «Боже, как же ты меня напугал!» шепотом промолвила обладательница Бьякогана, вздохнув с облегчением, едва парень убрал руку от ее лица. Ошибиться она не могла, ибо этот голос отличило бы от любых других. Но все же Учиха вел себя очень странно. Никогда раньше он не подходил так близко, что происходит. Ничего не понимала представительница Анбу, ощущая его дыхание, которое щекотало затылок. Тут она и почувствовала прикосновение его пальцев, ослабивших узел повязки со знаком деревни на голове. «Итачи, что ты?» выдохнула Хьюга, когда протектор спал ей прямо на глаза, которые и так почти ничего не видели, а затем узел снова затянулся. Полнейшая тьма сковала ее. «Ча-ша-ша-ша!» шикнул на нее брюнет, после чего взял за руку и повел куда-то вперед. Его невидящая подруга подчинилась, хоть по-прежнему не понимала, что он задумал и почему так странно себя ведет. Только раскат грома неожиданно остановил ее, не дав дойти буквально один шаг до нужной цели. Но Итачи успокаивающе чуть сжал ее ладони в своей и потянул дальше. Владелица Кики Гинкой сделала решительный и последний шаг в указанную сторону, а затем он дал знак сесть, опустив обе руки на ее плечи. К своему удивлению, она обнаружила под собой футан, на котором парень проводил в последнее время столько бессонных ночей в ее ожидании. Даже странно, что такой человек, как он, мог бы когото ждать, но судьба поистине непредсказуема. Ощущая под ногами чужое ложе, ладони юноши на своих плечах, девушка терялась в догадках причины происшедшей ситуации. Так странно, мягкая, но холодная постель. Как-то она пару раз оставалась ночевать в этом доме, но всегда спала на диване, как и в день появления здесь нового хозяина жилища. А теперь, хоть она и сидела, но тяжесть его рук, казалось, давила до сих пор. Кунаича взяла его ладони в свои, поражаясь, насколько они сейчас приятны на ощупь. Действительно, без зрения все кажется другим. Размышляла она, даже не подумав использовать Бьякуган, чтобы посмотреть в лицо тому, которого желала увидеть все эти семь дней. «У тебя руки холодные?» тихо произнесла Камика, затем чуть наклонилась к их соединенным ладоням и стала отогревать их своим дыханием. Тепло постепенно наполняло юношеские кисти, которые до этого были словно лед, она же молча подняла голову, чувствуя, как только от одного этого прикосновения к учихе в груди разгорался пожар, отчего она даже не заметила, как парень поддался вперед. Горячее дыхание обожгло лицо девушки, когда он накрыл ее губы своими. Секундное замешательство, ее тело будто прошиб разряд молнии, а затем наступила сладкая нега. Что произошло? Подумала бы Хьюга, если бы могла тогда думать, но все мысли ушли на задний план, она просто тонула в этих приятных ощущениях, от которых ее пламя разгоралось только сильнее. Словно подавшись порывом ветра, она приникла к иточи еще больше, робко обвивав руками его шею, будто боясь ограничивать его свободу. Но ему это и не нужно, потому он крепче прижал трепещущее тело девушки к себе, обнимая ее за талию, она в свою очередь тоже отвечала взаимностью. Это был ее первый поцелуй, такой приятный, обжигающий и в то же время нежный, который она подарила любимому человеку. Но ему этого мало, ведь бушующий пожар, горящий в обоих сердцах, уже невозможно унять, его можно пережить, пережить вместе. И черноволосый парень это знает. Углубив поцелуй, сливаясь с ней в одно целое, он укладывает брюнетку на спину, скользя руками по ее нежной коже, стройному телу с изящными изгибами. Она же полностью отдается своим чувствам, забыв про миссию, товарищей, грозуя свой страх про все, кроме него. Найдя друг друга в бесконечной тьме на дороге жизни, забываешь свое прошлое и перестаешь думать о будущем. Эта ночь принадлежит им, есть только мгновения, чувства, звуки сердцебиения и дыхания, одну на двоих. Рассвет застал двух отдыхающих шиноби уже вместе. Первые и еще бледноватые солнечные зайчики осветили мирную улыбку темноволосой девушке. Когда она открыла глаза, то поняла, что еще находится в крепких объятиях у чихи, который все это время прижимал ее к своей груди. Несон, реальность, промелькнула в мыслях Хьюги со счастливым лицом. Оглядев свои раскиданные вокруг вещи на полу вперемешку с одеждой юноши и повязку с символом листа, лежащей около правой руки, она посмотрела на его лицо. Итачи еще спал спокойным сном после бурной и необычной ночи в стенах этого дома, она слышала его ровное дыхание и мирно бьющееся сердце. Брюнетка снова счастливо улыбнулась, просто любуясь его тихим видом, но внезапно вспомнила о насущных проблемах. Как бы ей не хотелось, но все же пришлось уходить, потому она потихоньку выскользнула из объятий любимого человека и, поднявшись с футана, затем стала собираться. Когда черноволосый парень проснулся, то Камико рядом не обнаружил. Он, наверное, тоже подумал бы, что вчерашнее ему привиделось во сне, если бы не ощущал приятную истомую вкус поцелуев, все еще горящих на губах. Сев на постели, Учиха потянулся за рубашкой, оставленной где-то на полу, но когда нашел ее, то обнаружил в складках одежды клочок бумаги. Это оказалась записка, которую оставила ему девушка «Извини, но мне нужно было срочно уйти, чтобы встретиться со своим отрядом в Канохе». Не знаю, когда именно снова увидимся, но как только закончу все дела, то вернусь. «Я счастлива, что смогла тебя навестить, твоя комика». Прочитав послание, Брюнет чуть усмехнулся. Слово «подруга» забыла в этот раз дописать, подумал он, уже одываясь, затем направился в ванную. Хотя, теперь их отношения явно выходили за рамки обычной дружбы. Кто она теперь ему? Подруга, девушка, любимая, он и сам не знал, да и не особо задумывался над этим. Но ясно было одно, что юноша ничуть не жалел о том, что произошло ночью, а в том, как же жить дальше, им предстоит разбираться вместе. Нужно позавтракать, а потом позаниматься, размышлял он о планах на предстоящий день, когда закончил утренние процедуры. Итачи решил подналечь на тренировки, так как чувствовал, что на их построенной жизненно и уютно двигаются большие проблемы и что-то зловещее, и предчувствие его не обмануло. Вопреки обычному, их встреча на этот раз не заставила себя долго ждать. Вечером следующего дня бывший член Акацуки тренировался один на заднем дворе, когда начало темнеть. Впрочем, на улице и так было не особо светло, небо после грозы не успело очиститься, темные тучи по-прежнему заслонялись солнце и привычную осеневу, казалось, что они стали только гуще, хоть никакого дождя и грома не было слышно. Учиха продолжал занятия, покуда еще было возможно, стараясь хоть ненадолго отвлечься, однако странное предчувствие беды так и не покинуло его. Прямо как в тот день, когда умер Рачимару, подумал он, метнув последний сюрикен в мишень, и решил закончить на сегодня. Убрав все оружие, он присел на террасу около двери черного хода, глядя безжизненными глазами вверх, надеюсь, у нее проблем не будет. В сознании всплыли картины его последнего боя с младшим братом, рука чуть дрогнула то ли от напряжения, то ли от усталости. Юноша прикрыл глаза, стараясь больше об этом не думать, слишком болезненно было вспоминать старую жизнь. От тяжких воспоминаний его отвлек легкий шум, но источником звука оказалась обычная синица, прилетевшая из лесу и севшая на крышу дома. Просто птица. Вздохнул Итачей, однако через секунду снова насторожился. Слишком странно было, чтобы птица прилетела сюда так поздно вечером, стало быть, что-то ее спугнуло. Порыв легкого ветра, идущий со стороны леса, ничего хорошего не принес, там явно что-то происходило. Синица-то испустила какой-то негромкий музыкальный звук и вспорхнула, улетая прочь, в это же время Брюнет поднялся на ноги. Ему послышал и силе кто-то его звал. Усиливающийся ветер заглушал остальные звуки, которые могли бы доноситься из лесного массива. Учхо сделал шаг назад и неожиданно снова замер, вот теперь он точно что-то слышал. Он отошел в тень у крыльца, пытаясь оценить ситуацию с помощью четыре оставшихся чувств. Чьи-то быстрые приближающиеся шаги, запах сырости, смешанного с приятным ароматом чаго-то цветочного, тяжелое и частое дыхание. Все доносимое ветром говорило о том, что неизвестный двигался сюда. Невидящий парень напрягся и почти полностью слился со стеной, в сгущающихся сумерках различить его было трудно. Рука скользнула по рукоятке кинжала, но остановилась, он узнал этот голос, что окликнул его по имени. Камико, облегченно выдохнул бывший обладатель Мангике, в ту же минуту девушка оказалась рядом и, схватив его за руку, потащила в дом. «Быстрее, иди в гостиную», вымолвила она. Едва они переступили порог, и тут же бросилась закрывать дверь, причем не только на замок, но и с помощью печати. Черноволосый юноша ничего не понял, однако заметил ее встревоженный голос, потому спорить не стал и поспешил удалиться в большую комнату. Что же случилось? Неужели Канаха все узнала? Ксо, эти мысли не давали ему покоя, хотя внешне он выглядел по обыкновению беспристрастным. Он не мог поверить, что Хьюга могла открыться, она всегда была внимательной и осторожной даже чересчур. Да и не похоже это на нее, вот так появляться. В голову неожиданно пришла мысль, что это кто-то другой, использующий технику хинги. Но когда Камико быстро вошла в гостиную и опустилась напротив него, подозрения тут же были забыты. Каким-то шестым чувством Итачи знал, что это точно она. Что про? Начал, было, он, но темноволосый Акунаичи перебила его, сунув в руки какой-то предмет, по форме напоминающий свиток. Подержи, не знаю точно, получится ли, но нужно попробовать. У нас очень мало времени, проговорила она, что-то чертой на полу вокруг него, хоть и руки дрожали. Камико. Твердая рука Учихи остановила ее, заставив посмотреть в лицо. Итачи, здесь скоро будет мой клан и, скорее всего, вместе с Анбу. Я, я сбежала, из карцера, взволнованно прошептала Кунаичи, понимая, что ее друг ждет объяснений, а затем возобновила прерванное занятие. Парень молчал, все еще держа ее за руку. Только теперь он заметил, что ее тонкие кисти покрыты ссадинами, тело едва ощутимо содрогается от явной боли и усталости, словно она провела несколько изнурительных тренировок подряд, а идущий от нее аромат фиалок и лилии перебивает тюремную затхлость. Вне всяких сомнений, девушка находилась в карцере, но за что ее туда поместили? Меня подозревают в измене, будто прочитав мысли, дала она ответ, уже немного отодвинувшись в сторону от сидящего собеседника, прошлым утром, когда я вернулась в деревню, оказалось, что всю мою команду убили. Их тела нашли неподалеку от ворот, видимо, убийца их туда намеренно притащил. Все улики указывают, что это были Акацуки, скорее всего те, которые из дождя. А то, что я вернулась куда позже, да еще и не зная о том, что случилось с отрядом, наводит на подозрение. После допроса они поняли, что дело нечисто, и вот, я попала под арест. Но главное, они теперь знают об этом месте. Закончив свою работу с символикой, Кунаичи из клана Хьюга тяжело вздохнула, в голосе звучала неприоткрытая горечь, а на сердце была лишь боль, боль потери. Друзья, простите меня, если бы я вас не оставила тогда, то возможно все было иначе. Это я, я виновата, до сих пор мелькали грустные мысли в ее голове. Теперь же она потеряла все довее семьи, деревни и близких людей, потому была готова принять любое наказание за свои ошибки, однако оставалась еще одна вещь, которую девушка должна была выполнить, поэтому она избежала. Итачи в это время думал обо всем, что услышал, и рассуждал, что им делать дальше. Если Анбу Канохи выполняла задание вами, то наверняка эта работа пейна. Навряд ли бы он позволил чужакам уйти оттуда живыми, Камико видно просто повезло, раз она пошла не со своей командой. Но ее товарищи мертвы. Теперь Каноха думает, что она работает на Кацуке, Ксо. Значит, выбора нет. Он поднялся. Нам нужно уходить, решил юноша, хотя и смутно представлял, что будет с ними дальше, ведь он обрек своего друга на долгие скитания. Навряд ли его подружке улыбалось быть в бегах, жизнь Нокининов слишком тяжела и опасна, он не мог позволить ей так рисковать после всего, что она для него сделала, как только переберемся в безопасное место, ты вернешься в деревню. Без доказательств тебе никто ничего не сделает. Но Хьюга остановила его, заставив снова сесть. Нет, мы не сможем уйти вдвоем, наверняка остальные уже знают о моем побеге, а еще одного допроса я могу не выдержать. Тем более у меня печать клана, и как только станет ясно, что я их предала, то глава меня уничтожит. Поверь, меня найдут, куда бы мы ни убежали. Ты не понимаешь, все гораздо серьезнее. Дело касается твоего брата, он так и не вернулся в деревню. Похоже, он присоединился к противнику. Я слышала от Ноджи, что в канаху заявились посланники от Райкаги, которые утверждают, что Саски с еще тремя шиноби похитил восьмихвостого джинчурики. Они все были в плащах Акацуки, понимаешь? Надо его остановить, ведь если он придет с ними из-за Наруто, то селение неизбежно пострадает. Ты только-то и сможешь его остановить. Отступника из клана Ачхо словно молнией поразила. Неужели его младший брат хочет уничтожить родную деревню, но зачем это ему? Ведь Саски победил, он должен был вернуться домой. И что он забыл в Акацуке? Решиться на такое он бы мог, если бы только... Черт, Мадара. Если он узнал правду, то все ясно. Глупый, глупый маленький брат. Осознание пришло быстро, юноша уже хотел было отправиться на поиски Атато, но тут вспомнил о своем положении. Я не могу, просто сказал он, понимая, что в теперешнем положении ему ничего не светит. Что он сможет противопоставить Саске, когда отдал ему силу своего мангики? Да и Мадара тут же прикончит, если заметит его присутствие. Кажется, темноволосая девушка подумала о том же, потому что и тут нашла соответствующее решение. Не волнуйся, я передам тебе силу моих глаз, сказала она, складывая ладони в печать. Что? Да она с ума сошла, подумал Итачи, мотнул головой, нет. Если бы не слепота, то даже можно было бы прочесть упрек в его темных глазах. Но нах югу это все равно бы не подействовало. Итачи, ты разве не понял? Выбора нет, без этого ни я, ни ты далеко не убежим, она нужна не только, чтобы спасти твоего брата, но и всю Канаху. Да к тому же, если меня убьют, то мой Бьякуган исчезнет, так к чему пропадать зря силе. Все решено, ты получаешь мои глаза и уходишь, а я остаюсь здесь. Как ты сказал, без доказательств они ничего мне не сделают. Она усмехнулась и начала складывать знаки руками, смотря на собеседника. Тот, как ни странно, расслабился. Вот глупая, рассудил он, чувствуя большую решимость Кунаичи, такой он еще ни разу ее не видел, слишком опрометчиво поступила. Он молча встал на колени, когда она коснулась пальцами его лба, все так же не опуская взгляда. Поздно. Он не успел даже встать, как символы уже загорелись и потянулись в центр круга, где стояли двое молодых шиноби. Знаки плавно переходили к руке Камека, растворяясь у кончиков пальцев, будто втекая в голову парня. Темнота начала отступать, сквозь завесу проступали смутные очертания сидящей напротив девушки. Он постепенно прозрел, чувствуя ее касание. Ее ладони были такими же мягкими, как взгляд, что Учху мог теперь увидеть. Вернулось не только зрение, но и трехгранный шарингон, что теперь сиял в его очах, но черная точка вместо зрачка сменилась на темно-фиолетовую. Два доудюцу смешались в одном, но сейчас владельца это не волновало. Он рассматривал лицо бывшей владелицы Бьякогана, которое давно хотел увидеть. Действительно красивая, повторно убедился он, ибо даже суточное пребывание в камере не испортило вид Хьюги. Она же молча глядела на него, но уже не могла видеть. Они поменялись местами, теперь темнота окутывала ее, но в голове остался образ человека, что она смогла узреть в последний момент. «Тебе нужно идти», нарушила она уцарившуюся тишину, хотя так не хотелось его отпускать. Ладонь скользнула с его лба к щеке, и Тачи словно очнулся от сна. И вправду, время уже поджимало. Он чуть опустил взгляд и накрыл ее руку своей, убрав с лица. «Глупышка ты», как всегда холодно произнес он, но затем притянул брюнетку к себе и поцеловал в пленительные губы. Он знал, что теперь разлука будет долгая. Может, вечной, и в этом виновата она. Конечно, она выбрала хороший вариант их спасения, однако тем самым разрушила собственное, впоследствии могшее стать его счастье. Ведь она могла бы пойти с ним в помощь, как и хотела, а потом очаха бы придумал, как вернуть доверие к Анохе, он бы нашел способ, вот только он не знал, что Камик не простит себе даже временного предательства селений. «Прости меня, я действительно глупая», ясно осознавала эта девушка, еще крепче прижавшись к юноше, отвечая на прощальный поцелуй. По щеке скатилась хрустальная слеза и упала ему на лицо, заставив их оторваться от занятия. «Я люблю тебя», прошептала она, после чего сказала уже громко, «Уходи, они уже близко». Повторять дважды не пришлось, но Кеннин и сам чувствовал врагов неподалеку, потому молча развернулся и подошел к открытому окну, захватив по пути свой плащ и повязку Ниндзя. «Я вернусь за тобой», сказал он вместо прощания, не оглядываясь, покинул старый дом, растворившись в темноте. «Вы живы, если сможешь». Легкий ветер, казалось, еще доносил до него шепот девушки, оставшейся там во тьме и одиночестве, ее последние слова раздавались в сознание далеким эхом, но не находили ответа. Черноволосый юноша не мог понять, что именно к ней чувствует, два месяца не так уж и много, чтобы сильно полюбить человека. Он просто привык, что она всегда рядом, потому никогда особо не задумывался над силой своей симпатии. Но, постепенно удаляясь от дома, он снова закрывал эти чувства глубоко в себе. Шиноби не должен показывать своих чувств, он это знал как никто другой, особенно если идет в логово врага. Вновь обретенная свобода, сила и новые способности радовали, будто глоток свежего воздуха. Словно возродившийся заново Учиха целиком сосредоточился на своей задаче найти брата, убрать Мадару, дабы устранить игру Зумиры Шиноби и по возможности вернуться потом в деревню. Темноволосый окон наичи так и осталось сидеть на полу, опустив голову. Темные локоны закрывали ее лицо, не позволяя увидеть легкую улыбку, застывшую на губах. Пообещал вернуться, но зачем возвращаться что он ее не любит, по крайней мере не так, как она его, потому и отпустила. Теперь ты свободен. Живи и наслаждайся вновь обретенной силой и целью в жизни, а я буду радоваться за тебя. И пусть твое счастье станет моим. От раздавшихся снаружи шагов ее улыбка растаяла. Камик сжал ладони в кулак, но так ничего не предприняла, даже когда дверь внезапно сорвалась с петель, а комнату заполнили чьей-то тени. Так я и думал, ты уже здесь, Камико, раздался мужской голос рядом с ней, такой и мелодичный, но твердый и, казалось, равнодушный. Девушка молчала, прячь свои глаза, чтобы никто не видел ту пустоту, что появилось в них после того ритуала по передаче способностей Деудюцу. Она пыталась на слух определить, сколько же народу сюда пожаловало. Мы видели в доме двоих человек, это был твой сообщник. Грубо проронил другой голос. Вопрошая Майку Найча лишь чуть мотнула головой, крепче сжав кулаки. Она не ошиблась, когда предполагала, что сюда придут ее соклановцы. Хиашисамы. Начала она, обращаясь к первому голосу, но ее перебил тот грубый голос. Да как ты смеешь произносить его имя, предательница? Ты опозорила. Достаточно, прервала его глава клана, затем сам обратился к брюнетке. Отвечай, куда направился этот преступник, с которым ты говорила? Однако та так и не соизволила ответить. Следующее, что она почувствовала, это ужасную боль в голове. Громко вскрикнув, она еще больше осела на пол, схватившись за повязку на лбу, печать клана под ним горела, обжигая будто раскаленным железом. Мозг, казалось, сейчас расплавится. Несколько секунд тяжких мучений и боль стихла, девушке с тяжелым дыханием удалось снова сесть, тело ее подрагивала от пережитого напряжения. Я знаю, что твой друг из Акацуки. Говори, что вы с ним делали, и куда он направился, если не хочешь умереть на месте, уже более настойчиво проговорил Хиоши, опуская руку, которую до этого держал в печати, я дважды повторять не буду. Юная Хьюга вновь помотала головой, она не могла говорить из-за невосстановившегося дыхания. Предводитель дал знак одному из подопечных, девушку взяли за локоть и помогли подняться. Но та внезапно выдохнула, простите меня, и, перехватив руку Шиноби, сбила его с ног, толкнув на остальных, а сама кинулась к оставшемуся без надзора растворенному окну. Оказавшись вне стен дома, она помчилась по направлению к лесу, насколько это было позволительно для ее ног. Она бежала, почти не разбирая дороги, ориентируясь с помощью выпускаемой воздух чакры. Оклики и звуки чужих шагов остались позади, но просвистевшие над головой Куна и Сюрикена ясно давали понять, что погоня не прекратилась. Еще немного, убежать чуть дальше, только бы снова не использовали печать, обрывочные мысли вертелись в голове убегающие Куна и Че. Стоп, Камека. Кричал в спину знакомый юношеский голос, но она не остановилась. Свист летящего оружия настиг ее слух, на этот раз пара Сюрикенов попала в цель, пившись в плечо Камека. Она немного замедлилась, стиснув зубы, на ходу вытащила металл из раны, отчего одежда тут же пропиталась кровью. Но девушка продолжала бежать, маневрируя между деревьями и кустарниками, хотя уже было ясно, что оторваться от преследования не получится, да и чакра ее была на исходе. «Погоди, Камека, сты, тебе все равно не убежать», воскликнул Шинобе, висевший у нее на хвосте. Он метнул в нее еще один кунной, когда-то остановилась. Секунда, легкий поворот корпуса в сторону нападавшего, а мгновением позже сраженная брюнетка упала на землю, холодная сталь сделала свое дело. Ее молодой соклановец замер на месте, взгляд его выражал легкой недоуме, а затем ломанулся к раненой. Подбежав, он перевернул ее, чуть приподняв над землей. «Шимайта, я думал, что она увернется», мысленно восклицал парень, наблюдая за тем, как расползается красное пятно на ее груди. Лезвие вошло прямо под сердце девушки, а с такой рано ей точно не выжить. «Неджи», тихо промолвила она, но тот громко фыркнул. «Идиотка! Зачем ты подставилась под удар?» Его холодный голос выражал легкий упрек. Она не смогла ответить, так как закашлялась, из уголков рта хлынули струйки крови, он же лишь вздохнул, крепче прижав к себе содрогающееся от боли женское тело. Хоть он был гением клана Хьюга, но помочь тут ничем было нельзя, он мог лишь смотреть, как она умирает на его руках. Он сидел на земле, длинные темные пряди волос юноши падали на ее лицо, когда его старшая сестра осмелилась поднять взгляд, встретившись с ним глазами. «Неджи» снова поразился, разглядев лишь пустоту в светлых очах, в которых блестели невыплаканные слезы. «Не говори никому прошу!» едва смогла прошептать она и закрыла веки. Тонкая девичья кисть в его ладони ослабла, сердцебиение с каждым ударом замедлялось, будто отчитывая последние секунды ее жизни. Тело ее медленно холодело, но самой умирающей иконой ичи было, как ни странно, тепло. Тепло от объятий близкого человека. «Похоже, это конец», подумала она, «Неджи, прости меня, если сможешь, но умирать в одиночной камере или перед всеми на виду, выдав все секреты, я не хочу». Такой я выбрала путь. Хоть Камика была во тьме, разум по-прежнему наводняли образы дорогих сердцу людей. Секунды казалось, превратились в часы, не услышать голоса подошедших Шинобе, не ощутить порывы ветра от того, что ее куда-то понесли, не почувствовать сильной боли, что только мгновение назад пронзало тело, она уже не могла. Однако в голове мелькали воспоминания прошлого, постепенно мутнее, но все же Хьюга понимала, что прожила хорошую жизнь. Ей нечем было сожалеть, только маленькое желание еще раз ощутить рядом любимого человека и утиваясь глубоко в душе. Вспомнились их тайные встречи, первые и последние ночи в том доме, проведенные вдвоем, вкус и его губ и аромат тела. Итачи, судьба свела нас вместе, но не соединила. И все же, я так рада, что смогла тебя спасти. Вместо твоей души смерть получит мое, что ж, я не жалею. Спасибо тебе за все, Исайонара. С последним ударом сердца все погрузилось в мрачный колодец пустоты, но в конце этого темного тоннеля ее обязательно будет ждать новый свет. В борьбе за счастье складывается новая партия судьбы. Старая колода снова роздана, но все так же невозможно определить, какая карта выпадет на следующий ход. Хрустально чистая вода шумящего водопада. Холодная и жирительная влага, обжигающая кожу, струящаяся сквозь пальцы. Один маленький глоток не способен утолить жажду, потому она зачерпывает руками еще и еще. Постепенно человеческая потребность уменьшается, пока не оказывается удовлетворена. Этот волшебный эликсир вправду оживляет, вода здесь приятная на вкус, как подмечает обостренное чувство девушки. Журчание природного источника скрытого в тенистом вечно зеленом лесу ласкает слух, в какой-то степени успокаивая и помогая расслабиться. Мелодия водопада так и манит к себе заблудшую на его территорию создание, словно яркий цветок привлекает внимание бабочки. Нет никакого желания и сил сопротивляться этому порыву, потому она скидывает свою одежду и вступает в источник. Ледяные воды смыкаются вокруг ее пояса, привыкает к прохладе, которая лишь на первый взгляд кажется зверским холодом. Просто солнце слишком палит, оттого и высока разница температуры воздуха и температуры сточных вод, а постоянное течение не дает воде нагреться. Девушка прекрасно это понимает. Подходя к склону водопада, она встает под его прохладные струи, чтобы окунуться полностью. Она даже чувствует сладкий запах этого райского местечка, идущий, конечно, не совсем от воды, а от усыпанных белыми цветами деревьев, растущих у самого подножия водопада. Яблони тихо выдыхает молодая страница, наслаждаясь благодатью, что излучает это место. Однако чувствует, что чаготова не хватает. В руках снова сияет прозрачная, сверкающая на солнце живительная влага. Звук, вкус, запах, ощущения нет лишь одного. Хотелось бы увидеть, думает Шткамяка, пустыми глазами глядя, как утекают копельки сквозь тонкие пальцы. Странно, мне на секунду показалось, что я видела белый проблеск в темноте, мелькнула странная мысль у черноволосой девушки. Глубоко вздохнув, она вновь улеглась на соломенную подстилку, служившей ей постелью, уже по обыкновению предаваясь раздумьям. Глупо было мечтать, что когда-нибудь она сможет увидеть еще что-нибудь, кроме беспросветного мрака, опутавшего ее унуку Найчи со времен и дачи Бьякогана. Похоже, сегодня полнолуние, подумала она, слыша доносящиеся издали волчьей вой, или это собака? Впрочем, эта лирическая дума не способна была надолго отвлечь ее внимание от тяжких мыслей, преследовавших комикоса времен жизни в этом одинокой грязной камере. Сколько дней она уже не находит себе места, сколько ночей не может спокойно заснуть, сколько времени не может нормально питаться в желании поскорее закончить паскудную жизнь? Хьюго уже сбилась со счета, нет, правильнее было сказать бывший член клана Хьюго, ведь ее соплеменники, как только нашли ее в том старом доме, сразу же объявили девушку предательницей. И вправду, зачем держать в своих рядах позорище, пусть даже она из побочной ветви. Легче отречься от нее или избавиться вовсе, чтобы не терять авторитета в верхах нации? Лучше бы я тогда умерла, постоянно повторяла себе бывшая обладательница одного из лучших Дэудюцу деревни. Она не понимала, почему выжила, получив тогда куны в грудную клетку, которому не хватило буквально нескольких миллиметров, чтобы пробить сердце. Тем не менее, оружие закупорило собой главную артерию, потому Камика должна была умереть от внутреннего кровотечения, но опять же судьба сыграла с ней злую шутку, устроив небольшое чудо. И это маленькое чудо. Пятое Хакаги, которое буквально вытащило умирающую куна и чистого света. Юная пострадавшая сама не понимала, почему не сопротивлялась, хоть и не хотела больше жить. Как потом сказала Цунади Камика, просто повезло, что ее так быстро доставили в больницу. Промедлили они бы еще минут пяти, к тому же, у нее огромная сила воли, обычно девушки в таких случаях погибают на месте, а она дотянула до госпиталя. Но эти способности по выживанию, увы, не принесли счастья их обладательницы, ибо как только она очнулась, то для нее началась сущая пытка. В своей смерти она надеялась скрыть исчезновение наследственного Кикегинка, а теперь же об этом узнала вся Кинаха. Предполагалось, что его насильно отобрали у Кунаича вместе со зрением, хотя, каким образом так вышло, оставалось загадкой. Разговорить со мужем пострадавшей верховным властям не удалось, она лишь тяжко вздыхала, опустив голову, и всегда отвердила одно «простите, я не могу сказать». Узнать правду посредством гипноза Анбу однозначно бы не удалось, гендиюцу на нее не действовало, а применение силок только недавно выздоровевших Хьюге было чревато риском свести ее в могилу. Поразительно было, что даже допрос Марин Дайбеки не принес никаких результатов. Просто никто не знал, что психика девушки и так была жутко травмирована всеми этими событиями, да и терять ей уже было нечего, друзья, семья, угрожать было просто нечем. Так что оставалось только думать, что на Камико наложили специальную печать, чтобы она не могла никому ничего рассказать, вследствие чего решили прибегнуть к помощи Янаичи из клана Яманука, чтобы вытащить информацию из головы помалкивающей Кунаичи, однако тот пока был занят другим важным объектом, потому данное дело было отложено, но это только вопрос времени. Черноволосая девушка в который раз попыталась отогнать страшные мысли о том, что будет, когда все узнают правду и перевернулась на спину, закрыв глаза. Надеюсь, что хоть с ним все в порядке. Иногда она вспоминала того человека, ради которого и терпела все пытки и удары судьбы, в глубине души еще надеясь, что он действительно скоро вернется за ней. Кунаичи ничего о нем не слышала, однако слово Ниджи о том, что Пейнс, секрет которого как раз и пытались разгадать многие опытные шиноби, в том числе Яманука, неожиданно начавший нападение на Канаху, также неожиданно исчез, не завершив свое дело, говорили, что настоящий лидер Акацуки явно нуждался в его помощи. А это значит, что Итачи действительно его нашел. Камико глубоко вздохнула, понимая, что сегодня ночью опять не сможет уснуть. Да еще бы, она не могла спокойно спать в пропах шезловонием и смрадом тюремной камере, оборудованной лишь сломанной койкой, проржавевшим почти насквозь умывальником и туалетом. Даже единственное окошко с решеткой было настолько маленьким, что скорее напоминало канализационный сток, не будь оно сделано на уровне человеческого роста. Так как доказать вину и предательство Хьюге пока не удалось, ее просто держали в заперти, как только выписали из больницы. Она жила здесь уже несколько недель, попусту растрачивая время заключения на свои горестные мысли, все больше замыкаясь в своем маленьком мире. Лишь пару раз ее одиночество нарушал троюродный брат, приносивший с собой последние новости. В такие минуты девушка, казалось, снова возвращалась к жизни, она с интересом ловила каждое слово гения клана о том, что творится снаружи, расспрашивала его о семье и как обстоят дела с восстановлением селения после ущерба, что причинил им лидер деревни Дождин. Но как только юный Джанин начинал спрашивать ее о том, что было тогда в заброшенном доме, брюнетка тут же замолкала, отвечая ему так же, как и всем пытающимся приподнять завесу этой тайны. Ради блага деревни любимого человека она готова хранить этот секрет вечно, унеся его с собой в могилу. Видя ее печальное лицо, темноволосый парень замолкал и уходил лишь для того, чтобы спросить об этом в следующий раз. Во время его третьего визита Камико решила поговорить об этом напрямую. Ниссан, ты ведь приходишь сюда именно потому, что тебе приказали узнать правду о моем предательстве. Ниджи на момент напрягся, а затем тихо фыркнул. Так и есть, холодно ответил он и, развернувшись, покинул мрачное место. Больше гений клана Хьюга своей родственнице не посещал, отчего-то чувствовала себя немного виноватой. Господи, зачем я это сказала? Он же был единственной из семьи, кто от меня не отвернулся. Да, возможно, клан и надавил на Ниджи, чтобы он попытался и меня допросить, но ведь я не чувствовала этого презрения, что сквозило от всех остальных соплеменников за версту. Никто не заставлял его меня утешать, отвлекать рассказами о том, что творится в мире, да уж тем более говорить про отделы семьи. Братишка, прости меня, ты действительно настоящий друг. Соленая слеза скользнула по щеке пленницы, оставив влажную дорожку на щеке, сверкающей в лунном свете. Ночное светило уже стояло высоко в небе и проливало свои бледные лучи, которые проникали в окошко тюремной камеры, где томилась заключенная. Полнолуние? Как бы мне хотелось его увидеть, приоткрыв безжизненные белые очи, она инстинктивно протянула руку вперед, навстречу небесной хозяйки, освещающей дорогу в ночи, как вдруг услышала скрип отворяемой двери в подземелье и чьи-то тихие приближающиеся шаги. Кто здесь? Спросила узница, поднимаясь с соломенного ложа. Ответа от пришедшего не последовало, а шаги его затихли рядом, что явственно говорило о том, что он остановился у ее камеры. Впрочем, иного выбора здесь быть не могло, прочие тюремные клетки были пустыми, Хьюгу специально держали отдельно, изолировав как от порядочного общества, так и от преступников, потому что ни к тем, ни к другим отнести ее пока было нельзя. Даже стражники те были только снаружи подвального помещения, потому она томилась в совершенном одиночестве, предоставленной сама себе. Кто ты? Что тебе здесь нужно? Вновь подала голос темноволосой Кунаичи, не понимая, кому она могла понадобиться посреди ночи. Она уже хотела, было, подойти к решетке, но толика страха в душе помешала сделать этот необдуманный поступок. Кто же это может быть? Навряд ли Нисан, ни его стиль, да и чакра другая. Камисама, неужели решили прибегнуть к запретным техникам, чтобы выбить из меня правду? Ксо, да почему он молчит? Внутренне паниковала брюнетка. Противопоставить неизведанному было нечего, пока она пребывает в этой камере, она не может пользоваться чакрой, плюс отсутствие зрения делает когда-то сильную девушку, в прошлом капитан Анбу, беспомощной овечкой, которую загнали в угол. Противнику стоит только распальнуть дальнобойным дюцу или метнуть кунной, и она уже будет трупом. Отойдя к стене, раздался холодный как лед голос, явно не терпящий возражений. Камиков сдрогнула, но все же послушно исполнила просьбу незнакомца, которая скорее прозвучала как приказ. Странно, но в этом голосе, ей казалось, есть что-то знакомое. Его же обладатель тем временем вытащил катану из ножен. Воздух разрезали синеватые блики свечения и громкий звук, похожий на чириканье. Что, птицы? Мысленно удивилась бывшая обладательница Бьякогана, услышав последующий за ними резкий свист холодного оружия, разрезающего воздух в совокупности с тем же щебетаньем. Пару мгновений и от решетки осталось одно название, а разрушивший ее шин обеспокоенно прошел сквозь образовавшийся проход внутрь камеры. Спина заключенной девушки отделилась от шероховатой поверхности стены, она подняла на него взгляд, хоть и не могла видеть. Ты, тихий шепот сорвался из губ, когда она двинулась к нему навстречу, вытянув вперед руку, которая спустя пару-тройку шагов была перехвачена и зажата его стальной кистью. Парень явно не хотел, чтобы она в него врезалась. Ты пришел меня убить, Саски. Надо же, узнала, внутренне ухмыльнулся Нукинин, а вслух же сказал, зачем мне это? Ну, как же? Мотнула головой Хьюго, пытаясь вырвать руку, которая уже начала болеть от крепкого захвата, чтобы никто не смог узнать правду, что твой Аники живздоров, да еще и обладает силой даудюци моего клана, разве не так? Да. Ты ошибаешься, все тот же холодный ровный голос, но теперь в нем присутствует нотка насмешки. Если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это тотчас, как только подошел к решетке. Правильно, тогда и камеру не стал бы открывать, сообразила, наконец его собеседница. Но тогда начало она, однако Брюнет ее перебил. Нет времени. Надень это и уходим, отрезал он и вручил кунаичи плащ, затем отошел к выходу из тюремной камеры. Хорошо, безропотно согласилась та, накинув одеяние себе на плечи, хотя толком и не понимала, куда ее хотят увезти, но все лучше, чем доживать свои дни в этом мрачном месте. Только тебе придется меня арести, сам понимаешь, Учиха недовольно фыркнул, но все же нехотя взял бывшую заключенную за руку, уводя ее за собой наверх по лестнице. Повторный тихий скрип тяжелой двери огласил расставание со злополучной тюрьмой, теперь две темные фигуры удалялись от места преступления. Едва Едва выйдя на улицу, юная пленная, так долго пробывшая в заперти, вдохнула полной грудью свежего ночного воздуха. Подставив лицо навстречу порыву легкого ветра, который принялся играть с ее черными прядками, она невольно начала улыбаться. Что ты сделал с охраной? Поинтересовалась она у обладателей Шарингана, когда минутное наслаждение свежей атмосферы закончилось, уже натягивая на голову капюшон и стараясь идти вровень со спутником. При тусклом свете фонарей и луны уже можно было разглядеть ее лицо, которое девушка усиленно прятала. Одиночное заключение подпортило ее некогда прекрасный вид кожи и сушилось и загрубело, небрежная прическа стала еще более взлохмаченной, а под глазами залегли темные тени постоянного недосыпа. Погрузил в легкое гендюцу, небрежно ответил парень, не сбавляя шаг, они даже помнить позволят выиграть больше времени. Понятно. И все-таки, куда ты меня ведешь? Не оставалось вопросами Комика, немного удивляясь тому, что никто из патрульных пока их не заметил. Оставалось только думать, что ее спаситель позаботился и об этом. К воротам Канохи спокойно промолвил ее проводник, но на всякий случай ускорил шаг, чуть крепче сжав ее ладонь. Он решил, что будет легче отвечать брюнетке, чем молча сносить ее постоянные расспросы, не дай бог она удумает, что еще чего выкинуть и план пойдет на смарку. Там тебя встретит уже свой человек и выведет из деревни. Свой человек выведет из деревни? Это что получается, мне организовали побег? Но какая им от этого выгода? Ничего не понимал их Юга. И почему тут всякие неизвестные и посторонние люди ей помогают, даже не спросив, хочет ли она этого или нет? Не знаю, стоит ли вообще идти у них на поводу, она неожиданно остановилась и вырвала свою руку из схватки чернооковой юноши. Погоди, что-то тут нечисто, скажи, зачем тебе это? Решила настоять на своем темноволосая девушка, так как такая неосведомленность ее отнюдь не устраивала. Саски развернулся, кинув на нее испепеляющий взгляд, и встала напротив, подойдя очень близко, чтобы их разговор не долетал до посторонних ушей. Тот человек, что связан со мной, сказал, что поможет мне попасть в деревню, если взамен я освобожу тебя и незаметно приведу к нему целую невредимой, при этом, не трогая невинных людей, объяснил он, разглядывая лицо юной Кунаичи, теперь ясно. Как только она кивнула, Брюнит снова схватил ее за руку и повел дальше. Ты по-прежнему горишь желанием расправиться со старейшинами. После небольшой паузы вопросительно промолвила она тихим голосом, растолковав так мотивы молодого Нукинина. Иначе зачем ему было возвращаться в Канаху по-тихому поздней ночью, когда его явно не смогут встретить старые друзья в лице Сакуры и Наруто? Не твое дело, грозно выпалил тот, видимо, не желая разговаривать на эту тему. Мое, если дело касается моей родины, не уступало ему Камико, но все же продолжало идти. Ишь ты, какой надменный тон! Даже его брат не позволял такого отношения ко мне. Ты уже не на службе Канухи. С тех пор, как ты связалась с отступником деревни, можно считать, что сама стала такими же, как и мы, Нукинины. Разве ты не знаешь, что можно работать на благо селения, даже покинув его пределы, Учха? Последнее слово прозвучало очень резко, выявив контраст с тем, когда она называла его по имени, если ты желаешь убить только Данза, забравший пост Хакаги, то меня это касаться не будет. Пусть даже Цунади теперь в коме из-за работы парочки Акацуки, но он не имел права становиться единым властителем и без того пострадавшей деревней Листа. Однако, если твоя расправа коснется кого-то еще, то я этого так просто не оставлю, да и не только Ю. Невинные не должны страдать из-за твоих прихотей, надеюсь, это ты понимаешь. Младший Учха презрительно хмыкнул, косо посмотрев на спутницу. В глазах уже красовался трехгранный Шаринган, ему хотелось засадить эту дерзкую особу в Цукееме, но он понимал, что это невозможно из-за того, что в отсутствии зрения увидеть Мангеки она уже не может. Это моя месть. И помешать ей я никому не позволю, твердо произнес он и замолчал. Упрямый осел ты, Саски, со вздохом подумала бывшая владелица Даудюцу, несмотря на то, что знаешь правду, ты все равно выбрал месть, а не путь старшего брата. Несмотря ни на что, ты хочешь наказать людей, принесших тебе и ему столько страданий. Баш на баш, око за око. Таким, как я, умеющим прощать, путь мстителя не понять. Но раз Итачи тебя не остановил, значит, ты поступаешь в какой-то степени. Правильно, да. Поэтому я тоже не буду вмешиваться, ведь, как ты и сказал, это только твоя месть, бывший ученик Ирочимару. Ход мысли ее оборвала внезапная остановка. Так как незрячий их юга почти бежал за своим проводником, то запоздало, затормозило и потому врезалось в его спину, но тот, похоже, не обратил на эту оплошность никакого внимания. Вот, я ее привел, довольно громко проговорил он и чуть потолкнул девушку вперед. Камяка. Поджидавший Шиноби Тоджи окликнул ее, затем послышались приближающиеся шаги, кажется, что между ними было еще приличное расстояние, ибо пара пришедших стояла в тени, не желая светиться. Неджи. Выдохнула та, узнав родной голос, и уже дернулась идти ему навстречу, но ее остановила рука Учихи, который все еще сжимал ее ладонь. Осознав это, юноша тут же ее отпустил, однако Кунаичи не спешила уходить и развернулась к нему, вспомнив о том, что хотела еще спросить. Так все же, почему ты спасаешь меня? Поинтересовалась она, прекрасно зная, что предыдущий ответ был смазанным, так, повод отвязаться от остальных вопросов. Потому что однажды ты спасла моего старшего брата, на изумление легко признался темноволосый парень и повернулся к ней спиной, собираясь уходить. Но помешала ему тонкая кисть девушки, опустившаяся на его плечо, а затем, чуть наклонившись, она тихо произнесла «Спасибо, Саски, и удачи тебе!» И чмокнула его на прощание, сама толком не понимая зачем, а после сделала шаг назад. Брюнетт только чуть прикрыл глаза, даже не чувствуя никакого негатива по поводу данного действия, что было немного удивительным. «Береги себя!» выдал он напоследок и быстро, как молния, исчез в неизвестном направлении. Как раз в этот же момент к оставшейся прежней заключенной подошел ее родственник. И дом времени в обрез, коротко сказал он, беря сестру под руку и потянул к выходу из деревни, она же спокойно дала себя увезти. И только когда они уже вышли к тропинке, уводящей прочь от конохи, Камикатяшка вздохнула. «Не думала, что ты когда-нибудь свяжешься со вступником из кланучха, Ниссан. Так было нужно для твоего спасения, без всякого сожаления, да и эмоций вообще», проговорил молодой Джанин, «Один я бы ничего не смог сделать, а так, пока он освобождал тебя, я следил за патрулем и стражами на воротах, устранив возможные оплошности и расчистив вам дорогу. За Саске можешь не беспокоиться, я пригляжу и за ним, чтобы не сделал ничего лишнего». «Вот, возьми это, он протянул своей спутнице довольно увесистый рюкзак, который она натянула на свои плечи, там некоторые твои вещи, как и оружие и деньги на первое время. Это все, что мне удалось достать». Двое хьюга становились около кроны деревьев, где заканчивалась широкая дорога, ведущая из лес в поселение Ниндзя. Но юная беглянка по-прежнему волновалась, не за себя, а за тех, кого предстояло оставить. Но, тем не менее, если кто-то узнает, неуверенно начала она. Не узнает, твердая, казалось бы, безразлично заявил юноша. Ниндзя, зачем? Ведь ты идешь против клана и приказа в деревне ради какой-то предательницы, упорной, не желающей раскрыть возможный заговор. Не губи ты свою жизнь, я того не стоя. длинноволосая шина обеспаситель чуть наклонил голову, а потом тихо промолвил, стараясь говорить более убедительно. Во-первых, не ради предательницы, а ради моей сестры и хорошего друга. Во-вторых, в никакой возможный заговор я не верю, ты скорее голову надсечения дашь, чем придашь родное селение. В-третьих, это моя жизнь и я сам решу, как ей распорядиться, таким способом меня загубить просто не получится. И вообще, я просто не хочу больше видеть печаль на твоем лице. Кунаичи своим ушам не верила, неужели он действительно беспокоится? Впервые парень в открытую выражал свои чувства, даже голос уже не был таким холодным. Впрочем, она всегда знала, что без различия гения клана только маска, за которой скрываются настоящие эмоции. Нельзя сказать, что она была поражена, но это растрогало девушку до глубины души. Нейсан, спасибо, и прости меня, тихо произнесла она, улыбнувшись сквозь слезы, что подкатывали и блестели в глазах, а затем крепко обняла его, уткнувшись лицом в плечо, всклипывая время от времени. Ей совсем не хотелось расставаться с другом, единственным дорогим существом во всей деревне, что не бросил ее, не дав умереть в той камере от одиночества. Нельзя молча стоял на месте и потом приобнял освобожденную от заключения соратницу по клану, позволяя ей выплакаться. Ей многое пришлось пережить, но все же я хочу, чтобы она жила и по-прежнему улыбалась, радуясь здорованной свободе, думал он, сильнее прижимая к себе вздрагивающая от тихих рыданий девичье тело. Спасибо тебе за все, повторила Камико, взяв, наконец, себя в руки, ведь впереди ее ожидал еще долгий и трудный путь, который придется пройти в одиночку. Знаешь, я буду его искать. Раз уж мне суждено быть в бегах, то только вместе с ним, потому что этот человек для меня очень важен. Она подняла взгляд и чуть отодвинулась от молодого Джанина, но тот не пешил ее отпускать. Скажи мне, кто он такой, потребовал темноволосый юноша, назови имя. Я бы сказала, но я не уверена, сможешь ли ты сохранить это в секрете, покачала головой та, хотя в голову закрались кое-какие подозрения неладного, потому она задала встречный вопрос, а зачем тебе знать? Потому что если я найду его раньше тебя, то непременно убью. Вид у молодого Джанина был решительный и непоколебимый, ведь именно этот человек причинил тебе столько страданий. И по его вине моя Анна сам теперь должна уйти из деревни, став внукинином. Брюнетка отвела глаза в сторону, но все равно чувствовала его взгляд, заглядывающий прямо в душу. Если бы ты знал, что я сама на это пошла, дорогой брат, чтобы ты сделал тогда. Причина моих страданий кроется в моих чувствах, против них я пойти просто не могу, горько осознавала она собственную глупость, вслух же только сказал, не получится, затем она придвинулась к уху парня и прошептала ему, тебе не удастся убить, учхуй тачи. После этого она развернулась и пошла вперед, даже не оборачиваясь. Она не знала, поверил ли ей Меджи или нет, но вопросов вслед не послышалось, видимо, он все еще переваривал полученную информацию. Кунаичи назвала ему имя лишь потому, что точно была уверена, что даже если он кому-то выдаст известного преступника, который уже давно числится в списке погибших, то ему просто не поверят. Сайонора, Нисан. Донеслась прощальная фраза из-за густой кроны деревьев, в гуще которой постепенно удалялась юная беглянка, пока ее фигура не исчезла совсем. Гамбат, ты, сестренка, мысленно пожелал ей удачи и посмотрел в сторону ворот, где по-прежнему было все тихо и спокойно, надеюсь, она выживет, а теперь надо приглядеть за Саске, в следующее мгновение он уже растворился в неизвестности. Как жаль, что я не могу даже бросить прощальный взгляд на родную деревню. Навряд ли я когда-нибудь увижу ее, да и вообще, я теперь много чего не могу делать, уже в который раз подметила черноволосая девушка, устроившаяся в тени цветущего дерева, пока отдыхала около водопада. Свежий воздух и чистая вода значительно свежели комико, она снова расцвела как увидавший цветок, которому, наконец, дали подпитку. Но улучшение было чисто внешнее, внутренний мир не видящий Кунаичи был полон невеселых дум. В какой-то момент ее выбросило из воспоминаний, и она очнулась. Здесь долго оставаться нельзя, надо двигаться дальше, сообразила бывшая капитан на анбуканохи, а ныне сбежавшая заключенная, поднимаясь с места. Накинув на плечи плащ, что тогда ей отдал Саске, брюнетка закрепила на спине любимую катану, а с другой стороны повесила рюкзак, до нынки же, и покинула райский уголок. Пробираясь между стволами высоких деревьев, опираясь на импровизированный посох, представляющий собой толстую крепкую палку, она все так же двигалась в направлении подальше от селения листа, куда хоть теперь ей был заказан. Сосредоточив все свои силы на выживании и поиске нужного ей человека, она даже не замечала, что за ней с недавних пор следила пара желтых глаз, так она тоже жива, хм, пожалуй, стоит доложить об этом лидеру, ему будет интересно это узнать. Бывшая обладательница Бьякугана было очень трудно приспособиться к новым условиям жизни и отсутствию зрения. Она уже несколько дней блуждала по лесу, двигаясь, как она думала, в сторону границы стран огня, намереваясь перейти в долину рек. Нейтральной зоне между ее родиной и страной ветра. А так как она долгое время провела в четырех стенах, то опыту ориентирования на местности без одного из самых важных органов чувств не имела. Но пока девушке везло в плане выбора места ночлега, в конце дня ей всегда удавалось находить укромное местечко, будь то небольшая пещера или густое ветвистое дерево вблизи пресного озера. Спать на земле она не решалась, рискуя быть обнаруженной какими-нибудь дикими хищниками, которые водились в здешних лесах, либо еще того хуже. Вражеский Мишиноби. Странно, что за мной еще не послали погоню, может, думают, что я пойду по более легкому пути к союзникам селения Скалы. Или же они до сих пор не ведут, что я сбежала. Что ж, если так, то Учхо с Нисоном постарались на славу, раздумывала Комико по дороге. Как бы хотелось сейчас остановиться в какой-нибудь попутном поселении, чтобы нормально поесть и отдохнуть на мягкой постели, но, зная, как рискованно теперь появляться в людных местах, когда она находится в бегах, юная отступница отгоняла эти мысли, прочее упорно продолжала держаться лесистой местности. Вскоре речные пейзажи стали попадаться чаще, поэтому можно было судить, что до границы оставалось недалеко, однако Кунаичи не суждено было переступить черту страны огня. На четвертый день с момента побега, когда она вышла на небольшую поляну, где надеялась передохнуть, произошло неожиданное нападение. Брюнетка ничего толком не успела понять, мгновение назад она спокойно стояла около края открытой местности, прикидывая расстояние до большой реки, что еще оставалось пройти, как вдруг почувствовала что-то наподобие ползучего растения или змея, обвившей ее ногу, а затем резкий рывок вниз. Секунду спустя ее затянуло глубоко под землю. Сообразив, что происходит, девушка принялась отбиваться от неведомого врага отчаянно брыкаясь, дабы сбросить схватившие ее тиски, которые начали отпутывать все тело, она руками цеплялась за корни и твердые комьи земли, сились выбраться на поверхность. В смятении она хотела сложить печати, но жесткая, как гранит почва не позволяла выпростать руки, да и сконцентрироваться в такой ситуации не получилось бы. В страхе быть похороненной заживо только недавно обретшая свободу Кунаичи совсем позабыла о своих уникальных способностях, противник просто застал ее врасплох. Получив крепкий удар по голове, сознание Хьюги помутилось, отчего она отключилась. Ашина Абишпиан с желтыми глазами, сделав свое черное дело, поспешил доставить захваченную беглянку к своему предводителю. Очнулась Камека в тот момент, когда ее бесцеремонно бросили на полу около стены. Задание выполнено, послышался немного пугающий хриплый голос пришедшего с добычей. Отлично, Зицу, последовал краткий ответ лидера, что рассматривал еще не до конца пришедшую в себя заложницу. То, что нужно, хм, та, видимо, их не расслышала, затылок темноволосой девушки сильно соднил. Ксо, что это было? Гендюцу или, нет, ведь я не чувствовала поблизости вражеской чакры, неужели можно так мастерски прятаться? Похоже, я уже не на поляне, мотнув головой, она подняла руку и дотронулась до холодной шероховатой поверхности стены, с ее помощью поднимаясь на ноги. Стены из твердой почвы, влажный холодный воздух, либо пещера, либо подземелье. Камиссама, неужели опять в плену? Она застыла, вслушиваясь в звуки, тем самым, пытаясь выяснить, сколько здесь еще может быть людей. Хотя враги молчали, но незрячая Кунаича смогла уловить дыхание одного из них, шестым чувством ощущая на себе его взгляд. Кто ты такой? Зачем меня сюда притащил? Решил заговорить, наконец, она, глядя в сторону человека, сидящего на каменном кресле, и высеченного из скалы, у противоположной стены. Ну и задача, после небольшой паузы выдохнул он, на какой же вопрос мне ответить в первую очередь? Бывшая обладательница Бьякугана поежилась, бархатистый насмешливый голос источал темные ледяные нотки, не предвещающие ничего хорошего. Не было сомнений, этот неизвестный очень опасен. Если бы только она могла видеть, то ее глаза узрели бы его лицо с точными и красивыми, словно выточенными из мрамора чертами, обрамленные темными, как ночь, локонами довольно взлохмаченные шевелюры. Думаю, для начала прыща ответить на второй вопрос, произнес он и расплылся в легкой ухмылке, так хорошо выделяющейся при свете множества огоньков свечей, расставленных тут и там. Брюнетка продолжала молча стоять на месте, она же не видит, естественно. Во-первых, это сделал не совсем я, а скорее, по моему приказу. Во-вторых, ты здесь, потому что нужна мне, а зачем? Ты не догадываешься. Отнюдь, отрицательно покачала головой та, незаметно рассматривая помещение с помощью чакры, ища выход, к своему сожалению, не зная, что Алла Шарингон собеседника просчитывает каждый ее ход, ведь ты мне не сказал, кто ты такой. Разве властному тону, Хьюга отошла от стены, но на середине пути резко свернула и во весь дух бросилась к выходу, надеясь выбраться отсюда раньше, чем Учиха что-либо поймет, но неожиданно врезалась в нечто с кустом вокруг головы, вышедшего прямо из стены и перегородившего проход к свободе. Предпримешь еще попытку бежать, и я отгрызу тебе обе ноги, так что ходить уже не сможешь, пригрозил зеленый Шинобе, а его желтые глаза засияли ярче. Выпустив еще порцию чакры, брюнетка смогла оценить недюжую фигуру противника и его зверский вид, потому решила не спорить и спокойно вернулась на середину залы. Что вам от меня нужно? Возобновила она расспросы в прежней манере. Пока что мне нужно, чтобы ты подошла ко мне, продолжала издеваться обладатель вечного мангеки, что уже порядком ее раздражало. Нет уж, отказалась пленится, для острастки сделав шаг назад, ибо вовсе не собиралась играть по его правилам, пока не получу объяснения. Не сдвинусь с места. Я не твоя прислужница или товарищ, чтобы подчиняться тебе, учх Мадара. Мужчина только рассмеялся, отчего она в очередной раз содрогнулась, он упугал ее все больше и больше, но с тем же успехом невольно и завораживал. Глупая девчонка, наконец, проговорил он, даже в такой опасной ситуации выказываешь только свою гордость, действуй неразумно. Стоило проявлять хоть немного уважения, ведь мы пока даже не связывали тебя и запирали в одиночной камере, как твои бывшие товарищи. В данном случае имеет весомое значение слово, пока внутренне съехидничала темноволосая кунаичи, но все же решила не накалять обстановку и глубоко вздохнула. Прошу прощения, но, судя по тому, каким образом меня сюда привели, я не разглядела здесь особого уважения, так что мы в расчете. Хм, я бы так не сказал, насмешливая улыбка брюнета стала чуть шире, ладно, чтобы заслужить немного доверия, я сперва отвечу на твои вопросы, а потом уже поговорим о деле, такое тебя устроит? Камико коротко кивнула, а сама подумала, чтобы он там не удумал, но я не должна терять бдительности и доверять этим. Акацуки. Ох, как же мне не нравится все это. Однако она решила использовать данное соглашение себе в выгоду, ведь так можно получить много информации, потому, получив разрешение, она задала первый вопрос, так и точив встретился с вами. Да, подтвердился беседник, заметно расслабившись в своем сидении, подпирая руку и щеку, наклонив голову на бок и приготовившись к долгому разговору. И, надо сказать, эта встреча меня совсем не порадовала, не думал, что у него будет такая сила, хм. Расскажи, те, что произошло, пожалуйста. Мадаре определенно приходилось понутру то, что пленой приходится быть вежливой. Когда я узнал, что Итачи же в силу его появления перед моими глазами, то сразу понял, зачем он пришел. Естественно, речь пошла о его младшем брате, но во мнениях нам сойтись не удалось, в итоге вышла маленькая семейная неурядица. Хоть я и был готов к битве с бывшим подопечным, но не предвидел, что к нему вернется сила Шарингона, нет, не так, у Итачи была даже большая сила, и этому способствовала ты. Девушка ощутила нотки обвинения в свой адрес, но вид по-прежнему делала безучастный, хотя в душе считала, что сделала действительно правильный выбор, передав способности Бьякуга на своему бывшему капитану Анбу. Лидер преступной группировки между тем продолжал. В общем, он уничтожил мое прежнее тело, потому пришлось перебраться обратно в свое «Погодите, ну как это, вы же недоумевала собеседница». «Все благодари Пейну», пояснил тот, «его Ринниган поистине дар богов, и эта сила может помочь и тебе». «Спасибо, но чужие даудеются мне ни к чему, да и куклой я быть не желаю». «Глупая, я не о том», усмехнулся основатель клана очиха, «Все равно вне зависимости от твоей воли ты ею станешь, если я захочу». Черноволоса, я заложница вопросительно смотрела на него, не зная, чего ждать от этого человека, предсказать ход его мыслей было невозможно. Удивительно живучий тип, впрочем, как и остальные двое очих, видать, это у них народу написано. «Но чего ему от меня нужно-то?» Рассуждала она про себя, совершенно забыв о побеге. «Все-таки катаны до сих пор при ней, а если кто из них подойдет близко, то не пообрезгует ей воспользоваться, хоть и шансов ранить шиноби такого высокого класса и мастерства простым оружием почти нет. Я совершенно не понимаю ваших мотивов, нарушила паузу Кунаичи, покачав головой, к тому же, вы не закончили, хватит уже историй». Саски вместе с командой пошел своей дорогой, Итачи победил и скрылся, но я как всегда выжил, все, рассказ окончен, холодно оборвал ее обладатель Шарингана, зная, что именно это интересовало захваченную, дело в том, что в результате этого инцидента у нас почти не осталось сторонников, потому нужна свежая кровь, проще говоря, мне нужна ты. Что? Расширил глаза брюнетка, до которой уже начала доходить, почему ее сюда притащили, с чего вы взяли, что я буду помогать остаткам преступной организации. Да и вообще я мало чего могу в теперешнем положении, ты недооцениваешь силу Деудюцу, равно как и свою собственную, потому не перебивай и слушай, серьезно молвил бывший глава своего клана, я предлагаю сделку, ты вступаешь в мое подчинение, взамен же мы возвращаем тебе зрение и утраченные способности. Камико чуть челюсть не уронила от этого заявления, неужели такое возможно? Нет, даже если есть такая возможность, то я ни за что не вступлю в Акацуки. Мысленно восклицала она, все еще переваривая полученную информацию, пока лидер спокойно ждал ответа, я не могу предать собственную деревню, пусть теперь Янукинин. Надо выбрать удобный момент и покинуть скорее это место. Но, может, Мадара знает, где примерно может быть сейчас это очи, надо как-то выяснить, ну, это... В конце концов, соизволила отозваться она, в нерешительности держа пальцы у губ, допустим, что я приму ваши предложения, то каковы будут мои обязанности? Все довольно просто, не пишел с ответом владелец свечного Мангики, который все так же сиял в его очах, для проверки, что ты не обманешь, будет два возможных пути устранить большую помеху в лице Учихи и Тачи, или... Хьюган утром чувствовала, что второй вариант ей понравится еще меньше, чем первый, хотя, казалось бы, что может быть еще хуже, чем убить любимого человека собственными руками, или ты полностью отдашься мне, и душой, и телом, на лице брюнету образовалась коварная ухмылка, так как он не мог не признать ее красотой и силой. То, что эта девушка принадлежала к побочной ветве вражеского клана, его мало волновало, запретный плод всегда прельщает. Разумеется, потом я рано или поздно все равно отдам тебе приказ убить Итачи, но так ты можешь оттянуть это задание на долгий срок, к тому времени может, даже привыкнешь к нашим принципам, это все, выбор за тобой, Хьюга Комика. Та буквально изменилась в лице, вся неуверенность и легкая наивность, преследовавшая ее с самого появления, исчезли. Девушка, наконец, поняла замысел Учиха и все сводилось к тому, что она должна убрать одного из его выживших потомков, ведь только она может подобраться к нему достаточно близко, не опасаясь быть раскрытой. Не будет Итачи, и тогда он сможет вновь развернуться по полной, вернуть Саске возможность отомстить Канохе. Отказываюсь, резко выдала юная отступница и отвернулась, внутренне кипя гневом, какая глупость, думать, что я смогу когда-нибудь пойти против дорогого мне человека. А если выберу второй вариант, то меня попусту используют в своих грязных целях, лишив последней гордости. Нет уж, его игрушкой быть не желаю. Уж лучше всю жизнь прожить слепой. Решив, что больше здесь оставаться незачем, она снова двинулась к выходу, путь к которому по-прежнему преграждал один из подчиненных лидеров организации. Кажется, я тебя предупреждал. Начал зицу, но Кунаича оборвала его, громко фыркнув. Отойди, пожалуйста, иначе мне придется повторить то, что я сделала при нашей первой встрече, она приняла стойку клана для использования Тадзюцу. Шпион Акацуки еще помнил, как она ловко застала его врасплох, забрав добычу. Эта маленькая оплошность группировки очень многого, посему повторять свою ошибку Шинаби не собирался и приготовился использовать ниндюцу для усмирения с троптивой. Не стоит, зицу, вмешался голос повелителя, ты свободен, я сам разберусь, вы уверены, лидер сама. Подозрительно переспросил подопечный, но лидер уже поднялся с кресла. Давай понять, что настроен серьезно. Ты меня слышал. Оставь нас. Тот поспешил выполнить приказ и вышел из помещения, Камико же осталось стоять у парова, опустив руки и выпрямившись. Намеренный помешать мне уйти. Решила выяснить она, на всякий случай, держась наготове. Однако бывшая глава Каучих вовсе не собирался драться, а просто подошел, остановившись буквально в шаге от нее. Вовсе нет, ты можешь идти, в виде удивления, написанной на женском личке, он пояснил, я просто хочу дать тебе время подумать над моим предложением. Если решишь его принять, то ищи меня здесь, в логове змеи, этого не будет, последовал достаточно уверенный ответ от собеседницы. Хим, это пока что ты так говоришь, казалось, отказ совсем не смутил его, Мадара сделал шаг вперед, приблизившись к ней вплотную, и взял темноволосую девушку за подбородок, так что голову она опустить уже не могла, когда ты узнаешь, что такое предательство, ты сможешь меня понять. Я знаю, что ты сейчас думаешь меня и так оставила собственная семья, но это меня не сломило. Хьюга застыла, с легким ужасом осознав, что он точно повторил то, о чем она сейчас подумала. Она даже не предполагала, насколько глубоко величайший из своего поколения Шиноби может видеть душу людей, читая их мысли и чувства как открытую книгу. Это совсем не то. Когда все, даже самые близкие люди отвернутся от тебя, ты придешь ко мне, между тем продолжал Брюнет, играючи скользя пальцами по ее тонкой изящной шеи, его голос гипнотизировал не хуже Шарингона, они все тебя покинут, потому у тебя просто не останется выбора. П, почему это? Как-то по-детски прозвучал вопрос растерянной Кунаичи, чувствующей легкий озноб от прикосновения холодных подушечек и его пальцев. Учиха чуть прищурился, убрав черные прядки волос с ее лица, наклонился и тихо проговорил, потому что я всегда получаю то, что хочу. И ты знаешь, что я прав. Он был слишком близко, ощутив его теплое дыхание, брюнетка невольно покраснела, вся непоколебимость и уверенность испарились, уступая место вернувшемуся страху и вожделению, душа словно ушла в пятки. Откуда это манящее чувство? Его запах таков же, как у ее любимого, и она была убеждена, что его губы такие же чувственные и обжигающие, несмотря на весь холодный вид. Хотелось податься вперед и испробовать их на вкус? Нет. В последний момент, опомнившись, Камико с силой оттолкнула от себя лидера, а Кацуки без оглядки помчалась прочь, со скорости пули пролетев коридор пещеры и выскочив наружу, нет, меня ты не получишь. Ни за что. Черноволосый мужчина остался стоять на месте, на губах играла зловещая улыбка. Хах, она мне уже нравится. Задумчиво произнес он, ни к кому в особенности не обращаясь, у Итачи действительно неплохой вкус. Лидер сама, похоже, она скрылась, в помещении снова заглянул куст зеленокожего шиноби, просочившись прямо сквозь стену. Правда? На старый манер дурачка выдал его начальник, но быстро поправился. Что ж, для невидящей девушки она бегает довольно быстро, хм, не понимаю, зачем было ее отпускать, не оценил юмор сослуживец, оставаясь предельно серьезным, вы и вправду верите, что она вернется. Безусловно, подтвердил эту версию тот, ухмыляясь, расток тьмы в ее душе уже пустил корни и вскоре полностью расцветет. Даже если она встретится с Итачей, искоренить опутывающий ее мрак он не сможет, как не смог помочь Саске. Ладно, пока забудем о Камика, когда настанет время, она придет ко мне. Зецу, отправляйся в деревню дождя и предупреди пейна, что я скоро приду, затем вперед выслеживать носители Хачиби, распорядился он и посмотрел на свою правую ладонь, что всего пару минут назад касалось нежной кожи Хьюги. А я тем временем наведу на это место еще парочку гендюцу. Никто из посторонних не должен прознать о нашем нынешнем убежище. Будет исполнено, промолвил в ответ отступник из деревни травы и исчез глаз. Оставшись в одиночестве, Мадара чуть слышно усмехнулся «Очень скоро ты пожалеешь, что пошел против меня, Итачи, эта девушка станет моей игрушкой и причиной твоей погибели». На землю медленно спускался вечер, а с ним воздух становился холодней. Переменчивые порывы ветра срывали последние пожухшие листочки с некогда густой кроны деревьев, унося их за собой в долину. Юный Шиноби, закутанный в темный плащ, стоял на краю высокой стены, что ограждало деревню от внешнего мира и оглядывал ее улицы. Сумерки сгущались, но шум в конохе не утихал, местами все еще буйствовало черное пламя огня, которое жители тщетно пытались потушить. Молодому Нукинину было не особо приятно это зрелище, однако он не отворачивался, словно ждал Чегото. Не беспокоил его и усилившийся ветер, дующий прямо в лицо, отчего капюшон спал с головы, позволив встречному потоку играть с темными, как ночь, прятками непослушных волос. Саски Даже громкий голос самого бесшабашного ниндзя, разыскивавшего его вселение, не подействовал на его непоколебимость. Брюнет лишь чуть нахмурил брови, но в следующий миг прикрыл глаза, явно расслабившись. Усуротенка че и надо же ему было устраивать разборки прямо в деревне, какой идиот, подумал он, так и не двигаясь с места. Работа была выполнена, так что нужды больше здесь оставаться не было, но парень все никак не мог уйти, словно его здесь что-то удерживало. Саски, кончая уже прощаться с деревней, окликнул его один из позади стоящих товарищей, за спиной которого выпирал гигантский меч, нам пора, иначе нас найдут. Но и этот зов остался без ответа. Холодное молчание сильно действовало на нервы его команде, порой выводя их из себя. «Еще не время», строго произнес учхо, когда девушка за его спиной, что стояла рядом с мечником, уже открыла, было, рот, чтобы высказаться, но осеклась. Отряд так и все, кроме их предводителей, переглянулись между собой и дружно еле слышно вздохнули. Чего же именно они ждут, или кого? Обладатель Шарингана вдруг повернул голову, устремив взгляд на блестящие деревья и на витке одного из них сидел черный ворон, почти незаметный в сгущающейся темноте вечера. Наблюдает, сразу понял юношу на Бехем, так и знал, но если он явится сюда, то весь план рухнет, так что пошли, отдернул он своих спутников, будто это они его задерживали, а не наоборот, и отвернулся от вида пострадавшей деревни, черное пламя стало быстро уменьшаться, пока не исчезло вовсе. Черноволосый юноша отошел от края стены, но стоило ему сделать пару шагов в сторону товарищей, как он остановился, ощутив присутствие чужого, который как раз запрыгнул на стену и приземлился между ним и остальными. Нашел, спокойно констатировал новопришедший, необычные глаза которого изучали брюнета, словно пронизывая насквозь. Команда отступников тут же вооружилась, заняв боевую позицию. Бывший ученик Арчимару с тенью злобы посмотрел на преградившего путь Джанина. Уйдя с дороги, в повелительном тоне произнес Учхо, но тот отрицательно покачал головой. Я не могу отпустить тебя, Саски, он сделал едва уловимое движение, вовремя поймав рукой кунной, которая метнула в него красноволосая кунаичи, а затем также невозмутимо продолжил, после всего того, что ты натворил, это не твое дело и ты мне не указ, Хьюго, фыркнул в свою очередь собеседник, отойди, повторил он, положив ладонь на рукоятку своего меча, недобрый знак. Нет. Я не дам тебе покинуть деревню. Ты совершил слишком много ошибок. Нарушил данную клятву. И как ты вообще после такого можешь считать себя ниндзя? Скажи это лучше Наруто, ведь по его милости это все и произошло. А теперь дай мне пойти. Раз ты не слушаешь меня, то почему надеешься, что я буду подчиняться? С легкой острасткой заявил Наржи, активировав Бьякуган, чтобы не упускать из виду остальных членов Така, собирающихся нанести удар со спины. Похоже, это насмешка задела Нукинина из скрытого листа, в груди заплескалась злоба. Но, тем не менее, он спокойно ответил, не строя из себя всесильного. С четверыми тебе одному не справиться. Уходи по-хорошему, это последнее предупреждение. В тот же момент его товарищи длинулись на соперника своего предводителя, как перед ними выросли фигуры трех новых врагов, заставив притормозить. Как видишь, я не один, безэмоционально изрек длинноволосый гений клана, в душе испытав облегчение, что его команда успела вовремя. Победа в этом противостоянии для четверки коноховцев была необязательна, требовалось только задержать отряд учихи до прибытия подкрепления. С помощью даудютца длинноволосый юноша видел, что Тентин занял оппозицию напротив вражеской кунаичи. Карин учитель Гай преградил дорогу рослому косматому парню, на что Дива стал покрываться отметинами проклятой печати Орокли и стоял спиной к спине Хьюги, блокировав направленное на его товарища гигантское лезвие мечника тумана голыми руками, Суйгицу в ответ оскалился, обнажив ряд белых острых зубов. Ясно было, что битва предстоит жаркая, в ожидании ее начала все участники молчали, даже вечно вопящие о силе юности зеленые звери Канохи. Ну что ж, посмотрим, что вы умеете, ледяным тоном процедил Саски, когда в его глазах вспыхнул шестигранный мангеки. Темноволосая кунаичи мчалась по лесу, прыгая с ветки на ветку. В неосознанном страхе она почти не замечала куда бежит, избегая всевозможных препятствий только благодаря машинально выпускаемой Чакри. Но вскоре эта сила, позволяющая ей хоть как-то ориентироваться в окружающем пространстве, подошла к концу, очередная ветка подломилась под тяжестью брюнетки, а в следующую секунду она свалилась прямо в колючие заросли кустарника. Проклятие! Тихо выругалась невидящая их юга, полностью выдохнувшись от головокружительной пробежки. Не было даже сил подняться, потому, как только она немного пришла в себя, то ползком выбралась из природной ловушки, в которую ей так посчастливилось угодить. Ох, кажется, погони нет, «Ай, как все болит, черт!» в сердцах восклицала беглянка, ощущая многочисленные царапины и свежие порезы на теле, легкая одежда не спасла от острых иголок и местами была запятнана кровью, будто проклят, Мадара. Что это вообще было? Постепенно кусочки воспоминаний происшедшего в логове о кацуке стали складываться обратно в четкую картину, а когда сознание полностью прояснилось, то девушка в ужасе прикрыла рот ладонью. «Боже мой, мы же чуть не...» «Как я могла вообще подумать об этом?» «Пусть даже это мимолетное желание, но оно не должно было возникать», корила она себя, потому что и представить себе раньше не могла, что бывший глава клана очаху мог завораживать и подчинять себе не только силой Шарингана. «Да уж, дожди хватают тут разные существа и тащат куда не попадя, так и еще всякие злодеи мира целоваться лезут, ну что за жизнь? Хотя, когда было иначе, все, и пора перестать думать о глупостях, буду считать это простым наваждением как гендиюцу. Важнее теперь понять, где я сейчас нахожусь». Закончив мысленный разговор с самой собой, Камикаке как поднялась на ноги, которая нуля от усталости и принялась изучать местность с помощью четырех оставшихся чувств. Она осторожно шагала в неизвестном направлении, двигаясь от одного дерева к другому, внимательно прислушиваясь к любому странному шороху или шелесту. Однако вскоре стало ясным, что поблизости нет ни единой человеческой души, не считая ли ее самой. Юная Кунаичи с горечью поняла, что совсем заблудилась и даже не знает, где север, а где юг. Желание очутиться как можно дальше от опасных преступников забросило ее в неведомые края. уверенность, что она все еще находится на территории родной страны, но легче от этого не становилось. Большая часть земли огня была не обжитой, можно пройти несколько дней, не встретив ни одного человека. Что же мне делать? Тихо молвила Хьюга, немного растерявшись, но потом помотала головой, стараясь привести мысли в порядок, так, спокойно, паника еще никому не помогала, надо просто добраться до какого-нибудь поселения и спросить, где я нахожусь, а там уже сориентируюсь. Решила она, взбодрившись, пошла в выбранном наугад направлении. Дорога до цели была довольно длинной, но довольно ровной и простой. Густые леса вскоре сменились просторными степями. Однако молодая страница опасалась, что на нее может кто-нибудь напасть, так как чакра ее восстанавливалась очень медленно, сказалась активная пробежка и на физическом состоянии, потому она была беззащитна перед возможной опасностью. Но брюнетка продолжала идти, хотя жутко хотелось спать и есть. Съедобные припасы кончились у нее еще до того, как она попала в капкан зеленого шпиона Акацуки, так что поживиться было нечем. Но всем неприятностям рано или поздно должен прийти конец. На следующий день, когда темноволосая девушка немного восстановилась силой в коротком сне и после вновь двигалась в путь, она встретила по дороге человека, который очевидно тоже путешествовал. Им оказался рослый мужчина средних лет, одетый в старую потрепанную рясу, очень похожий на монаха, даже голова была начисто выбрита. Впрочем, оценить его внешний вид бывшей обладательницы пронизывающего насквозь даудюцу не могла в силу определенных обстоятельств. Она не особо хотела сталкиваться с людьми, так как по-прежнему находилась в бегах, но сейчас выбора не было, проповедник явно уже ее заметил. К тому же она не могла почувствовать его чакру, не было ничего, если, конечно, незнакомец ее не скрывал. Странно, давно не встречал здесь Шиноби, обычно они используют другую дорогу, задумчиво промолвил тот, когда Комико рискнуло подойти к нему. Он с интересом оглядел ее с головы до ног, полагая, вы из селения травы? Им, да, можно сказать и так, отозвалась брюнетка, которую сбили с толку его слова, к тому же она не понимала, при чем тут вообще чужое селение, простите, я с миссией, но и слегка сбилась с пути. Вы не подскажете, где находится ближайшая деревня? Она усиленно прятала лицо, не желая, чтобы путник заметил ее слепоты, боясь, что тем самым ее могут вычислить, не понимая, как он понял, что я Шиноби, на лбу у меня написано что ли? Монах слегка улыбнулся и ответил, вы на верном пути, юная леди. Неподалеку есть маленькое поселение, вот в том направлении, он поднял руку и указал, куда идти. Разумеется, его собеседница увидеть этот жест не смогла. Ксо, нет, чтобы словами сказать, огорченно подумала она, но все же смогла придумать выход из этой ситуации, то есть, мне нужно просто немного пройти туда. Она неожиданно вытянула свою руку и, как ожидалось, невозначай ударила по кисти мужчины, таким образом, сумеев мгновенно понять, куда он показывал, простите, немного просчиталась. Девушка оприкрыла глаза и совершенно невинно улыбнулась неизвестному путешественнику, однако тот почему-то нахмурился. Ничего, просто идите прямо по дороге. Примерно через полчаса доберетесь, сообщил он уже более строго, теперь его голос звучал не так добродушно. Спасибо большое, поблагодарила страница и поклонилась, затем повернулась в нужном направлении, мне пора. До свидания. Она медленно зашагала вперед, хотя эта легкая перемена в тоне мужчины вызвала у нее желание покинуть его общество как можно быстрее в страхе, что он может остановить или пойти за ней. К счастью, тот пошел дальше своей дорогой. Наверное, стоило проводить эту невидящую лиде, но раз она из Шиноби, то навряд ли позволила бы. Трудно будет одной, но ничего, бог тебе в помощь дитя, мысленно пожелал удачку наичи жрец отправился домой. Через некоторое время их юга подошла к небольшому поселению, обнесенному деревянным чистоколом. Она уже успела полностью закутаться в дорожный плащ, накинув на голову капюшон, на всякий случай нацепив на лицо москву анбу, что нашла в рюкзаке, единственная вещь, служившая воспоминанием о былых деньках. Эх, молодец, Нисан, что и ее положил, так хоть цепляться поменьше будут, с легкой улыбкой рассудила брюнетка, будучи уверенной, что обнаружить в ней беглую преступницу никто не подумает и смело вошла в деревню. Посмотреть пейзажи и понаблюдать за народом, конечно, не удалось, хотя, и смотреть было почти неначто протоптанная пыльная главная улица, по бокам которой теснились простые и невысокие домики и общественные здания, была не намного шире, чем остальные, да и прохожие люди ничем не выделялись. Но стоило пройти немного вперед, как девушка очутилась на рыночной площади, где было намного оживленней. Отовсюду неслись многочисленные голоса покупателей и торговцев, детей и взрослых, а также чувствовались манящие запахи разнообразной еды. Подавшись общему непринужденному настроению, Камека невольно заулыбалась, представляя себе такое веселое зрелище, как ярмарка. Она даже решилась купить немного сладостей у добродушного торговца, да и то потом большую часть из них раздала детям, которым очень приглянулась ее таинственная личность, в то время как взрослые, наоборот, почти ее не замечали. Однако Кунаича понимала, что одним десертом не насытишься, потому, узнав дорогу к продуктовому магазину, она поспешила туда. К счастью, дошла она до него без проблем, ибо местные детвора в благодарность за сладости решила проводить «добрую тетю Ниндзи». Да уж, а я еще хотела не привлекать к себе внимания, внутренне усмехалась бывшая обладательница Бьякогана, на ощупь выбирая себе продукты в большой лавке. Местным жителям, наверное, казались странными действия этой чужестранки, впрочем, тем, кому уже довелось видеть Шиноби, сильно не удивлялись. От этих Анбу можно всего ожидать. Наверное, наяд проверяют или еще чего-нибудь, шепотом предположил один из покупателей, отвечая на вопрос своего товарища, но благодаря острому слуху эти слова достигли уши и брюнетки, просто не обращая внимания, идем. «Отлично, значит, никаких подозрений», удовлетворенно подумала девушка в маске, дойдя до прилавка, поставила все свои закупки перед хозяйкой магазина. «Скажите, у вас нет готовых бента?» Поинтересовалась путешественница, пока последняя подсчитывала общую сумму покупаемого товара. «Были, но, к сожалению, еще все утром разобрали», сообщила та. По ее мягкому и звонкому голосу Хьюга поняла, что это скорее не сама хозяйка заведения, а просто нанятая на работу девушка по возрасту, очевидно, не намного младше ее, а выход шиноби, но совсем не похожа на тех, кто состоит на службе угадайми. «Это еще почему?» Безразличным голосом осведомилась Кунаичи, как ее обычно учили в клане. «Я видела, как вы общались с детьми, пока стояли около магазина, заулыбалась продавщица, немного отвлекшись от дела. Обычно они и близко не подходят к таким, как вы, ведь не все нельзя верно служат стране, встречаются такие ужасные типы, что и упоминать страшно. Да уж, не мне это говорить, поверьте, более дружелюбно отозвалась таинственная брюнетка, решив не строить из себя грозную особу, в конце концов, быть бездушной убийцей у нее и прежде плохо получалось, а разве шиноби здесь часто бывают хорошие? Не особо. Из Канохи я полгода как никого не видала, здесь больше ходят те, что проживают в стране травы, ведь границы находятся не так далеко отсюда. Причем большинство из них являются беженцами или лицами, скрывающимися от закона. Некоторые считают, что деревни принадлежат не стране огня, потому нередко устраивают тут дебоши-разбои. Но это бывает, если людей дайми здесь не видно, так что волноваться теперь нечем. Увидев вас, многие из них наверняка поумерят свой пыл. Тем более ходили слухи, что здесь недавно видели служителей из храма огня, нечестивые и опасаются их ничуть не меньше, чем шиноби Канохи, ха-ха. Камико продолжала слушать разговорившуюся девицу, которая явно любила посплетничать, а сама походу раздумывала, не стоило бы ей так много болтать, хих. Что-то мне слабо верится, что все сказано и этой девушкой есть правда. «Ну ладно, хорошо хоть, что я узнала, где нахожусь. Извините, но мне надо идти», проговорила она, остановив словоизвержение своей собеседницы, «Сколько я вам должна за провиант?» «А, да. Сейчас, тут же спохватилась та, складывая и пересчитывая ее покупки, с вас триста пятнадцать йен. Так, этого хватит». Кунаича протянула ей несколько бумажек. «Хм, нет, тут всего двести лишним». Вздохнув, Хьюга попросила немного подождать и поставила на стол свой рюкзак, открыв его. Молодая продавщица округлила глаза, когда увидела в ее сумке несколько пачек денег. Впрочем, не только она одна. «Ничего себе, а мне всегда казалось, что Шеноби не так уж и богаты. Надеюсь, она все это не украла?» Подумала она. Странная покупательница же, не глядя, вручила ее одну купюру на куда большую сумму, чем требовалось. «Вот, сдачи не надо». Быстро скидав покупки в сумку, брюнетка повесила потяжелевший рюкзак себе на плечи и неуверенно направилась в сторону выхода, однако почти у самых дверей врезалась в как раз входящего на этот момент в лавку человека. Ох! От этого столкновения маска Анбу слетела с лица Кунаичи и покатилась по полу. Гамина Сай, она тут же опустилась на колени и стала шарить руками по деревянным половицам. Стоящий рядом незнакомец спокойно наклонился и подобрал вещицу, что пыталась найти темноволосая девушка. Это потеряла? С усмешкой спросил он, кажется, сообразив, что за особо перед ним. Недобрую мужской голос заставил бывшую обладательницу Кики Генкой подняться. Немного поводив рукой в воздухе, она смогла нащупать маску в руке неизвестного, после чего попыталась ее забрать, но то не пешил возвращать предмет. Верните, пожалуйста, потребовала Камика, нахмурившись, проклятие, мне это не нравится, так, ну и что здесь забыла прислуга Хакаги, в нашей деревушке-то. Деланно усмехнулся мужчина, разглядывая хрупко на вид фигуру страницы. Не ваше дело, холодно отвечал та, не отступая, хотя и понимала, что силенок у того немало, и это не в вашей деревне, она находится под защитой Канохи. А теперь дайте пройти, с этими словами она вырвала свою маску из руки этого типа и, оттолкнув его, вышла из магазина. Она не могла заметить, как тот проводил ее недобрым заговорщицким взглядом, но вполне смогла понять, что он один из тех разбойников, о которых говорила торгующая в магазине девушка. Стоило, конечно, задать ему трепку, но отступница из селения листа не хотела привлекать к себе такое количество внимания, лишняя потасовка наделала бы много шума. Опасаясь, как бы этот казус не стал всеобщим достоянием, она решила побыстрее покинуть маленькое поселение, отказавшись от мысли останавливаться на ночь в гостинице. И все же, даже покидая деревушку, у Хьюги складывалось недоброе предчувствие относительно данной ситуации. Будто в подтверждение опасений, вслед за ней увязалась шайка странных типов. Они держались вдали, но шли по пятам девушке, которая уже заподозрила неладное, а когда ощутила идущую от них чакру, то поняла, что дело плохо. Видно, ждут, пока я достаточно отойду от деревни, чтобы без проблем напасть в Сеаравой. Эх, вот ведь напасть, и чего только им от меня надо? Раздумывала жертвы неприятностей, стараясь не ослаблять бдительности. Однако, сосредоточив внимание нашедшей позади Банди, она не предвидела того, что они могли послать сообщников вперед, чтобы отрезать брюнетки путь к побегу. Потому, когда она напоролась на живую стену, закрывающую собой дальнейшую дорогу, то сильно удивилась и растерялась. Ух ты, смотри, братва, похоже, Тагару не врал, она действительно слепая, издевательски произнес один из мужчин, ближе всех стоящий к окруженной Кунаичи, пальцами подняв ее голову за подбородок, чтобы взглянуть в пустые и ничего не выражающие белые глаза, потерявших свой приятный сиреневый оттенок. Не прикасайся. Громко сказала Камико, отдернув его руку, едва ощутив неприятное прикосновение, и сделала шаг назад, заметно напрягшись, что вам нужно. Разбойники в ответ загоготали, видимо, решив, что если взяли незрячую жертву в кольцо, то проблем больше с ней не возникнет, пусть даже она шинобе. Когда смех немного стих, ей ответил тот же тип, что посмел до нее дотронуться, а разве не ясно? Разумеется, мы не просто побеседовать пришли, съезвел он, отчего остальные снова заржали, но стоило ему поднять руку, как его подчиненные снова затихли. Было ясно, что именно он является предводителем всего сброда, нам доложили, что кто-то из конохи посмел посягнуть на нашей земли, потому мы ради поддержания справедливости решили проучить дерзкого чужака. Ну да, как же, если бы это делалось ради справедливости, то проучили бы еще в деревне на глазах публики, скептически подумала темноволосая беглянка, потянувшись к катане, но к собственному потрясению и ужасу, нащупала лишь пустые ножны, что, когда успели, понятно, мне не стоит недооценивать этих типов, просчитали все наперед. Ксо, а метательное оружие на дне рюкзака. Похоже, придется сражаться только с помощью кулаков. Тем более, у тебя за плечами лежит довольно кругленькая сумма. Между тем, продолжал вожак разбойников, которую ты украла из магазина. Что опишала его собеседница, чуть не растеряв настороженность. Вот именно, Тагара все нам рассказал, а продавщица подтвердила. Так что, тебе лучше по-хорошему отдать деньги, тогда, может, и отпустим с миром. В противном случае мы тебя заставим длинно умирать, хох возмущению брюнетки не было предела, потому она не применила высказать все. Что думают мерзавцы? И как вы можете такое говорить? Шиноби, служащий ванбу, никогда не смеет приступить черту закона, так как служит этому закону. Будьте хоть с собой честны, жалкие воришки, если уж хотите ограбить, то так и говорите. Я не собираюсь выслушивать слово о справедливости от таких падших людей, как вы. Такая речь совсем не понравилась враждебно настроенной банде, теперь отовсюду виднелись хмурые и перекошенные от злобы лица, словно темная туча пробежала по кольцу. Хьюга напряглась, зная, что переговоры на этом будут окончены, точнее, мирные переговоры. Ну все, ты напросилась, детка, гневно проскрепел лидер шайки, когда его подопечные потянулись к оружию, взять ее. По команде на Кунаичи мгновенно набросилось несколько человек с мечами и дубинками, что были ближе всего во внутреннем кругу. Однако никто из них даже не успел коснуться добычи, ибо почувствовали на себе давление чакры к противнице, которая закружилась на месте, будто в танце, образовав вокруг себя что-то вроде щита, отдающего голубоватым свечением. Эта техника с большой силой оттолкнула нападавших назад, отчего они упали навзничь, пострадав от внутренних ран, причиняемых чужой духовной энергией. Остальные разбойники замерли, явно поражены такой защитой. Кикигинкой? Вот так сюрприз иронично выдохнул их главарь, едва девушка закончила вращение, благополучно уронив рюкзак, который теперь лежал у самих ее ног, так было легче двигаться. Если не ошибаюсь, это техника клана Хьюго, и чтобы такая слепышка умела ими пользоваться, неслыханно, кажется, это еще сильнее разодорило его, мужчина рассмеялся. Брюнетка, же, шумно вздохнув, приняла боевую стойку своего клана. Пусть даже без Бьякогана, но она еще могла выполнять некоторые приемы Тадзюцу, переданные по наследству от предков. Конечно, о выбивании Танкетсу без Тадзюцу не могло быть речи, но для этих бандитов вполне хватит простого Джукина, стоит только им подойти на расстояние удара. Но ей было невдомек, что предводитель всей группировки отлично знаком со стилем боя Хьюго. Перегруппироваться. Никому больше близко к девчонке не подходить, дал он распоряжение вести бой на дальних дистанциях, а затем обратился к окруженной противнице. Может, ты и сильна в рукопашном бою, но без зрения на дальней дистанции тебе не справиться. Я и мои люди ненавидим носителей Кики Гинкой. Вы всего на всего используете то, что досталось вам по наследству, а больше противопоставить вам нечего, смерти, к смерти от рук Шиноби, его голос потонул в зловещем смехе. Шимайта, это очень плохо, причитала про себя Камика. Звук запускаемых со всех сторон метательных снарядов предупредил о начале новой атаки, пришлось снова применить Кайтин. Но едва она завершила технику, как послышался свист, рассекающий воздух Катаны. Незрячая Кунаич инстинктивно пригнулась, клинок, намеревающийся отрубить ей голову, прошел значительно выше. В то же время она сделала подсечку предполагаемому врагу, однако тот, похоже, предугадал это и отпрыгнул назад, на безопасное расстояние. Затем последовала новая канитель с метательными снарядами. Понимая, что применить вращение не успевает, бывшая служащая Анбу использовала хаки Куашоу двумя руками, дабы обратить оружие во врагов, однако пара Сурикенов и вонзилась ей в спину. Темноволосая девушка пошатнулась, но устояла, снова заняв боевую позицию и готовая сражаться дальше. Несомненно, враги выработали хорошую тактику для этой битвы и два жертвы успевало защититься от шквала Кунаев и Сурикенов, как за ним следовала новая атака, уже на ближней дистанции, однако противники таким образом лишь тянули время до начала следующей массовой атаки. Хьюга далеко не всегда могла защититься от метательных но все же умудрялась Бог знает как извернуться, чтобы не получить смертельных ран. Ей не давали ни секунды на передышку, но она все же краешком сознания отметила, что рюкзака не было на привычном месте, а значит, бандиты успели прибрать его к рукам вместе с содержимым. Тогда чего они не остановятся. Видимо, решили добить ненавистную наследницу необычных генов. Разбойникам, похоже, нравилось мучить ее. Они решили поиграть противницей перед тем, как отнять жизнь. Руки и ноги покрылись царапинами и порезами, да и начинали ныть от усталости. Становилось ясным, что долго она не продержится, противник во много раз превосходил ее числом. Что может сделать ничего не видящая девушка, пусть даже наделенная уникальными способностями, против пары дюжин бойцов. Ну, удивила на первый раз, ранила от силы шестерых, вот и все. Из-за собственного шумного и прерывистого дыхания, Кунаичи запоздала, среагировала на нападение со стороны одного из бандитов, отчего его меч прошелся по ноге, располосав кожу и задев сухожилие. Отпрыгнув в сторону, она выпрямилась и чуть не рухнула на землю, издав тихий стон боли. Раненая нога отказывалась повиноваться и даже просто держать тело. Найдя опору в оказавшемся, как раз, кстати, по правую руку дереве, девушка Нукинин спряталась за ним от метательного оружия, успев перевести дух перед последней атакой, вернее, она чувствовала, что следующая атака будет для нее последней. Ей совсем не хотелось умирать вот так, в неизвестном месте, вдали от родных и друзей, от рук разбойничащих Шиноби, которые Ниндюцуты использовать не могут, а может, и могут, но не желают тратить энергию на тяжелые техники, чтобы прибить такую легкую добычу. Какая глупая смерть, горько усмехнулась она, слушая победоносных гагат бандитов, вновь окруживших ее, но не спешащих нанести смертельный удар. Видимо, действительно желают еще поглумиться над своей жертвой. Камека еще раз вздохнула и закрыла веки, готовясь принять неизбежное. Не было сил, чтобы элементарно подняться и встретить смерть с гордой поднятой головой, но даже так она не будет просить пощады, ни один стон или крик не сорвется с ее губ, какие бы пытки ей не предстояли. Возможно, ей даже удастся применить трюк Анбу по уничтожению своего тела. Немного задумавшись об обстоятельствах своей кончины, девушка не заметила, как стих вражеский смех и повисло неприятное молчание. Неожиданный звук металла, разрывающего плоть, и чужой вскрик вернул ее в действительность. Что произошло? Непонимающе спрашивала она себя, когда последовала череда таких звуков и предсмертных криков, а затем грохот падающих телефон. В воздухе запахло обилием крови, похоже, какая-то неведомая сила перерезала ее врагов, что пугала куда больше, чем все, что произошло ранее. Послышался голос главаря бандитов, который теперь звучал дрожаще и неуверенно, что это? Кто ты такая? И снова душераздирающий крик предсмертной огонь повис в воздухе, а затем все стихло. Раненая Кунаича осторожно поднялась, все еще опираясь о ствол дерева спиной. Она напряженно прислушивалась к каждому шороху, сердце выстукивало бешеный ритм. Услышав чьи-то быстрые шаги, направленные в ее сторону, Хьюга нервно сглотнула. Крик испуга не успел вырваться наружу, ибо ладонь неизвестного заткнула ей рот, когда он зажал девушку между деревом и своим телом, полностью обездвижив, Камико сдавленно промычала что-то невразумительное, пытаясь освободиться от плена сковавших ее человеческих оков. Страх обуял девичье сердце, неужели ее тоже убьют, как и всех тех разбойников? Судя по тому, как неизвестному удалось легко ее обезоружить, участь ей предстояла не из легких, если не смерть, то что-нибудь похуже. Однако со своими выводами она поспешила, потому что давление прекратилось. Успокойся, Камико. Этот спокойный голос подействовал на пленницу лучше всякой физической силы, ибо она оказалась просто парализована. И хотя владелец голоса уже отпустил ее, Хьюга продолжала стоять столбом, позабыв о своих ранах и усталости. Это не может быть. Я знаю этот голос, но как же он? Даже мысли в ее голове не желали укладываться в нормальную фразу, которую она хотела сказать. Ты... Она неуверенно протянула руку к стоящему перед ней в безмолвии Шиноби и прикоснулась к его щеке, дабы убедиться, что это не сон и не ее воображение. Итачи. Предполагаемо знакомый субъект ничего не ответил, продолжая стоять на месте. Лишь спустя несколько мгновений он накрыл ладонь девушки своей и медленно кивнул, будто в желании приласкаться к ее руке. Неужели и вправду ты... Мягко промолвила невидящая брюнетка. Легкая улыбка озарила юное лицо, ведь все чувства это подтверждали. Только разум до сих пор отказывал в доверии, слишком уж вовремя пришло спасение, даже не верится. Хм, я и не знаю, как тебя убедить в том, что я действительно тот, кем являюсь. Голос юноши был также непринужден, но все же собеседница смогла уловить в воздухе легкую нотку сарказма. Может, повторить то же, что я сделал в нашу последнюю ночь в том доме? Ч-что? Выдохнула Хьюга, заливаясь краской и начиная заикаться. Иточи, это не смешно. А в чем дело? По-моему, тут подходящее место. Не будь у девушки слепотой, то она бы даже без Бьякугана смогла разглядеть с далекого расстояния, как изогнулись уголки губ у Чихи в скрытой усмешке. Ему же было просто приятно видеть алый румянец на щеках Кунаичи. Глупо. Разумеется, я несерьезно, чуть улыбнувшись, Брюник легонько ткнул ее в лоб двумя пальцами, отчего-то лыкнула, как же легко ее смутить, бывшая обладательница Даудюцу задумчиво терла лоб, подавив желание спустить с мешок, ведь сейчас действительно было не до шуток. А ты все-то такой же, я сразу поняла это, опустив глаза, она вдруг пошатнулась и упала прямо на своего спасителя, благо, тот среагировал мгновенно, поймав ее в свои объятия, а затем осторожно усадил девушку на землю и принялся осматривать полученные ею ножевые ранения. Сиди смирно. Я обработаю твою рану на ноге и уходим, объявил Итачи на редкость серьезным тоном, после чего принялся за дело. Камико, тяжко вздохнув, откинулась назад, опираясь спиной о ствол дерева, которое только недавно спасло ее от последней массовой атаки бандитов и прикрыло глаза. До ее ушей долетел треск разрываемой ткани и еще какой-то непонятный шорох. Во всем теле по-прежнему отдавала болью от пережитого, однако молодая отступница из конохи никак не могла расслабиться, чтобы дать своему товарищу оказать ей хотя бы первую помощь. «Знаешь, ты появился как нельзя кстати», подала раненая голос, чуть вздрогнув от прикосновения юношеских рук к кровавленному бедру, что заставило ее снова смутиться. «Я уже хотела применить последнюю технику онбу для заметания следов». Ответа не последовало, видимо, Шинаби решил сделать вид, что не услышал. «Эти ниндзя, что напали на меня? Они все мертвы?» И этот вопрос был проигнорирован. Невидящая девушка поняла, что Учиха пресекает все попытки втянуть его в разговор. Вновь вздохнув от боли, что причиняло обеззараживающее средство, щиплющее рану словно кислота, юная Кунаича повернула голову в сторону. «Ну, хотя бы скажи, как ты здесь оказался, предприняла она последнюю попытку, уже, в общем, ни на что не надеясь. Так же, как и ты, по случайности, через минуту соизволил таки сказать обладатель Шарингана, не поднимая головы, все еще занятой перевязкой, но все же приостановился и равнодушно добавил, «Я уже давно тебя ищу». С тех пор, как стало известно, что ты покинула Кынаху. Эти слова, пусть и сказанные без особого всплеска эмоций, заставили брюнетку почувствовать себя куда лучше. Он искал меня. Он не забыл, это было словно бальзам на душу, искренне улыбнувшись, она смогла, наконец, расслабиться. «Тебе это, Саски сказал?» Раненая брюнетка тихо охнула из-за новой вспышки боли, так как Итачи слишком сильно завязал узел ткани на ноги, что сдерживало дальнейшее кровотечение наподобие жгута. «Не совсем. Сейчас не время для этого, обсудим все по дороге», произнес юный Нукинин, когда чуть ослабил повязку, затем протянул руку Хьюге и помог ей встать. «Идем». К сожалению, так быстро, как хотелось, уйти им не удалось. Нога Кунаичи была серьезно повреждена, она едва могла ходить, а о беге или прыжках по веткам вообще не могло быть и речи. Она, конечно, всячески пыталась скрывать выражение страданий на своем лице, ведь каждый шаг приносил сильную боль, словно наступала по лезвию ножа, однако Учиха сразу все понял, потому повелел забраться на его спину, чтобы было удобнее нести ее. Возражать смысла не было, отказа он все равно бы не принял, так что вскоре пара отступников исчезла с места битвы. Даже с тяжелой ношей Брюнет мчался сквозь лесную чащу очень быстро, Камико же некоторое время молчала, решив пока что не мешать своему спасителю, целиком сосредоточившемуся на дороге. И только когда тот сбавил ход, она открыла рот. «Куда ты меня несешь?» Был первый ее вопрос. Спутник чуть повернул голову в ее сторону, чтобы было легче говорить, при этом все так же внимательно высматривая ветки деревьев, которые могли бы выдержать двойную тяжесть их общего веса. В безопасное место, по обыкновению коротко ответил он. «И как далеко оно находится?» Тут же спросила собеседница «В пределах нашей страны». Рассчитываю добраться туда до наступления темноты. Понятно. Надеюсь, это будет не очередной заброшенный дом. В этот момент девушка могла бы поклясться, что ощутила на себе косой взгляд и любимую чуть заметную улыбку парня, адресованную ей. Именно это выражение лица ей запомнилось больше всего, которое обозначило либо его радушие или же подобие смеха. «Дом, но вовсе не заброшенный», констатировал Лучха. Садиско, во время очередного толчка для длинного прыжка Кунаичи крепче прижалась к спине своего носильщика. Но как только опасный момент миновал, вновь продолжил разговор. «И все-таки я не понимаю, что ты делал там, у границы? Искал тебя, повторил тот, я думал, что ты пойдешь либо в страну молний, либо в сторону страны земли, раз уж убежала из деревни Листвы. Я не ожидал увидеть тебя у границы травы. Наша сегодняшняя встреча произошла по чистой случайности, удачной случайности. Да, это поистине счастливая удача, что мы встретились так скоро. Спасибо тебе, Камисама, в сердцах благодарила Бога отнюдь необделенное счастьем слепая девушка. Она уже совсем не жалела о пережитых неприятностях и страданиях, одна встреча с самым дорогим для нее человеком на свете затмила все остальное. Сказать по правде, я двигалась в страну рек. Только вот меня похитил один твой знакомый, благодаря чему я чуть не стала пленницей, призналась Хьюга, но мне удалось сбежать, потому я оказалась вблизи границ. Хм, тебя поймали Акацуки. Спросил ее спутник после того, как выдержал большую паузу. Хай, кивнула та, знаешь, я многое хочу тебе рассказать и спросить тоже. Но давай попозже. Она не хотела признаваться, что очень устала, но это было так. Итачи прекрасно это понимал. Ты потеряла много сил в битве. Отдохни. Проговорил она замолчал, не намеревалась больше вступать в беседу. Спасибо. Кунаичи опустила голову на его плечо и закрыла глаза, чувствуя непреодолимую усталость, все тело налилось тяжестью от полной растрата силы полученных ран. Но, тем не менее, ей было хорошо. Свежий воздух халивал лицо, а запах и тепло ее защитника действовали как успокоительное. Она была счастлива, просто находясь рядом с ним. Все прошлые беды и несчастья забылись. Люблю тебя, все так же сильно люблю, подумала из-за тихшей девушки, и неважно, кем ты меня считаешь, я не могу чувствовать иначе. Громкий треск и грохот оборвал наступившую тишину. Открыв глаза, она увидела, что сидит под тенью величественных деревьев, опираясь спиной о стволе одного из них. Странно, но внезапное прозрение не удивило юных юга, пугало сейчас другое. Сделав вдох, она тут же закашлялась, воздух был загазован, а черные клубы дыма, идущие со стороны просвета леса, только подтверждали догадку о вспыхнувшем неподалеку пожаре. У меня чувство деживю, как в той битве, и о матеросу. Встав, девушка поспешила к опасному месту в желании узнать, что же стало причиной воспламенения. Выйдя на открытое пространство, она застыла в ужасе, созерцая страшную картину. Горел вовсе не лес. Горела целая деревня. Ее деревни. И пожар был необычным природным явлением. Пламя было черным. Нет. Не может быть, секундное замешательство, и Кунаичи устремилась в направлении ближайших ворот. Теперь до нее доносились звуки битвы, а запах горящей древесины и человеческой плоти по мере приближения становились все сильней. Нападение на Канаху. Война? Но кто враг? И почему снова черное пламя? Не зная, как связать одно с другим, она помчалась во весь дух, страшась того, что может узреть в конце своего пути. Но дорога внезапно оборвалась, девушка споткнулась и упала на землю. Тихо вздохнув, она посмотрела на предмет своего замешательства, им оказался труп человека. Свой или чужой? Времени проверять не было, и поднявшись, она побежала дальше, однако буквально через несколько шагов снова остановилась. Перед ней лежало еще одно тело в луже собственной крови. В спину этого шиноби был воткнут гигантский сюрикен. Его одежда показалась Кунаичи знакомой, она попыталась вытащить оружие из его тела, но ее ударило током. Тогда она перевернула падшего юношу на бок, убрав с его лица пропитавшиеся кровью и землей локоны, и тут же отпрянула. В погибшем она признала своего брата. Ни-и-и-ид! С диким криком Камека подскочила, да так резко, что снова упала на мягкой ложе, так как рана на ноге мгновенно дала о себе знать. Сон, всего лишь сон, поняла она, все еще судорожно ловя ртом воздух. От столь яркого видения ее до сих пор била мелкая дрожь. Черное пламя, труп, сюрикен, мертвые Ноджи, ох, не думала, что слепые вообще могут видеть цветные сны, а тем более, кошмары, немного прийдя в себя, девушка вытерла рукой выступившие испаренные на лбу. Туда ее ушей долетел отдаленный топот чьих-то ног, становившийся все громче, а пару секунд спустя за ним последовал звук открывшейся двери. Что случилось? Спросил взволнованный голос. А? Непонимающая откликнулась Хьюга, застегнутая врасплох появлением неизвестного человека. Но для нее было очевидным, что это была молодая девушка, судя по голосу, примерно того же возраста, что и она сама. Я слышала крик, все еще обеспокоенно говорила незнакомка, ты в порядке? А? Да. Все хорошо, просто кошмар приснился, только проснувшаяся брюнетка потупилась, но неожиданно спохватилась. Погодите, а кто вы вообще такая? И где я? Она недоумевала, каким образом могла очутиться в этом незнакомом месте рядом с совершенно незнакомой ей девицей, когда лишь недавно прижималась к любимому человеку, спасшему ее от неминуемой гибели. Неужели это тоже было сном? Хотя тупая боль в правой ноге свидетельствовала как раз об обратном. Я? Ее собеседница вдруг заливисто рассмеялась, и точно, я еще не успела представиться меня зовут Кииконусора. Можешь звать просто по имени. И сейчас ты находишься у меня дома. Новая информация никаких объяснений слепой Кунайчи не принесла, а так как интуиция говорила, что ничего плохого эта девушка делать ей не собирается, она решила задать еще вопрос. А как я сюда попала? Тебя Итачи принес? Последовал лаконичный ответ. Разве ты не помнишь? Итачи. Это имя вызвало настолько бурную реакцию, что ее новая знакомая не успела договорить, как-то вновь подскочила, где он? Что с ним? Она поднялась на ноги, уже собираясь пойти на его поиски, но Киик остановила ее. Успокойся, Камяка. Не то твоя рана снова откроется, мягко промолвила она, усадив взбудораженную девушку обратно на кровать и присела рядом, Итачи сейчас нет, но он сказал, что скоро вернется. Ну, это сказал не совсем он, в смысле не он. Ничего не понимаю. Куда ушел Итачи? И почему один? Паника в душе у невидящей Кунаичи росла все быстрее и быстрее. Почему он меня не предупредил? И как мог оставить одну здесь? Нет, это на него не похоже, может, это обман? Ее собеседница глубоко вздохнула. Если ты угомонишься, то я смогу, наконец, все тебе объяснить, промолвила она, деловито скрестив руки на груди. Ой, прости, немного устыдилась Хьюга, подумав, что действительно не стоит так сразу терять голову, в конце концов, она же Шиноби и потому должна держаться хваднокровно, но в то же время быть настороже. Расскажите, что произошло, пожалуйста. Можешь говорить со мной на «ты». Молодая хозяйка дома перестала хмуриться и снова заулыбалась. «Хорошо, расскажу». Она поудобнее устроилась на постели и снова заговорила, как я ей сказала, тебя принес Итачи. Вернее, я так сначала подумала, что это он. В общем, я находилась в саду, когда появился он с тобой на руках. На тот момент мне уже было известно кое-что о его поисках, потому он коротко объяснил всю ситуацию и занес тебя в дом. А так как Итачи себя немного странно вел, то я попыталась расспросить его, но, увы, он быстро положил тебя на кровать и исчез в дыму. Похоже, это был теневой клон. Каги Буншин? Хм. Выслушав эту историю, Камико задумалась над тем, куда так пешил попасть и ее друг, раз даже оставил с ней вместо себя копию. Он точно ничего больше не говорил? Ну, вроде как, нет, хотя перед самым хлопком я слышала его тихое бормотание, но ничего толком не смогла разобрать, Кейка напряглась, пытаясь вспомнить детали произошедшего, а потом неуверенно добавила, по-моему, что-то вроде, раз обучил, а то то, как лупа. Но это ничего не объясняет. Хм. Слепая девушка еще больше ушла в себя, обдумывая услышанное. Эти слова, что они значат? Все гадала она, оттолкнуться можно лишь от слова, а то то. А раз в деле замешан Саски, то понятно, почему Итачи так волнуется. Видимо, братик опять совершил очередную глупость, а, понятно, значит, он тогда сказал, как глупо, что натворил Саски. Вспомняв первые и последние за несколько лет столкновения с младшим Мучхой, она вдруг поднялась. Он же был тогда в Канохе. Что? Непонимающая откликнулась рядом сидящая знакомая. Ты о ком сейчас? Итачи не стал бы так спешить, если бы это не было связано с этими двумя вещами. Неужели Саски все еще одержим местью или уже исполнил ее? Похоже, Кунаичи не замечала, что рассуждает вслух. Может, вовлек в это дело Каготу еще первая фраза, раз обучил. Кажется, он хотел сказать, разоблачил. Ну кого? Себя? Или старшего брата? Обоих? Но чем больше она думала об этом, тем больше терялась и в догадках, так что ее собеседнице пришлось осадить ее. Хватит гадать, Камяка. Вот вернется Итачи, и все узнаешь точно. Заметив, что-то отнюдь не успокоилась и продолжает кидать на нее недоверчивые взгляды, Кейка чуть ухмыльнулась, тряхнув головой. Не смотри на меня, так, я не вру. Если до сих пор мне не веришь, то, может, это поможет. Она поднялась и отошла в другой конец комнаты, а когда вернулась, то вручила гостей какое-то длинное одеяние наподобие мантии. И что это должно изменить? Скептически подумала Хьюга, однако, немного изучив данную вещь, изменилась в лице, погодите, это же. Она ласково провела рукой по гладкой и приятной на ощупь и материи заметно расслабилась. Это была не мантия, а плащ. Его плащ. Было до странности трудно понять, почему Итачи оставил себе плащ Акацуки даже после того, как перестал служить этой организации, но она точно знала, что это одеяние принадлежало ему. Девушка вдруг вспомнила, что Учиха был в нем, когда спас ее от банды разбойников, просто тогда не обратила на это особого внимания. Полагаю, это тебя убедило? С улыбкой спросила Кейка. Камика ничего не ответила, но по ее лицу и так все было понятно, так что хозяйка дома не стала переспрашивать и снова поднялась, я принесу поесть, ты, наверное, проголодалась. Она тихо покинула комнату, оставив раненую Кунаичи. Та все еще находилась в прострации, а спустя пару минут улеглась обратно на постель, стиснув крепче расписанный красными облаками плащ, который сохранял запах своего владельца. От этого аромата и ее мысли поползли в прошлое в то время, когда она навещала слепого Шинобе, укрытого в покинутом доме, вскоре вернулась Кейка с подносом в руках, так что брюнетке пришлось отвлечься от воспоминаний. Пока девушки обедали, хозяйка успела много ей рассказать. Как оказалось, они видели друг друга раньше, но познакомиться не доводилось. Кейка была одна из немногих жителей небесного города. В прошлом могучего оплота древней цивилизации, а в настоящем представляющего собой руины, до сих пор хранившие тайны и секреты великой расы. Те немногие, кто знал о существовании этого города, контактировали с его жителями, с их помощью добывая оружие, лекарство и провиант, и клан Учиха входил в это число. Кейка уже прежде слышала о городе небеса цаклановцев, но считала эту историю недалеко к мифам. Поэтому было непривычно знать, что она находится в этом мифическом месте. Дом ее новой знакомой находился в окрестностях города, по большей части которые уже превратились в молодые леса. Дальнейшее разглагольствование Кейка о том, как иногда сложно угодить клиентам и ее бабушке. Представительницы древней расы и большой любительницы кошек, невидящие брюнетки не слушала, ибо снова погрузилась в прошлое, пытаясь вспомнить, где же они раньше встречались и как эта девушка связана с их общим другом. Камечан, а ты знаешь, что у твоего любимого учихи завелась подружка? Звонким голосом известила ее одноклассница, когда они выходили из здания Академии. Двенадцатилетняя представительница клана Хьюга, услышав эту новость, внезапно споткнулась и чуть не упала, выронив сумку с учебными принадлежностями. Я, что? И Тачи Сан вовсе не мой любимый. Тихо пробормотала она, отчаянно краснее. Да ладно тебе, все знают, как он тебе нравится, отмахнулась от жалкого оправдания ее собеседница, по нему почти все девочки с нашего выпуска сохнут, но не в этом дело. Главное, что у него появилась подружка, понимаешь? Камека робко кивнула, все еще борясь со своим смущением, и подняла упавшую сумку. Она хотела спросить у подруги, что еще известно об этом, но никак не могла сладить со стыдом. А, это, кто это, девочка? В конце концов, выговорила она. Точно не знаю, но вроде как не из наших, ответила та, пожав плечами, но потом сверкнула глазами, но, я знаю, как можно узнать. Пойдем сами посмотрим, и Тачи как раз с ней по улице гуляет, мне Тома сообщила. От такого предложения юная обладательница Бьякугана расширила глаза и замотала головой. Я, я не, следить, нет, но одноклассница, не слушая ее лепетаний, схватила подругу за руку и повела к нужной цели. Через некоторое время они уже стояли в конце проулка деревни, по которому медленно шел красиво черноволосый мальчик в темной одежде надетого поверх жилета анбу, тем самым, показывая, что в свои годы успел стать частью элитной группы Канохи. Рядом с ним вышагивала девочка с каштановыми волосами до плеча темными глазами, что-то со смехом рассказывая своему спутнику, при этом активно жестикулируя. Учиха внимательно ее слушал, изредка отвечая на ее смех милой улыбкой, увидев которую группа девочек, глазеющих на них, начинала издавать громкие стоны печали, глухих рыданий или же злобного шепота и шипения. Объект же их обожания как обычно предпочитал демонстративно не замечать так называемых «поклонниц», а его собеседница была слишком уж увлечена беседой. Украдкой подсматривая за этой парочкой, Камик и ее подруга переглянулись. «Я ее не знаю», сказала первая. «А ты, Амичан?» «Я тоже», проговорила вторая, безучастно глядя на неизвестную девчонку. Никогда прежде ее не видела, как и все остальные. По слухам, она вообще не здешняя, хотя и носит протектор листа, она указала на повязку на шее шатенки. Вот и Тачи и показывает ее селении. Кстати, ее зовут Кека, девчонки слышали, хих. Хьюга смирила фигуру спутницы юного анбу странным взглядом, а потом улыбнулась. По виду она довольно милая, тихо высказалась она, отчего ее подруга усмехнулась. «Ты не перестаешь удивлять меня, Камичан. Все остальные девчонки либо ненавидят ее и желают отомстить, либо рыдают, мечтая оказаться на ее месте. А ты просто улыбаешься. Я просто не вижу смысла злиться на незнакомую мне девочку лишь потому, что она гуляет с Итачсоном. Тем более, если он улыбается, пусть даже не мне». Брюнетка с фиаковыми глазами снова посмотрела на Кейка. «Такая живая и веселая. Неудивительно, что Итачи так охотно с ней разговаривает. Я же в его присутствии ни слова не могу произнести, мне бы немного ее храбрости, или уверенности о мечам». Как раз в это мгновение темноглазая подружка Учихи посмотрела в их сторону, затем что-то сказала своему другу и указала на небольшой лоток в конце улицы, где продавали мороженое. Тот согласно кивнул и оба двинулись в указанную сторону, где как раз стояли две следящие за ними девочки-подростки. «Ох, нет, они идут сюда». Испуганно пискнула Кейка и тут же скрылась за спиной своей провожатой. Спрятаться в проулке было негде, а попадаться на глаза парню, который ей так нравился, она совсем не хотела. Оставалось только надеяться, что он с Кейка пройдет мимо, не оглядываясь по сторонам. «Опять ты за свое», вздохнула Ами, даже не думая скрываться. Вместо этого она предложила тоже подойти к лотку, что стоял в нескольких шагах от них, и тоже купить мороженого. Но робко их Юга отрицательно покачала головой, зажмурившись. Зная, что она не сможет пересилить себя, а то и вовсе убежать, боясь только одного взгляда брюнета, ее подруга досадливо фыркнула и повернулась к ней лицом. «Ладно, тогда жди здесь, я сама куплю нам». С этими словами Ами пошла за сладким десертом, оставив черноволосую обладательницу Кейки Генкой, которая прижалась спиной к стенке и замерла с надеждой, что останется незамеченной. Едва она успела уйти в тень, как рядом пробежала веселая спутница Итачи. Благо, затаившуюся буквально в полуметрию на Кунаичи, она не увидела, уже остановившись у прилавка с вкусностями. Следом за кейкой из-за угла показался и черноглазый паренек, с напускным равнодушием шагающий вперед. Осознание столь близкого нахождения к нему заставило сердце комикбицей чаще кровь прилила к щекам. Она низко опустила голову и закрыла глаза. Челку мягко приподнял порыв ветерка, когда он прошел мимо. На какой-то страшный миг Хьюге показалось, что Учхо остановился, потому она только сильнее зажмурилась, однако в следующую секунду ее громко окликнул девчоночий голос. «Можешь перестать притворяться статуей, они ушли», проворчал протянув однокласснице порцию мороженого. Та вздрогнула и отделилась от стены. «А, да. Спасибо, смущенно пролепетала брюнетка, принимай угощение. Все-таки, я тебя не понимаю», задумчиво проговорила ее храбрая спутница, уплетая свою порцию, пока они возвращались вместе домой, к мечам, ты ведь можешь одной улыбкой привлечь к себе внимание любого мальчика, не будь, конечно, у тебя этой, м-м-м, странной метки на лбу. Думаю, даже Итачи бы оценил, если бы ты смогла, наконец, хотя бы поздороваться с ним нормально. И не убегать, едва он повернет голову в твою сторону. «Я пытаюсь, а мечан, но не получается», грустно вздохнула скромная школьница, не решаясь взглянуть на подруга, «Я знаю, что веду себя глупо, когда он рядом, но ничего не могу с этим поделать». «Я так смущаюсь в его присутствии». Она вспомнила, как Итачи счастливо и улыбался своей собеседнице, и неожиданно оптимистически заявила, «Но когда-нибудь, когда-нибудь я обязательно смогу ему улыбнуться и признаться в своих чувствах». Подруга странно посмотрела на сияющую приятельницу и ободряюще кивнула в ответ. «Что ж, выпуск у нас совсем скоро. А если выдержишь экзамен на Чунин, то место в Анбу будет тебе обеспечено благодаря рекомендации главы клана, так? Так что возможность выполнить свое намерение у тебя еще будет, Камичан. Если, конечно, к тому времени Учиха с его подружкой не объявят о своей помолвке, ха-ха». Предсказание о Мичан так и не сбылось. Мы больше ничего не слышали и не видели эту загадочную девушку до сегодняшнего дня. Даже не верится, что это она, думала темноволосая Кунаичи, невольно начиная улыбаться. «Эй, Камико, ты меня слушаешь?» Раздалась внезапно над самым ухом, отчего она чуть не подпрыгнула, возвращаясь в реальность. «Ой, прости, Кейкосан, я забылась. Ох, ну я же просила называть меня просто по имени». Покончив с трапезой и разговорами, Кейка вскоре повела свою гостью знакомиться с обстановкой дома, в котором они находились. Как стало понятным после изучения внешнего вида хозяйки жилья с помощью чакры, она не сильно изменилась для бывшей обладательницы доудюцу, лишь повзрослела, да и волосы опустила до спины. В душе же подруга Итачи осталась такой же живой и веселой. Она с интересом объясняла, где и что находится, помогая осваиваться девушке в новой среде, отчего та была ей очень благодарна. Также она рассказала много интересного о Чихе и его клане, который знала с детства, так как это семейство было их давними клиентами. Хьюги оставалась только девица такой активности и информативности новой знакомой. Закончила Жанна рассказ в самом конце осмотра территории, когда они уже были в саду, расположенном на заднем дворе дома. Знаешь, Итачи не так уж и много говорил о тебе, только объяснил, что ты являешься его близким другом, и что однажды спасла его от смерти. Обратилась она к невидящей брюнетке, заметно поумерив пыл. Если ты не против, то я хотела бы побольше узнать об этом, а то сама я уже все рассказала. От этой просьбы Камик немного замялась, но все же закивала. Я... А-а, ну, хорошо, согласилась она, я постараюсь. Что ты хочешь знать? Ну, например, как вы с Итачи познакомились? Мы вместе учились в академии, а потом, когда уже стали служить в Анбу, я попала в отряд, который он возглавлял, но тогда мы не особо много общались. Да еще и наши семьи никогда не ладили друг с другом, ведь оба клана. Учха и Хьюга владели уникальным Кейки Гинкой. Ооо, так ты Хьюга. Перебила ее явно удивленная этой новостью собеседница, расскажи мне о своей семье, я столько слышала о клане Хьюга, но никогда не видела его представителей. У вас ведь тоже уникальная сила глаз, да. Представительница сего знатного клана странно улыбнулась, понимая, что разговор будет долгим. И действительно, общаясь с хозяйкой дома, незаметно пролетел день, а затем и вечер, но даже в ходе непрекращающейся беседы и изучения обстановки, сбежавшая из деревнику Найича все думала о пропавшем в неизвестности дорогом друге. Где он сейчас? Нашел ли своего брата? А если нашел, то смог ли помочь Саске? Множество вопросов мучили ее, не давая заснуть, когда пришло время ложиться. Итачи так и не появился в тот день, усилив волнение дожидавшейся его девушки. Проведя ночь в беспокоенных и запутанных снах, где она пыталась найти выход из пещеры, но натыкалась лишь на трупы умерших товарищей и соклановцев, брюнетка проснулась довольно рано. Сначала не понимая, где находится и почему лежит на постели, так как уже успела отвыкнуть спать на мягком ложе, она стала на ощупь изучать то, на чем лежала, пока рука не коснулась чего-то особенно гладкого. Выудив из-под подушки плащ, она разом вспомнила все, что было вчера. Слегка улыбнувшись самой себе, улыбка получилась на редкость грустной и немного вымоченной. Девушка поднялась и, накинув на себя драгоценную вещь вместо халата, медленно прошествовала к окну. Стоило приоткрыть створки, как на нее повеяло свежим воздухом и легким ароматом отцветшей вишни. Похоже, рассвет был не так давно, подумала невидящая, слушая тихое пение птиц и наслаждаясь теплом косых лучей солнца, падающих на ее руки, покоящиеся на подоконнике. Кейкосен обещал разбудить меня, но, видно, сама еще спит. Мысли ее вновь поползли к насущным проблемам, самой большой из которых являлось отсутствие учихи. И чем больше она о нем думала, тем мучительнее казалось это ожидание. Камико просто не могла спокойно сидеть, ничего не делая, потому решила сходить на кухню и приготовить себе чаю, чтобы хоть как-то снять не покидающее ее напряжение. Но так как она еще плохо ориентировалась в доме без посторонней помощи, ноги принесли ее вовсе не на кухню, а вывели на задний двор. Оказавшись в саду, темно волосок у Найчи посетила соблазнительная мысль побыть немного на воздухе, поскольку звуки природы и чарующие красоты могли успокоить не хуже горячего напитка. Итак, неспешно бродя по двору в поисках скамейки, на которой она сидела в прошлый раз со своей новой подругой, девушка пыталась отвлечься от печальных и беспокойных дум. Стояла поздняя осень, и было немного холодновато, она плотнее закуталась в плащ, слушая, как хрустит под ногами сухое листво. Звуки ее шагов заглушил трепет крыльев, потому хьюга опасливо дернулась, когда какая-то птица села ей на плечо, задев крылом по щеке. Что за? Она повернула голову и непонимающе уставилась на появившееся непонятно откуда существо незрячими глазами. Кар провозгласила птица, давая ей понять, кто она такая. Лицо комика осветилось беззаботной улыбкой, она подняла руку и погладила перевороной сведомители. Тот каркнул еще раз и слетел с ее плеча. Она повернулась в ту сторону, куда он упорхнул, и в следующий миг была встречена потоком ветра, растрепавшего ее волосы, полу плаща, заставившего разноцветную листву кружиться вокруг нее в диком танце. Затем в нескольких шагах от брюнетки последовал звук приземления. «Тебе не стоит разгуливать на улице в таком виде», знакомым спокойным голосом произнес появившийся Шиноби. Бывшая обладательница Деудюцу продолжала стоять на месте, все еще благодушно улыбаясь. «Я рада, что вы вернулись, Учхасан», она вдруг отвесила ему легкий поклон. «Учхасан?» С легким удивлением повторил брюнет и фыркнул, «Ты никогда меня так не называла, Камяка. Даже твое детское, Итачи-сан, звучало не так ужасно». Та в ответ испустилась мешок, а на лице появилось выражение явного облегчения. «Прости, Итачи. Я просто решила проверить на всякий случай». Она сделала шаг к нему, а скрытая под плащом правая рука опустилась, перестав накапливать чакру, «Ты ведь настоящий неочередной клон». Юноша по привычке кивнул, но тут же сообразил, что ее собеседница не видит и промолвил, «Да. Это Юл». Слава Богу, выдохнула темноволосая девушка. Она подошла немой, как только ее вытянутая вперед ладонь легла на его плечо, прижалась к груди парня, обняв одной рукой, ибо второй придерживала спадающий плащ. Я так волновалась. Ты ушел, ничего не сказав и оставив меня в неизвестности, тихо, почти шепотом сказала она, стиснув пальцы и еще крепче вцепившись в его одежду, словно боясь, что ее друг снова исчезнет, ожидание было мучительно. Поэтому, пожалуйста, не делай так больше. Итачи молча стоял, не отвечая как на ее слово, так и на действие, будто страшился показать свои эмоции. Даже для него это было немного странным. Хьюга заподозрила неладное и подняла голову, шестым чувством уловив тревогу и волнение бывшего преступника Рангээс, который он всячески пытался скрыть. Что-то не так. Спросила она, отбросив легкую обиду из-за прохладного приема. Черноуки Шиноби чуть отстранил ее от себя, положив обе руки на хрупкие женские плечи. Мне нужно кое-что тебе сообщить. Что сообщить? Юная Кунаичи внутри не напряглась, приготовившись слушать, но ее друг совсем не торопился поделиться известием. В конце концов, он промолвил, это касается твоего брата. Камика моргнула и увела взгляд в сторону, чтобы не показывать, что встревожилось. Так значит, ты был в Канухе, как я и думала. Ходил за Саски. Да, похоже, Итачи не был удивлен, что она догадалась о причине его отсутствия, глупно Татон отворил дел. Пришлось помочь. А при чем тут Мэджи? Он с командой пытался помешать уйти отряду моего брата. Эти двое еще дрались, когда я появился. Хотел их растащить, да только... Что? Что произошло? Голос брюнетки задрожал. Несмотря на ровный тон собеседника, она страшилась услышать конец вести, но в то же время хотела знать, что там случилось. Только не говори, что убил моего брата за то, что он тебя увидел. Нет, не убил, быстро ответил Итачи Ха, а затем снова замедлился. Сохрани спокойствие, я не собирался его трогать, но Хьюго напал на меня. Сам. Не знаю, почему он меня так возненавидел, но бил в полную силу, отражать его атаки было трудно. Он слишком сосредоточился на мне и поздно заметил пущенный в него Сюрикен Саски. Незрячая девушка прикрыла веки. В мозгу вспыхнула сцена из приснившегося ей кошмара. Ее мертвый брат, лежащий в луже крови с воткнутым в спину Фуума Сурикеном. Она знала, что такое оружие обычно применял именно клан Учиха, да и заряженность молний указывала на стиль бывшего ученика Ары Чумару. Неужели этот сон был вещем? Ей стало дурно от такой мысли. То есть, Саски убил моего брата? Спросила она напрямую. Черноокий юноша молчал, но его собеседница почувствовала, как он сжал ее плечи. Не знаю. С его стороны послышался глубокий вздох. Несомненно, он попал. Но я не знаю, была ли рана смертельной, так как Ата-Та целился в спину, а я стоял перед Хьюгой. Получив рану, он остановился и опустился на колени, тогда я смог, наконец, забрать Саски и уйти с ним. Темноволосая Куна Ича опустила голову. Тревога все нарастала, но она держалась стойко. Камика? Камика, где ты? Тяжкие думы прервал зовущий ее голос. Кейка, сын. Откликнулась девушка. В это же время показалась хозяйка дома. С тяжелым дыханием она подбежала к гости. Вот, ты где, в следующий раз уж предупреждай, если куда ты уходишь, ух. И тут она заметила стоящего рядом с подругой черноокого парня, который до сих пор держал одну руку на маленьком плече брюнетки. Итачи. Радостно воскликнула Кейка и кинулась обнимать его с возвращением. Камика с безучастным лицом отошла в сторону, давая двум молодым людям поприветствовать друг друга. От услышанных новостей она пребывала в прострации, пока ее не вернул в реальность неожиданный звук. Звонкий, чмок, который едва ее не оглушил. Это протянула она, привлекая к себе внимание парочки. Повторный звук от оборвавшегося поцелуя снова резонул по ушам, давая понять, что ей это не померещилось, простите, но вы, а разве вы двое это? Ну, вместе. Подсказала Шатенко и тут же ответила, да, так и есть. Я думала, ты знаешь, она искренне удивилась, а потом обратилась к Учихе и Тачи, разве ты ей не говорил? Брюнет хранил молчание, а Хьюга и так была шокирована, посему выговорить больше ничего не могла. А темноглазая жительница поднебесье, будто не замечая ее смятения, продолжила, ладно, тогда я скажу. Камико, на самом деле мы помолвлены и уже давно. Это случилось, когда мы еще были детьми, так и решили наши семьи. Впрочем, после падения клана Учиха, Итачи уже не был обязан жениться, однако недавно он сам пришел ко мне и сказал, что хочет исполнить желания родителей. Я согласилась, вот и, в общем, свадьба будет весной. Правда, здорово. Такое заявление еще больше ошарашил невидящую Кунаичи. Вместе с этим внутри будто что-то сломалось, однако она каким-то чудом смогла с хладнокровным видом все это выдержать, встретив удар как настоящий шиноби. Да, это здорово. Просто замечательно, она выдавила из себя улыбку, я очень рада за вас. Отличная новость, в отличие от первой, что ж, не буду мешать, пойду к себе. Она развернулась на ватных ногах, пошла в сторону входной двери, как она полагала. Хорошо еще, что я не видела этого, иначе бы точно, ох, впервые порадовалась приобретенной слепоте девушка. Душевные страдания от двойного удара горой давили на сердце, ей было так плохо, что появилось легкое головокружение. Споткнувшись о камешек на дороге, она чертыхнулась, опустившись на одно колено, не дойдя до двери совсем чуть-чуть, как неожиданно бывшую обладательницу бьяку гнув вздернули наверх, вновь поставив на ноги. Я тебя провожу, застег ее голос от очи. Похоже, два будущих суженных пришли в движении. Нет, не надо, я сама запротестовала брюнетка. Ей как никогда хотелось сейчас побыть в одиночестве, а если он пойдет с ней, то потом еще долго не оставит в покое. Однако противостоять очихе было бесполезно, он всегда делает все по-своему, хочешь ты этого или нет. И в этой ситуации, он без лишних слов подхватил Кунаича под локоть, а когда она попыталась освободиться, отказываясь от его помощи, то он юноша просто перекинул бунтующий девчонку через плечо и таким образом понес в отведенную ей комнату. Вот и со мной он точно так же поступал в детстве. Усмехнулась про себя Кека, провожая взглядом новых жильцов, после чего ушла на кухню готовить завтрак. Прекрати уже издеваться, Итачи. Отпусти меня. Громко требовала Хьюга всю дорогу, беспомощно молотя кулаками по спине своего носильщика. Но тот выполнил ее требования не раньше, чем переступил порог маленькой комнатки. Хватит ныть, Камека, со вздохом произнес парень, подойдя к кровати, бережно опустил на нее свою ношу, и я не издеваюсь, просто тебе не стоит много двигаться с такой роной, темноволосая девушка прекратила борьбу, немного удивившись. Она начисто успела забыть о пострадавшей ноге, но теперь поняла, что Брюнет хотел лишь помочь, думая, что она до сих пор мучается с этой болью. С моей ногой все в порядке. Кейкасан обработал ее каким-то средством, так что все мигом зажило, объяснила Камека, для пущей убедительности показав ему миниатюрную царапину на бедре все, что осталось от прежде глубокого пореза мечом, а затем согнула колени, обнив их, пробурчав, а то, что я во дворе упала, так это просто из-за неосторожности, не вижу же. Чернауки Шиноби ничего не ответил. Кунаичи не понимала, чего он ждет, и уткнулась лицом в колени, надеясь, что ее друг все же уйдет. Но вместо этого он вновь положил руку на ее плечо. Не трогай меня, тихо попросила она, дернувшись и скинув теплую ладонь. Тогда обладатель Шарингана попытался заговорить с ней. Я знаю, что ты тревожишься за брата. И мне жаль, что так получилось. Девушка в ответ лишь промычала что-то неразборчивое. Он вовсе не понимал, что ее боль куда шире и сильнее, чем можно представить. Она с трудом подавляла дрожь во всем теле, чтобы не выказывать никаких признаков слабости. Потому-то она и не позволяла касаться себя, боясь, как бы ее приятель не почувствовал, как ее колотит. Саски, внезапно выпалила Хьюга, мне нужен Саски. Она подняла голову и решительно посмотрела на очаху безжизненными светлыми глазами. Скажи мне, где он сейчас, пожалуйста. Нет, отказался тот. Итачи, прошу. Нет. Но мне очень нужно с ним поговорить. Пожалуйста. В таком состоянии. Нет уж, не стоит. Было ясно, что он твердо решил отказать, и Брюнека перестала спорить. Возможно, так будет лучше, ведь Итачи видел, как великие ее страдания, боли и отчаяния отражались на ее лице. Еще одну плохую новость она навряд ли сегодня выдержит. Камека вновь притихла. Душевная боль и страх просто разрывали ее на части. Ей хотелось избавиться от всех эмоций, выплеснуть свои чувства наружу, но также сильно она не желала плакать в чьем-либо присутствии, особенно при учихе. «Уходи», проговорила она, в очередной раз отказавшись принять его немую поддержку. «Нет», очередной отрицательный ответ. «Я хочу побыть одна», уже более жестко сказала девушка, с колоссальным усилием подавив жалобный стон горя. «Поскорей бы уже утопить все муки в слезах». «Нет, я буду рядом», эта забота начинала бесить. «Прекрати». «Не нужна мне твоя жалость, оставь меня. Оставлю не раньше, чем ты меня выслушаешь. Я не хочу сейчас ничего от тебя слышать». Кунаичи едва не сорвалась на крик, отчасти злясь на упрямство друга. «Не надо мне объяснять, какие еще глупости натворили вы с Саски. Я даже представить боюсь, что там стало с Конохой, наверняка еще кто пострадал от Аматерасу или еще чего. Ах, Итачи, ну зачем ты отпустил его одного? Почему разрешил уйти, зная, что Саски проникнет в деревню, гоняясь за Донзо со своей дурацкой местью, ведь яснее ясного было, что еще кто-то пострадает. И вот, пожалуйста. Она не выдержала и тихо всхлипнула, спрятав лицо в одежде. Мой брат пришел в селение листа вовсе не за местью, спокойно промолвил Итачи, не сдвинувшись с места, «Разве тебя не удивляет тот факт, что его так долго не могли обнаружить, хотя он проник в селение еще при тебе?» Хьюго никак не отреагировала на вопрос, потому он просто продолжил рассказ. В тот раз, когда Саски помог тебе бежать, он явился к старейшинам для переговоров. Он потребовал, чтобы они рассказали всем жителям правду о кланючихой миссии, что они дали мне. Взамен же он обещал рассказать все об Акацуке, членах организации и где находится их тайное убежище, а также помощь селению убить их, забыв о кровной мести. Таким образом, он хотел дать возможность оправдать себя и меня, а также это позволило бы вернуться нам обоим на службу деревни. А Тато больше меня желал все исправить, поэтому решил дать шанс старейшинам. Он дал им три дня на раздумье, если до конца этого срока они не выполнят его условий, то тогда Саски собирался взяться за нового Хакаги, благо последний на тот момент еще ни о чем не знал. «Эх, глупно Тато, ничего не получилось». Темноволосый юноша тяжко вздохнул. К сожалению, двое старейшин отказались выполнить поставленные условия, к тому же рассказали все Данзо. Потому, когда Саски с командой вновь появились в деревне, то их ждало западнее. Братик пытался испепелить напавшего на него Данзо Аматерсу, но, увы, от этого и случился небольшой пожар. В принципе, все бы обошлось, если бы не явился этот мальчишка у Зумаки, снова подрались, ребята, ведь Саски не стал объяснять все бывшему товарищу. На это недоразумение я не рассчитывал. А Тато довольно сильно поувечил нового Хакаги, но вот в сражении с Наруто потерял контроль над ситуацией, потому и деревне немного досталось. Эх, моя ошибка. А так как я, разумеется, следил за ходом событий, то и решил вмешаться, поэтому пришлось оставить тебя ненадолго. Но я все равно опоздал. Добрался до брата, когда он уже сражался с Хьюгой. Его отряд довольно сильно пострадал, сражаясь с командой Майта Гая, потому Саски заслал всех в цуки ими. Однако Хьюга выбрался из иллюзия, Бьякоган видать помог, ну, а дальше ты уже знаешь, что было. Он давно так много не говорил. Невольно подметила Камико, слушая приятеля в полуха. Не тревожась бы она так по поводу потери дорогого человека, то, наверное, эта история вызвала бы у нее большой интерес, а так достижения неудач очень мало трогали. Не вини Саски в том, что он атаковал Хьюга, вздохнул от очей. Он, конечно, поступил неразумно, потому что еще сам ребенок. Просто разозлился, что твой брат пытался меня убить. Наверное, ты права, надо было лучше следить за глупым от АТО, так что виноват тут скорее я. Мне жаль, что так вышло. Теперь можешь сердиться на меня, сколько хочешь. Он вновь поднял руку и приобнял девушку за плечи. И на этот раз она его не оттолкнула. Нет, покачала головой Кунаичи, шмыгнув носом, ты не виноват. И Саски тоже. Я на него и не сердилась. Нисколько, просто хотела точно узнать, нанес ли он смертельную рану Мэджи. Потому что, если не сон действительно, действительно, если он и вправду мертв, то это будет моя вина. Она громко всхлипнула, уже не в силах скрывать дрожь в коленках, ведь это я рассказал Мэджи о тебе. Анаса, он решил, что ты причина моих страданий и потому хотел тебя убить. Потому возненавидел и напал, когда увидел. Не выдержав, она разрыдалась, прижавшись к груди парня и заливая слезами его футболку. Она долго плакала и все никак не могла остановиться. Было слишком больно сознавать, что ее брат мог погибнуть вот так. Он был ее лучшим другом, единственным человеком, который признал Кунаичи и остался с ней, когда другие подозревали в предательстве, и помогал, несмотря ни на что. Слезы душили Камека, но постепенно сходили на нет. Она начала успокаиваться, медленно выплакав свое горе. И все это время Учиха молча сидел рядом, изредка поглаживая рыдающую брюнетку по голове. Ох, как с ребенком, подумал он, снисходительно улыбнувшись. Ну что ж, хотел утешить, вот и получил. Ты не виновата? Сказал он, когда собеседница, наконец, затихла, уже придя в себя. Поступки важнее слов, она подать на Джей никто не заставлял. Он сам принял решение, выбрав губительный путь, путь мести, как когда-то сделал Саске. В этом твоей вины нет. И, тем не менее, я подбила его на этот путь, указала ему цель, подала голос Хьюго, вытирая заплаканные глаза. Я не думала, что Нисон поверит, когда называла ему твое имя, так же, как и не могла вообразить, что вы с ним встретитесь раньше, чем я смогу ему все объяснить. Эх, моя ошибка. И в этом мы с тобой схожи, Итачи. Она еле слышно усмехнулась, затем отстранилась от парня и отвернулась. На нее вновь накатил стыд, что она расклеилась в его присутствии, и теперь она прятала лицо за подушкой. Может и так. Но мы не можем вечно опекать своих младших братьев. Кое-чему в жизни им предстоит научиться самим. Он вздохнул, после чего поднялся с кровати. Я пойду. Отдыхай, проговорил темноволосый Нукинин и направился к выходу из комнаты. Постой. Он уже взялся за ручку двери, когда Кунаичи его окликнула, заставив обернуться, я должна вернуть тебе это. Она протянула ему форменный плащ Акацуки, однако бывший член этой организации только усмехнулся и покачал головой. Оставь себе. Девушка хотела, было, протестовать, однако припозднилась, дверь захлопнулась раньше, чем она успела открыть рот. Эх, ну зачем? С тяжелым вздохом Хьюга опустилась на постель. Он так и не понял, что от этого ей стало только хуже. Следующие несколько дней Камека провела в раздумьях, не выходя из своей комнаты. Она так и не смогла оправиться от шквала дурных новостей, застигшего ее в самый неподходящий момент, и пребывала поочередно в двух состояниях. В первом случае девушку душили страдания и скорбь по участи брата, безмолвно рыдая, она вспоминала обо всем, что было связано с Нэджи, но никак не могла найти утешения. Во втором же варианте она погружалась в состояние апатии и могла часами сидеть без движения и смотреть в одну точку невидящими глазами, ничего не замечая, будто отгородившись от внешнего мира. Такие перемены в поведении Кунаичи, конечно, незамеченными не остались. Двое ее сожителей несомненно пытались ей помочь, однако пока терпели неудачи, слепая девушка по большей части их игнорировала, напрочь отказываясь выходить из своей спальни, а по часу есть еду, которую ей приносили. Особенно изменилось ее отношение к Итачи. После того дня, как он рассказал ей про все, что произошло в Канохе, Хьюга почти не разговаривала с ним. Если же он пытался настаивать, то просила о встрече с Саски, и каждый раз, получая отрицательный ответ, замолкала, пока он не уходил. Брюнетка сама не понимала, почему так охладела к нему, может, потому что узнала о его планах совместной жизни с другой девушкой, но, как бы то ни было, сейчас хотела держаться от обладателей Шарингона подальше. Впрочем, так называемая «измена» любимого человека на данный момент почти не волновала ее скоропостижная потеря и второго по важности для нее шина безотмевала собой все. Почему ты мне не сказал раньше о том, что помол в Лен? Лишь однажды спросила она друга и то лишь ради того, чтобы отойти от наболевшей темы предполагаемой смертью родственника. Обладатель Деудюцу нахмурился. Стало понятно, что вопрос ему не понравился. «Потому что считаю, что моя личная жизнь касается только меня», с непривычной холодностью ответил он, после чего покинул комнату Кунаичи, но неизменно пришел на следующий день. Но, в конце концов, Учихи пришлось поубавить норов и оставить ее после того, как он попытался без согласия вытащить горюющую подругу на свежий воздух, за что получил неслабый удар Джукином в грудь. Что же до Кека, то она не проявляла горячего желания и разговаривать о том, что, по ее мнению, ее не касалось. А раз разбираться с чужими проблемами она не спешила, то просто пыталась отвлечь новую подругу от горестных дум. «Тебе нужно пока заняться чем-нибудь другим, привести себя в порядок, научиться ориентироваться на новом месте или же взяться за тренировки, раз уж ты...» Профессиональный Шинобе, с энтузиазмом говорила она, подавая ей брюнетки и чашку успокаивающего ароматного чая, а в это время остальные проблемы решатся сами собой, вот увидишь. Ведь, в конце концов, тут от тебя мало чего зависит, так что лучше не гадать, почем зря, ты ж не прорицательница. Под заливистой смех шатенки Комика начинала, пусть бледно, но улыбаться. Хоть кейкая была невестой ее любимого, но все же ненависти и зависти к ней девушка не испытывала. У ее темноглазой подруги, куда лучше получалось вытягивать ее из глубокого колодца печали, в который она раз за разом погружалась, сидя в одиночестве. Молодая хозяйка могла уговорить поесть Хьюга, когда она отказывалась, утешить, когда ее грызли горькие воспоминания, так что Кунаича постепенно проникалась к ней доверием. Однако это все равно было недостаточным, ибо говорила она по-прежнему мало, предпочитая проводить время в одиночестве. Комика, ты должна понять, что таким образом все равно не поможешь своему брату. Говорила ей Кейка, изредка все же подбираясь к запретной теме, а если тебе нужен совет или просто поговорить с тем, кто бы мог тебя выслушать, нет, спасибо, угрюмо отрезала собеседница, а затем добавила, говорить я буду только с Саски. Но Итачи почему-то не желает мне в этом помощь. Может, боится, что я могу сделать с его младшим братцем. Думала она, в очередной раз пребывая в апатии, но и зря. Почему он всеми силами старается сделать так, чтобы я не узнала правду? Неужели все так плохо и Неджи так долл? Нет, хватит уже, и так постоянно о нем вспоминаю. День был тихим, на улице только что прошел дождь, и теперь в воздухе стоял запах озона. Темноволосая девушка сидела на постели, прижавшись спиной к стене, повернув голову в сторону окна, слушая звуки затихающей и постукивание капель о крышу дома и шелест ветра, подгоняющего мелкие частички грунта и прочего сора, когда дверь в ее комнату неожиданно распахнулась. Кто-то, не прерывая молчание, закрыл дверь и прошел вперед. Но Камико даже не потрудилась обернуться, так как по тяжелой поступе и так поняла, кто ее сегодняшний гость. Я же просила не беспокоить меня, нехотя подала она голос, сколько можно упрямиться и тачи, либо сделай то, что нужно, либо уходи, хох, я не тачи. Но все же знаю, что тебе нужно. Холодный, немного насмешливый, и другой голос заставил брюнетку мигом выйти из оцепенения и обратить свое внимание к нему. Сделав вдох, она почувствовала немного отличный запах горький шоколад, когда тучихи всегда пахло сладким. Она несомненно ждала этой встречи, но не думала, что она будет столь неожиданной. Как-то сюда попал, «Саски». Весьма просто через дверь, усмехнулся младший из представителей погибшего клана. Он прошел дальше по помещению и приземлился в кресле, затем сказал уже серьезно, «В общем, Кейка сказала, что тебе нужно со мной переговорить, когда я был у старой кошки. А я все равно искала Ники, вот и зашел». Так это Кейка-сын. Внутри лень удивилась невидящая Кунаича и мысленно ее поблагодарила. Понятно, она чувствовала на себе холодный взгляд черных глаз младшего учихи, отчего ей становилось неловко. «Давно ты в небесном городе?» Несколько дней, бесчувственным голосом отвечал тот, залечивая с командой раны после доброжелательного приема в Канохе. Он сердито фыркнул. Темноволосая девушка примолкла. Теперь, когда пришло время узнать все точно, она начала бояться, что может получить ужасный ответ, подтверждающий ее опасения. Наконец, она поняла, отчего ее хотел отгородить Итачи. Однако, ей нужно было знать правду. «Да, насчет событий в Канохе, об этом я и хотела с тобой поговорить». Хм, вот как, судя по интонации, Саски и так прекрасно это знал, тембр его голоса стал еще более жестким и равнодушным. Помнится, я уже говорил тебе однажды, что совершению своей мести я никому помешать не позволю. Это относилось ко всем, включая твоего брата. Никто не просил его лезть не в свои дела. Этот идиот посмел преградить мне дорогу и напасть на меня, мою команду и Найники, потому и получил свою. Неджи просто выполнял свой долг перед деревней, не выдержала столь резких речей бывшей обладательницы Бьякогана, а что до нападения на Итачи, ну что ж, ты сам не так давно думал так же, так что уж можно было бы сообразить, что к чему, а не хвататься сразу за оружие. Тебя там не было, ты не видела, как все выглядело, так что нечего выступать, идущий от брюнета холод стал почти осязаемым, несмотря на то, что он явно сердился, из-за него нас чуть не схватили. Пострадал мой отряд, Деву убили, Карин тоже едва не погибла, Сугицу ей помог, но оба сильно пострадали, до сих пор не восстановились. И, тем не менее, команду Хьюги я не стал уничтожать, а вместо благодарности он нападает на моего брата. По-твоему, я должен был это терпеть. Смотреть, как убивают единственного близкого мне человека. Девушка шарашенно смотрела на него безжизненными глазами. Она не думала, что произошедшая ситуация будет настолько сложной, и потому она никак не могла решить, кто поступал правильно. Зато положение Саски напоминало ей свое. Я, прости, ты прав, так же спокойно согласилась она, за все время разговора как не разозлившись, так и не опечалившись ни разу, я действительно не знаю, что там было, однако я понимаю, как трудно было тебе. Сейчас я чувствую то же самое. У меня никого нет, кроме брата, он. Моя единственная семья. Остальной клан меня не признает, равно как и вся деревня. Я хотела встретиться с тобой не для того, чтобы обвинять, а лишь для того, чтобы узнать правду. Она вздохнула, потом выпрямилась, свесив ноги с постели и приняла решительный вид. Прошу, скажи, была ли Рана Неджи смертельной? Задала она вопрос, выжидательно глядя в сторону хладнокровного юноши. Тот долгое время молчал, неотрывно смотря в окно. В конце концов, он вздохнул, молча встал и перешел к подоконнику. Все это время в воображении Кунаичи мелькали одни и те же картину из ночного кошмара, приснившегося ей накануне печальных вестей. Нет, резко выдохнул обладатель Мангики, по обыкновению опустив руки в карманы, Сюрикен вошел в нескольких сантиметрах от спинного мозга, так что электрический импульс нервную систему не должен был задеть. Скорее всего, его просто парализовало от боли. Но, уверяю тебя, я промазал не специально, в его речи снова послышались просто повезло. К тому же помощь пришла почти сразу. Я мельком видел, как к нему подбежала Хината, пока старший брат так милый не уволок всех нас с поля боя. Хм. После этого комната вновь погрузилась в гробовое молчание. Младший очиха наблюдал за видом на улице, а девушка сидела на месте без движения, опустив голову. Непроглядную тишину нарушили шаги за дверью, которая мгновение спустя повторно распахнулась. В комнату вошел еще один темноволосый юноша, за ним показалась хозяйка дома. Ну, Итачи, я же говорила, не стоит беспокоить Камяка. Именно потому, что она не одна, со вздохом промолвила она, прикрыв глаза ладонью. Видимо, Кейка пыталась его остановить, но потерпела в этом неудачу. Один из участников разговора повернулся к вошедшим. Нессан? Протянул он и поприветствовал брата коротким кивком. Что ты здесь сделаешь, Атато? Нахмурился Итачи. Искал тебя. Хм, это вроде как не моя комната. Старший очиха перевел взгляд на неподвижную фигуру девушки, которой уже подошла Кейка, чтобы посмотреть, как она. Что ты ей сказал? Вновь обратился он к Саске. То, что она хотела знать, как ни в чем не бывало, ответил тот. Эх, ты все такой же глупый маленький брат. Прекрати меня так называть. Огрызнулся бывший ученик Арачимару, мгновенно вспылив. А то что? Итачи. От дальнейших препирательств двух братьев отвлек голос Камика. На ее глазах вновь блестели слезы, однако выглядела куда более живой, чем раньше. Все хорошо. Можно не волноваться. Саске мне все рассказал, теперь я поняла ваши чувства и все остальное, и даже бы не стала больше убиваться, если бы Ниджи действительно погиб. Так что не ругайтесь, пожалуйста. Она слегка улыбнулась. Громадное облегчение, что она испытала, придало ей сил, вновь наполняя жизнью. Надежда, что принесли с собой слово младшего учихи, сделала ее такой радостной, что она поневоле расплакалась от счастья. Более того, Кунаичи настолько преисполнилась положительными эмоциями, что в порыве чувств вкинулась обнимать своего спасителя, принесшего добрые вести. А так как она, как и Тачей, была выше его почти на полголовы, то темноволосый паренек невольно уткнулся лицом в пышную грудь девушки. Спасибо тебе, Саски. Я очень тебе признательна за то, что ты мне рассказал, рассыпалась в благодарность тихо она, ласково обхватив рукой голову зажатого в объятиях парня, все еще роняя слезы и вследствие этого не замечая ни смех темноглаза и шатинки, ни нахмуренности второго юноши. Если я что-то могу для тебя сделать, отпусти меня. Ка, как выговорил бывший мститель, размахивая руками и тщетно пытаясь выбраться из захвата. До Камека, наконец, дошло, что она делает. Она, на порядок смутившись. Кейка продолжала хохотать, теперь уже от вида младшего владельца Мангеки, который залился яркой краской, куда-то омрубкой Хьюги. А его старший брат заискивающе улыбался. Ты, как всегда, не остаешься необделенным женским вниманием, а то-то, не применил высказаться он, за что получил грозный взгляд. Хватит потрунивать надо мной, Нисан, холодно промолвил Саски, когда отошел от Багрянца, мне нужно с тобой поговорить с глазу на глаз, так что пошли отсюда. Он резко повернулся и быстрым шагом направился к выходу, вознамерившись покинуть комнату, но, очевидно, снова наш что-то налетел. Послышался звук удара. Черноокий юноша неслабо треснулся в бомобузскую проточину двери, оставленной распахнутой. В помещении повисла тишина, в продолжении которой темноволосая Кунаичи успела догадаться, что произошло. Мда, повнимательнее ему нужно быть, а то уже как у Зумаки становится прямо, подумала она, представляя, как выглядела эта оплошность младшего Учихи. От этого ей вдруг стало очень смешно. Не удержавшись, она прыснула вместе со стоящей рядом подругой. В этот же момент еще и Тачи подал голос. Странно, мне казалось, что тут не видит ничего только Камико, но даже у нее никогда не было такой изящной отметины на лбу, прокомментировал он невнимательность братика и усмехнулся. От услышанного две девушки вовсе рассмеялись, а немного погодя к ним присоединился и комментатор. Брюнетка никак не могла остановиться, первый раз почувствовав радость веселья в этом доме, к тому же она впервые за долгое время веселилась вместе с любимым человеком. Трое взрослых громко хохотали, а объект смеху хладнокровно отвернулся, скрестив руки на груди и, делая вид, что это его не колышет. «Ладно, идем, а то то, пока ты снова что-нибудь не выкинул», с улыбкой произнес старший учиху и вместе с братом покинул общество смеющихся. «Хих, а еще говорят, будто учихи не обладают чувством юмора», проговорила с улыбкой Шатенко, «Я, пожалуй, тоже пойду, мне еще обед готовить, а если Саске останется, то придется повозиться». Она уже хотела уйти, как ее неожиданно окликнула невидящая Кунаичи. «Кейкасон, можно помочь вам с готовкой?» Предложила она свою помощь. «Конечно», кивнула та, «так быстрее будет веселее обе девушки», улыбнувшись друг друга, не спеша вышли из комнаты. Хьюга, наконец, поняла, что печалиться не было смысла. «Счастье, порой, бывает мимолетным, но это не значит, что вместе с ним нужно отказываться от жизни и своих стремлений. И теперь, найдя новых друзей, но, лишившись возможности на взаимную любовь, она хорошо это понимала и все равно улыбалась, хотя тьма в ее душе стала больше. Небесный город, у незнающего при этих двух словах, скорее всего, возникла бы ассоциация с местом, напоминающей рай и несущий с собой блаженство. В действительности город, несмотря на звучные названия, нес в себе лишь отпечаток давно закончившейся эпохи продвинутой цивилизации. Глядя на его остатки, трудно было представить, что кто-то еще мог в них обитать. Однако эти развалины были обжиты, жители Поднебесью успешно использовали поверхностные руины для отвода глаз. Впрочем, гостивший в этой местности незрячий Кунаичи такой обманчивый маневр был нипочем. Она уже довольно долго обитала у своей новой подруги вместе с Атачей, который считал этот город самым безопасным местом в силу их затруднительного положения. После так называемого покушения на убийство недавнего бранного Хакаги, а также шантажа старейшин деревни, руководство Канохи объявило тревогу по данному делу, вследствие чего было решено организовать собрание пяти Хакаги, так как кучих до сих пор причисляли к сотрудничеству Сокацуки. Также по многочисленным слухам и донесениям, полученных в результате разведок двух братьев, побег бывшей обладательницы Бьякагана, которая, как полагалось, причастна к этому делу, не остался незамеченным, поиски до сих пор продолжались. Потому юной отступнице по неволе приходилось оставаться в безопасности. Камико в принципе не возражала против такой жизни. Условия для жилья были вполне приемлемы. Большой уютный дом с не менее широким двориком и выходом в сад, а также широкие просторы для прогулок и тренировок. Хьюго очень привлекал этот город, по существу теперь заменяющий ей Каноху. Она вполне могла бы остаться жить здесь с тихой мирной жизнью, если бы не одну, но, ее отношение к жениху и своей подруге. Со стороны казалось, что брюнетка стала прежней, когда перестала беспокоиться о судьбе Неджи, однако теперь ее терзала другая проблема. Она много думала об отношениях Итачи и Кейка. Помолвка, совместное проживание, свадьба. Все было предрешено заранее. Ей казалось это неправильным и неестественным, но стоило только вспомнить о том, как охотно эти двое общаются друг с другом, когда есть время побыть вместе, то становилось понятным, что им суждено быть вдвоем. Кажется, они действительно любят друг друга, понимала наблюдающая за парочкой Кунаи, Итачи и грустно улыбалась. Ее сердце готово было треснуть напополам с одной стороны, она была рада за них, а с другой страдала от того, что ее любовь разрушается прямо на глазах. Было больно. Ужасно больно, но она заставляла себя улыбаться этим двум людям, готовым вскоре обрести семейное счастье. Даже без зрения выдержать это было очень трудно. Учхо любит другую. Он выбрал не ее. От одной этой мысли хотелось бежать на край света, лишь бы больше не вспоминать былое. Если ты уже тогда намеревался жениться, то зачем было давать мне надежду? Зачем ты перешел границу в ту ночь? Сколько раз Камека хотела спросить об этом юношу, но так и не смогла. Друзья так не поступают. События ночи, проведенные вдвоем, когда она вернулась с миссией вами, преследовали девушку. Может, лишенный всего в то время парень еще не думал о помолвке. Возможно, он просто проверял, что к нему чувствует ухаживавший за ним Хьюга. И все же, он оставил ее и я все ему отдала, а в итоге он ушел. Ушел к другой девушке. Знаешь, Кейка-сан, я тебе даже немного завидую. Как-то призналась ей темноволосая отступница из Канохи, когда они вместе убирались на кухне во второй половине дня. Это еще почему? Удивила и Шатенко. Потому что ты нашла свою вторую половинку, скромно объяснила собеседница, опустив взгляд. Ты такая недобрая и понимающая и хорошая хозяйка, хоть и не Шинобе, но можешь за себя постоять, несомненно, из тебя выйдет отличная жена для Итачсона. Да ладно, не преувеличивай, отмахнулась та, зардевшаяся таких комплиментов, не так уж я и хорошая, ты даже с закрытыми глазами готовишь лучше меня. Любой мужчина был бы от этого в восторге. Я вот, думаю, когда сыграем свадьбу, то потом и тебе жениха найдем. Спасибо, но не стоит. Ведь я прежде всего Шинобе, а наша жизнь порой бывает так коротка, что просто не успеваешь завести семью. Бывшая обладательница Деудюцу прикрыла глаза на секунду, а затем вернулась к мытью посуды. Жаль, что я не могу перестать любить. Да ну тебя. Перестань говорить глупости, Камека, пригрозила ей пальцем хозяйка дома, ты вовсе не такая железная, какой хочешь казаться, я по лицу вижу. Я знаю, что тебе трудно без семьи, но не переживай так. Мы с отачи тебя в обиду ни за что не дадим, а потом ты все равно рано или поздно встретишь свою любовь в жизни, ну, или на худой конец выдадим тебя замуж за Саске, а то он вроде на тебя запал. И Кейка заливисто рассмеялась, отчего ее собеседница не могла не улыбнуться. Помилуй, Кейка сан, я ж почти его не знаю. К тому же Саске младше меня на четыре года, мы будто с разных планет, а ты не слышала выражения любви все возрасты покорнее. Понимаю, вы сейчас не больше, чем просто друзья, но все же присмотрись к нему, а вы си поймешь мальчишку. Кейка сан, от дальнейших споров двух девушек отвлек голос свернувшегося Итачи. Я дома, донеслась со стороны входной двери. О, быстро он сегодня, обернулась на зов темноглазая. Хьюга понимающая улыбнулась. Иди, встречай его, сказала она и потолкнула Шатенко к выходу кухни, я тут сама закончу. Ох, спасибо, Камика, поблагодарила Та с поклоном и выскочила в коридор, с меня потом причитается, напоследок кинула она брюнетки. Но как только она вышла, улыбка темноволосой и кунаичи тут же погасла. Несмотря на то, что я дала себе обещание подавить все свои чувства к Итачи, мне по-прежнему хочется плакать, подумала она, еще больше и опечалившись, не знаю, долго ли еще смогу выдержать, она дала обещание друзьям, что будет на их свадьбе, однако с каждым днем ей все труднее становилось находиться рядом с ними. Но и уйти она не могла в связи с трудностью своего положения. Хоть она уже могла спокойно ориентироваться в доме и его окрестностях, но все же этого было недостаточно, чтобы покинуть его пределы без помех. Девушка хорошо это понимала, потому не спешила с уходом. Вместо этого она усердно работала над собой, обучаясь обходиться без Бьякугана. Жизнь Шинаби не заканчивается с потерей зрения, потому почти все свое свободное время юная Кунаичи тратила на тренировки. Иногда к ней присоединялся Очиха, которому брюнетка помогала осваиваться с силой Хьюга и учила боевым техникам клана. Эти совместные занятия были для нее, пожалуй, единственным способом проводить время наедине с любимым человеком. Обладатель двух смешавшихся доудюцы часто пропадал где-то, возвращаясь в дом не раньше вечера, а то и вовсе мог уйти на несколько дней. При этом он не рассказывал девушкам, чем занимается вне дома. Камико полагала, что брюнет собирает информацию о действиях Канохи или же ищет новое убежище Кацуки. С тех пор, как он узнал от беглой подруги, что Мадара еще жив и пытается возродить мощь организации, бывший член этой группировки неустанно ищет его, чтобы остановить. Правда, девушка умолчала о сделке, что он ей предлагал, к тому же она не представляла, где может быть то убежище, так как, убегая оттуда, не запоминала дороги. Довольно странно, что ты могла так легко сбежать, с подозрением отнесся к этому и Тачи, подняв эту тему во время очередной тренировки с незрячей напарницей. Ага, повезло, наверное, спокойно ответила та, хотя в душе заплескалось волнение, просто меня как всегда недооценили. Лидер, видимо, подумал, что раз я ничего не вижу, то можно сильно не беспокоиться. Меня даже связывать не стали. Хм, и все же тебя отпустили, даже не послав преследование, с сомнением протянул парень, в тот же миг, без предупреждения, метнув в нее три куная. Его оппонентка с помощью слуха прикинула количество пущенного оружия, поймав первый клинок, отразила им остальные два. Услышав шорох за спиной, она мгновенно развернулась и все равно едва успела отразить удар ладонью наследника Шарингана. Хорошая тактика отвлечения, но техника мягкой руки страдает, мало чакры выпускаешь, прокомментировала она этот выпад и вернулась к предыдущей теме, очевидно, а кацуки решили, что я им больше не нужна, а может, просто этот кустарник, что за мной присматривал, не успел вовремя предупредить о побеге. Ведь даже ему нелегко было оправиться после такого. Кунаича повела руку в сторону манекена для наглядной демонстрации того удара Хаки Хасангеки. Она выпустила такой сильный поток чакры в форме лезвия, что воздух аж завибрировал, а когда техника достигла своей цели, то тренировочная кукла превратилась в щепки. Примерно та же история была и в первый раз, когда я забирал от тебя Узи Цусана, усмехнулась она. Стоит состроить испуганные глазки, как противник перестает быть бдительным, хих. От этого Чиха и сам невольно улыбнулся, отойдя на несколько шагов от боевой девушки. Занятие продолжалось, пока оба порядочно не устали. Впрочем, юноша был еще в хорошей форме, так как сражаться с незрячей партнершей в полную силу себе не позволял. Зато хорошо учился новым техникам на ее примере, думая, что они могут пригодиться. Закончим с этим на сегодня, равнодушным тоном предложил он после того, как бывшая обладательница Бьякугана отразила пущенному им большой огненный шар с помощью Суитона. Да, пожалуй, глубоко вздохнув, согласилась та, изрядно вымотавшись, так как последняя дьюца отняла у нее много чакры, благо, вовремя среагировала, иначе гореть бы мне как ведьми на костре, фух. Она выпрямилась и двинулась в сторону Черноокова Шиноби, чтобы тот мог без лишних проблем отвезти ее в дом. В принципе, Кунаичи, даже будучи незрячей, могла спокойно дойти до туда самостоятельно, но все же она предпочитала принимать помощь от друга, который сопровождал ее до двора, держа за руку. В этой дружеской поддержке она черпала свое маленькое счастье, дающее ей силы для жизни бок о бок с будущими супругами. Итачи повернулся и уже протянул ей свою руку, когда брюнетка с последним шагом вдруг поскользнулась на мокрой траве, увлажнившись от использованной ранней водной техники, и налетела прямо на него. Не ожидавший этого Шиноби потерял равновесие и вместе с ней упал в небольшую оставшуюся лужу за его спиной. Ой, прости, тут же извинилась виновница, вставая и отряхиваясь. Благодаря тому, что упала на него, она практически не замаралась, в то время как одежду парня оказалась вся перепачканная грязью и водой, вследствие чего он нахмурился. Камека с холодцой и скрытым недовольством протянул он. Она же только виновата улыбнулась и протянула ему свою руку. Учиха молча принял ее помощь, но вместо того, чтобы подняться, дернул девушку на себя. В результате она плюхнулась в лужу вперед лицом, замаравшись даже больше напарника. Вот теперь я тебя прощаю, изрек тот, как ни в чем не бывало. Итачи от его проделки Камека не на шутку рассердилась, потому поднявшись на локтях, она тут же набросилась на него и без всякой совести принялась душить. Обладатель Шарингана со спокойной улыбкой легко отбивался от ее выпадов, пытаясь сбросить себя. Странно, наверное, было это видеть со стороны, как взрослые шиноби ведут себя подобно маленьким детям, но в данном случае зрителей не было. Зато участником этой странной сцены было весело. В конце концов, Брюнет уложил оппонентку на лопатки и зажал руками ее запястье, лишив возможности его оттолкнуть. «Сдавайся», с улыбкой произнес он, нависнув над ней. «Ни за что». Со смехом отказалась та, чем только усугубила свое положение. «Сдавайся и проси пощады», послышался еще более жесткий ультиматум. Хьюго еще раз попробовала на прочность его захват, результат оказался тот же. «Ладно-ладно, твоя взяла, сдаюсь. Пощадь за меня, великий победитель женских сердец, и слезь, пожалуйста, пока не раздавил», с притворной мольбой промолвила она и усмехнулась. Однако ее тихое хихиканье быстро сошло на нет, потому что парень остался неподвижен, даже не подумав отпустить ее руки. «Что это с ним?» мысленно задавалась вопросом темноволосой Кунаичи, когда ее вдруг обдало струей теплого воздуха, что заставило ее притихнуть. До этого времени она даже не представляла, как близко они были друг к другу, но теперь горячее юношеское дыхание дало понять, что невинная игра зашлась слишком далеко. От такого неожиданного поворота событий девушка почти перестала дышать, без движения лежа в тине из смеси холодной воды и влажной земли, хотя чувствовала перетяжение и манящий азов в груди. Камика. Его шепот раздался так неожиданно, что она слегка дернулась. ММ. Только и смогла выдохнуть невидящая брюнетка, все еще зачарованная всем моментом. Я должен сказать тебе, дальнейшие слова Итачи были прерваны громким голосом шатенки, идущего со стороны дома. Ребята, обедать. Позвала она двух сожителей. Зуф реальности быстро вернул все на свои места. Юный Нукинин тут же поднялся и помог встать опомнившейся напарнице. Идем, сказал он, поле чего они оба двинулись к месту обитания. Кейка, увидев их после того, как шиноби искупались в не самом лучшем природном бассейне, чуть не уронила поднос, на котором стоял чайный сервис. О, боги, чем это вы занимались? Рыли подземный ход в мегакуре носота. Воскликнула она и усмехнулась. Нет уж, в таком виде я вас стол не пущу, так что маршу в душ. И вещи на стирку все сразу бросите, пока все тут не запачкали, умелые бойцы вы наши. Представители великих кланов Канохи молча кивнули и потопали в ванную. Хорошо, хоть мыться вместе не надо, пришла в голову брюнетки левая мысль, отчего она потупилась. Кстати, что ты хотел тогда мне сказать? Немного смущаясь, обратилась она к своему спутнику, пока они не разошлись. Учиха помедлил, но потом мотнул головой. Уже не важно. Забудь, равнодушно ответил он и исчез за дверью. Три зимних месяца пролетели почти незаметно, и на протяжении всего этого времени слепая Куна и Чичетно пыталась переселить себя и унять борьбу двух противоречивых чувств в душе. Забудь о прошлом, как мантры повторяла на себе и днем и ночью, теперь он просто друг. Любовь скоро пройдет, а время залечит ранее, просто забудь. Да, легко сказать, да нелегко сделать, особенно когда этот самый друг находится у тебя под боком со своей возлюбленной. Что-то ты невеселая в последнее время, Камичан, заметила Кейка в первый погожий день, предвещающий начало весны, когда вместе с ней сидела в гостиной. Хьюга ответила не сразу. Сидя на подоконнике, она продолжала вслушиваться в звуки, раздающиеся по ту сторону окна. Итачи отсутствовал уже второй день, но это перестало беспокоить девушек, так как они привыкли к его постоянным отлучкам и вполне неплохо проводили время вдвоем в своем женском обществе. Это все из-за весны, задумчиво ответила она спустя минуту. То есть? Не поняла ее собеседница, ты не любишь это время года? Люблю, тихо ответила та, не оборачиваясь, просто жалею, что эта зима не принесла нам снега, уже третий год не вижу этого явления. Хотя я теперь, естественно, не могу его увидеть, но хотя бы почувствовать было бы так прекрасно. Шатенко, похоже, не восприняла этот ответ всерьез. Странный ты о погоде волнуешься, хихикнула она, вернувшись к своему занятию, а именно, полировке оружия, которое два бывших Анбу использовали для тренировок. Лучше не бери в голову такие мелочи, было бы из-за чего переживать, меня так больше беспокоят предстоящие мероприятия, а вообще на данный момент сильнее всего отсутствие у Чихи. Она глянула на часы и тихо выруглась, опаздывает. Ведь он обещал быть к обеду, а дело идет к ужину. На это невидящая девушка понимающая улыбнулась. О которой именно у Чиха тебя так заботит? Задала она еще более странный вопрос. Камечан, ты издеваешься? Подняла брови темноглазая, ну, разумеется, не Саски. Будто у нас так много представителей этого клана водится или ты еще кого-нибудь знаешь? Ну, вообще-то я знаю троих, ответила Канаховская отступница. При этом ее мысли почему-то пошли о самом старшем из обладателей Шарингана, Мадаре. Впрочем, я думаю, один из тех двух Чих, что сейчас появится здесь, будет тот, кто тебе нужен. Она повернула голову к подруге. искренне искренне улыбнулась той. И как бы в подтверждении ее слов послышался звук распахнувшейся двери, а мгновением позже на пороге комнаты появились два упомянутых в разговоре юноши. Кейка по обыкновению бросилась встречать своего любимого человека, даже как бы и не обратив внимания на присутствие его младшего брата. Но тот и так все понял, потому без лишних слов прошел в гостиную и приземлился в полюбившиеся кресла. Комбанго сдержанно поприветствовала его комико, тот ответил привычным «Хм». Младший очиха иногда посещал их скромное жилище для переговоров соники и нередко оставался на трапезу. Хозяйка дома ему никогда не отказывала, все-таки будущий родственник, хотя сам бывший ученик Арачимару, кажется, был не в восторге от такого родства. Развели тут телечья нежности, фыркал он всякий раз, когда нарывался на милующуюся парочку, чем изрядно забавлял бывшую обладательницу Бьякогана. И этот вечер не обошелся без его комментариев. Чем-то опять недоволен. Полюбопытствовала темноволосая Кунаича после ужина, хорошо расслышав его тихое хмыканье. Они еще сидели за столом, так что предположить точно, относительно чего возмущен Брюнет, было трудновато. Может чего в еде не понравилось, хотя вроде я ничего не путала сегодня, гадала она, пока владелец Мангеки не дал свой ответ. Эти двое еще не обвенчаны, а ведут себя хуже любой пары, вздохнул он, наблюдая за старшим братом и его будущей супругой, которая что-то весело щебетала, сидя рядом с ним чуть ли не обнимая, повиснув на мужском плече и угощая его десертом. Даже наши родители не позволяли себе такого за столом. Ну, у них еще нет детей, чтобы показывать правила приличий, объяснила Хьюга, уже привыкнув к такому поведению двух друзей, хотя и ощутила очередной укол в сердце, может, когда поженится, то Аваси успокоится. Хотя Кейка сын очень любит романтическую обстановку, потому, наверное, иногда немного увлекается, забывая о посторонних. Она мне не нравится, высказался Саски, отвернувшись от ужинающих, не понимаю, почему Нисан это терпит, эта девчонка ему совсем не подходит, хм, почему ты так думаешь? Для возрождения клана нужны сильные люди. А это, я считаю, что она его просто недостойна, и не важно, что думали отец с матерью. Будь я на месте Итачи, то лучше бы выбрал тебя. Меня? На лице собеседницы было написано искреннее удивление. Ее собеседник лишь слегка улыбнулся, затем встал из-за стола, так ничего не сказав в ответ. Эй, вы двое, кончайте этот цирк, обратился он к двум взрослым, подойдя к ним, устремив многозначительный взгляд на спокойно сидящего Нукинина, Нисан, есть разговор, его глаза как-то недобро сверкали. Итачи все понял и молча поднялся, затем оба соклановцы покинули кухню. Кейка шумно вздохнула, такое чувство, что их в детстве никто не воспитывал, даже не поблагодарили за ужин. А ты что думаешь, комичан? Она повернулась к единственной оставшейся в помещении душе, но ответа от той не последовало. Чего это с ней? Кейка сидела, уставившись в одну точку перед собой, однозначно пребывая по ту сторону этого мира, при этом на ее щеках почему-то играл румянец. Почему меня? Это что получается, по его мнению я достойна такого? Навязчивые мысли пошли в голове, порождая забавные фантазии. Опомнилась же она лишь тогда, когда подруга щелкнула пальцами перед самым ее носом. А что такое, Кейка-сын? Подняла на нее невидящий взгляд девушка. Это я должна спросить, что такое? Накинулась на нее та, чего это ты ворон ловишь, комика? Бетсуни, просто немного задумалась, вот и все, замахала руками брюнетка, поневоле наливаясь еще больше краской. А мне кажется, что все не так просто, подозрительно промолвила собеседница, прищурившись, это ведь из-за Саски, да? Он тебе что-то сделал или сказал? Выкладывай. Юная Кунаича замотала головой, но краска таки не сходила с ее личка, потому она решила благоразумно убраться подальше от Шатенки, которая не полагалась знать о теме приватного разговора с Учихой-младшим. Да ничего такого, не бери в голову. Скороговоркой проговорила она и встала, я пойду. Спасибо за ужин, но так как готовила я, то тебе убирать, Кейкосон. Доброй ночи. Наскоро попрощавшись, она тут же вылетела из помещения, не дав хозяйке возможности ее окликнуть. Фух, чуть не попалась, оказавшись за поворотом, Хьюга поспешила перевести дух, Кейка, конечно, так просто от меня не отстанет, но теперь хоть есть время придумать подходящее оправдание. Отделавшись на время от неприятностей, она довольно улыбнулась сама себе, затем направилась в свою комнату, уже никуда не спеша. Однако, свернув в очередной коридор, она вдруг остановилась, так как обостренный слух уловил два голоса, раздающихся с другого конца. Похоже, братья опять спорят, решила девушка и собралась было продолжить путь, как тут услышала свое имя. От понимания того, что речь идет о ней, в обладательнице столь чудного имени проснулось женское любопытство, потому она бесшумно двинулась к источнику беседы, решив послушать еще. Дверь, ведущая в Сёдзе, где на данный момент находились у Чихи, была закрыта не полностью, от того разговаривающих было слышно довольно хорошо. «Ты уже думал, что будешь делать Камека после свадьбы?» Спрашивал младший из представителей великого клана, «Она навряд ли захочет остаться потом с вами». «Нет еще», вздохнул в свою очередь вопрошаемый юноша и прошу, «Не напоминай мне об этом, раз уж не хочешь остаться и принять участие». «Хм, ты прекрасно знаешь, что я не одобряю твоего решения, Нисон. Так что будет лучше, если меня там не будет». «И куда же ты намерен идти, Атато?» «Домой, естественно, как только разберусь с Дэнзен ожидающимся собрания Каги», послышался глубокий вздох, а затем еще какая-то возня, после чего разговор возобновился. «Не глупи, неужели тебе так охота рисковать своей жизнью ради этого? Я не просил, я просто хочу добиться справедливости. Они должны рассказать правду, все должны об этом знать, это мое желание». «Глупый маленький братец, если ты так хочешь, чтобы все это знали, то почему ничего не рассказываешь своим лучшим друзьям? Недомолвки такого рода сулят неприятности, хм, не учи меня, Нисон, раз сам ничуть не лучше». Правильно говорил Мадаро, что ты научился утаивать правду еще на руках матери, ты ведь так ничего и не рассказал своему лучшему другу об нашумевших вестях, так? Юный подросток насмешливо хмыкнул. Их голоса перешли на шепот, отчего скрытой слушательнице пришлось немного напрячь свой слух, чтобы узнать продолжение. «Не думаю, что стоит ей пока об этом рассказывать», тихо произнес старший из обладателей Шарингана, на что получил дерзкий ответ. «А я считаю, что Камик обязан знать, что ее надоедливый кузин так и остался парализованным и до сих пор прикован к кровати». После этих слов у Хьюги перехватило дыхание. Она спешно прикрыла рот ладошкой, чтобы не охнуть, а колени ее задрожали. Пока она пыталась подавить легкую судорогу, то непреднамеренно пропустила часть разговора, но все же смогла успокоиться. Вылечить его может только Цюнеди, но она все еще находится в коме. «Ну, может это даже и лучше, ведь таким образом Хьюга не сможет никого убить», равнодушно молвил Саске, и подначивая своего родственника, «Ты ведь потому ей ничего не говоришь, раз уж он отрастил большой зуб на предателей, довольно холодно садил его и тачи, я сам решу, что следует говорить или не говорить Камико, так что не лезь». Дальнейшие спорку Найчи уже не слушала. Опустив голову, она на ватных ногах двинулась прочь из злополучного коридора. Придя в свою комнату, она захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Неужели Нисан? Невидящая девушка вздохнула и сползла по стенке, отказываясь верить в услышанное. Младшая Учиха говорила о предателях, значит, она входит в это число. Стало быть, Найчи хочет убить ее тоже. Трудно поверить в такое, но ей ничего другого не оставалось, кроме как принять очевидное. Но на этот раз слез и прочих депресснической чепухи не последовало. Саски прав, он никогда не рассказывал мне всей правды, мысли брюнетки вновь подошли к запретной теме. Она уже не видела ничего теплого в своих отношениях с бывшим капитаном Анбу, как прежде. Он так отдалился от нее, что почти перестал замечать. Она чувствовала себя обманутой. Казалось, ее воспринимают как интерьер мебели или оружие для упражнений, не требующего большого внимания. Даже самые близкие люди вскоре отвернутся от тебя. Комяков вдруг вспомнились слова основателя клана очиха, от забывающегося предсказания стало еще хуже. Что ж, если моя дружба для него уже ничего не значит, то мне лучше будет уйти, сделала мрачный вывод бывшая обладательница Бьякогана, ощущая себя как никогда одинокой. Между тем весенняя пара стремительно набирала обороты, приближая день свадьбы. Однако незрячая Кунаичи, ранее подумывающая покинуть брачующихся, еще оставалась с ними. Здесь ее удерживало лишь данное обещание, но чем ближе было венчание друзей, тем больше гасла ее решимость сдержать свое слово. Зато энтузиазм будущей супруги Тачи рос с каждым днем. Она полностью взяла дело по подготовке к торжеству в свои руки, придумывая все новые задачи по организации, и неизменно спешила их выполнить. А ее подруге, естественно, приходилось много помогать. Но Хьюга не жаловалась и послушно выполняла все поручения хозяйки, надеясь хоть так отплатить ей за доброту и оказанный приют. И все же терпение бывшей Анбу было не бесконечным, не то, введение и предложение Кейка, изредка принимая участие в этом деле. Хочу, чтобы наша свадьба прошла в день цветения Сакуры, мечтала в свободное время Шатенко, пребывая вместе с парнем в саду, удобно устроившись на скамейке и положив голову ему на колени. Ты ведь не выражаешь? М-м-м, нет, несколько мгновений спустя произнес тот, ласково потрепав девушку по волосам, делай, как хочешь. Собеседница заулыбалась, довольно прикрыв глаза. Я так люблю тебя, Итачи, тихо проговорила она, потянувшись к нему за ответом. Что прекрасно видно и безо всяких слов, безрадостно подумала незаметно наблюдавшая за ними брюнетка, стоя возле входной двери. Ее чувства обострились настолько, что она могла даже без зрения прекрасно описать любую ситуацию, происходящую в округе на расстоянии 30 метров от нее, что почти равнялось способностям Бьякогана. Фыркнув про себя в точности как один ее хороший знакомый, Камека пошла прочь от этой романтической обстановки, что сквозила на территорию дома жительницы небесного города. Через некоторое время ноги привели девушку к излюбленному месту у реки, где она могла спокойно отдохнуть. Столько хлопот, что это даже не похоже на скромную свадьбу, эх, воду. Тихое журчание потока успокаивало, а прекрасный аромат цветущих водных лилий заставлял позабыть приторный запах вишни, который юная отступница до странности не любила. Уж больно все это слащаво, даже для женщины, она долго сидела так, думая о своей несчастной любви, никак не желающей оставлять ее. Сколько времени прошло, а боль так и не уходит, пусть даже он меня совсем не замечает и принадлежит другой, я по-прежнему люблю его, ее невозмутимое прежде лицо стало печальным, раз я не могу отпустить свои чувства, пока он рядом, то придется покинуть этот город. Может быть, так я стану свободной, а у Итачи все равно останется Кека, больше ему никто не нужен, судьба жестока, выразила Кулнаичи вслух свою мысль. Кому жестоко? Ее уединение было нарушено, однако отвечать на поставленный вопрос вопрошаемый не потрудилась. Между тем появившийся Шинаби подошел к реке и присел рядом с ней. Ты как всегда появляешься незаметно, Учха, констатировала Хьюга, когда невеселые думы отошли на второй план. Хм, Саски не ответил и стал кидать камни в реку. Водную поверхность покрыла легкая рябь. Ты что-то хотел? Через пару минут решила спросить девушка под очередной всплеск. По действиям собеседника она заключила, что тот вероятно чем-то взволнован, хоть и не желает подавать вида, иначе зачем было нарушать тишину этого места, кроме как в случае, когда было нужно выпустить пар. Не совсем, с напускным равнодушием произнес он, отправив последний камешек в полет. В общем, я пришел попрощаться. Ясно, вздохнула девушка немного изумленная, ведь он мог уйти без прощаний, значит, уходишь из города? Вместе с отрядом? Молчание и шестое чувство подсказали ей, что парень коротко кивнул. Вероятно, пойдет на собрание за Данзо, однако справится ли он сразу с пятью Каги? Что, если они не станут его слушать? Ее лицо окрасилось легким беспокойством, однако отговаривать юного наследника Шаринга над этой затеей было все равно бесполезно, так что она просто вернулась к своему первоначальному занятию, а именно пожелать тебе удачи, молвила напоследок брюнетка, думая, что на этом все и закончится, однако перед тем как уйти, я хотел бы кое-что тебе сказать, юный обладатель Мангики скрестил руки на груди и, внимательно посмотрев на нее, это насчет обстановки в деревне листа, ах, так вот почему он пришел сюда, сообразила собеседница и в свою очередь подняла руку, прервав поток его слов, затем заговорила сама, благодарю тебя, но можешь ничего не говорить, я уже все знаю, слышала ваш разговор с аточей на днях, уж простите, это вышло случайно, она немного потупилась и сдержанно улыбнулась молодому Мангикинену, но все равно спасибо тебе, Саски, наверное, это странно прозвучит, но ты стал для меня куда лучшим другом, чем твой старший брат, ибо ты можешь меня понять, спасибо, затем она наклонилась к нему и легко поцеловала юношу в лоб, тот даже ничего возразить не успел, хотя, впрочем, и жаловаться было собственно, не начато, однако выражения на этот счет имелись у кое-кого другого, эй ты, девка, а ну убери от него свои потлы, молодые люди синхронно обернулись, перед ними возвышалась фигура юной девушки со злобным личиком, очень дерзкой и уверенной на вид, ее глаза за стеклами очков горели недобрым огнем, бурави собеседницу учихи, Карин, я же велел вам ждать меня на месте, ледяным тоном проговорил последний, а его взгляд скользнул куда-то за спину сокомандницы, почему ты ее не остановил, прости, Саски, но остановить ее я мог только посредством убийства, усмехнулся еще один его товарищ, подходя ближе, ты же знаешь эту очкастую, а одному ждать не так интересно, к тому же мне тоже было любопытно, куда ты постоянно бегаешь, юный мечник из тумана посмотрел на незнакомую ему кунаичи, что вызвало у него коварную улыбочку, но теперь все понятно, хах, тем временем две девушки разбирались между собой, сволочь, да как ты посмела к нему прикасаться, начало ссору Карин, начисто проигнорировав слово своего предводителя, факт того, что у нее появилась потенциальная соперница доводил ее до белого коленя, м, а что тут такого, не сразу нашлась Хьюга, стараясь быть вежливой, несмотря на то, что оскорбление неизвестное особо ее немного задело, ведь Саске вроде не экспонат в музее, как мне казалось, со стороны одного из юношей послышался смех, похоже это выражение развеселило Сугитсу, и тем не менее тебе никто не давал права с ним миловаться, заявила красноволосая Кунаичи, затем схватила конкурентку за локоть, отвела в сторонку и заговорила тише, чтобы кроме нее больше никто ничего не слышал, запомни, он только мой, и не смей больше к нему лезть, уродка. Я что, похожа на педофилку? Он мне не нужен, глупая девчонка, с непривычной холодностью ответила та, начиная терять терпение, а тебе следовало бы учесть на будущее, что учха не чужая собственность, и он волен сам решать с кем быть, она вырвала свою руку и вернулась на край берега, где еще оставались два других членов така. Стану я слушать советов от такого ничтожества, как ты. Еще больше вспылила темно глазая, да как она смеет меня учить. Дура набитая. Уж кто бы говорил, хмыкнула комико, даже не поворачиваясь, по мне так лучше быть слепой, чем тупой. А такую недалекую эгоистичную девушку, как ты, никто уважать не станет, так что лучше заканчивай вести себя, как последняя стерва. Эти слова так разозлили оппонентку, что она подлетела к ней и замахнулась кунаем, желая поставить ту на место. Однако брюнетка из Канохи без труда остановила ее атаку одной рукой. Что? А ну отпусти меня, гадина, потребовала Карен, но невидящая девушка только крепче стеснула ее кисть в свои ладони. Тогда сделай милость, перестань сыпать оскорблениями, выставила свои условия соперница, сжав руку так, что захрустили кости, а куна выпала из ее ладони, и впредь не недооценивая противника, пусть даже у тебя есть существенные преимущества. После этого она отпустила юную спутницу у обладателей Шарингана. Ух, ты, наконец-то с Карен сбили немного с песи, так кажется, ухмыльнулся Сугитсу, за что получила от еще не выпустившей пар-приятельницы мощный удар. Эта девчонка никогда не изменится, мысленно заключила темноволосый кунаичи, пряча улыбку от этой странной компании, в которой ей случилось оказаться. «Мы уходим», объявил в конце концов Саски, которому надоело это представление и поднялся. «Что ж, Сайонара», сказала на это Хьюга с понимающим выражением лица, махнув ему на прощание рукой, «И будь осторожен, удачи! Береги себя!» Как всегда бросил напоследок тот и исчез вместе с товарищами. «Думаю, и мне пора отбывать», подумала брюнетка, когда вновь осталась одна. Эта прощальная встреча с младшим Учхой помогла ей принять окончательное решение, и она была намерена твердо выполнить его. Покинуть новый дом незрячая отступница собиралась этим же вечером, когда ушел отряд Така. Время было вполне благоприятное, ибо Кейка ушла в город по делам и вернуться должна была только завтра утром, да и Тачи после обеда куда-то пропал, а зная его, можно было предвидеть, что это надолго. Потому комик Ништю не мешало спокойно собрать свои вещи, которых собственно было не так уж и много. Гораздо больше времени она потратила на то, чтобы просто обойти любимое место в доме и окрестностях, с которым у нее было связано много воспоминаний. Сколько же всего произошло за эти несколько месяцев, проведенных здесь? Размышляла девушка, охваченная легкой ностальгией. Решение уйти отсюда было для нее трудным, но она понимала, что чем дольше остается здесь, тем больше будет ее привязанность к этому дому, в котором царил покой и уют. Однако сей домашний очаг не был предназначен для нее. Она не знала, простят ли когда-нибудь ее друзья за то, что она решила уйти без предупреждения, но все же другого выхода не было видно, иначе Хьюга рисковала застрять здесь навсегда. А жить с будущими супругами лишь из-за чувства долга она совсем не хотела, потому решила не сообщать друзьям о том, куда пойдет. В принципе, она и сама пока не знала, куда направиться, но дольше оставаться в этом месте она уже не могла. Жалко, что я не могу поговорить с ним в последний раз, но так будет только лучше, подумала Кунаичи, заходя в небольшую, но красивую комнату, где почивали жених и невеста. Здесь она хотела оставить им свой подарок на свадьбу, на которой она уже не сможет остаться. Хоть и дарить подарки заранее нехорошо, но, думаю, Кейка это понравится, рассуждала она, пытаясь сориентироваться в помещение, которое доселе почти не посещала. Два переплетающихся запаха встречались здесь почти на каждом шагу. Положив свой презент на подушку, она отошла к окну и отворила его, чтобы глотнуть свежего воздуха и отогнать рисующуюся воображением картину двух молодых людей, мирно спящих в объятиях друг друга. Больная фантазия действовала на нее угнетающей и тяжелым камнем давила на сердце, зато укрепляла ее решимость удалиться, дабы не мешать счастью других, самотверженность. Нейсан, наверное, посчитал бы это большой глупостью, думала бывшая обладательница Бьякогана, впрочем, он и так считает меня глупой предательницей, хих, по-другому в общем ты меня теперь не назовешь, Камека. Неожиданно разнесшийся по комнате вопрос прервал ее измышление. Сердце на миг замерло, девушка медленно повернулась, надеясь, что это ей послышалось. Что ты здесь делаешь? спросил Итачи, окончательно развив самонадеянные миражи. Я это растерялась брюнетка, в душе сетую на то, что припозднилась с уходом, и какой черт его надоумил вернуться так рано, вот ведь невезение. Она старалась быстро придумать подходящее оправдание, пока парень, молча, ждал ответа. Ничего, тихо проговорила она, увидя безжизненный взгляд в сторону, просто хотела кое-что отдать Кейкосен, поэтому решила оставить эту вещь здесь. Учиха глянул на новый предмет, покоящийся на одной из подушек, и вздохнул. Если бы это было так, то ты бы отдала его Кейкосен лично в руки, произнес он, в два счета раскусив ее обман, а теперь говори правду. Это тебя не касается, буркнула та, стиснув ладони в кулак, просто презент для нее и все. Не стоит отдавать подарки раньше времени, прошу тебя, не лезь в это дело. Я же в твои не лезу. Она опустила голову, в душе сожалея о том, что приходится говорить такие резкие слова, после чего поспешила покинуть чужую спальню. Однако Брюнит схватил ее за руку, не дав уйти. Может и так. Но, по крайней мере, объясни мне, почему ты не хочешь оставаться на свадьбе, попросил он с очередным вздохом. Хьюга виновата посмотрела на него пустыми глазами. Ты, так ты, с трудом выдавила она из себя, запинаясь, ты знал об этом. Обладатель Шарингана вместо ответа чуть сильнее сжал ее хрупкую ладошку в своей руке и подвел к кровати, не оставляя никакого выбора избежать неприятного разговора. Скажи, почему ты хочешь уйти, повторил он свою просьбу, когда они оба присели. Если ты знаешь о моем намерении, то должен был понять о причину этого решения, вздохнула вопрошаемые, опустив голову и мягко высвободив свою ладонь из теплых юношеских рук. И все же она решила высказаться. Просто мне здесь не место. Не глупи, Камека, ты ведь знаешь, что тебя ищут, а уйдя из города одна, ты долго не протянешь. Сейчас это самое безопасное и спокойное место для тебя. Я понимаю, что не могу просить оставаться тебя здесь вечно, но пока не время выходить в свет. Нет, я и так слишком долго пользовалась вашей добротой и гостеприимством. Потому мне лучше уйти сейчас, пока мой долг не возрос. И не стоит тревожиться за меня, у тебя и без того должно быть много забот. Разговор потихоньку переходился в более глубокое и откровенное русло, чего между двумя друзьями не случалось очень давно. Я не могу не беспокоиться за тебя. После небольшой паузы признался Черноокий Нукинин, я понимаю, что в последний месяц мало проводил с тобой время, но это вовсе не значит, не надо ничего объяснять, прервала его юная Кунаичи, дело тут не в тебе, а во мне. А точнее, все дело в моих чувствах. Она запнулась, собираясь силами, чтобы сказать самые трудные, но важные слова, понимаешь, она такие же, какие были год назад перед нашим расставанием. Они не изменились и вряд ли когда-нибудь изменятся. Собеседнику не нашлось, что ответить. Подобное признание немного обескуражило его, хотя и не было удивительным. Никто не знал, насколько же на самом деле ему было тяжело это слышать. Почему она не понимая, покачал головой парень, на миг растеряв все свое спокойствие, когда увидел лицо девушки. Хоть она и отводила глаза, но было заметно, что она старается сдержать нахлестывающие эмоции. И почему ты так ко мне относишься? Немного грустно улыбнулся Брюнет. Ты ведь знаешь правду, Камяка. Знаешь, что я сделал и сколько жизней разрушил? Я чуть не загубил жизнь собственного брата своими же руками. Мои руки это руки убийцы, испочканные кровью. Даже тебе и твоим близким я причинил боль, ты должна была ненавидеть меня за это. Не говори глупостей, пожалуйста, попросила его Хьюго, тоже легко улыбаясь, хотя больше хотелось плакать. Никакой ты не убийца. Я прекрасно знаю, что ты поступал так лишь потому, что у тебя не было выбора. Все ради мира и общего блага. Пожертвовать собой ради спасения многочисленных жизней, главное, ради жизни и защиты своего младшего брата большого стоит. Не каждый мог бы вынести такую нашу, твоя самоотверженность потрясает. Не спорю, твоя забота о других необычна, но это мне и нравится. Если честно, я и сама толком не знаю, за что люблю тебя, но это так. Однако эти чувства приносят лишь страдания, именно поэтому я хочу уйти сейчас, чтобы не мешать. Ты заслужил счастливой жизни с Кейкосом. А мне стоит поискать свое счастье в другом месте, так что пора идти, пока не стало слишком поздно. И невидящая Кунаича поднялась на ноги. Она не плакала, нет, но выглядела потерянной, сотрясаемой внутренними волнениями. Однако решимость ее была непоколебимой. Учиха понял, что не сможет убедить ее остаться. Печальный конец, невольно подумал он. Конечно, было бы лучше дать брюнетке уйти, но только почему он не мог ей этого позволить? Им внезапно завладело чувство отчаяния. Он не хотел ее потерять, но и рассказать всю правду тоже не мог. Нужно было делать очередной выбор общей благой или личной счастья. Весь план рушился на глазах, и когда Камико сделала шаг прочь, то была остановлена юношей, подействовавшим чисто инстинктивно. Что? Она даже заметить не успела, как была уложена на чистые перины. Что ты делаешь? Выпросительно молвила она, оказавшись в неловкой ситуации. Ты останешься, произнес тот не своим голосом. Что? Нет, пусти. Темноволосая беглянка попыталась оказать сопротивление, но Итачи лишь сильнее прижал ее, зафиксировав ее кисти выше головы своими руками, начисто лишив возможности оттолкнуть его. А последовавший быстрый поцелуй заставил ее замолчать, но она также отчаянно отбивалась. Он же продолжал укращать строптивую девушку, переключившись на ее притягательную шейку. Прекрати! Это неправильно, прошу, хватит, умоляла она, не понимая, как все могло дойти до такого. Отпусти меня, Итачи, да что на тебя нашло? Никакой реакции, а вместо ответа она получила легкий укус. По телу прошел электрический импульс, обостренные чувства во много раз увеличивали эффект, но это отнюдь не объясняло, почему ее друг вел себя так странно. Зная, что по-хорошему отговорить ее от своего решения не получится, парень изначально решил действовать силой, но кое с чем прогадал. Близкая дистанция и манящий аромат женского тела заставляли его терять рассудок. Слишком долго он сторонился любимого человека, также молча переживая свою боль. Находиться так близко, но в то же время не иметь возможности прикоснуться к ней, изображая из себя простого друга, и на ее глазах уделять внимание другой девушке было очень мучительно. Он тайно надеялся, что она его возненавидит, но этого было еще сложнее скрывать правду, видя, какую боль он причиняет хрупкому девичьему сердцу. И теперь все это вылилось в неукротимое желание быть рядом именно с этой девушкой. «Глупышка, ты ведь совсем не хочешь меня останавливать», раздался шепот черноокого отступника прямо у ее уха. «Нет, ты не прав», снова начала сопротивляться бывшей обладательнице Бьякогана. «Прошу тебя, остановись, пока не поздно, твоя не противоречь сама себе», давил на слабое место юноши, его тихие слова завораживали. «Твое тело отвечает мне». Он перехватил обе кисти в одну руку, а свободно и ласково провел по изгибу ее тело. От этого брюнетка невольно испустила слабый стон, едва не лишившись возможности здравомыслить. «Зачем он это делает? Почему издевается, нам же нельзя?» Закусив губу, она пыталась сообразить, как же выйти из опасного положения, но очередная атака не заставила себя ждать. Учиха запустил ладони под майку и добрался до еще одной эрогенной зоны Кунаичи, отбив у нее всякое желание к дальнейшей борьбе. Она просто не могла устоять перед его напором и уверенными движениями рук и губ, от которых оставались горячие отметины. «Так мне прекратить?» В последний раз спросил «Также тихо ответила Камико, окончательно поддавшись на провокации, продолжай». Обладатель даудюцу поспешил выполнить ее просьбу, припав к сладким женским устам. Долгий, полный страст и поцелуй пробудил обоих неистовые чувства. Все мысли улетучились, оставив лишь безумное желание разделить наслаждение вместе, наслаждение друг другом и своими чувствами. Долгое время в разлуке, а затем еще более следствием. Карты раскрылись самым неожиданным образом, когда человеческие маски были сорваны. Сильные эмоции кипели между двумя созданиями природы. Хоть парень и знал, что его подруга уже не сбежит, однако продолжал держать ту за руки, одаривая ее тело поцелуями. Отпустил он ее только когда освободил себя и девушку от одежды. Открывшийся перед ним прелестный вид просто завораживал стройное тело с бархатной оливковой кожей, пышная упругая грудь идеальной формы с затвердевшими от возбуждения сосками, тонкая изящная талия, округлые бедра и красивые ноги, а румяная от легкого стадоличка с синечерными волосами, не спадающими на плечи, завершала божественный образ. Хьюга была поистине прекрасна во всех смыслах этого слова. И пока Итачи молча любовался красотой, прежде скрытой от его взора, она потянулась к нему. Ее ласковые движения рук и поцелуи в области шеи и ключицы возбуждали. Напряжение быстро возрастало, заставляя его снова взять инициативу в свои руки. Ласки стали более грубыми. Поцелуя, переходящие в укусы, заставляли брюнетку громко стонать и впиваться ногтями в его спину, оставляя на ней красные следы. Глаза обоих шин обе горели, в сознании стоял туман, а горячее дыхание опалило кожу. Охваченные безумием, они не понимали, что творят. Не люди, звери. Это походило на борьбу, ибо каждый норовил принести большее удовольствие своему партнеру. Но в конце юноша починил девушку себе. Внезапная боль прошла кунаича насквозь, а вместе с ней каждую клеточку наполнило неизмеримое наслаждение, заставляя ее прогнуться в спине. Резкие движения, учащенное сердцебиение, горячее дыхание и сладострасные звуки. Все смешалось. Раз за разом он вторгался в нее, доводя партнер шут до экстаза. Она же, ослепленная своими чувствами, могла только сильнее прижиматься к нему, но, тем не менее, следуя его такту. От робко и неуверенно их юги не осталось и следа, равно как от непоколебимого духа ее партнера. Сливаясь и соединяясь, они превращались в сгусток энергии и эмоций, теряясь в пространстве, времени и реальности. В какой-то момент их целостность распалась, как треснувшее зеркало, а перед глазами разверзся бесконечный мрак. И Камика поняла, что наконец-то проснулась. Ох, опять, сначала кошмары замучили, а теперь еще сны эротического характера, ну что за наваждение. Она живо сообразила, что до сих пор находится в домике и ка в постели. Можно было бы предположить, что она случайно задремала, однако легкие ознобы неудобства наводили на подозрение, что все не так обыденно, как казалось бы. Ох, я что, спала обнаженной? Удивилась девушка, когда сонливость окончательно спала и принялась искать одежду. Но почти сразу наткнулась на чью-то руку. Живое человеческое тепло и знакомый аромат загнали ее в ступор. Учха. В этот миг Кунаича показалось, что мир разваливается на части. Нет, не может быть, неправда. Суровая реальность накрыла ее с головой, выбив из колеи. И как такое могло произойти? Она не знала. Камисома, что мы наделали? Это все на самом деле было, от своих мыслей ей стало тошно. А что будет с Кейкосом, если она узнает, бывшая обладательница Деудюцуя вовсе не представляла. Подавшись соблазну, нарушив запрет и тем самым разорвав узы дружбы, все это было подобно предательству. И пока девушка сокрушалась из-за своей ошибки, парень продолжал спокойно спать. Все. Конец. Теперь другого выхода не оставалось. Со слезами на глазах брюнетка осторожно поднялась. Но не успела она слезть с постели, как была схвачена за запястье. Не уходи, Камико. Непривычным и тихим голосом проговорил юноша. Затем хватка ослабла, и он отпустил ее руку. Не видящее вздохнуло, по его выровнявшемуся дыханию поняв, что это был просто рефлекс, Шиноби все еще пребывал в объятиях сна. «Прости», беззвучно произнесла она, «Простите меня оба. Сама же она знала, что себя за это не сможет простить. Никогда». Разбудила Итачи звонкая девичья Тадейма, разнесшаяся по всему дому. Он приподнялся и сел на постели. Рядом никого не было. Итачи. «А, вот ты где!» Дверь открылась, и на пороге показалась кейка. Ее радостное выражение и лица быстро сменилось недоумением при виде разбросанную по полу мужской одежды и сидящего на кровати жениха, задумчиво смотрящего в одну точку перед собой. «Эээ, ты в порядке? Что здесь произошло?» Стала расспрашивать его девушка. Она подошла к окну и открыла створки, чтобы разогнать духоту в спальне. Уже утро понял черноволосый Нукинин, глянув на светлое небо, затем обратился к пришедшей. «Где Камека?» «Не знаю, пожалуй, плечами та, заметно нахмурившись. Я к ней еще не заходила. И вообще-то, я жду от тебя объяснений». Но Брюнет молча встал, быстро собрал и надел свою одежду, после чего поспешил на выход. «Что же случилось, пока меня не было?» Мысленно задалась вопросом его подруга, оставшаяся в непонятках. Недолго думая, она последовала за ним. Со скоростью метеора промчавшись по коридору, Учхо достиг крохотной спальни, которая была отведена к юге, и распахнул дверь. Комната была пустой. Он внимательно обвел помещение глазами и постель была аккуратно заправлена, окно закрыто, а все вещи на своих местах. Не хватало лишь снаряжения Шиноби, что было одолжено для тренировок, да и самой постоялицы. Воспользовавшись силой нового дара, юноша быстро осмотрел весь дом и его окрестности. «Ну так в чем дело?» Вновь подала голос его спутница, наблюдая за его действиями. Ее нигде нет, изрек парень, закончив осмотр. «Я сейчас не о твоей подружке, спрашиваю». Однако тот уже не слушал, ибо его внимание привлек маленький кусок бумажки, торчащей из-под подушки. Он подошел к кровати и извлек странный предмет. На обороте бумажного клочка обнаружилась короткая записка, написанная неровным почерком. «Дорогие друзья, извините, я не могу остаться на вашей свадьбе. Но я искренне благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Я возвращаюсь домой. Простите и прощайте. Хака, домой? Ее же убьют», живо сообразил обладатель Шарингана, стиснув послание в ладони. Он развернулся, чтобы уйти, как обнаружил перед собой раздраженную невесту. «Куда ты собрался?» Саркастически поинтересовалась она. «Да. Позволь пойти». Но девушка и не подумала сдвигаться с места, по-прежнему загораживая собой выход из комнаты. Юный Нукинин чуть прикрыл луча. «Отойди, пожалуйста. У меня нет времени, ты никуда не пойдешь, пока не объяснишься, учхайточи». Жестко оборвала его шатенка, скрестив руки на груди и едва сдерживая нарастающую злобу в груди. «Почему ты ведешь себя так странно? Что тут произошло вчера? Меня не было лишь один вечер и ночь, а тут уже черти что творится. Куда делась комико? И почему в спальне такой бардак, будто ты там всю ночь с кем-то развлекался, а неужто решил развеяться перед венчанием? Да. Ее друг глубоко вздохнул. «Свадьбы не будет», резко заявил он, зная, что от разговора ему уже не уйти. «Что?» опишала девушка, «Это еще почему?» «Потому что это будет неправильно. Ведь я пошел на это не совсем по своей воле. Прости, что скрывал от тебя это». Он прикрыл глаза, сделав «Теперь уже нет смысла держать это втайне. Я расскажу тебе правду». «Правду?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я ничего не понимаю». Похоже, Кейка запуталась и была не особо настроена на откровенную беседу. Осознание того, что все ее надежды и мечты могут пойти прахом пугало ее. Но Итачи это не остановило. Наше венчание было условием договора с твоей бабушкой. Чтобы победить Учиху Мадару, намеревающегося захватить мировую власть, мне нужна была ее помощь. В небесном городе есть одно оружие, способное уничтожить даже обладателей вечного мангики. И старая кошка согласилась отдать его мне и научить пользоваться, если я исполню данные родителями обещания и женюсь на тебе. Как же это? Тихо произнесла Шатенко, чуть не плачи, бабушка. Не желала тебе счастья. Я тоже пытался сделать все так, что нам обоим было хорошо жить. Думал, что смирюсь с прошлым, но не вышло, парень спокойно посмотрел на нее. Кейка, ты мне дорога, но я тебя не люблю. Это притворство и недомолвки были большой ошибкой. Извини. Хлоп. Темноглазая девушка отвесила ему неслабую пощечину. Юноша не стал уклоняться, считая, что это самое меньшое, что он заслужил за обман. Итачи, ты, ты, с гневным взглядом, по-прежнему захлебываясь предательски выступающими слезами, стекающими по лицу, она издала судорожный вздох и опустила голову. Ты ведь сейчас хочешь пойти за Камека, а не Мадару убить, так? Взгляд ее изменился, да и голос стал более спокойным. Она может умереть, если вернется в Канаху, пояснил собеседник, я должен ее остановить, тем более, велика вероятность, что Мадара может добраться до нее первым, уже мысленно закончил он. Кейка же печально усмехнулась. Какая же я дура. Ты же все это время. Но теперь я многое понимаю. Например, почему ты так часто уходил с дому, не говоря куда. А ходил ты недалеко, к бабушке и кошке, чтобы узнать, как пользоваться этим оружием, которое она пока не хотела тебе отдавать. Черноокий отступник лишь кивнул. Он прекрасно знал, насколько умна его подруга, чтобы понять его поступки. Она же поняла все, и даже больше, чем того требовалось. И как же я раньше не сообразила? Все было слишком идеально. Продолжала вздыхать она, утирая соленую влагу с лица. Наверное, мои счастливые мечты и скорое исполнение заветных желаний застилали мне глаза. Я была слепа. Шатенко вдруг подняла на него взгляд, Хьюго Камяка. Ты любишь ее, и всегда любил. Я этого не видела, идиотка. Ты ж постоянно во сне ее имя упоминал, потому я и настаивала, чтобы ты ее нашел как можно быстрее. Однако даже после того, как ты привел ее в этот дом, это не прошло. Надо было еще тогда задуматься, так нет же. Кейка, я, ноучха не успел договорить, так как получил второй удар женской ладонью. Его щека покраснела еще больше, но он все так же беспристрастно взирал на свою собеседницу. Это тебе, Закамичан, выдохнула та, чем слегка его удивила. Она была тут ни при чем, но пострадала больше всех. Ты хоть понимаешь, что она пережила. Я недоумевала, что же ее постоянно терзает, ведь Кейка мне ничего не рассказывала. У нее постоянно в глазах боль стояла, хоть она и улыбалась. Я-то думала, что это из-за брата ее, а оказывается... Полагаю, она любила тебя даже больше, чем я, потому она и ушла. Обладатель Шарингана вновь промолчал. Ему нечего было сказать в свою защиту. Он и сам хорошо понимал, на что обрекал себя и беглую хьюгу. Он понял это еще когда принес ее в этот город. Однако не предвидел такого вот финала. Она должна была его возненавидеть, а он должен был позволить ей уйти. Но судьба все решила по-своему. Ты любишь Камика, как приговор повторила Кейка, и вот именно поэтому ты должен обязательно спасти ее. Что? Парень, в который раз поразился странной женской логике этой Куна-Ичи. Она же слегка улыбнулась. Я не эгоистка, Итачи. И раз судьба распорядилась так, что ты полюбил другую, то я не выражаю. Я хочу, чтобы ты был счастлив, вы оба. Ведь Камичан тоже мой хороший друг. Она подошла к Нокинину и вручила ему небольшой и запечатанный сверток. Тот перестал удивляться и принял обычные выражения и лица. Так он все это время был у тебя. Протянул он, забирая предмет. Оха! Бабушка отдала мне его в качестве преданного и велела передать тебе после женитьбы. Юная жительница под небесью усмехнулась, словно ничего не было, но раз у нас случилась размолвка, то мне это уже не понадобится. А теперь иди спаси свою любимую. И не вздумай ко мне возвращаться, окаянный предатель. Итачи проигнорировал язвительный выпад девушки. Вместо этого он поцеловал ее в лоб и ласково потрепал по волосам, бросив короткое «спасибо». После чего покинул комнату. Бака, улыбка Кейка тут же угасла, едва тут вышел за порог, «ну что ж, Камика, теперь больно будет мне». Но, думаю, что я это переживу. Очередной громкий стон, сопровождающий выброс адреналины и наслаждения, разливающегося по всему телу, сорвался с ус девушки. Он снова застал ее врасплох со своим любовным безумием. Конечности уже ноют от усталости, в то время, как у партнера еще полная энергия. Он безжалостно ставит ее на колени, повернув к себе задом. Она не сопротивляется и послушно следует его немым требованиям, держась на четвереньках, чуть приподняв бедра. Резкий толчок и тупая боль возвестили о повторном воссоединении. Приятная дрожь пробежала по всему, заставляя ее опуститься на локте и плавно изогнуться в спине. В таком положении проникновения получаются куда более глубокими, но это только больше возбуждает девушку, зараженную этой безумной лихорадкой. Чтобы не пришлось ей терпеть, она хочет, чтобы эта сладкая пытка продолжалась. Длилась бесконечно. Ей нравилось ощущать его твердую горячую плоть внутри себя. Между тем толчки парня усиливались и становились быстрее, что заставляло его партнерша стонать все громче и почти срываться на крики. Она уже не успевала за ним, так как эти сладострастные звуки заводили его сильнее. Изящный изгиб позвоночника притягивал взгляд и манил к себе. Не останавливаясь, он пару раз провел рукой по ее обнаженной спине. Ее кожа такая нежная и бархатная, что хотелось ласкать ее не переставая. А это только подливало масло в огонь. Оба молодых людей были уже в преддверии восхитительного финала. И в решающий момент партнер схватил ее за волосы, успевшие значительно отрасти за минувший год и притянул к себе. Ахнув от неожиданной смены позиции, девушка теперь прижималась спиной к его обнаженному стану, чувствуя теплое юношеское дыхание у своей шеи, его горячее прикосновение рук, сжимающих ее грудь. Завершительный рывок вперед, экстаз прошиб сплетенное тело, возведя их обоих на вершину удовольствия. Протяжный вскрик, и Кунаичи вскочила с импровизированной постели в совпоту и трясясь словно в лихорадке. О, Камисама, снова, каха! При воспоминаниях о той ночи ее опять затошнило. Уже второй день подряд она просыпается от мучительных кошмаров, навеянных подсознанием. Прошлое переследовало Хьюгу по пятам, куда бы она ни направлялась. В той прощальной записке, оставленной друзьем, она написала, что идет домой, но, разумеется, выбрала другой путь. Ведь она уже не могла назвать родную деревню своим домом, как и то место, где провела последние полгода. Теперь брюнетка стала настоящей беглянкой, скрывающейся ото всех и следующей туда, куда вела ее роковая судьба. Одна, никому не нужная и ни в чем не заинтересованная, она просто скиталась по дикой местности этого мира. Но помимо тягот передвижения и внешних опасностей отступницу больше терзали внутренние страдания. Предательница, это слово никак не выходило из головы и тяжелым грузом давила на сознание. Нет, это все случайность, нелепая случайность, пыталась мысленно оправдаться перед собой комико. Да что толку, подобные грехи так просто перед Богом не замолишь. Поэтому она и не удивлялась, что при таких мыслях и снах ей становилось плохо. За что мне это? Не могу так больше. Надтужно тихим голосом произнеслась слепая девушка, утирая пот с лица, когда ее перестало выворачивать наизнанку. Я хочу умереть. Она опустила голову и чуть не расплакалась. Все это было слишком тяжело для нее. Внезапно пространство огласил глухой рык, что заставило страдалицу подняться с колен. В пещере, что была выбрана ей под очередной ночлег, был кто-то еще. Какой-то зверь догадалась бывшая обладательница Бьякогана, замерев на месте и все обратившись чувства. Послышался едва различимый шорох бархатистых лап, шуршание хвоста по земле, а затем все смолкло. Было ясно, что животное готовится к нападению на случайную жертву. В общем-то эта самка тигра не особо пыталась скрыть свое присутствие, считая человека легкой добычей, ибо это создание природы ограничено в своих мироощущениях. Хьюга же в растерянности попятилась, хотя знала, что отступать больше некуда, ведь единственный выход перекрыт враждебно настроенным зверем. Неужели конец? Мелькнула в сознании паническая мысль. По глупости позвав смерть, она не ожидала, что та может действительно прийти к ней, да еще так скоро. Девушка даже не успела вытащить оружие для защиты, когда тигрица с ревом прыгнула на нее, сбив с ног. И как раз в тот момент брюнетка лишилась сознания, упав в обморок от испуга. А вот такого поворота животное совсем не ожидало. Заметив, что ее жертва не двигается, дикая кошка стала шумно ее обнюхивать. К счастью, хищница была уже сета, и напала лишь потому, что чужой посмел посягнуть на ее территорию. И в итоге она утратила интерес к жалкому человеку и оставила того в покое. Прошло немало времени, прежде чем девушка пришла в себя. Я жива. Она открыла пустые глаза и села. А очнуться ее заставило что-то острое, неприятно царапающее ее запястье. Протянув руку, она нащупала что-то пушистое, теплое и живое, тихо мурлыкающее и рявкающее. Тигренок поняла кунаичи, с легкой улыбкой поглаживающие детеныша за ушком. Но тот зверь, что напал на меня, был гораздо больше. Наверное, его мамаша. Однако, оценив обстановку в пещере, она не обнаружила что тигрица вышла на охоту или на водопой. Хотя, было немного непонятно, почему хищница ее не убила. Клац! Маленький тигр вдруг укусил ее, отчего камика поморщилась. Да, зубки у малютки что надо, подумала она, потирая пострадавшую конечность. Хорошо, что тигрята все еще молоком питаются, не то меня уже бы давно загрызли. В пещере она насчитала троих детенышей один был перед ней, второй тоже неподалеку игрался бумажным свитком, который наверняка стащил из ее сумки а третий лежал без движения, очевидно, еще спал. С тихим вздохом бывшая Анба встала, решив здесь не задерживаться, дабы не стать потенциальным кормом для матери этих детей. Но стоило покинуть львиное логово, как ее мысли вернулись к насущным проблемам. Она никак не могла понять, что же нашло тогда на нее сатачи, раз они оба позволили случиться такому недоразумению. Именно эта маленькая слабость, грешные мысли и запретные чувства, которые она обещала подавить в себе, привели к ужасным последствиям. Вот так разрушить мирную жизнь уютного дома и потерять двух дорогих друзей? Не этого она желала. Впрочем, вина тут была не только ее. Но все же брюнетка не могла сердиться ночево, так как сама позволила считать себя порочной и пользоваться как вещью. И все же было очень больно, что он так с ней поступил. Даже самые близкие люди вскоре отвернутся от тебя. Вдруг вспыхнули в мозгу страшные слова. Когда-нибудь ты узнаешь, что такое настоящее предательство, и сможешь меня понять. И только сейчас, в эту самую минуту, черноволосая Кунаича на конец поняла. Я не предательница. Это меня предали. Пришедшаяся я мысль поубавила угрызение совести, медленно сводя страдания на нет. Это ложь и обман, вот к чему они привели. Я была просто обманута в своих надеждах. Она глубоко вздохнула, все больше убеждаясь в словах предводителя Кацуки. Мадара все это предвидел. Вместе с его словами вспомнилась и предложенная сделка. Тут девушка остановилась. А почему бы и нет? Промелькнула в голове соблазнительная мысль. Ведь терять ей все равно уже было нечего. У Хьюги больше не осталось друзей или близких. Брат с недавних пор хочет ее убить. Лучший друг просто использует как игрушку, а единственная подруга является соперницей, невольно укравшую не ее любимого человека. Впрочем, оставался еще один самый юночиха, хотя при чем тут он? У Саски без того своих проблем хватает, лишние беды ему ни к чему. Всем, кого девушка любила, она теперь не нужна. Острая боль одиночества пронзила сердце. Нет, оставаться одной тоже совсем не хотелось. Прямая спокойная дорога жизни внезапно окончилась, и теперь комико стояла на перепуте и одна тропа была извилистой и трудной, полной препятствий и ведущей вверх под покров тумана и в неизвестной тетрой же была широкой убрать. Несложный вопрос. Спускаться легче, чем карабкаться, а оба пути все равно ведут незнамо куда. Стоять на месте тоже не выход, а света, который бы указал на верную дорогу как не бывало. Для появления света нужно приложить много труда, в то время, как тьма великодушна. Да, я все теперь поняла, беглая кунаича приняла решение, и раз я нужна Аммадаре, то я к нему приду. И уже стало неважно, как он воспользуется ей, одиночество казалось куда страшнее. К тому же бывшие шины Белеста были интересна обстановка в деревнях, а также планы обладателя вечного Мангики. Тут перед ней возникла неожиданная проблема. Брюнетка совершенно не знала, где он может быть. Бродить по лесам одной без Бьякугана еще никуда не шло, но искать укрытие опасных преступников, которые несомненно оборудованы техниками для отвода посторонних глаз, даже не имея ни малейшего представления о его местоположении равносильно бессмыслице. Проклятие должна же быть какая-то подсказка, темноволосая отступница принялась усиленно думать, однако не так-то легко было вспомнить все детали разговора полугодовой давности, тем более, что тогда ей казалось это совсем не важным, но ее размышления вновь были прерваны неожиданным шорохом в близ расположенных кустах. знаменительного звука куны. Последующие короткие звук и тихое шипение дали понять, что оружие попало в цель. Ух, просто змея, перевела дух бывшей обладательницы Деудюцу, хорошо слыша, как хвастатая рептилия барахтается в предсмертных судорогах, пронзенной металлическим наконечником кинжала. Точно, ее внезапно осенило. Ищи меня в логове змеи, процитировала она слово бывшего главы клана Учиха, и как же я раньше об этом не подумала. Старое убежище Рачимару в горах страны травы. Вот где теперь новая база Кацуки. Разумеется, после смерти Санина туда никто в здравом уме не сунется, да и еще ранее Саски во время встречи с бывшими сокомандниками разнес половину логова. Хьюга хорошо знала это место, так как после возвращения Наруто и остальных, ее команду послали туда, дабы проверить все на улики и подсказки, куда мог подопечными. Отлично, теперь нужно придумать, как туда добраться, мысленно заключила незрячая Кунаича. В голове почему-то мелькнуло воспоминание об опасной встрече с хищницей, что навело ее на хорошую мысль. Она чуть улыбнулась и прокусила себе палец на правой руке, затем быстро сложила несколько печатей. Ину, Тари, Сару, Хит Суджи, Кучи Синодюцу. От прикосновения окровавленной ладони к земле на миг возник символ призыва, после чего раздался оглушительный хлопок и все заволокло дымом. А когда завеса спала, то на месте знака стояло призванное животное. Камякачан, давно не виделись, человеческим голосом молвил зверь. Не Тора. Та поприветствовала его легким поклоном. Не Тора оказался тигром-альбиносом немалых размеров. В силу лидерских качеств во втором поколении предводителей и семейства кошачьих и своей уникальности призывать его могли только исключительные люди. Юный Шинобе пришлось сильно поднапрячься, чтобы стать хозяйкой этого призывника, у которого было хоть и не очень хорошее зрение, зато по выслеживанию и чутью он мог дать фору любой собачьей ищеке, не считая представителей клана и нузука. «Значит, ты действительно лишилась зрения», констатировал хищник, когда взглянул в пустые белеющие очи хозяйки. «Печально?» «Да», вздохнула та, так как очень хотела увидеть давнего друга. «Но откуда ты слышал про это?» «Слухами Земля полнится. Иногда новости человеческого мира долетают и до нашего мира, хотя по мне не стоит верить во все, пока не увидишь этого оча». Он сделал короткую паузу, в течение которой его собеседнице приходилось только гадать, известно ли ему о ее нашумевшем побеге из Канохи. «Ладно, оставим прошлое. Зачем ты меня позвала? Мне нужна твоя помощь, чтобы добраться до одного места. Как ты сам понимаешь, в моем теперешнем положении я не могу это сделать одна». «Хм, что это за место?» «Бывшее укрытие Арачимару, которое мы с тобой проверяли в прошлом году. Есть сведения, что там теперь обосновались остатки организации Акацуки, так что мы фактически идем в стан врага». Темноволосая девушка решила пока не посвящать звере в свои истинные планы, зная, что он может не одобрить такие действия. Хотя Нитора отличался большой преданностью и никогда раньше ее не подводил, все же не следовало впутывать его в это дело. «Похоже, тебе предстоит нелегкое дело», проговорил он, по-видимому ничего не заподозрив, «Что ж, я не очень хорошо помню то место, но если ты знаешь дорогу, то добраться до цели не составит труда. А вот с этим есть затруднения». К сожалению, я даже не знаю, где мы сейчас точно находимся, но вроде как в стране огня, если мы доберемся до границы страны травы, то дальше можно будет двигаться по памяти и моему запаху. Главное, сейчас вычислить наше местоположение. Хорошо, я этим займусь по дороге. «А теперь поднимайся, я повезу тебе». Камико кивнула и подошла к тигру, затем быстро вскарабкалась на его спину, ухватившись за шею на загриву. Через пару секунд оба уже мчались по среднему ярусу больших деревьев. Прямо как в старые времена, подумалось брюнетки, впадающие в ностальгию. Прямо по курсу небольшое поселение, некоторое время спустя, сообщил ей меньший собрат, внюхиваясь в разнообразные запахи сего мира, затем вдруг остановился. «Это деревня Хока. Что? Откуда ты узнал название?» Удивилась наездница. Тот же по-звериному ухмыльнулся, чуть обнажив острые клыки, и коротко ответил. «Тут табличка. Отлично, значит, деревня Хока. Я бывала здесь раньше, мысленно порадовалась бывшая Анбу такой удачей, а вслух же сказала следующее. «Хорошо, теперь я знаю, как добраться до границы. Скачи вперед, но обойди деревню. Нам нужно держаться лесистой местности, избегая открытых пространств и людей. Никто не должен узнать, куда мы держим путь, в особенности Шиноби. Всегда следи за тем, чтобы за нами не было никакого хвоста, я же буду тебя направлять». Понял, зверь тут же свернул в сторону. Ох, давно я не бывал в лесах Канахи. Да, селение Листа было всего в трех-четырех часах пути отсюда, но такая близость не трогала сердце бывшей обладательницы Бьякогана. Ее больше не волновало то, что творится в родной деревне, лишь где-то глубоко в душе колыхалось беспокойство о состоянии троюродного брата. Но Хьюга знала, что такого рода эмоции могут в будущем сыграть для нее плохую роль, потому пыталась запрятать все затрагивающие ее чувства и воспоминания как можно глубже в себя, запереть их под замок, дабы позже они были не использованы лидером Акацуки против нее же. Двигаться окольными путями и почти вслепую было нелегко, прошло еще два дня перед тем, как они пересекли границу и напали на верный след. За это время девушка успела немало проразмыслить над своим прошлым и о предстоящем будущем. Для чего она живет? Зачем борется за счастье других? И почему судьба так жестока к ней? Множество вопросов, оставшихся без ответа или вызывающих сомнений. Ее также тошнило по утрам от преследовавших ее кошмаров и пережитого позора, очевидно организм не желал привыкать к переменам, равно как и грубой пищи, которую добывает пресловутый белый хищник для себя и своей хозяйки во время дневных и вечерних остановок. Впрочем, в момент приема еды у брюнетки просыпался хороший аппетит, так что она почти не замечала, что употребляет. «Ты так растолстеешь скоро», высказался как Тонитора, глядя на то, как его спутница быстро поглощает третью рыбину, зажаренную на костре. Сам он еще час назад раздел тушку пойманной лави и поэтому был сыт. Отступница из конохи же в ответ лишь издала тихий смешок и потрепала животные по холке. Больше никак она не могла поблагодарить его за все, что он для нее делал, кроме как погладить по голове, да почесать спинку, если тот просил. Этот тигр был ее проводником, соратником и защитником, а еще настоящим другом. «Эх, даже и не знаю, что бы я без него теперь делала», думала с улыбкой Камика, утыкаясь лицом в круг могучего зверя во время движения. В дороге она с ним почти не разговаривала, дабы не отвлекать от дела. Ему же было вполне достаточно того внимания, что оказывала его напарница, выражая свою привязанность. Наконец, они приблизились к концу своего пути. Лес не так давно закончился, теперь они передвигались по песчаному плоскогорью. «Кажется, это у той скалы впереди», проговорил спутник Кунаичи, когда они остановились, «но я не чувствую здесь никаких признаков жизни». «Странно. Это ведь точно то самое место?» спросила его та, когда спешивалась. Получив утвердительный ответ, она задумалась. «Тут только старые запахи, никаких посторонних не наблюдается», изрекся командник, настороженно осматриваясь по сторонам, это место выглядит все так же заброшено. «Похоже, тебя дезинформировали, камякачан». «Нет», отрицательно покачала головы бывшая кайнаховская служащая, догадавшись, в чем тут дело, это гендюцу, причем гендюцу высочайшего уровня. Она слышала раньше о таком совершенной иллюзии, отключающей все пять чувств любого живого существа, которую не только нельзя рассеять, но и почти невозможно отличить от реальности. И наверняка, таких техник здесь было наложено несколько. Несомненно, работа, достойная лидера Акацуки, подумала незрячая брюнетка и обратилась к своему соратнику. «Не Тора, ты можешь идти, дальше я сама справлюсь. Большое тебе спасибо за помощь. Всегда пожалуйста. Рад был и служить члену клана Хьюга, хоть ты теперь не из их числа. А нет, так ты, не бойся, о тебе никому рассказывать не буду, ибо наш контракт остается в силе. Однако учти, что была моя последняя услуга, и служить я тебе больше не намерен до тех пор, пока ты вновь не докажешь мне свою силу. Слабые и беспомощные хозяева мне ни к чему. Это все, удачи в деле. После этого раздался громкий хлопок и зверь исчез. Доказать свою силу, это значит опять очутиться одной ногой в могиле, вспомнила девушка свой первый поединок с белым тигром, в котором едва не распрощалась с жизнью, но все же нашла в себе силу усмирить дикую кошку. Ох, сюрприз за сюрпризом, что же еще мне ожидать, она глубоко вздохнула и достала из сумки черно-красный сверток. Расправив плащ, что отдал ей тачи, она накинула его себе на плечи, и спокойным шагом направилась к таинственной базе, скрытой под скалой впереди. Запах от одежды будил в женском сознании тревожные воспоминания о прежнем владельце, но беглянка не могла сейчас ее выкинуть. Это одеяние использовалось как своеобразный знак для организации, чтобы ее не убили раньше, чем она доберется до предводителя опасных нукененов. Странный усиливающийся звук заставил Кунаичи замереть на месте. Прямо перед ней из-под земли возник один из преступников. От знакомой пугающей ауру юной под плащом машинально стала накапливать чакру. Но Шиноби пришел сюда вовсе не драться. «Пойдешь за мной», скрипучим голосом проговорил он, уже разворачиваясь, «Лидер ждет тебя». «Хай», успокоилась девушка, соглашаясь на поставленные условия. Она последовала звездицу в тайный проход, по-прежнему не теряя бдительности. Пока они пересекали длинный прямой тоннель, отдающий землей сыростью, каждая клеточка ее тела была напряжена до предела, но никаких ловушек и неожиданных сюрпризов больше не наблюдалось, разве что он еле слышно и клацание куста раздражало слух. С каждым шагом волнение Хьюги усиливалось, хотя внешне она оставалась спокойной, длительное общение с братьями Учиха научило ее держать беспокойные эмоции под контролем, да и прошлая принадлежность к Анбу тоже сказывалось. Наконец, коридор вывел двухшиноби в просторную залу. Здесь провожатый оставил невидящую брюнетку, удалившись сквозь стену во внутреннюю часть убежища. Там выражать не стало, ибо присутствие этого существа ее нервировало. Она сделала еще пару тройку шагов, отойдя от стены с нарастающим чувством деживы. Пещера все также сквозила влажным холодом несколько факелов, прикрепленных к большим каменным колоннам, поддерживающих свод потолка, разгоняли мрак, но почти не давали тепла. Хьюго Камико, помещение огласил прохладный и величественный голос, «Ты пришла!» Перешедшая молча повернула голову в сторону источника звука, от которого щемило сердце. Ее воображение вмиг нарисовало давнюю картину черноволосого мужчина, сидящего на каменном троне наподобие между Итачи и Саски. Она словно переместилась назад в прошлое, только в этот раз растерянности как не бывало, ибо теперь она здесь по своей воле. «Подойди ближе!» вновь прозвучал манящий голос лидера. Отступница Канухи подчинилась и сделала еще несколько шагов вперед, выйдя на свет. А когда она достаточно приблизилась, то отвесила Шинобе легкий поклон. «Приветствую вас, Учхасан!» «Хм, вижу, ты стала куда вежливее, чем раньше», «как и то, во что одета бывшая обладательница Бьякогана. «Оставим приветствие, ведь тебе явно есть, что мне рассказать, в частности и то, откуда у тебя эта накидка». Камико слегка улыбнулась, чуть опустив веки. «Вы очень наблюдательный, Учхасан!» сдержанно произнесла она, вовсе не спеша выдавать свои секреты. «Думаю, вы и сами должны были уже понять, что означает мое появление в таком одеянии. Я хочу спросить, предложенная вами сделка еще в силе». Повисла небольшая пауза, в продолжении которой темноволосая Кунаича томилась в мучительном ожидании. «Да, обладатель Шарингана знал, как заставить людей понервничать. Ну, разумеется, соизволил, наконец, ответить он, ухмыльнувшись, в противном случае тебя убили бы еще под ножи и скалы, хих. Это вряд ли, качнула головой та, если вы все тот же Учиха Мадара, каким я вас представляю, то вы бы не стали меня убивать так сразу, потому что вам было бы интересно, какой из двух вариантов сделки я выбрала. Ведь, как сказать, быть может, я уже прибила Итача и в доказательство решила приподнести вам его форменный плащ». При таких словах предводитель Акацуки невольно рассмеялся. Очень остроумно оценил он юмор собеседницы, хотя та не собиралась шутить, видать вырвалось от волнения, кажется, я ошибся, ты нисколько не изменилась, такая же неприступная и неразумная, как все канаховские глупцы, способные любить и прощать. Неправда. Заявила Хьюга, неожиданно опустившаяся на одно колено и склонившая перед ним голову, я больше не ребенок, вещев чудеса и силу дружбы. Любые узы, даже кровные могут однажды порваться. Все произошло, как вы и предсказывали. Я потеряла доверие всех своих близких, все потому, что пошла на поводу своих чувств. Я познала истинное предательство, ибо сама частью стала предательницей, не желая того, есть вещи, которым нет прощения, все, как вы и говорили. Поэтому у меня больше нет причин не верить вам. И, если я вам еще нужна, то можете распоряжаться мной как того захотите. Закончив речь, она еще больше опустила голову в знак его главенства. Брюнеджи в свою очередь ей бровью не повел, оставшись беспристрастным. Что ж, похоже, ты хорошо подготовилась к нашему разговору, вещал он без особого интереса, и наверняка ты должна была предвидеть, что мне может быть этого недостаточно. Недостаточно? Ксо. А вот такого поворота Кунаичи не ожидала, однако не дрогнула. Бывший глава клана Учиха тем временем продолжал, мне нужна некоторая информация. Надеюсь, ты можешь дать мне важные сведения касательно действий моего главного противника или, по крайней мере, его младшего брата, хм, незрячая девушка глубоко вздохнула. К сожалению, не могу. Итачи предпочитал не делиться со мной своими планами, да и за то короткое время, что я с ним провела, узнать об этом было почти невозможно. А что до Саски? Она неожиданно вспомнила о сегодняшнем собрании Пятикаги, его цель не изменилась, потому советую вам проверить, что творится на совете главвеликих селений Шиноби. Полагаю, их совещание будет прервано неожиданным появлением отряда Така. Похоже, это сработало, так как ее собеседник довольно улыбнулся. Вот как, отлично! Это меняет дело, он на время отвлекся, чтобы подозвать к себе Зицу и дать тому соответствующие указания насчет младшего из своих оставшихся потомков. Прости, Саски, мысленно извинилась Хьюга, по-прежнему смотря пустым взглядом в земляной пол. Но все же она считала, что поступила правильно, так как в борьбе с такими сильными Шиноби, как лидеры пяти деревень, юному обладателю Мангике потребуется любая помощь. И пусть даже он убьет Донза или этого же шпиона Акацуки, главное, чтобы остался жив. Мадара все равно уже никогда не перетянет его на свою сторону. Ты дала мне ценную информацию, Камико, отозвался владелец вечного Мангике, как только закончился своим подчиненным, вновь переключившись на брюнетку. Ета думал, что на собрании не будет ничего интересного, хих. Теперь же мне придется самому туда явиться, так что времени у нас мало. Он поднялся с сиденья и медленно приблизился к ней, после чего приказал той поднять голову. Теперь я спрошу в последний раз, готова ли ты служить мне? Проговорил он, глядя на отступницу сверху вниз, это все равно что стать игрушкой в чужих руках или продать душу дьяволу? Советую подумать, потому что после этого решения обратной дороги уже не будет. Я готова, спокойно ответила комико, я отдам вам свою душу и тело, но при одном условии, ха, и что это за условие? Мужчина чуть склонил голову набок. Вы не будете заставлять меня выступать против конохи. Я не буду давать вам никаких секретных сведений касательно моей деревни, равно как и появляться там в открытую или же по вашим поручениям. Она усмехнулась, правильно предположив вопросительную реакцию собеседника, поэтому пояснила, мой двоюродный брат хочет меня убить, потому мне нежелательно попадаться на его глаза. Не хочу повторять судьбу двух последних ваших соклановцев. Хих, как ни странно, ты уже повторяешь действия одного из них, мысленно заметил предводитель преступной организации, но на самом деле его интересовал другой вопрос, а как же Итачи? Мне казалось, о его безопасности ты будешь просить в первую очередь, хм, темноволосая комнаича на момент напряглась, стиснув кулаки. Он вас больше не побеспокоит, отчеканила нано редкость твердым тоном. С чего такая уверенность? Он ведь вполне может явиться сюда за тобой, предположил Шиноби. Этого не будет, жестко оборвала его та. Я смеет прийти сюда. Она сжала ладонь так крепко, что ногти впились в нежную кожу, оставив красные отметины. То, клянусь, я сама остановлю его раз и навсегда. От услышанного Шаринган Мадары засиял ярче, а губы изогнулись в зловещей усмешке. Девчонка отлично поняла, что такое предательство, но по его мнению, так и не познакомилась с чувством мести. Что ж, скоро узнает. Научим этому и ненависти, и настоящей грешности. Хорошо, я принимаю оба условия, согласился он, тем самым поймав девушку на слове, затем протянул ей руку, стало быть, мы договорились. Договорились, кивнула она головой и положила свою ладонь на его, чтобы скрепить заключенную сделку пожать им. Отлично, Учхо стиснул ее запястье, потянув на себя, заставил подняться, затем окликнул еще одного своего соратника, Пейн. Из тени еще одного коридора вышел представительного вида отступник, бледная жемчужного цвета кожа, придающая ему сходство с утопленником, была местами проколота тонкими черными штыками, непослушные ярко-рыжие короткие волосы бросались в глаза, оттеняя блеклое лицо с необычными очами и обилием персинга. Конечно, оценить экстравагантную внешность союзника Учихи незрячей Хьюга была неспособна, зато она смогла почувствовать всю мощь его силы и чакры, которая почти не уступала обладателю иного даудюцу. Не понравилось ей то, что от него при матеке вела смертоубийством. Все готово, лидер сама, сразу же отрапортовал рыжеволосый шинобе, словив взгляд головоря. Ну тогда проводи нашу новую сослуживицу, а там приступайте к делу. Брюнет коротко взмахнул рукой и поспешил удалиться, оставив Кунаича в непонятках. Что еще за дело? Подумала она о предстоящем. Однако ее провожат и не потрудился пояснить приказ лидера, более того, он даже не взглянул на девушку. Иди за мной, коротко бросил он через плечо и двинулся обратно в проем, откуда вышел ранее. Брюнет тихо вздохнула и последовала за ним. Куда вы меня ведете? Спросила она, пытаясь обратить на себя внимание. Поспевать за пианом ей было непросто, ибо путь в этот раз оказался извилистым, при каждом повороте ей приходилось напрягать слух, чтобы узнать, в какую сторону направляется правителями, дабы свернуть в правильный коридор. Поэтому она решила хоть как-то намекнуть тому о своей маленькой проблемке. Но лжепредводитель Акацуки не захотел отвечать на поставленный вопрос, так что его новой подопечной оставалось лишь теряться в догадках. Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать, мрачная дорога привела их в другую залу, и получше позауряд не первый. Воздух здесь был более разреженным, что свидетельствовало о том, насколько глубоко они ушли под землю. Что это за место? Вновь подала голосками копотихий треск запалившихся факелов огня. Церемониальный зал соизволил, наконец, заговорить Нукинин, проведя ее чуть дальше от входа и помогая спуститься по лестнице, так как оказалось город был поделен на два яруса. Но, несмотря на звучные названия, новенькое это помещение пришлось совсем не понутру, уж больно здесь нечестивая и темная аура господствовала. Хм, полагаю, мне предстоит какое-то посвящение. Скептически молвила темноволосая особа. Не совсем. Здесь мы проведем ритуал по восстановлению твоих способностей, разъяснил ее спутник, когда они добрались до нижнего этажа, только ради этого пришлось перестроить эту залу, бывшую ранее карцером для подопытных Арачимару. Теперь становилось понятным, почему собеседнице пришлась не по вкусу царившая здесь атмосфера. Дух мрачных событий, творившихся в далеком прошлом, до сих пор витал в этом месте, ягода она и почувствовала. Но сейчас ее взволновало другое обстоятельство моих способностей. Остолбенела Кынаховская отступница, устремив на сероглазовый нензи безжизненный взгляд, вы хотите сказать, что можете вернуть их? Вполне возможно, таинственно ответил тот, немного отойдя в сторону, да у Дюцу, как и все другие техники, претерпевают три процесса создания, развития и разрушения. Такие же процессы, как передача, обмен и восстановление, может не каждый. К примеру, пользователи Мангики Шарингана могут использовать способ передачи способностей внутри своего клана, ибо, как правило, у простых людей они не переживаются, хотя и встречаются исключения. Именно таким способом Итачи вживила Матерасу своему младшему брату. С его стороны раздавались тихие странные звуки, но понять, чем именно занят обладатель Рингана было невозможно из-за его голоса, заглушающего посторонние действия. Видимо, специально отводит внимание, решила Хьюга, но продолжала слушать все то, что он говорил. Ты же в прошлом году открыла способ обмена Деудюцу, с помощью которого смогла передать способности своих глаз Итачи и вместо него оставшись прозябать в темноте. Пробравшись в храм Накана и найдя тайную комнату для собраний клана Учхо, с помощью Бьяку Ганатой прочла надписи над каменным алтарем. При этих словах невидящая девушка издала удивленный возглас, как вы узнали? Она не могла понять, откуда же им столько известно, ведь об этом обстоятельстве она ни одной живой душе пока не рассказывала. Пейн же чуть слышно усмехнулся. Потому что информацию такого рода ты больше ниоткуда взять не могла, он немного помедлил, затем продолжил. Храм Накана был изначально построен Рикуда Сининым, основателем нашего мира и Шиноби, для последующих поколений владельцев Деудюцу, дабы они могли использовать впоследствии его учения и самые бережно хранимые техники. По легенде, на этой территории, где обладатель глаз шести путей решил остановиться, проживало небольшое племя людей, обделенных особым чувством справедливости и равновесия. Как сторонники единства мира, они искренне почитали Рикуда и помогли воздвигнуть храм в его честь. Тот же в знак признательности подарил им частицу своей силы. Так появился Каланг Юга, а с ним и вторая Деудюцу. Биякуган. И лишь спустя несколько лет на свет появился первый обладатель Шарингана, рожденный от женщины из клана Хьюга и Демона. Позже развившийся клан Учхо оккупировал территорию храма. Эти два известных клана Канохи очень отличаются друг от друга, но тем не менее они потомки одного племени, наследники великого Шиноби. Возможно, Рикуда изначально предвидел такой поворот судьбы, раз разделил свои техники для этих Деудюцу. Понятно, так вот от кого это все пошло, размышляла Камико, проникшаяся этой историей. Старшие соклановцы поговаривали, что именно после того случая с женщиной, полюбившим демона, в кланьях Юга и появилась традиция делить семью на главную и побочную ветвь, а также помечать представителей последней печатью птицы в клетке, принесшей столько неприятностей. Похоже, Рикуда действительно это предвидел, потому что после обмена глазами Сатачи моя печать исчезла и ему не передалась. Да, легенда довольно правдива. Дальнейшие мысли были прерваны голосом рыжеволосого рассказчика, почти подошедшего к концу сейпове вести. И, наконец, самые великие тайны основателя нашего мира были доступны лишь его прямым потомкам, носителям того же Деудюцу, что обладал он сам, правитель селения Дождя вновь повернулся к собеседнице лицом. Майриниган может узреть не только то, что видят Шаринган и Бьякуган, но и то, что скрыто от их взора. Возможность восстановить способности любого владельца Деудюцу еще далеко не все. Дар богов, сила бога. Я повелеваю всеми процессами этого мира. Да, скромностью вы явно не блещете, вставила свое слово брюнетка, начиная уставать. Полагаю, наша беседа закончена. Все равно приземленному глупому ребенку во зрении бога не понять. Перейдем к ритуалу. Раздевайся. Выпросительный знак. От последнего указа Кунаичи мигом перестал ловить ворон. Это еще зачем? Так надо. Не стал вдаваться в подробности тот, вернувшись к отрывистой манере речи, поторопись. Он явно хотел побыстрее закончить с этим делом. Из какого перепугу я должна? И подумала новая послушница, чувствуя на себе холодный взгляд бездушных глаз, отчего становилось не по себе. Но все же, обреченного вздохнув, она начала медленно снимать с себя одежду, надеясь на то, что в намечающейся церемонии ей не будет уготована роль жертвы. Дело застопорилось, когда дошло до нижнего белья, у краснющей девушки задрожали руки, отказываясь слушаться. «Живее», подгонял ее Пейна равнодушным голосом, чуть прикрыв очи, «Или мне придется заняться этим самым?» Угроза хоть и напугала Хьюга, но к дальнейшим действиям не подбила, она только сильнее налилась краской, сжав в ладони ткань, прикрывающую заветные места. Однако у Шиноби был припасен вариант на такой случай. Канан. Позвал он Каготу еще, «Разберись!» Сам же он на время удалился, уступив место другому члену организациям. Канан оказалась девушкой, что существенно успокоило новоприбывшую, так что она с небольшими колебаниями все же позволила снять с себя оставшиеся вещи. Может быть, хоть вы объясните мне, что будет на этом ритуале? Решилась спросить она напарницу лидерами, до сих пор чувствуя себя, мягко говоря, неловко. На это у нас нет времени, спокойным, приятным голосом проговорила та, но ты не беспокойся. Если будешь в точности следовать указаниям Пейна, то ничего плохого не случится. А теперь стой спокойно, я тебя подготовлю. Брюнетка кивнула и чуть прикрыла глаза. На ее голову был водружен странный и довольно тяжелый венец, от которого сразу же начало затекать шеи. Однако бывшая обладательница Деудюци не стала жаловаться, лишь тихо вздохнула, не двигаясь. Такие же металлические неудобные украшения были надеты на ее запястье, шею и талию, браслеты, колье и пояс, если кто не понял, соединенные друг с другом парой тонких цепочек. Неожиданно пришла сцена из одной рукописи, где рассказывалась о древнем племени, поклоняющемуся богу Луны. Примерно так и довалилась жрица во время церемонии жертвоприношений, вспомнила она, поежившись от соприкосновения голой кожи с холодным металлом. «Хорошо», произнес обладатель Риннигана, когда вновь очутился рядом, «теперь выпей это». Он протянул ей наполненную чащу. Комяков взял отус некоторыми сомнениями, в нерешительности замерев, пока пара нукининов выжидательно смотрела на нее. «Пей», строго повторил парень, «и до дна». Секундное колебание, затем молодая Кунаича, набравшись смелости, разом осушила содержимое чаши. Густоватый пресный напиток оставил неприятный осадок во рту. После этого рыжеволосый отступник отвел ее в центр залы, приказав просто стоять на месте. Его слова дошли до девушки не сразу. Оттого пяти осознание помутило, вызвав легкой головокружение. По телу медленно распространилось тепло, вслед за ним ее охватила приятная эстома, отчего держаться на ногах стало труднее. Глубоко вдохнув, брюнетка запрокинула голову вверх, на лице образовалось отсутствующее выражение, будто она ушла в транс. До ушей теперь доносились странные магические песнопения и тихий бой барабанов, но было непонятно, были это звуки реальности или же собственного внутреннего мира, навеянного подсознанием. Зало времени, Хьюга не знала, но в какой-то момент поняла, что любуется на каменные узоры и сводчатого потолка, а Пинни уже давно смолкла. Вижу. Я вижу. Улыбка ликования тут же сошла с лица, когда она опустила голову и узрела полдюжины свежих трупов, лежащих у ее ног. Девушка на пару секунд оцепенела, скованная ужасом представшего перед глазами зрелища, даже крик испуга и тот замер в груди. Уж лучше бы она этого не видела. Убиты, они все мертвы. Она, наконец, дернулась и прижала ладонь к рту. Камисома, зачем? Прошептала Хьюга, мелкая дрожь прокатилась по обнаженному телу. Это была неотъемлемая часть древней церемонии, к ней подошел повелителями, чтобы приобрести что-то одно, нужно отдать взамен другое. Это была обязательная жертва, чтобы восстановить твое зрение и способности. Но, я не хотела этого, ох, если бы я только знала заранее. Брюнетка опустилась на землю, до сих пор ужасась куча мертвецов, валявшихся в луже свежей крови, от запаха которой просто воротила. При внимательном рассмотрении стало заметно, что три жертвы одеты как шины беконохи, а одно из этих телефон выглядит особо знакомым. А нет, то кума. Признав в нем своего соклановца, юная кунаича сделалась совсем дурно. Она склонила голову, едва сдерживая рвотные потуги. Все это было слишком, хуже любого кошмара. Как же могло такое произойти? Почему ее соотечественники оказались здесь? Этих троих мы поймали на шпионаже, будто прочитав ее мысли, сообщил Пейн, безразлично глядя на мучения новенькой служительницы. Кажется, они охотились за Кобута, но случайно напали на наш след, хотя, вообще-то их было четверо. Но капитана Митароша мы убрали сразу. Остальные же трое. Это шеноби моей деревни, предавшие свою родину. Остановись, пожалуйста, мысленно просила его слушательница, у которой выступили слезы на глазах. Она была на грани истерики. Шесть человек ради нее сложили свои головы, их держали специально для этого проклятого ритуала, чтобы вернуть ей силу Бьякогана. Она не хотела таких жертв, ведь люди не дичь для закалывания. Больный сердце становилось непереносимой, Камико отвернулось, чтобы больше не видеть трупы убитых товарищей и неизвестных шеноби. Взору предстали пол и плащан Укинина, что прикрывали его ноги. Верни токуму, всхлипнула девушка, падая перед ним ниц, верни их всех, умоляю. Ты ведь мнишь себя Богом? Ты можешь сделать это, я знаю. Так что прошу, оживи их всех. Хрустальные капли оросили все так же безжалостно смотрел на молодую страдалицу свысока. Что ему задело до каких-то слабаков? Просьбы о помиловании были для него пустым звуком. И не проси, холодно проговорил он, отступая на шаг, я не собираюсь тратить время и силы на всякие глупости. Церемония окончена. Поднимайся. С этими словами он развернулся и ушел, оставив отступницу из клана Хьюга на растерзание собственной совести. Ее душевные муки были так велики, что она не могла сдержать своих отчаянных эмоций и тихо плакала над прелетой кровью товарища и своего родственника. Так прошла минута, пока на ее плечо не опустилась теплая женская ладонь. Успокойся, мягко произнесла синеволосая Кунаичи, помогая той подняться, ты должна держать себя в руках. Несчастная страдалица встала на ноги и покорно дала себя увести, хотя, как было очевидно, слова помощницы Пиона так и не достигли ее сознания. Ее до сих пор трясло мелкой дрожью и даже не столько от холода из-за долгого пребывания без одежды, сколько от потрясений из-за произошедшего жестокого насилия над невинными людьми. Она не могла так просто оправиться от шока, и лишь когда Канан привела ее в душевую и окатила теплой водой, Камико вздрогнула и слегка повернула голову, сидя к ней спиной. Почему он отказался? Тихий и неуверенный вопрос огласил помещение подобно порыву ветра. Наверное, потому, что от этого бы не было никакой пользы. Оживить умершего само по себе нелегко, даже для Пиона да и просто бессмысленно. Ведь эти шины были врагами и все равно бы умерли от его руки, беспристрастно вещала повелительница бумажных дюцу, осторожно снимая тяжелую атрибутику для церемонии жертвоприношений с брюнетки, на теле которой после этого остались отпечатки врезавшегося в кожу металла. Впрочем, она не замечала подобного рода неприятных отметин, ибо сердце терзало другая боль. Страдания есть и удел человеческий, но тебе не стоит так убиваться из-за смерти других. В этом мире не бывает без жертв. Возможно и так. Но все же, если есть шанс их предотвратить, их нельзя было предотвратить. Люди всегда были жестоки по отношению друг к другу, так с чего же Всевышний должен быть к ним милостивым. К тому же все мы учимся на своих ошибках. И лишь познав истинную боль, мы будем стремиться избежать ее в будущем. Между девушками зависла пауза, только звуки соприкосновения мыльной губки с нежной девичьей кожей разбавляли немую атмосферу. Я должна простить себя, чтобы меня смогли простить другие. Да, я ничего не могла тогда сделать и с этим придется смириться. С отстраненным лицом рассуждала про себя особо с фиалковыми глазами, до сих пор сохраняющими блеклый цвет вследствие продолжительной слепоты. На губах появилась печальная улыбка, отчего ее выражение стало еще более прозаичным. Да, быть может, ты и права. Так, значит, он все же ее не убил? Нет, не смог. Более того, он отдал свою соратницу в руки бывшей сокомандницы, однако и пойти вместе с ней отказался. В Кунохе вряд ли были бы рады видеть его после убийства Данза. Но ведь это не он убил, а Данза сам себя уничтожил, стремясь и противника на тот свет забрать. Вполне можно было бы объяснить это остальным, хотя, кто сейчас поверит Учхам, кроме таких же предателей, какими их все считают. Верно. Может, именно поэтому Саски согласился присоединиться к нам, если старейшины откажутся выполнить его новый ультиматум. Что? Расскажи об этом подробнее, пожалуйста. Маленькую и невзрачную комнату в пещере оглашали голоса двух беседующих. С момента прихода Камикова Кацуки восстановление ее врожденных способностей прошло несколько недель. Она полностью реабилитировалась после трагедии, что узрела почти сразу по случаю повторного получения Бьякогана, но свои силы, увы, испытать пока не могла, ибо все это время провела в запертих специально выделенной ее спальне под бдительным оком сотрудников зловещей организации. Такое отношение приходилось новенькой совсем не по душе, она чувствовала себя пленницей, а бездействия и постоянное наблюдение Зитсу раздражало ее, будто шило в заднице. Напряжение и внутреннее недовольство могла снять только Канан, которая поставляла соратнице еду, иногда принося с собой вести из внешнего мира. Вот и сейчас они обсуждали события от сорванного собрания Пятикаги до объявления лидера Макоцуки мировой войны и позиции активных игроков на данный момент. И, надо признаться, юная Хьюгу тревожила решение младшего Учихи, хотя все было передано со слов Мадары, который за эти дни в убежище так и не появлялся. Видимо, без него никто не знал, что делать с новоизбранной соратницей, оттого она и скучала. Долго мне еще сидеть тут без дела? Не сдержавшись, спросила Осиневлазки, когда та уже собиралась выйти из ее комнаты. Без понятия, только пожала плечами вопрошая моя особа. Пока не поступит соответствующего указания от Лидерсома, я так думаю. Придется подождать, пока он вернется. Но он может вернуться когда угодно. Возмущенно воскликнула молодая брюнетка, вдруг вспылив, вы что, будете меня еще месяц тут держать, если Мадара решит затаиться на долгий срок? Дайте мне хоть из комнаты выйти, хотя бы при сопровождении. Я на все согласна буду, нам с Пейном вообще-то сейчас не до тебя. Весьма холодно выдала в ответ старшая Куна Ичи, но потом, увидев погрустневшая личка собеседницы, опустившую голову, все же смягчилась, но так и быть, я спрошу его об этом. Девушка тут же перестала грустить и благодарно посмотрела на нее. «Спасибо, Канан-сан», проговорила она перед тем, как принцесса Орегами покинула ее комнату. Неизвестно, сработала ли просьба или просто пришло время, но на следующий день Камико заявился обладатель рейнега на собственной персоной. Вставай и пошли, как всегда коротко молвил он, безэмоционально глянув на сидевшую на кровати и читающую до этого времени подчиненную предводителя. «Куда?» спросила та, мигом вскакивая на ноги. Однако ее вопрос был проигнорирован, так как рыжеволосый отступник уже успел развернуться и выйти из-за порог. Что же произошло? Все еще озадаченная Кунаичи, тем не менее, поспешила за ним, быстро нагнав и двигаясь следом. Спрашивать своего провожатого из-за его необщительного состояния она не решила и совместно этого изучала глазами дорогу, по которой пролегал их путь в неизвестный ее пункт остановки. Как и ожидалось, и подземный ход остался неизменным со временем короче моровского жития. Те же пустынные тоннели из крепкой каменной кладки, освещенные периодически расположенными на стенах факелами огня, и гробовая тишина, прерываемая лишь глухими звуками передвижений проходящих по ним со зданий. И ничего, чтобы указывало на нового хозяина этого подземелья, поэтому созерцание повторяющихся пейзажей и коридоров быстро надоело его новой жительнице, так что она вновь переключилась на свои мысли по поводу того, куда же в конечном пустынные Долго гадать не пришлось, ибо спустя короткое время два путника вошли в центральное помещение, представляющего собой огромный зал с постаментом и дальней стены, где располагался резное каменное кресло из палинских размеров и старый монумент с двумя гигантскими чашами, в которых будто жидкость сплескался огонь. Пламя его освещало широкую дорогу к постаменту, которую окаймляли колонны в несколько рядов, придающие гроту изящности и таинственности. Зачем мы здесь? Вновь поинтересовалась Хьюга, когда они остановились посреди зала, правда, уже более настойчиво. Наш лидер скоро будет здесь, соизволил-таки дать ответ приветшей ее сюда Шинобе, по обыкновению не проявляя ничего, кроме деланного безразличия, и ты должна его встретить. Вот как сказать правду, обладательница Бьякугана даже обрадовалась этой вести, хоть и не подавала особого вида, только вот любопытно, это был его приказ или ты сам так решил? Ну, Кеннин как-то недобро сверкнул глазами в сторону отпускавшим дерзкие комментарии особые, но та и бровью не повела, притворившись, что рассматривает ближайшую к ней колонну. В итоге, не добившись больше никакой реакции, она решила сменить тему. Почему именно это место стало одним из ваших убежищ? Что значит одним из? Подозрительно переспросил собеседник. Брюнетка только вздохнула с иронией. И как долго это будет продолжаться? Подумала она, подойдя к декоративному столбу, поддерживающему свод подземелья, и провела ладонью по холодному гладкому камню. Я знаю, что у вас есть несколько баз по всему миру, причем многие используются организацией только для запечатывания биджу. Это и. Она осеклась, не в силах произнести имя того, кого всеми силами пыталась забыть, потому спешно поправилась. И многое другое стало известно из надежных источников. Но никак не пойму, почему ты сотрудничаешь с Мадрой сама. Она заинтригованно посмотрела на парня, развернувшись к нему, по-прежнему не отрывая руки от каменной поверхности, что бросало на нее длинную тень. Почему ты позволяешь ему командовать и помыкать над собой, раз у тебя такой сильный дар? Зачем тебе его поддержка, когда у тебя есть в распоряжении целая деревня? Не отрывая от объекта взгляда, она медленно зашла за колонну, исчезнув из поля зрения унова. С такими возможностями можно многого достигнуть и без чужой помощи, какое тебе может быть до этого дела? Недружелюбно отозвался вопрошаемый, не желая откровенничать с едва знакомой ему девчонкой, обходя загораживающий вид столб с другой стороны, добыли-то зреть поднадзорную, которая спокойно стояла, опершилась о преграду спиной. Раз спрашивая, значит, оно есть, донесся ее голос откуда-то позади. Из-за дальней колонны у самого постамента показалась еще одна девушка, неотличимая от той, что была перед ним. Значит, по меньшей мере, одна из них была лишь копией. И не из-за праздного любопытства, добавила та, что была дальше. Ни единой эмоции не отразилось на лице сурового правителями. Ему понадобилось меньше секунды, чтобы всадить куна и в грудь ближайшую к нему особую и запустить им же в другую, затем в мгновение ока переместиться к третьей, что пряталась с противоположной стороны дорожки. Схватив последнюю за горло, он припер ее к колонне. Одновременно с этим раздалось два хлопка и пострадавшие клоны исчезли, будто их и не бывало, а оружие со звоном упало на землю. «У меня есть на то свои причины, о которых тебе знать не обязательно», сказал, как отрезал, заместитель старшего учихи, глядя на захваченную уж совсем недоброжелательную и не спеша отпускать. «Ты всего лишь глупый ребенок, тебе не понять мировоззрение Бога. И хватит игр. У меня на это тоже есть свои причины», подумала про себя темноволосая кунаичи, но сказать это вслух не отважилась, уж больно пугала личность рыжего парня. «Черт, а он действительно быстрый, да и сообразительный к тому же». Я едва разглядела его движение без Бьякогана. «Ты хочешь меня убить?» Осведомилась у него Камико, потому как кисть молодого Ниндзя до сих пор сжималась на ее горле, втайне надеясь, что он не воспримет это как попытка побега. «Мне это ни к чему», отрицательно молвил он, «твоя смерть ничего не изменит и ничему тебя не научит. Лучше заставить тебя жить и испытывать боль и страдания, дабы наконец-то повзрослела». Такое отношение ничуть не понравилось новенькой. Она смело взглянула в его необычные глаза. «Заставить страдать? Ты не знаешь, сколько болей я уже пережила и хочешь добавить еще? По-видимому, пережитая тебя так ничему не научила. Ты судишь обо мне предвзято, она тяжело выдохнула, схватив его кисть, отвела мужскую руку от себя, в любом случае, от страданий никому лучше не будет. Разве тебе станет легче от чужой боли? Этот мир так жесток, зачем добавлять еще несчастей? Похоже, людям недостаточно, раз они до сих пор существуют войны и междуусобицы. Холодно возразил ей Пейн, весь мир должен познать боль и пускай, потом бояться. Тогда никто не станет желать зла другому, потому что будет знать, что его покарают. Как Бог я накажу всех и каждого, кто этого заслуживает, и таким образом восстановлю равновесие и мир. Что и говорить, после таких речей брюнетка была просто в ужасе. Безумец сначала решила она, только вот на сумасшедшего Шинобе как-то не походил. Он определенно был умен и знал, каково это, чувствовать боль, однако, тем не менее, желал причинить ее другим. Возможно, он и хотел, как лучше, но пришел к неправильному решению проблемы. Так нельзя. Нельзя обеспечить мир всем таким жестоким способом, попыталась убедить она собеседников вопрометчивости его задумки. Да, страх и боль, конечно, сильные чувства, но всегда найдутся те, кто будут бороться против такого отношения. Ты только спровоцируешь новые войны подобным насилием. Мир строится на доверии, а не только на одном лучшем побуждении. А доверие строится на определенных поступках. Как правитель селения, ты должен помогать жителям, дабы оправдать их веру, а не держать их в страхе. А еще предводитель должен служить хорошим примером своим подчиненным, чтобы они следовали за ним и верили в его силу. Но как можно верить тому, кто говорит, что желает избавить мир от боли, но причиняет всем страдания? И отвергнутая кланом Хьюга с грустью отвела взор, уставившись в пол, я бы, например, ни за что не поверила такому человеку и не пошла бы за ним. Тогда как ты можешь доверять свою жизнь Мадаре? Хмыкнул рыжеволосый Ирине Гонщик. Просто, ведь идти мне уже некуда. Есть на свете кое-что похуже боли и ненависти, в частности, одиночества. Я не хочу, чтобы меня забывали, потому что иначе я забуду саму себя, а это все равно, что не существовать вовсе. Хочешь сказать, что ты пришла к нему не из-за мести и тачи? Недоверчиво проговорил тот. При упоминании о любимом человеке, что предал ее любовь, девушка с фиолковыми глазами вздрогнула и как-то совсем расстроилась. Нет, все же отрицательно качнула она головой, не поднимая взгляда, пускай он причинил мне боль, я не стану совершать что-то подобное в ответ. Конечно, легче было возненавидеть его, но и этого я делать не стану, потому что ненависть ведет к мести, месть приводит к боли, а боль к новой ненависти. Получается, замкнутый круг, от которого только одни беды. Поэтому я не хочу причинять никому боль и разорвать замкнутую цепь, чтобы несчастья не повторялись. Иногда, чтобы выиграть сражение, нужно от него отказаться, ведь так никто не пострадает. Высказавшись, она в конец замолчала. Обладатель Риннигана тоже не стал продолжать эту беседу. Возможно, он обдумывал услышанное, хотя вид имел все тот же хмурый и пресный. В своих раздумьях никто из них не заметил, когда в зале появилось новое лицо. Закончили. Раздался слегка устал величавый мужской голос. Оба присутствовавших синхронно повернули головы в сторону постамента, где в кресле из твердой породы расположился обладатель своего до уже со знакомого Тона. И если давний член преступной группировки вследствие этого оставался спокойным как танк, то новоизбранная Кулнаичи не смогла скрыть своего удивления и легкого испуга, ведь по сказанному первому слову Учихи было понятно, что он слышал что-то из их беседы. Правда, было непонятно, насколько много он узнал. И брюнетка как-то сомневалась в том, что подобные разговоры могли прийти с главе Кацуки по вкусу. Учхасан, опомнившись, она развернулась к нему и вежливо поклонилась, опустив глаза. С возвращением лидер Сама натянута поприветствовал его товарищ, соблюдая субординацию, но и не слишком заходя в рамки. Раз вы тут, то я могу быть свободен, так? Вполне ясно, что ему надоело ходить в должности соглядатой для прислужницы товарища, потому он несомненно жаждал вернуться к своим привычным делам. Разумеется, кивнул ему Мадаро, отмахиваясь от сторонника, можешь идти. Освободившийся от статуса няньки юный отступник кивнул в ответ и отдал. Новый пришедший уже обратился к оставшейся подчиненной. «Что ж, комико, подойди», протянул он с легкой усмешкой. Выпрошаемая поднялась с колена и смиренно выполни наприказ лидера. По мере своего степенного приближения, она с неким интересом изучала внешность одного из основателей ее родной деревни, ибо после возвращения зрения Хьюга созерцала его впервые. Она еще помнила, как в первый раз увидела Пейна, но на тот момент пребывала в глубоком шоке, потому отреагировать на его экзотическую персону должным образом не смогла. Но потом, когда она осталась в одиночестве, часами сидя в заперти в выделенной маленькой комнатке подземелья, обладательница Деудюцо детально припомнила все черты каждого из виденных ее членов Акацуки, потому при новой встрече с наследником Рикуда уже его не пугалась. Хотя, по-видимому, бояться есть чего. Однако, если правитель деревни Дождя казался ей каким-то неестественным и неживым, то бывший глава истребленного клана Канохи выглядел вполне как человек, в котором легко угадывались признаки его великого рода темные волосы, точечные черты лица, красивая оценка и привлекательность вообще, ну и конечно, наследственный дар. Шарингон в глазах. Естественно, сразу вспоминались последние оставшиеся братья Учиха, только вот по сравнению с ними обоими этот представитель клана выглядел более зрелым опытным в жизни Шиноби. К тому же в его взгляде было что-то такое, отчего его подопечная ощутила прокатившуюся по телу мелкую дрожь, будто ее окатило холодным порывом северного ветра. Тем не менее, она старалась держаться спокойно и непринужденно, хотя в душе чувствовала волнение. Как ваше самочувствие? Вежливо поинтересовалась она, когда подошла достаточно близко, остановившись у самого подножия небольшого возвышения, сродни как сказать, вполне привычная, весьма туманно выразился темноволосый мужчина, не меняя пафосной позы, затем, чуть подумав, добавил, хотя, признаться, и путешествие меня немного утомило, так что ты бы могла помочь мне расслабиться, его губы исказила легкая усмешка, отчего комико опять передернула. Это якобы просьба предводителя звучала как первое поручение и понукание на определенные действия, девушка хорошо понимала, какие. Чем я могу вам услужить? Тактично вопросила она, примеря личность добровольного раба. Для начала разомни мне плечи, последовал первый приказ, от которого было впору впасть в состояние так называемой капли. Это что, шутка? Не поняла юмора брюнетка, однако тут же вспомнила, что старший очиха не гораст шутить подобным образом, а значит, он говорил на полном серьезе. Отлично, меня записали в массажистке. Недовольство ограничилось внутренним сарказмом, ибо делать было нечего, ведь она обещала во всем подчиняться нынешнему покровителю. А обещание нужно было выполнять, равно как и условия договора, потому юной особе пришлось подчиниться. Да, учхасан, покорно выдохнула она и, приблизившись к трону сидящего Нукинина, встала около его спинки. Можешь называть меня по имени Камека, разрешил тот, когда женские кисти легли на его плечи, таким образом, поощряя послушание подчиненной. Если вам так будет угодно, Мадарасан отозвалась последняя, пока соображала, как будет лучше действовать, так как большое кресло мешало назначенной процедуре. Но и тут заказчик помог, дав последовательнице возможность устроиться поближе, чтобы не пришлось сильно наклоняться, так что она примастилась на подлокотнике и теперь могла спокойно разминать ему затекшие мышцы шеи и спины. Что слышно от Совета Каги? Поинтересовалась она по ходу дела. Совета больше нет. Теперь они зовут себя Альянсом, поправил ее обладатель вечного Мангеки, уже более расслабленно расположившись на сидении. Впрочем, они ведут себя тихо. Раз идет подготовка к войне, то, само собой разумеется, что некоторое время активных действий не предвидится, до первой атаки. Выходит, вы действительно хотите развязать мировую войну. Уже развязал. И все благодаря Саске. От упоминания младшего представителя великого рода Хьюга ощутила очередной укол совести, но промолчала. Не хватало еще бывшему главе клону узнать о ее дружеских отношениях с бывшим учеником Арчимару, чтобы потом использовать это против нее же. Да, она поклялась следовать за Мадарой и служить ему, но доверять ему никто не просил. Нет, такому опасному человеку доверять стоило в самую последнюю очередь. Тот же, пользуясь молчанием девушки, решил спросить ее сам. Так что же ты будешь делать, Хьюга Камико? Кноха теперь часть Альянса, а ты, помнится, не желал выступать против своей родины. Предположим, если я пошлю тебя на передовую против врагов, как ты поступишь? Будешь выискивать, кто свой, а кто чужой, рискуя быть убитой, или же станешь действовать наугад? Или вообще ничего не будешь предпринимать? Мне интересно. М, я, это, не нашлась, чего ответить, вопрошая Моя только стиснула руками мужские плечи. Подобный вопрос поставил ее в тупик. Учха, наблюдавшись за переменами в лице озадаченной Кунаичи, только лукаво улыбался. Несомненно, он умел озадачить собеседника. Тебе не обязательно отвечать сейчас, тоном светского искусителя, молвил он, накрыв ее маленькую ладошку своей, будто хотел ее подержать, но на поддержку это как-то мало походило, подумая об этом на досуге, ведь воевать тебе, как ни крути, придется, если я повелю. А я повелю, так как у тебя есть нужная для этого сила. Он точно надо мной издевается, сделала мысленный вывод молодая отступница, чувствуя себя не в своей тарелке, ибо мужчина продолжал держать ее за руку. Сейчас пока есть время, чтобы немного отдохнуть. «И не грех воспользоваться им», сказал он неожиданно притянул послушницу к себе. «Чего? Что вы делаете, Мадарасан?» Оказавшаяся на чужих коленях, растянувшаяся поперек резного сидения владелица даудюцу вспыхнула румянцем. «Пользуясь случаем, чтобы узнать тебя поближе», с ухмылкой отвечал тот. Все еще краснее, она взглянула ему в алые глаза и прочла все ту же издевку. Похоже, у чихи нравилось ставить ее в неловкое положение, как и одному из его потомков. Хоть и девушка пыталась не вспоминать о прошлом, она невольно сравнивала двух обладателей Мангики Шарингана и находила у них много схожестей. Может, именно поэтому ее так непостижимо влекло к лидеру организации, будто мотылька на огонь. Только в этом случае опасность от подобного увлечения была сравнительно выше и больше. Все же это как-то Камека селилась подобрать подходящую трактовку и объяснить, почему так смущена, но никак не могла найти нужных слов. Неудобно. Подсказался беседник, чуть склонив голову набок, отчего смотрелся выигрышнее. Да не то, чтобы. Под его пристальным взором темноволосая Кунаича окончательно растерялась и отвела глаза в сторону. Однако тому это пришлось не по вкусу, потому он обхватил ее подбородок двумя пальцами, повернув девичью головку к себе лицом, возобновляя зрительный контакт. Боишься меня? Глупый вопрос, ведь каждый знающий о силе Мангике Шарингана или биографию его обладателя должен был страшиться. А владелица другого Деудюцу была прекрасно осведомленной потому и едва заметно трепетала перед лицом таинственного Шиноби. Но с другой стороны, если бы он хотел ей что-то внушить, то сделал бы это с самого начала. К тому же его взгляд, пусть и скрытый под покровом наследственного генома, отражал то, что невозможно было прочесть выражение холодного и преисполненного обманчивыми эмоциями лица. Нет, тихим, но твердым тоном произнесла юная отступница и приподнялась на руках, выпрямляя спину и усаживаясь Блиеминия пристойно, насколько это можно было сделать на чужих коленях, по-прежнему не сводячей со своего господина. Не боюсь. Конечно, она чувствовала волнение и мелкую дрожь в теле, но это не было признаком страха, хоть тот тоже присутствовал в незначительной мере. Нет, это скорее была обычная осторожность и вожделение, быть может, даже восхищение в какой-то степени. Глупая девчонка, подумал в то же время мужчина, наблюдая за ее реакцией и почти неощутимо провел подушечкой пальца по щеке подопечной, очерчивая линию изгиба. Румянец на скулах той сделался ярче, но на этот раз она не стала отворачиваться. Он же ухмыльнулся, убрав постоянно выбивающуюся прядь волос за ее ухо и наклонился немного ниже. И неизвестно, чем бы закончилась эта немая постановка, однако в это самое мгновение перед креслом у чихи из-под земли выросло живое деревце зицу. Лидер сама, простите, что отвлекаю, но, кажется, у нас появилась проблема, монотонно сообщил новоявленный субъект, отчего было ясно, что в действительности он не собирался признавать свою вину заявку без приглашения предупреждения. От его появления брюнетка странно пискнула, покраснев до уровня редиски, и хотела, было, вскочить, однако лидер Акацуки не дал ей этого сделать, придержав за пояс и оставляя в исходном сидячем положении. В чем дело, зицу? Без всякого признака беспокойства выпросил он доложившего о неприятностях подчиненного, казалось бы, забыв о своей новой игрушке, которую продолжал обнимать за талию. На нашей территории есть посторонний, доложил о причине своего пришествия кустоподобный шпион, ничуть не обращая внимания на явно лишнюю свидетельницу разговора, я чую в округе чью-то чакру, но не могу установить точно, где субъект как-то странно перемещается, судя по обходу наших мер безопасности. Он многозначительно поглядел на собеседника, выражая негласную речь, и под конец отчета поинтересовался, что прикажете. Хм. Задумался на краткие мгновения командир, а потом сказал, разберись с ним. Ты ведь знаешь, что нельзя допустить, чтобы кто-то чужой узнал о местоположении нашей базы, так что найди его, узнай все, что нужно, а после убей. Слушаюсь. Получив соответствующий приказ, желтоглазый каннибал поспешил привести его в исполнение и стал просачиваться обратно под пол. Напоследок он все же кинул быстрый взор на особу, удерживаемую на коленях предводителя, и плотоядно улыбнулся ей, таким образом, выражая насмешку. От этого Ту пробил нервную дрожь, и она в очередной раз убедилась в своей антипатии к этому гибридному существу. Так, кажется, нас прервали, степенно молвил мужчина, будто не было никакой проблемы в их рядах, вновь переключая внимание на девушку, на чем мы остановились. И то, вновь замялась вопрошаемая, уже в который раз чувствую, что внутреннее спокойствие ей изменяет, и, в конце концов, глубоко вздохнула, ох, вы такой человек, мадрасан, не понимаю, зачем? Что зачем? Эти издевки, насмешки. Вы специально меня смущаете, зачем? Собеседник при этом только усмехнулся и нарочно притянул Хьюгу к себе, взяв ее за бедро и повернув так, что теперь она сидела точно против него, вольботно устроившись на его коленях. Естественно, этим он заставил ее вновь покраснеть. Потому, что это забавно, дал он прямой ответ. А еще мне интересно, как долго ты намереваешься робеть в моем присутствии. Вот как, забава, значит, выдохнула Кунаичи через пару минут, когда смогла восстановить душевное равновесие и вновь держать ответ в их беседе. У вас странные интересы, мадрасан. Отчего же? Ведь мы с тобой договорились. Не забывай, что ты теперь слуга моей игрушки, потому я могу делать с тобой, что захочу. Он с интригующей улыбкой медленно провел пальцем по ее нижней губе, к тому же это нужно, прежде всего, тебе. Вот тут Камико стало уж совсем неловко, потому как это была чистая правда. Ей действительно было необходимо чужое теплое внимание, ибо получая их, она чувствовала себя не такой одинокой и покинутой. Она явственно ощущала себя нужной этому человеку, неважно зачем. Однако факт того, что ее потаенное желание проступило наружу на глаза бывшего главы клан Учхо, давал повод для волнений. Последний хорошо это видел и вовсю пользовался ситуацией. «Не волнуйся так, Камико», хмыкнул он, когда собеседница нервно сглотнула, «В наших отношениях все просто я использую тебя, а ты меня. Это нормально. Разница лишь в мире этого пользования, использую. Не понимаю, о чем вы, озадаченно отозвалась та, вопросительно хлопая глазами. Нет, понимаешь, ответил Мадара, не притворяйся, девчонка, и не обманывай себя. Ты хочешь забыть свою прежнюю боль и любовь и в то же время не хочешь быть забытой. Для этого я тебе и нужен. И даже сейчас ты сравниваешь свое теперешнее положение с прежней жизнью, что так тебя огнетало, потому что была полна страданий и пустых надежд. Он прав, подумала немевшая девушка, что была не в силах произнести ни слова, как и не в силах оторвать взор от его лица. Его Шаринган, казалось, гипнотизировал ее, постепенно подчиней своей власти. Она как зачарованная смотрела на лидера, молча внимая каждому его слову, чувствуя, как погружается в омут его глубоких очей, даже не думая оказать сопротивление. Да, она мечтала поскорее забыться, отринуться от прошедшего года и всей боли и уколов совести, что терзали ее и без того покалеченную душу. И отступница верила, что может получить забвение, будучи здесь, под Лешинобе, который видел ее чуть ли не насквозь. И поэтому, когда он вновь склонился над ней, Хьюга прикрыла глаза, чуть приподняв голову, готовые к любым его действиям. Однако ничего так и не последовало. Быстро сдаешься, Камека, усмехнулся Брюнит, откинувшись назад, уже придумав следующую проверку для послушницы на прочность. Вот тебе мой первый урок, если хочешь что-то получить. Возьми это сама. Ты должна быть самостоятельной девочкой, так что потакать твоим прихотям я не собираюсь. Если тебе действительно это нужно, бери сама. Обладательница Бьякугана не сразу поняла, к чему он клонит, но когда до нее дошло, он хочет, чтобы я... Она замерла в нерешительности, не зная, как лучше поступить. Да, она хотела этого, но она никогда раньше не начинала первой. Что же он со мной делает, Камиса Мэ. Кунаича глубоко вздохнула и подняла взгляд на собеседника. И решилась. Да, если она хочет двигаться дальше, то должна сделать этот шаг и сделать его самостоятельно. Она подняла руку, коснувшись прохладной щеки лучихи, и медленно приблизилась к его лицу. Одного касания его губ хватило, чтобы по телу девушки прокатилась горячая волна странного и доселе неиспытанного чувства. Но то было не забвение, а нечто вроде прозрения. Камико неожиданно поняла, что обманывала саму себя и что она никогда не сможет полюбить этого человека. И хоть поцелуй был очень приятен и головокружителен, но то не было настоящим чувством. Мадара даже не заметил этого. Чрезвычайно довольный покорностью брюнетки, он ответил ей, перехватывая инициативу. Она не стала сопротивляться, позволяя ему углубить терпкий поцелуй и прижать к своей груди. Ее тело бурно реагировало на каждое его прикосновение, но душу это абсолютно не трогало. Это была просто очередная игра, а она для него обычная прихоть. Хьюго пыталась сосредоточиться на удовольствии, но ничего не выходило. Ей становилось противно от себя за то, что она поддалась глупым надеждам и тем самым загнула себя в ловушку, из которой теперь невозможно было выбраться, уж слишком глубоко она увязала в ней. В голове неожиданно всплыл образ из прошлого. Итачи. На сердце потеплело, и она расслабилась, представив любимого человека рядом, став действовать активней. Дыхание участилось, когда мужская ладонь опустилась с шеи на грудь, пройдясь по ложбинке. Однако, дойдя до уровня живота, она неожиданно остановилась. Секунду, второе, и обладатель Мангики отстранился, оборвав поцелуй и скосив глаза вниз на ту область, где лежала его рука. Мадара, от возникшей паузы брюнетки стало как-то не по себе. Она почувствовала, что атмосфера между ними в корне поменялась. И когда мужчина поднял на нее взгляд, он оказался настолько отличным от его привычного выражения, что она нервно сглотнула, так как ее неожиданно посетил приступ непонятного страха. И что это значит, Хьюго Камико? Спросил тот весьма прохладным тоном, в котором ощущалась скрытая угроза, потрудись объяснить. О чем это вы? Совершенно не поняла вопрошаемые, с трудом подавив нервную судорогу. Последующая реакция у Чихи на такой ответ была совсем непредвиденной. Он оттолкнул девушку от себя, отчего-то упала подле его сиденья, больно ударившись спиной о холодный каменный пол. Хватит этого притворства. Ты знаешь, о чем я? Брюнет медленно поднялся с кресла, черной тенью возвышаясь над подчиненной, или думала, что я ничего не замечу? Отвечай. Что вы имеете в виду? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. За дурака меня держишь? Не строю из себя невинную овечку, Хьюга Камека. Но я действительно не знаю, что такого натворила. Чем я рассердила вас, Мадарасан? Не понимаю, что я сделал не так. Выдержка в конец закончилась, и Хьюга неожиданно расплакалась. Горечь, боль, стресс и недоумие привели к тому, что она совсем расклеилась. Это навело лидера Акацуки на одну мысль, которая быстро превратилась в подтверждающую действительность. Вот как. Выходит, ты действительно не заметила. И ничего не сказала другим не потому, что хотела это скрыть, а потому что сама не знала, догадался он, вроде как, перестав сердиться, а на лице проступила некая забава, хотя в следующую секунду оно приобрело глубокую задумчивость. Хм, и что же мне теперь с тобой делать? Я не знаю. Я ничего не понимаю, решила напомнить ему девушка, отерой пальцами увлажнившейся скулой от обилия выступивших слез. Ей было мерзко и стыдно от собственной слабости, ведь Шиноби так себя не ведут. Простите, Мадарасан, но что со мной не так? Тот отлегся от своих измышлений и спокойно посмотрел на подопечную, правда, без улыбки. Нет, все как раз так, как и нужно. Это вполне ожидаемо в твоем положении. Положение. Верно. Ты ждешь ребенка, Камяка. И мы оба знаем, кто его отец. Что? От услышанного темноволосого Кунаича столбенела, не в силах поверить этому. Когда она успела забеременеть? И как чужой человек мог это почувствовать, в то время как она сама этого не осознала? Но с другой стороны ее странные перепады настроения, неожиданно накатывающие слабость, тошнота по утрам, чувство необоснованного голода и даже тот злосчастный обморок по дороге к убежищу Красной Луны, хотя она прежде не раз встречала диких зверей и даже дралась с одним. Все это теперь обретало смысл. И она действительно беременна. Я беременна. О, Боже! Она схватилась руками за голову, впиваясь пальцами в волосы. За что? И Тачи Учхо, опять он, даже издалека? Камисама, за что? Осознав, в какую ситуацию ставила ее прошлая связь с этим человеком, обладательница Бьякугана застонала. Почему он до сих пор мучает ее и не дает забыть? Она не хотела этого, совсем не хотела. Пойти в Акацуки в таком состоянии и тем самым загнать себя в угол? Если бы только она знала с самого начала об этом. И что же теперь ей делать? Признаться, сначала это тоже меня бескуражило, между тем заговорил мужчина, безучастно глядя на моральные страдания девицы, прийти ко мне, будучи в таком состоянии, было очень необдуманно с твоей стороны. И беспрецедентно. Ведь теперь я не могу тебя использовать себя в качестве боевой единицы, а я не для этого позволил вернуть твое зрение и способности. Он до сих пор был озадачен этой проблемой, ведь с беременной девушкой ничего нельзя было сделать, не послать в сражение, не использовать в качестве потехи, рискуя навредить здоровью будущего младенца. Конечно, можно было оставить ее для продолжения рода, однако бывший глава практически истребленного клана планировал со временем заняться этим делом самостоятельно, так как изгнанеца не менее могущественного рода была подходящей кандидаткой. Но и тут его опередили. Будь ты проклят, Итачи! Ты вечно мне мешаешь. Ничего, скоро я с тобой рассчитаюсь за все, думал он, в то время как в голове зрел зловещий план с участием, казалось бы, ставшего бесполезной подруги ненавистного соплеменника. Последнее же так и осталось сидеть на полу с поникшей головой, изводя разум бременем, схваченным ей по чистой случайности. К чему ей эта новая напасть? И без того хватало неприятности выше крыши. А из-за беременности она могла лишиться последнего крова и тех крохтепла, что мог бы дать Сючха старше ее искалеченной душе. Зачем мне этот ребенок? Эта жизнь сделает его несчастным. Я ведь ничего не могу ему дать. У меня ничего и никого нет. Камисома, я не могу так. Лучше бы он вообще не появился на свет. Восклицала она в сердцах, сглатывая подступающие слезы отчаяния. Однако спустя минуту Хьюге стало тошно от самой себя. Лучше бы не рождался. Да как она вообще могла о таком подумать? Это ведь ее ребенок. Ее Итачи. И это совсем не проклятие, а дар Божий. Он вовсе не убил ее жизнь, а наоборот, дал новое стремление. Пускай ее оставил любимый человек, но он дал ей частичку себя. И у девушки теперь есть, кого любить и о ком заботиться. Она больше не одна. У нее есть, ради кого жить это ее дитя. Да, это мое маленькое сокровище. Мой малыш прониклась любовью к зародившей внутри нее жизни Кунаичи, приложив ладонь к своему животу. В ней наконец-то проснулся материнский инстинкт, что помогло ей успокоиться. Правда, ненадолго. Что ж, Камика, я передумал, донес и до брюнетки голос Мадары, который с ней зашел до того, что спустился с постамента, становясь прямо перед сидящей на земле отступницей Канохи. Убьешь иточине ты. Это сделает твой сын. Как и ты, он теперь принадлежит мне, так что будет неплохо, если я займусь воспитанием наследника нашего рода. Уверен, он будет очень сильным Шиноби. Уже сейчас можно различить его формирующуюся чакру, потому нет сомнений. Камика расширила глаза в нем и мужася от этих слов. Лидер говорил о своем потомке как о каком-нибудь оружии, которое собирался использовать против одного из создателей. Она даже не обратила внимания на то, что он так быстро определил пол ребенка, хотя срок составлял не больше месяца. Она совершенно не хотела, чтобы ее малыш становился убийцей, тем более убийцей своего отца. И после такого заявления она не могла отдать бразды правления над собой в руки обладателю вечного Мангики. В чем дело, Камика? Насмешливо отозвался тот, когда Кунаичи с фиалковыми глазами отшатнулась назад, стремясь отползти от него подальше. Смотрю, ты уже не так сильно желаешь служить мне. Хочешь сбежать, не так ли? Девушка нервно сглотнула, резко вскинув голову и подняв на темноглазого шинобе испуганный взгляд. Странное ощущение прокатилось по телу при виде алого шарингана, и мышцы неожиданно свело судорогой. И когда он успел использовать дюцу, чтобы ее парализовать, она не могла пошевелить ни единым мускулом, обреченно сидя на коленях, упираясь ладонями в пол. ТЦ, так не пойдет. Расстроенно прицокнул языком учиха, присев рядом с пленницей на корточке, я не могу тебя отпустить. И если не хочешь, чтобы я тебя убил, то придется согласиться на новые условия, так как обязательства нашей договоренности ты не выполняешь. И только на таких условиях ты и твой ребенок останетесь живыми. Понимаешь? Использованная игрушка мне не нужна, они послушные вдвойне. Но дитя учиха и хьюга может пригодиться. Он поднял руку и ласково провел ее по щеке будущей родительницы. В ее сиреневых омутах плескался страх из-за его страшной задумки. Без сомнений это была достойная месть и тачи, но использовать в этих целях невинное дитя было бесчеловечно. И девушка боялась не за себя, а за своего еще не родившегося мальчика. Такого будущего, что придумал ему Мадаро, ни одна мать не пожелает. Нет, пожалуйста, только не мой ребенок. Только не он. Молилась она, не зная кому, мелко дрожа с головы до ног. Тело совершенно не слушалось ее, а силы отказывались подчиняться испуганной душе, потерявшей свою волю, так что все, что могла делать Камека в этой ситуации, это умоляюще смотреть в глаза безжалостному повелителю иллюзий. До ушей внезапно дошел тихий шорох, словно бы шелест листьев на ветру. Кажется, мужчина это тоже заметил, потому оторвался от созерцания собеседницы, и перед ее очами проплыли черные перья. Вокруг них не спадали мириады сих составляющих крыльев, которые постепенно превратились в черных птиц, что закружили перед зрителями, словно в танце осенней листвы. «Ты все же пришел», хмыкнул значительно напрягшийся очиха, медленно поднимаясь на ноги. Хьюга почувствовала, что скованность исчезла и поспешно задрала голову вверх. Там наверху, у самого скопления воронья и стая, сформировался образ их создателя. Темное дуяние, волосы цвета вороного крыла и знакомые до боли глаза, яркие, как кровь на снегу. Именно так они смотрелись на его бледной коже, выделяющейся посреди черного марева. Без сомнения, это был он. Злейший враг старшего учихи. Он пришел. Тот, кого ждал Мадара, но совсем не ожидала его новая послушница. Она так и не произнесла ни словечка, вместе с лидером организации глядя на то, как Итачи спускается в центр пятачка земли, где они стояли, что был окружен стаи чернокрылых воронов. «Я ждал тебя, Итачи», невозмутимо проговорил старший из обладателей Деудюцу, когда птичье окружение вдруг пропало, растворившись в небытие. Но парень остался на месте. Упомянутый выше только чуть склонил голову в якобы сомнительном жесте. В следующий момент что-то схватило Камико за шкирку и утащило к дальней стене. Кажется, это был клон новоявленного брюнета, созданный за спиной врага из пропавших крылатых помощников, но мужчина предпочитал не обращать внимания на жалкие копии. Его взор был прикован к настоящему противнику. Значит, ты пришел за девчонкой, сделал он соответствующий вывод из действия последнего. Не совсем, туманно выразился тот, все же подав голос, затем пояснил, я пришел, чтобы остановить тебя, Мадара. Раз и навсегда. Секундная тишина, а затем мужчина звучно рассмеялся. Нет, его смех вовсе не был громогласным, но отдавал таким зловещим оттенком вкупе с насмешкой, что был хуже любой издевательской ухмылки, кое часто возникали на лице бывшего главы печально известного клана. Думаешь, выйдет? Неверующего просил он, когда отсмеялся, скептически глядя на новоявленного врага, ты уже пытался однажды и безуспешно. Полагаешь, сейчас получится? Выпрашая мыши на беобровью не повел, продолжая уверенно и прямо взирать на говорящего. Посмотрим, только и вымолвил молодой отступник. На это основатель Канохи в очередной раз хохотнул, вновь усаживаясь на каменное сидение, вроде как не воспринимая противников всерьез и явно не собираясь с ним драться. Вот значит как? Ну, что ж, сперва я хочу узнать, что ты сотворил с децу. Это был не вопрос, а утверждение или скорее даже приказ. В ответ юный очхалишь неопределенно мотнул головой, он тебе больше не поможет. И в самом деле, мужчина слегка улыбнулся, ничуть не расстроившись возможной потери подчиненного, выходит, он искал нарушителей и в итоге наткнулся на тебя. Не думал, что мой слуга так быстро проиграет. Не переживай. Ты будешь следующим. Хмм. Боюсь, вынужден буду тебя разочаровать, но самолично драться с тобой я не собираюсь. Как раз в этот момент в коридоре послышались поспешные шаги и затем в залу вошли Канан с Пейном. Последний с весьма недовольным видом обратился прямо к лидеру. Что у вас тут происходит? Он осёкся, узрев перед собой неизвестно откуда взявшегося бывшего сотрудника организации и точи. Ну вот, твой противник пожаловал, как ни в чём не бывало, объявил обладатель вечного Мангики Шарингана, затем сказал уже сослуживцу, разберись с ним, Пейн. Хорошо, словно на автомате согласился тот, мигом вернув своему лицу жёсткое выражение. Он было, собрался уже напасть, как назначенный оппонент бросил на него холодный взгляд. Не вмешивайся. Это семейное дело, предупредил он, пытаясь предотвратить ненужный бой. У тебя нет права отдавать мне команды, учха, грубно отозвался тот. Хочешь сказать, оно есть у Мадары? Это тебя не касается. Нет, это касается всех, кто работает с ним. Почему ты позволяешь ему себе приказывать? В тоне парни появилась резкость, я прекрасно осведомлён о прошлом Акацуки. Это ведь ты создал эту организацию, верно? Ты и твои товарищи создали её, чтобы защитить свою деревню. А теперь что ты делаешь? Я хочу сделать этот мир лучше. Но в итоге делаешь всё, чтобы его уничтожить. Не знаю, какую боль тебе причинили, но не стоит винить в этом всё человечество. Ведь от всех этих убийств больше всех страдаешь именно ты. Неважно, насколько сильно ты закрылся от других, но себя не обманешь. Твои руки запачканы в море крови и ты ненавидишь себя за это. И не тебя одного это ужасает. Да что ты знаешь? Пронеслось в голове раздражённого рожеволосого Шиноби, ринегон которого вспыхнул ярче. Он резко вскинул руку, направив ладони в сторону оппонента. Шинротин Си. Воздушный посыл прорезал воздух, попав в цель и сниса стену за ним, что вызвало ужасающий грохот и разрушение. Но, едва техника задела противника, как тот испарился. Владелец глаз шести путей это вовремя заметил, как и подозрительное движение рядом, и вовремя выпростил кисть, чтобы отразить теневым штыком вражеский кун и зашедшего сбоку у чихи. Тот в свою очередь понял, что манёвр не удался, и вновь отступил на порядочное расстояние. Если не хочешь думать о себе, то пускай так. Но подумай хотя бы о том, кто находится рядом, как ни в чем не бывало, продолжил говорить он, опуская оружие. Если сражение продолжится, кто-то может пострадать. Ты рискнешь жизнью дорогого тебе человека ради приказа. Это заставило пиуна слегка повернуть голову и посмотреть на стоящую позади него синевого суху наичи. Она с некоторым беспокойством взирала на участников перепалки. Уходи, канан, посоветовал он своей приятельнице, вновь переключаясь на противника. Странно, но в его шарингоне он видел не только силу, но и понимание. Неужели он знает? И эти глаза, нет, определенно. Почувствовав опасность из-за чересчур большой информативности соперника, наследник Рикуда решил подойти к делу со всей серьезностью и уничтожить неприятеля. Молниеносно сделав пару нужных движений, он уже вознамерился исполнить призыв остальных своих пяти телефон, вон, когда на его руку опустилась мягкая женская кисть. Подняв глаза, Шиноби встретил тревожный взгляд своей напарницы. Не надо. Прошу. Такой обеспокоенный канал выглядела впервые за несколько лет. Как и ее друг, она быстро догадалась о последствиях и возможном сходе битвы, и именно поэтому видела необходимость ее остановить. Даже если бы Пейн победил, а он бы победил непременно, по ее мнению, то все равно нашлись бы те, кто стал бы мстить за побежденного Учиху. И Камика, повелительница Оригами мельком посмотрела на девушку у стены, что же станет с ней, если на ее глазах убьют любимого человека. Синеволосая Кунаича однажды прошла через это, видит Бог, никому бы не пожелала испытать такую боль. И хоть она совсем недолго знала Хьюга, но отчасти успела привязаться к ней. К тому же пострадал бы дорогой ей человек, нет, повторения истории она допустить просто не могла. Кажется, носитель Ринегана понял ее чувства, потому опустил руки. И что это значит, пень? С нотками раздражения окликнул его Мадара, когда рыжеволосый Шиноби развернулся, потянув голубоглазую сослуживицу за собой. Мы уходим, преспокойно сообщил тот, словно бы и не собирался только что драться, и Тачи прав, это не наше дело. Разбирайся с ним сам. Разорвать цепь ненависти. Вспомнились ему вдруг слова обладательницы Бьякогана, отчего в душе появилась уверенность, что он действительно делает все правильно. И на этот раз жестокий и непримиримый главами предпочел отступить от сражения, а точнее, уступить его другому, так как это все-таки это был не его бой. Вновь переглянувшись с Канан, он получил в знак одобрения слабо кивок, после чего парочка исселения дождя удалилась с места действий. Нынешний лидер Акацуки промолчал, однако внутренний был преисполнен гневом. Выходка подчиненного была расценена как предательство и должна быть наказуема. Похоже, он забыл свое место, как и тот факт, что его сила принадлежит мне. Ведь это я дал ему Ринниган, мрачно рассуждал про себя мужчина, проводив оставивших его соратников недобрым взглядом, что ж, разберусь с мальчишкой позже, а сначала он вновь воззрился на своего потомка. Забавно. Раньше я думал, что ты человек действия. С каких это пор ты стал таким разговорчивым? Полюбопытствовал он. С тех пор, как умер и вернулся к жизни, буркнул и тачей, вновь напрягшись и продумывая в уме план для последующих действий. Чушь. Вынужден тебя поправить, ты не умирал, усмехнулся его предок, с неохотой покидая свой трон и спускаясь с помоста, в том бою со своим младшим братом ты просто применил из-за наги, верно? Не знаю, как тебе это удалось при своем весьма существенном недостатке, но итог один и тот же. Потеря зрения. Юный Нукинин и бровью не повел, хотя факт того, что секреты Учиха выплывают наружу, не слишком порадовал его. Впрочем, Мадара никогда особо и не стремился делать из запретных техник клана великую тайну. Конечно, при своей болезни ты вполне мог умереть, но не сразу, она должна была медленно подводить тебя к концу, пока тьма поглощала тебя все больше и больше. Мне так хотелось на это посмотреть, сожалею, что разрушил твои ожидания. И должен буду огорчить еще больше. Я не позволю тебе погрузить мир во мрак отчаяния и войны. Разговор окончен, Мадара. И прикрываться теперь тебе больше некем. Тебе не уйти от боя. Шаринган вспыхнул в его очах, и без дальнейших пререканий бывший служащий Акацуки устремился к лидеру. Тот не пошевелился, с прежней усмешкой дожидаясь первой атаки потомка. Однако в самый последний момент их столкновения между противниками затесалась чья-то небольшая фигурка. Нападающий обескуражился и вынужден был затормозить. Что ты делаешь? Опишел молодой Брюнит, когда Камико преградила ему путь, закрыв собой чеху старшего. Она не ответила, даже не взглянула на него. Лишь подняла руку, коснувшись ладонью его груди. Хакико ушел. Пробормотала она почти беззвучным голосом. Не ожидавшего нападения с ее стороны Шиноби немного отбросила назад, будто кто-то хорошенько нападал ему в живот. Камико. Его недоумение усилилось, ибо девушка подняла голову и раскинула руки в стороны, как бы защищая обладателя вечного Мангики. Упомянутый мужчина был удивлен ничуть не меньше прежнего соратника. Уходи, резко провозгласила она, держа неприступную позицию, ты не тронешь моего повелителя. Я не дам тебе его убить. Это заявление ошеломило обоих представителей клана. Что с ней сделали? Иллюзия. Не мог понять отступник, глядя в глазах Юги. Самое плохое, что они были пустыми и непроницаемыми, словно Кунаичи специально отгородилась от человеческих эмоций. И это было не Гиндюцу. Сейчас она меньше всего походила на прежнюю себя, была видна лишь оболочка, но не душа. Его бессмертный родственник к тому времени оправился от первого впечатления и преисполнился усмешкой. Некем прикрываться, говоришь. Передразнил он юношу, стоя за новой соратницей, как видишь, у меня еще остались сторонники. И твоя бывшая подруга, похоже, выбрала сторону, хих. Итачи промолчал. Он по-прежнему не мог поверить в добровольное появление девушки здесь. Скорее, ее могли принудить к этому или загипнотизировать. Мужчина между тем продолжал говорить, разумеется, так и должно быть. Ты когда-то оставил ее, так что не стоит рассчитывать, что она запросто так пойдет за тобой. Женские сердца так хрупкие, особенно у отвергнутых и преданных особей. И беременных. Под пристальным взором мрачного учихи он провел пальцем вдоль скулы Кунаичи, которая слегка повернула голову, подаваясь этому ласковому прикосновению, как бы признавая свой статус подчинения раболепного потворства. Теперь она смотрела на своего хозяина, но в ее теле до сих пор чувствовалась напряженность и готовность в любую секунду вступить в бой. Теперь, когда ты предал ее любовь, Камико принадлежит мне. Придется тебе смириться с этим, Итачи. Как и с тем фактом, что ты никогда не увидишь наследника, да и своего младшего брата тоже. Секундный отторопь, и в глазах молодого Нукинина вспыхнула легкая злость. Он сделал резкое движение, попытавшись зайти справа, но бдительная Хьюга, пройдя под рукой хозяина, вновь загородила ему дорогу. Лезвие Куна, предназначавшиеся для лица противника, остановилось буквально в паре сантиметров от девичьей шеи. Отойди, Камика, холодным, расчетливым тоном сказал ее бывший друг. Тая ухом не повела, продолжая прикрывать лидера Акацуки. «Избавься от него», приказал он, усевшись обратно на каменное кресло. «Она не станет», сомнительно подумалось брюнету, хотя внутреннее чутье подсказывало ему обратно. Это противоречивое чувство заставило его заколебаться лишь на секунду, что вполне хватило девушке для совершения своего маневра. Ухватившись за его запястье, не твердо сжимающая рукоять Куная, она додвинула его в сторону, в то же мгновение задействовав боевую технику Бьякугана. Хаки. Монотонно пробубнила себе под нос противница, и на юношу посыпались быстрые удары, два небесных удара. 4, 16, 32, 64. Учхо уворачивался и отбивал атаки, как мог, но такой уровень Тадзюцу был явно не по его меркам. Его бывшая подруга никогда не учила его этой техники, даже не показывала ни разу, как она действует, так что отбиваться приходилось лишь полагаясь на свои инстинкты и способности. И все же он пропустил несколько ударов, а при последнем получил так, что отлетел назад и пробил с собой стену, вывалившись по ту сторону головного помещения. Оппонентка, не теряя времени, шмыгнула за ним в образовавшуюся дыру, оставив повелителя в одиночестве. Шагнув туда, она оказалась не в узком коридоре, а в еще одной просторной пещере, связанной с предыдущей только тем, что находилась по соседству. Это помещение было отнюдь не обустроено для проживания неровные влажные стены, нетвердая глинистая почва под ногами и сильный запах сырости. Довершил картину почти полный мрак, не считая косых лучей и отблесков огня, что теперь пробирались сквозь дырку. Разумеется, раненого врага, которого требовалось уничтожить, уже не было видно. Держа бьяк угон активным, отступница обнаружила плавающий вокруг серый туман. Ответ только на один вопрос, Камика, донесла до нее эхо, отчего казалось, что стены говорят голосом и точей, пока она беспокойно оглядывалась по сторонам, то, что сказал Мадара о твоей беременности, правда? Брюнетку вздрогнула, но промолчала. Впрочем, ее реакция говорила сама за себя, и ее соперник понял это. И когда она наконец-то нашла его, с помощью даудюцу пробившись сквозь технику ген, и бросилась на парня с кинжалом, он увернулся и отпрыгнул в сторону. «Я не буду с тобой драться», объявил он так же спокойно, как и прежде. «В таком случае ты умрешь», с пустым взглядом обреченно ответила Кунаичи. Нападение повторилось. Затем еще раз. И еще. Однако обладатель Шарингана так и ни разу не ответил на ее нападки, продолжая уклоняться и отступать. Благодаря наследственному удару, он считал ее движения и с легкостью мог их обойти, а полученные способности второго даудюцу помогали ему определить, куда именно метит противница. «Хватит, комика», устало произнес он, отпрыгнув в сторону и тем самым избежав очередного воздушного удара, что мог пришпилить его к стенке. «Что ты хочешь этим добиться? Чтобы ты ушел?» Не выдержав, воскликнула та, наконец, доволью талики эмоций. Они перестали сражаться в рукопашную и отскочили друг от друга, замерев на расстоянии нескольких шагов. Молодой Нокенин слегка подрагивал от полученных ранней ран и тяжело дышал, в конце концов, его система циркуляции чакры была частично повреждена. Его соперница, однако, тоже выдохлась, устав от продолжительной борьбы и потраченных ранней нервов. Теперь они просто смотрели друг на друга сквозь способности глаз. «Ты должен уйти, Итачи», заговорила девушка, переведя дыхание и выпрямляясь, «меня уже не вернуть назад. Я приняла решение и останусь с Мадрой Сама. Мне ничего от тебя не нужно. Я хочу сама защищать своего ребёнка. А ты должен вернуться к своей любимой. Поэтому, прошу тебя, уходи, пока это возможно». Она не хотела его убивать. И вправду не хотела и готова была отпустить даже вопреки приказанию нового хозяина, потому что до сих пор любила. Но в вопросе выбора между его жизнью и той жизнью, что сейчас развивалась у неё внутри, ответ был очевиден. Как и очевидно то, что Учиха не собирался никуда уходить. «Нет, просто», — сказал он, «всё так же глядя на Хьюга, я уйду только с тобой». Тогда, горько вещала та, пока пелена вновь пленяла светлые очи, «тогда у меня нет выбора». «Прости меня», — стежкой мыслью, она вытянула ладони с боевым криком и устремилась к противнику. Глухой удар волна высвободившейся в воздух чакры. А она стоит в объятиях и тачи, прижимая ладонь к его груди, откуда только что выбила почти весь запас его духовной энергии. Он не сопротивлялся, когда она его атаковала, даже не стал уворачиваться, а молча принял этот удар, при этом получив возможность обхватить тонкий девичий стан, зажав капкани своих рук. «Чёрт, Камика, я люблю тебя! И поэтому не могу тебя оставить тут! Не могу бросить одну!» Едва слышно прохрипел он, чуть сильнее сжав замершую в его руках темно волосу Кунаичи. Изо рта вышла струйка крови, проделав красную дорожку до подбородка, но пострадавший не обращал на это никакого внимания. «Я знаю, что причинил тебе много боли и страданий. Это по моей милости ты оказалась здесь. Мне нет прощения за то, как я с тобой поступил. И ты права, было бы прощу идти. Но я не могу этого сделать. Я не могу отказаться от тебя, потому что ты очень дорога мне, Камика. Ты самое дорогое, что у меня есть. Извини, что понял это так поздно. Я так долго убегал от всего, что ценил, чтобы не чувствовать боли от исчезнувшей привязанности, что потерял все. Даже Саски. Но тебя я не могу потерять. Каха, однажды я оставил тебя, но больше этого не повторится. Ты. Мое счастье и я готов биться за него до конца. И если ты дашь мне последний шанс, Каха, я никогда больше не оставлю тебя, не оставлю нашего ребенка. Итачи. Он прикрыл глаза, сдерживая пробивающийся наружу кашель из-за задитого легкого, и слегка ослабил хватку. Однако Камика и не подумала вырываться. Сбитая с толку, ошарашенная всеми этими словами и признанием, свалившимся на нее, как снег на голову, она не выдержала и просто зарыдала. Она не знала, можно ли ему верить после всего того, что случилось между ними, но очень хотела, чтобы это было правдой. С самого начала она решила вмешаться в это дело для того, чтобы не дать Мадаре убить его кровного родственника. Отвлекая его на себя, она старалась держать раздумья лидера подальше от оставшихся в живых наследников Шарингана, а в этом случае, выступая против возлюбленного, пыталась дать ему возможность уйти отсюда живым. При ее положении вряд ли можно было рассчитывать на жестокое наказание. Девушка быстро поняла, что ее ребенок будет ценен для бывшего главы клана Учиха, потому переживала больше за то, что может стать с малышом после того, как он родится на свет. Но Итачи, его отец снова обыграл ее в расчетах. И теперь, когда все прояснилось, она просто не знала, что делать, и могла лишь громко рыдать в объятиях юноши, которого любила всю жизнь, все повторяя его имя. Камяка. Позвал он ту, когда шепот сошел на нет, а рыдания затихли. Вместо ответа он почувствовал на себе всю тяжесть веса брюнетки, которая не выдержала этот шквал эмоций и просто отключилась. Поняв, что это обычный обморок и ее жизни ничего не угрожает, парень глубоко вздохнул, затем осторожно поднял бессознательную кунаичи на руки. Но буквально через мгновение она исчезла в появившемся перед глазами воронке, после чего на него посыпалась куча камней. Пещера внезапно обвалилась, а стена с проходом, что соединяла два грота, полностью рухнула. И на той стороне, в дальнем конце помещения, где стоял резной трон, можно было увидеть вышедшего из черной дыры черноволосого мужчину с девушкой на руках. Какая глупая девочка, подумал он, усадив так и не пришедшую в себя прислужницу на широкое сидение, с легким разочарованием, но без пренебрежения, глядя на ее безмолвная личка, такая нехрупкая душа, на нее до сих пор нельзя положиться. Похоже, придется еще долго ее учить. Он аккуратно поправил выбившуюся прядь ее темных волос, убрав ее за ухо, а после повернулся к руинам в задней части комнаты. На той стороне что-то глухо загремело, затем послышался раскатистый звук. Раздался взрыв, и камни разбросало во все стороны, открыв небольшую дыру, откуда показался скрытый под завалом Учхо. Чтобы выбраться из завала, ему пришлось использовать райтон, что окончательно исчерпало весь запас его чакры. Опаздываешь, спокойно вещал Мадара, будто в точности знал, что тот вновь покажется здесь, но ты зря выбрался оттуда, Итачи. Теперь у тебя не осталось чакры, ты не сможешь сражаться, а значит, умрешь. Ты пришел на свою же казнь. Оши, боишься? Сбивчиво проговорил молодой Брюнет, утирая кровь с лица вместе с потомой грязью. Он был весь изранен, в волосах слежалась запекшаяся кровь от удара по голове булыжником, а верхняя одежда изодрана и испачкана. Но, тем не менее, держался он на удивление спокойно и уверенно. Достав что-то из кармана сумки на поясе, он тут же это проглотил, через некоторое время почувствовал, как тело вновь наполняется энергией. Вот как, понимающий протянул его главный противник, пока не собираясь нападать, что позволяло врагу привести себя в порядок, что он, собственно, и делал перед тем, как начать новый бой. Пищевые капсулы. И много их у тебя осталось? Это была последняя, не стал врать тот, нажимая пальцами на контрольные точки своего организма, тем самым восстановливая поток энергии, выбитых ранее танкицу. Так что мне придется закончить с тобой быстро. Ха! Все еще надеешься, что можешь меня победить? Только рассмеялся старший очиха, не сходя с постамента вперед, затем сделал быструю печать и пространство за его спиной накрыло непроницаемой невидимой завесой. Теперь Хьюга была отрезана от них барьером, так что к ней нельзя было подступить и в то же время та не могла бы выйти оттуда самостоятельно, а лишь глядеть на сражение как бы сквозь стекло. Ты мог сбежать раньше, пока была эта возможность, но теперь не жди, что я тебя отпущу. Ты забываешься, Мадара, хмыкнул Нукинин, вновь активируя Даудюцу, я пришел сюда для того, чтобы убить тебя, так что это тебе не уйти. Нахальный мальчишка, не думай, что у тебя получится. В прошлый раз ты вышел из воды сухим лишь благодаря удаче и моему невидению. И то, даже обладая силой двух Даудюцу, ты не смог меня убить. Но теперь, когда я знаю об этом, этот трюк не пройдет. К тому же у тебя нет Мангики, а без него ты мне не соперник. Но Итачи его не слушал, он сосредоточенно держал печать, закрыв глаза и концентрируясь на технике. И в тот момент, когда он открыл очи, лидерак Ацуки понял, как ошибался. Затем перед глазами расстелилось черное пламя. А матерцу, словно голодное животное, пожирало его под пристальным взором и контролем у Чихи, из глаза которого шла темная кровь. Однако ему все еще было тяжело контролировать огонь, так что он скоро прикрыл века, загасив пламя. Однако, вопреки ожидаемому результату, его противник никуда не исчез и не сгорел заживо. Он по-прежнему стоял на месте, будто бы ни в чем не бывало. Все-таки бывший глава их клана был достаточно опытен, чтобы приготовиться ко всем неожиданностям. Для того, чтобы избавиться от опасного пламени, он применил пространственно-временную технику и аматирацу просто засосал в другое измерение. Сейчас мужчина больше не выглядел так спокойно. Его взгляд стал пугающе серьезным и острым, словно натянутая стрела. Когда? Когда ты успел его заполучить? Каменным голосом произнес он. А разве ты не помнишь? С холодным сарказм отвечал ему юноша, затем пояснил, ты сам дал мне его, когда заставил сражаться с Кисаме. Ясно? Выходит, он считал Хашигаки своим другом, разобрался обладатель вечного Мангики, вспомнив тот случай, когда Итачи был вынужден драться с подчиняющимся ему мечнику и убить последнего. Тогда он посчитал, что такой ход событий подорвет противника, а в итоге он только выиграл от этого, хоть и пострадал. Вот оно что, словно подтверждая его слова, выдохнул мужчина, сохраняя предельную серьезность, что говорило о том, что теперь он настроен решительно, я должен был понять это еще тогда. Возиться с тобой. Пустая трата времени. И раз я сам создал своего совершенного врага, то придется собственноручно же тебя уничтожить. Когда он посмотрел на соперника, то в его очах уже сиял тот самый Мангики Шаринган, что давал ему бессмертие. Еще одна черная воронка возникла сбоку от него, Учхо сунул туда руку и вытащил из пространственной дыры свое старое оружие, которым раньше побеждал врагов во времена кровопролитных воем Шиноби. Он больше не собирался давать спуску своему потомку, тот в свою очередь был настроен так же серьезно. Покончим с этим раз и навсегда, в завершении речи проговорил Мадара, когда рядом с его неприятелем открылась еще одна дыра и оттуда хлынул поток того самого Аматироцу, что тот посмел направить на него. Камик очнулась от странного ощущения холода, подбирающегося к пяткам. Взглянув от недоумия вниз, она увидела, как огонек черного пламени, выбивающегося из трещины в полу, бегущий с другого конца пещеры, подобрался к ее ноге и уже лижет сапог. Реакция Кунаича оказалась мгновенной. Она подскочила, тут же скинув горящую обувку, и забралась ногами на трон, в котором спала, стремясь держаться подальше от опасного огня, о котором была хорошо осведомлена. Что происходит? Пришла в голову здравая мысль. И тут, словно по сигналу, кто-то включил звук. Тихий и ракочущий звук отрезк пламени заставил ее оглядеться. Земля стонала, готовясь обрушиться на оставшуюся в подземелье человеческую душу. Каменные стены были покрыты множеством трещин, несколько потолочных глыб обвалилось, а темный огонь медленно разъедал остальное пространство. Впрочем, на том конце грота, где находилась девушка, он еще не успел распространиться, так как барьер, наложенный Мадарой, долгое время сдерживал его. Зато по сторону уже разрушенной завесы матерцу свирепствовала вовсю. И в центре этого хаоса был Итачи. Разглядев его лежащую на земле фигуру, Хьюго спешно спрыгнула со своего места и метнулась к нему, осторожно обходя сгустки бушующей техники Мангеки Шарингона. Несколько прыжков, и вот она уже приземлилась около него. Увидев, как пламя подбирался к голове Шиноби, она быстро оттащила его на безопасное расстояние, уложив к себе на колени. Итачи, что с тобой? Очнись. Попыталась привести его в чувство брюнетка, да не тут-то было. Юноша не шевелился и даже не дышал. Его руки пестрели многочисленными порезами и ожогами, на теле, казалось, живого места нет, все было залито кровью и грязью, в волосах также запеклась кровь, а из-за чуть приоткрытого рта и одного глаза змейками ползли багряные струйки. Камисома. Неужели он не успела она додумать свою мысль, как пещеру снова затрясло? Было очевидно, что свой долго не выдержит и вскоре обрушится на них. Значит, надо было срочно отсюда убираться. Поэтому, задвинув страшные мысли о плохом состоянии учихи обладательница Бьякогана, поднапрягшись, с трудом встала, закинув тяжелого отступника себе на спину и плечи и огляделась в поисках возможного выхода. Странно, но Мадара нигде не было видно, хотя его судьба сейчас волновала Кунаичи меньше всего. Вместо этого она заметила под ногами странную вещь. Очертаниями она напоминала куб из толстого стекла, внутри которого плескалась мутная черная субстанция. Как рассудила она, раз этот предмет был рядом с Итачей, то наверняка выпал из его сумки и мог представлять собой ценность для владельца, так что она решила захватить этот кубик с собой и сунула его в карман кофты. Затем, не теряя времени, начала продвигаться к дыре, что вела к подземным коридорам. Перебравшись через провал, она увидела, что в узких тоннелях дела обстоят не лучше. Большая часть проходов уже была засыпана, а в еще держащихся или-или теплился свет. Выбрав направление наугад, девушка, как могла, скоро побежала по коридору, стараясь не оступиться на валяющихся тут и там отделившихся от каменной кладки глыбах и кусочках стен у потолка. Наткнувшись на тупик, она нервно сжала зубы и побежала обратно. Подземелье снова затрясло, а очередной проход перед ней обвалился, зажав ловушки. Ксу. Начала отчаиваться Камека, так как позади нее была только глухая стена. Бежать было некуда, все пути оказались отрезаны. Напрягая глаза во мраке Танелия, она заметила, что на вершине обвала нету никаких камней. Лишь гладкая почва. Земля. Похоже, мы не так уж и глубоко. Каменный потолок разбит, а значит, мы можем выбраться на поверхность. Ухватившись за эту идею, как надежду на спасение, она стала медленно пробираться наверх оползни. Разгребать завал с телом парня наперевес было неимоверно трудно, но Хьюга не обращала внимания на усталость, продолжая работать руками. Ее жажда жизни и желание спасти себя и дорогих ей людей была так велика, что вытеснила отчаяние и страх быть похороненными заживо. Она не желала сдаваться, и когда влажная земля сплошным потоком хлынула в пустой тоннель, брюнетка, покрепче перехватив бессознательного товарища, ринулась на перерез этому потоку. Ноги тонули в вязкой почве, а песчинки и комочки грязи забивались во все места, куда только могли, так что пришлось зажмуриться и ползти, почти не дыша. Надо сказать, Кунаичи искренне жалела, что была незнакома с техниками датона. И тем не менее, такое занятие, как ротио-танеле, было единственным выходом из создавшегося положения. Брюнетка не знала, сколько времени провела без воздуха, но заметила, что земля стала более скользкой и холодной, а значит, поверхность уже близка. Сей факт подтверждал глухой стук падающей воды. По-видимому, на улице шел дождь. Ну да вы же. Еще немного. Подбадривала себя нуждающаяся в кислороде брюнетка, вяло перебирая конечностями, пока рука не пробила последний слой мягкого грунта. Едва выбравшись на поверхность, она принялась хватать ртом свежий воздух. Снаружи впрямь лила, как из ведра. Ночное небо заволокло серыми тучами, что проливали на землю огромное количество влаги. Итачи, едва переведя дух, Коноховская, Кунаичи вспомнила, что они еще в опасности. Полностью выкарабкавшись из-под земли, она вытащила свою ношу и продолжила отползать. И едва она успела тащить юношу на безопасное расстояние, как земля в том месте, где они вышли, разверзлась и ушла вниз, полностью завалив базу Акацуки. Фух, спасены, внутренне порадовалась девушка, что они успели выбраться вовремя. Впрочем, положение брюнета было еще довольно сомнительным. И теперь, когда опасность миновала, она вновь взялась за учиху. Итачи! Итачи, очнись! Перевернув уложенного на мокрую траву Нукинина, Камека стала осматривать его раны. Проливную дождь уже отчасти смыл грязь и кровь с его лица, но выглядел парень по-прежнему бледным и словно бы неживым. В то же время из-за пасмурной погоды она не могла уловить его пульс или дыхание, продолжая попытки достучаться до его разума. Итачи, пожалуйста, приди в себя, просила она, слабо подергивая того за плечи, но тщетно. Его не трогали ни мольбы, ни дождь, ни собственные раны. Нет. Он не может. Она просто не могла в это поверить. После всего, через что они прошли, чтобы выбраться, получить возможность быть вместе и опять ее потерять, нет, это было немыслимо. И все же, нет, нет-нет-нет. Нет. 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 Из глаз девушки уже который раз за этот день посыпались слезы. Забившись в истерике, она упала на грудь юноши, громко рыдая. Нет. Ты не можешь оставить меня. Только не снова. Ты ведь обещал мне, Итачи. Обещал. Умоляю, не бросай меня. Ты не можешь умереть, Итачи. Несколько минут, показавшейся ей вечностью, было не слышно ничего, кроме всхлипов и слабых звуков ее зова. Дождь продолжал идти, смывая остатки грязи и прочего ссора с одеждой двух человек, бывших под небосводом. Словно бы и небо плакало над ее горем, всецело сочувствуя ей. Больно. Подраскатистый гром подумала Комика. Внезапно она ощутила прикосновение к своей щеке и резко распахнула глаза. Итачи спокойно смотрел на нее. В его черных очах читались слова «Я с тобой». Не плачь. Но она вместо этого только больше разревелась и вновь прижалась к нему всем телом. Итачи, слава Богу! «Ты живой, никогда!» «Никогда больше не пугай меня так!» Плаксивым голосом проговорила она, крепко обнимая и слушая, как бьется его сердце, подтверждая, что это не галлюцинации. Парень так ничего и не сказал, лишь мягко обнял рыдающую девушку одной рукой, поглаживая ее по спине мокрым волосам в утешающем жесте. Он все еще чувствовал слабость и боль во всем теле, но это было не что по сравнению с ощущением падения в пустоту, что он испытал несколькими мгновениями ранее. Но даже будучи над ней бездной, он слышал голос, зовущий его обратно. Этот зов и стал для него путеводной нитью наверх. Шиноби был убежден, что именно благодаря ее голосу он смог очнуться от забвения. И ведь не в первый раз это спасало его от падения в пропасть, по краю которой постоянно приходилось ходить. Оттого Чиха был благодарен юной Хьюге, раз за разом удерживающей его от опасного шага. «Ты всегда спасаешь меня от смерти, Камяка!» «Спасибо!» мысленно поблагодарил он брюнеточку, положив ладонь на ее голову. Там же успела успокоиться и подняла на него взгляд. «Я люблю тебя, Итачи!» «Поэтому не оставляй меня, хорошо!» Под ее вопросительным взором он медленно моргнул, едва кивнув в знак согласия. Правда, после этого слегка поморщился. Его собеседница это заметила, потому поспешила перебраться в более сухое и тихое место. Они расположились под большим раскидистым деревом. Девушка села возле крепкого ствола, облокотившись об него спиной в то время, как ее раненый спутник расположился рядом, молча наблюдая за тем, как она старается привести его в более-менее опрятный вид. Он хотел сам перевязать себе раны, но его подруга настояла на обратном, так что приходилось бездействовать. «Где артефакт?» Спросил парень после того, как она рассказала ему о том, как они выбрались на поверхность, отвечая на его первый вопрос. Он только что осмотрел весь свой инвентарь, но нужной вещи так и не нашел. «А?» «Ты имеешь в виду это?» Камика достала из кармана найденное ей на полу подземелье маленький кубик и протянула его юноше. «Это ведь твое?» «Да», он взял куб и поднес его к глазам, всматриваясь в плавающую черноту внутри. «Что это?» Поинтересовалась его напарница. «Бездной иллюзий», ответил тот, затем пояснил, «на этот куб наложена пространственная техника древних вкупе с мощнейшим фуиндюцу, которая способна запечатать даже человеческую душу. Все, что попадет внутрь этого артефакта, будет заперто в мире гендюцу навеки». Он чуть встряхнул куб, отчего субстанция расползлась, а в центре завихрения проступило очертание человеческого лица. «Это...» Неверующе выдохнула обладательница Бьякогана, признав в расплывающемся портрете знакомые черты, и удивленно воззрелась на Нукинина, «Как тебе удалось?» «С трудом», признался тот, вспоминая, через что прошел только чтобы получить эту вещь. Я взял этот куб управительницы небесного города. Но даже его сил вряд ли бы хватило, чтобы запечатать душу бессмертного. Поэтому мы с Саски наложили на него еще одно древнее дьюцу. Это техника печати нашего клана. Когда-то давно с его помощью запечатали нашего прародителя Тингу, превратив его в камень. Для этого было нужны были три пользователя Мангеки Шарингана и использование трех разных его техник. Посты, прервала его девушка, вас же было только двое. Ты и Саски. Третьим стал Мадаро, просто объяснил Брюнет, убирая куб во внутренний карман плаща. Для этого я заставил его использовать свой Мангеки, что в итоге и позволило заточить его. И для того, чтобы открыть куб, нужно задействовать столько же пользователей Мангеки Шарингана с внешней стороны, так что ему никогда не выбраться. Закончив объяснять, он посмотрел на Хьюгу. Ты не жалеешь его? Не, ни капельки, покачала головой та. Ты спас нас всех от войны. И ты не убил его, так что тебе не в чем себя винить. Это был правильный поступок, и теперь мы можем спокойно жить дальше, не опасаясь нападения Кацуки. Вообще-то мы по-прежнему в розыске как опасные преступники, напомнил ей Тачи. Не страшно. Уверена, у нас получится оправдать тебя и твоего брата, подбодривающим тоном произнесла она, затянув последний узелок на перевязке, и впервые за несколько дней улыбнулась. Дождь наконец начал успокаиваться, а сквозь небо начали проступать первые отблески зари. Близился рассвет, начало нового дня и их новой жизни. Куда ты теперь хочешь пойти? Робко спросила Кунаичи, поднимаясь с места, глядя под ноги. Ее друг секунду другую молча взирал в просветлевшее небо, а затем сказал с тобой куда угодно. Лицо девушки озарилось счастьем. Теперь она была полностью уверена, что он ее не покинет. Только не думаю, что стоит пока что идти в Канаху, добавил он, догадываясь, что сейчас им будут не рады. Стоило держаться от страны Альянса подальше, пока буря не уляжется и они не поймут, что согласилась с ним собеседница, задумавшись о выборе направлений, но кажется, я знаю, куда нам можно пойти. Есть тут одна скрытая деревня поблизости, ее правитель. Мой очень хороший друг. Мой отряд помог ему однажды, когда его пытались убить неприятели, так что он мой должник. Уверена, он сможет дать нам жилье и работу, даже несмотря на наши государственные положения. Учиха, конечно, отнесся к этому с подозрением, но так как других идей у него не было, то он согласился на предложение подруги. Таким образом, и поднявшись с ее помощью, они отправились в путь. Тучи уже развеялись окончательно, и взошедшее солнце бросало на них первые лучики тепла. Аккуратно поддерживая еще не оправившегося от ранений черноокого юношу, Комика неспешно продвигалась с ним вперед, прочь от жуткого подземелья и воспоминаний прошлого. Конечно, просто, но они обязательно с этим справятся вместе. И теперь у них все точно будет хорошо. Равно 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 Весна в этом году наступила рано. Раскинувшаяся зелень и теплота, что пришла с ней, явилась своего рода благодатью после зимнего холода и дождливого сезона. В Канухе все цвело и пахло. Утопающие в листве благоухающая сакура роняла многочисленные розовые лепестки, повсюду распространяем ромат вишни. Но не столько сезонное цветение этих прекрасных деревьев привлекало народ в селении скрытой листвы, сколько еще одно выдающееся событие. В этом году проходил выбор нового Хакаги, поэтому сейчас должны были пройти первые испытания. Цунаде после долгих лет правления деревни уходила на покое, разумеется, хотела предоставить все дела самому лучшему Шинаби из молодого поколения. Хотя все три выбранных кандидата были по своей сути хороши, и тем не менее, стать Хакаги мог только один. Это волнующее событие определенно было важным не только для жителей Канухи и остальной стран огня, но и для многих других стран Шинаби. Потому многие известные личности, в том числе Каги и Дайми других провинций, съехали И пока претенденты готовились к первому испытанию, что должно было проходить на большом стадионе, где свободно могли разместиться все зрители, народ продолжал пребывать. «Абасан, смотри, это они!» Воскликнул мальчишка лет 7-8 с длинными темнокаштановыми волосами, обращаясь к молодой девушке рядом с ним и указал куда-то в толпу, движущуюся в сторону стадиона. Упомянутая особа откликнулась на зов и посмотрела в ту сторону, куда он указывал. В центре толпы шла красивая женщина, одетая в легкой китайской платье сарафан с восхитительными светло-сиреневыми добрыми глазами и сине-черными волосами, забранными в высокий хвост. Она вела за руки двух детей, мальчика и девочку примерно того же возраста, что и увидевших парнишка, которые переглядывались друг с другом и с любопытством косились по сторонам. «О, точно они!» подтвердила этот факт девушка, имеющая такие же красивые светлые глаза и усиленно замахала им рукой «Хей, Камикасан! Сюда!» Та услышала, что ее зовут, и тут же повернулась по направлению к ним. «Хинотосан!» Давно не виделись, приветливо улыбнулась Камикас своей родственнице, когда подошла к ней, затем глянула на стоящего рядом с ней мальчика, «И тебе привет, Хисашикун!» «И вам, ох!» «Ну сколько раз просить тебя называть меня просто тетей!» закатило-то глаза. Но Хисаш уже не слушал, так как вовсе рассматривал своих ровесников. В частности, его очи были устремлены на девочку. «Привет!» Радостно поздоровалась с ним та, блистая энтузиазмом в то время, как другой мальчик нахмурился, «Сколько зим, сколько лет!» «Здравствуй, Юка!» Под ее взором он немного смутился. «Ну, я же говорил тебе, Ева!» насмешливо протянул хмурый подросток, глядя на реакцию того, словно только что нашел подтверждение. «Прекрати так называть меня, няничен!» Простонала Юка, которая страшно не любила свое второе имя, что давала брату нескончаемую возможность подразнивать ее. Пока дети шумно судачили о своем, взрослые девушки переговаривались между собой. «Значит, Хиса Шикуна оставили на тебя», вздохнула старшая Хьюга. «Да, кивнула собеседница, как всегда мило улыбаясь, мой брат как всегда очень занят. Но это неудивительно. Он капитан специального отряда НБУ в конце концов, понимающий закивал от А. Однако, Неджи, не стоило сваливать это именно на тебя. Ты не подумай, мне совсем несложно присмотреть за Хисаши, пока мы здесь. Я сама решила ему помочь, ринулась убеждать ее в добровольном поступке старшая наследница их клана. «Ладно-ладно, успокойся, я просто шучу», рассмеялась та, «думаю, тебе нравится возиться с племянником. К тому же это хороший опыт для тебя». Она кивнула на выдающийся живот Рикхинаты. Улыбнувшись, та положила руку на округлившееся место, где зрела новая жизнь, и нежно погладила его. «Кто у вас?» поинтересовалась Камека. «Мальчик!» «О, наследник!» «Поздравляю!» «Гара, наверное, очень этому рад». Вопрошаемая налилась румянцем и смущенный кивнула в ответ. Пять лет назад перед тем, как Ханаби стал главой клана, Хиаши, который помогал Канухе налаживать отношения с другими странами, полностью изменил ее жизнь. Для укрепления союза с Суной он решил выдать старшую дочь замуж за тогдашнего Казикаги. Все понимали, что так нужно для благоселения, но все же это стало тяжелым ударом для Хинаты, которая по-прежнему любила Узумаки, который так и не смог принять ее любви. Однако свадьба прошла, как и было намечено, и Гара забрал молодую жену в пустыню. Никто толком не знал, что именно происходило между двумя людьми, связанными браком по расчету, но через несколько лет семейной жизни девушка смогла наконец привыкнуть к переменам и обрести счастье. По ее словам, бывший носитель Щукаку оказался совсем не таким человеком, каким все его представляли, так что в конце концов она полюбила его так же сильно, как он любил и уважал ее. «Ты уже виделась, Наруто?» Выпросила Камико у будущей матери, с интересом поглядывая на ее налившиеся краска личика. «Пока нет», спокойно сказала та, уже без прежнего трепета и робости, что проявлялись у нее, когда речь заходила об этом активном блондине. «Он готовится, а Сакура ему помогает с тренировками». «Бедняга», подумалась Кунаичи, которая не понаслышке знала о тяжелом характере Харуна, как и о ее тяжелом кулаке. Странной была парочка. Эти двое работали и жили вместе, но до сих пор не поженились. Хотя представить семейную идею в их случае было едва ли возможным. Наверняка после таких тренировок испытания ему покажутся легкими, пробормотала она себе под нос, отчего ее собеседница сделала вопросительное лицо. «Ну так что, ты собираешься болеть за Узумаки? Думаешь, у него получится стать Хакаги?» «Оха!» «Конечно, Наруту Куну будет сложно с такими соперниками. Шикамару Кун очень умен, хоть и не рвется стать Хакаги, но мне кажется, что он больше опасается третьего кандидата», декламировала девушка из главной ветра клана. «Это тот, который внук третьего. О нем многие говорят. Ох уж этот молодняк!» Она с улыбкой посмотрела на своих детей и троюродного племянника. «И когда я выучусь в академии, папа обещал научить меня кайтену и выбиванию танкетцу», хвалился Хисаши, который в этом году закончил первый год в школе с отличием. Сугай восхищенно произнесла Ука, а ее брат угодливо промолчал, затем робко добавила, «А вот я до сих пор не могу даже бьякуганом воспользоваться. Сиши недавно активировал шаринган, а у меня даже элементарно собрать чакру для техники не получается. А нам в этот год в академию поступать? «Ты научишься», спокойно заверил Сиши сестру, чуть улыбнувшись ей. Улыбался он редко и только ей одной. Даже с родителями он был серьезен, видимо, желая выглядеть по-взрослому. Верно, поддержал его мнение еще один обладатель белых глаз, затем предложил, «А почему бы тебе не учиться в нашей академии? Ты ведь можешь жить здесь, в родовом поместье клана. И, если захочешь, я мог бы помочь тебе с бьякуганом». Правда? Чуть покраснев, девочка взглянула на него большими глазами. «Ты действительно можешь помочь мне? Если ты хочешь», повторил мальчик, скромно протянув ей руку в знак того, что готов помощь. Она смутилась еще больше, но все же, колебляясь, решила протянуть ему руку в ответ. Однако на полпути ее ладонь была перехвачена братом. «Юке не нужна твоя помощь», холодно проговорил он, немного сердито глядя на дальнего родственника. «Мы сами справимся со своими проблемами». «Сиши», тихо прошептала и немного обиженно пробормотала Юка, так как брат вставал на ее защиту именно тогда, когда этого было не нужно. Однако Хисиши не дрогнул и тоже принял безразличный хмурый вид, став точь в точь, как отец. «Ты не можешь решать за нее», возразил он, «выходи вперед, она вправе сама распоряжаться своей жизнью. И если захочет, она будет учиться тут». «Это решат наши родители», ответил черноволосый мальчик с угрозой в голосе, «а ты вообще тут ни при чем, так что не суете ни в свое дело». «Ну ты», мальчишки так разгорячились, что активировали Деудюцу. «Дело неутолимо шло к драке. Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты не лезь к моей сестре, Хьюга», напряженно вымолвил Сейша, тоже делая шаг вперед и загораживая собой Юку. «Нечем, прекрати», попросила его та, но он не послушался. «А я тебе говорил, чтобы ты не мнил из себя больше, чем полагается», в свою очередь ответил юный ученик Академии, настороженно наблюдая за каждым движением соперника. Шенуа Сейша и Ева Сейкаучха. Их прервал голос матери двойняшек, которая заметила их перебранку. И тот факт, что она назвала их полные имена, не сулил ничего хорошего. «Вы должны помнить, что сейчас находитесь в гостях и такое поведение неприемлемо ни для кого из нас. Будете плохо себя вести, отправить или обратно в деревню». Говорила она как всегда мягко, но дети знали, что мать всегда верна своему слову и потому предпочли не продолжать спор. Хисаша в свою очередь тоже поутих, так как его одернула Химата. И как раз в этот момент к ней подошел ее отец с младшей дочерью. При виде бывшего главы клана Комика напряглась и притянула дочь поближе к себе. Она знала, что Хиаши мог заинтересоваться ею, так она была носительницей их родового Кейки Гинкой. Как носитель семейного Даудюцу, Йока должна была получить клеймо представителя побочной ветви, но ее мать, уже натерпевшаяся в прошлом от этого закона, не желала этого для своего ребенка. Ну, мы пожалуй пойдем, тихо и неуверенно проговорила Хината, решив не накалять обстановку своим присутствием, и увела племянника по направлению к стадиону, куда продолжали стекаться люди. Хиаши же продолжал стоять, будничным взглядом взирая на изгнаницу с ее отпрысками. Вы что-то хотите мне сказать, Хиаши сэма? Стараясь сохранять спокойствие, вопросила та, не отводя взгляда от непроницаемых безэмоциональных глаз бывшего господина, надеюсь, вы не станете требовать ничего от моей семьи. Вы изгнали меня когда-то, так что я больше не подчиняюсь вашим законам. Теперь я учха, как моя дочь, так что вы не имеете права ее забирать. Я и не собирался, просто ответил на это тот, прикрыв глаза и отвернувшись, такие предатели, как ты, Камека, не нужны нашему клану. Так что прошу тебя и твоих детей держаться подальше от нашей семьи. Это касается и сына Неджи. Молодая родительница закусила губу, но промолчала. Это непримиримая позиция двух кланов с Деудюци уже у нее сидела в печенках. Видимо, это никогда не закончится, с Иронией подумала она, провожая взглядом две удаляющиеся фигуры представителей главной ветви Хьюга. Думаешь? Мужской голос заставил брюнетку вздрогнуть и спешно обернуться. Прямо за ней стоял ее муж. Итачи. Укоризненно выдохнула Камика, так как своей привычкой подкрадываться как кошка, он часто пугал ее. Дети же, завидев отца, ломанулись к нему. Ты что, все слышал? Отчасти, признался тот, потрепав сына и дочь по макушкам, после чего обратился к жене, он был как всегда груб. Зато теперь ты можешь не переживать по поводу Юки. Но мне жаль Хиса Шикуна, вздохнула та, так как ее племянника все же клею мили этой печатью клана, знаешь, Сиек очень с ним дружно, да и Сиеши тоже. Он мне не друг, заявил мальчик, скрестив руки на груди, он просто втюрился в Юку, потому и предложил ей остаться здесь и учиться в академии. Сиеши. Вскричала девочка, отчаянно краснее, пап, это неправда. Мы просто друзья. Но все же я действительно хотела бы обучаться здесь, но только если с Нейчином. А Хиса Ши вправду хороший, хотя я буду скучать по деревне Дайски, но я ведь могу жить в Канухе, а... Она умоляюще смотрела на отца, сделав ковыные глазки. И Тачи же только усмехнулся. А твой брат не будет против. Он посмотрел на младшего сына. Сиеши был совершенной копией отца, как внешне, так и характером. Красивый черноволосый мальчик с такими же темными глазами, который преуспевал во многих дисциплинах ниндзя, хотя еще даже не начал посещать академию. Он также имел шаринган и был уже популярен у женского пола, но совершенно не обращал внимания на девочек. Для него важное значение имел лишь сестры-близнец, Сиука. Она была младше его лишь на несколько часов, но тем не менее, он всегда защищал ее как младшую сестру. Причина такого поведения была в том, что Сиука чуть не умерла при рождении. Она родилась слабая, поэтому в детстве часто болела. Родители, естественно, переживали за нее, но больше всех страдал от этого Сиеши. Они были связаны крепкими нерушимыми узами и потому он чувствовал, когда сестре плохо. Поэтому он поклялся всегда защищать ее. И даже когда она выздоровела, он по-прежнему заботился о ней с полной отдачей. Юка очень отличалась от остальных детей хрупкое телосложение, неважное здоровье, пепельные волосы, белоснежные глаза, будто у слепого человека. Она была как черная овечка в стаде. Но, тем не менее, в семье ее все любили и обожали. Оттого она была всегда веселой и милой со всеми окружающими. «Я останусь сивой», в конце концов ответил Сииша, что не удивило родителей. «Если мы будем учиться в здешней академии, то Хьюге придется проститься со званием лучшего ученика?» Хихи, так и знала, засмеялась девочка, затем подколола браться, «Но даже если ты сможешь обойти Хисаши, то дай с Кейни тебе не догнать». Черноокий мальчик метнул на нее раздраженный взгляд и возмущенно хмыкнул. Та все продолжала хихикать. «Ну, раз вы оба этого хотите, то это вполне можно устроить», снисходительно молвил Итачи, но, поймав на себе вопросительный взгляд Камика, пояснил, «Пока я был в таки-каге, то встретился с Цунаде. Она предлагала всем нам перебраться в Канаху. Полагаю, наш лидер не был доволенитем, сразу же просекла очевидная Кунаича. Естественно, кивнул у Чеха-старшей, ему не хотелось бы терять таких шиноби, как мы с тобой. Да и Дайски уже как часть боевой мощи деревни. Девушка только пожала плечами, не зная, что ей сказать. Прошло 13 лет с тех пор, как она с Итачи пришли в селение водопада искать пристанище у ее друга. Главы деревни. Тогда их еще считали опасными преступниками, потому прийти туда было делом рискованным. Однако каким-то чудом она смогла убедить Тайки Каги в своей невиновности. С преступным делом Итачи это заняло больше времени, но, тем не менее, когда ситуация прояснилась и все страны Шинаби поняли, что Мадара побежден и никто больше не угрожает им войной, то сучих сняли все обвинения. Тут помогла информация от Пейна, который связался с Альянсом и посредством переговоров уладил все прежние прения. Заточенные Биджуу были освобождены и вновь отданы в пользование деревням, однако перераспределены так, чтобы у всех был равный статус по силе. Одного их хвостатых демонов Амикаги оставил своему селению, дабы упоручить мощь дождя. Но так как многие из прежних носителей Биджуу были мертвы, то они остались запечатанными на тот случай, пока не найдется подходящих людей для роли Джинчурики. Ну, а что касается Камикаги, то она и ее возлюбленные предпочли остаться в тайке на службе у юного Каги. И, надо сказать, их присутствие за эти годы существенно улучшило статус с маленькой деревней Водопада. Впрочем, заслуга Кунаичи была не так уж велика, так как ей пришлось еще и растить детей, которых она очень любила. И навряд ли Хьюга, а теперь Жучха, смогла бы сейчас сравниться с прежней собой. Разве тебе не нужно больше сопровождать Шибики сама? Спросила она мужа. Тот покачал головой. Пришел капитан охраны и сменил меня. Видимо, Такикаги хотел держать меня подальше от Цунаде, так как посоветовал идти к своей семье, объяснил он. Ясно, а Дайске тогда где? Вспомнила о старшем сыне обладательницы Бьякогана. Он с Саски успокоил ее брюнет, заметив когото в толпе, вот они, собственно, идут. И действительно, спустя несколько секунд к ним подошел еще один представитель клана Учиха с темноволосым мальчишкой и подростком, который спал, склонив голову тому на плечо. Что случилось? Поинтересовалась Камека, улыбкой приветствовав младшего брата своего возлюбленного. Ничего, буркнул тот, возвращая сына отцу, как обычно, утомился после тренировки, на которую меня уговорил. А ты, как всегда, подотлив на детские уговоры, глупно то-то, саркастически произнес это очи. Двоеняшки же подбежали к своему дяде, тоже требуя потом с ними позаниматься. Удивительно, но Саски до странности любил проводить время с племянниками. Может быть, это потому, что до недавнего времени у него самого не было наследников. И хотя он являлся главой клана, так как Аники эта должность не прельщала, следующим наследником должен был стать Дайски. Этот 12-летний мальчик, первенец был на редкость талантливым ребенком с уникальным даром, даже для их семьи. Естественно, он пошел по стопам родителей и дослужился до звания Генена еще в 9 лет. Очень смешно, Нисон, фыркнул тот, поддерживая повисшую у него на шее белокурую девочку, не понимаю, почему я должен заботиться о твоих детях всякий раз, когда вы приезжаете к нам в гости. Потому что они любят проводить время с тобой, констатировал старшего Чеха, приобняв жену за талию, которая стояла рядом, взяв его под руку. Да и потом у нас с Камика есть чем заняться. Я в курсе. То, чем вы постоянно занимаетесь, даже на первом этаже слышно, хмыкнул юный глава у Чеховского поместья. При этих словах лицо брюнетки стало пунцовым, так что она была вынуждена уткнуться взглядом в землю. А вот ее любимый ни капли не смутился. Ну, кому-то ведь нужно продолжать наш род, раз уж ты не способен на такой подвиг, пожал он плечами, вновь обернув шутку брата против него же. Саски едва не зарычал от недовольства, весь ощетинившись, что вызвало невольный смех со стороны супружеской Четы. Хватит уже, Учха, пресек смех чей-то посторонний голос, может, для разнообразия выберешь другой объект для насмешек, кроме своего брата. К собравшейся компании присоединилась еще одна женская особа. Она походила на только что распустившийся благоухающий цветок асанистая фигура, затянутые в легкую тунику и свободные бриджи, мягкие ровные черты лица с карими глазами, красивые шелковистые темно-каштановые волосы были убраны назад заколками. От нее приматой кивила юностью. Однако сейчас ее красивое лицо отражало лишь обиду, судя по сжатым губам и сдвинувшимся бровям, меж которых залегла темная складочка. В руках она держала большой белый сверток. А Тентин, уважительным кивком поприветствовал ее обладатель двух слившихся до удюцу, извини. Я приму этот совет к сведению. Та молча кивнула в ответ, еще продолжая хмуриться. Складывалось впечатление, что она недолюбливала старшего учиху. Комика в свою очередь тоже поспешила принести извинения. Прощу прощения, Тин Сан, она отвесила кореглазкий поклон, затем повернулась ко второму учихе и у тебя тоже, Саски. Мы искренне благодарны за ваше гостеприимство и никоим образом не хотели вас обидеть. Да чего уж там, вмиг смягчилась девушка, нежно улыбнувшись собеседнице. Мы всегда рады видеть вас в нашем доме. И можешь звать меня просто по имени Комика. И обязательно тебе было встревать, Тин Тин. Обратился к ней объект недавних насмешек, я бы и сам мог разобраться. Уж помолчал бы лучше, одернуло его вопрошаемые, кто в доме, по-твоему, хозяйка? Ну, конечно не я, ответил ей юноша, я не горжусь в домохозяйке. За это он получил подзатыльник от той. Двое других взрослых лишь улыбнулись. Такая обстановка была вполне привычной в доме учих. Его хозяин только усмехнулся и поцеловал темноглазну кунаичи в щеку. Со своей будущей женой Саски сошелся случайно. По возвращении в Канаху, когда ему объявили амнистию за дела преступные, ему приходилось выполнять множество миссий, чтобы вернуть к себе расположение деревни и друзей. Одно из таких заданий он работал с Тентиной и ее командой. И девушка, в отместку куначи за то, что не согласился принять ее чувства, решилась пойти в паре с Учхай. Тот тоже был не прочь позлить Хьюга, так что их совместная деятельность состоялась. Затем они стали общаться, тренироваться вместе и в какой-то момент все свелось к тому, что они стали неразлучны. Девушка вполне оправдывала свое имя, но обладатель Шаринга наполагал, что случайностей не бывает, и спустя несколько лет, когда он понял это, они обвенчались на крайнее удивление всех своих знакомых. У семейной пары часто бывали мелкие ссоры и стычки, но тем не менее, жили они хорошо. Лишь одно обстоятельство тревожило их. Отсутствие детей. Однако совсем недавно эта проблема была благополучно улажена. Тентин, ты уверена, что прогулка ей не повредит? Здесь так ваш умно, сомнительно произнес младший очхо, глядя на сверток, в котором было закутано маленькое чудо. Миниатюрная малышка с черной макушкой и миловидным личиком внимательно смотрела на них большими круглыми глазами цвета терпкого кофе, положив в ротик крохотный пальчик. Она вертела головой, с невинным любопытством изучая весь окружающий мир, в котором ей предстоит жить. Не беспокойся, Саски, все нормально, заверила его шатиночка, бережно держа дочку, свежий воздух еще никому не мешал. Она такая не маленькая, восхищенно прошептала Юка, свисавшая с шеи черноволосого шиноби и тоже с интересом разглядывая двоюродную сестренку. Как назвали? Спросила Камика, любуясь на счастье родственников. Майе был дан ей ответ. А у нее будет Шарингон, задал интересный вопрос Сейша, стоя рядом с матерью. Родители малышки только пожали плечами. Неизвестно. У Майе глазатин, но ей всего три месяца. Все может измениться, пока она растет, объяснил молодой отец, забирая у жены ребенка. Пускай она и не унаследует должность главы клана, но Саски очень любил свою дочь. И у нее есть старшие братья для того, чтобы защищать ее и весь их род. А пока он будет блести интересы семьи перед Конохой и всем миром. Ей ведь не обязательно становиться Шинобе, как и всем нам? Спросила у мужа кореглазая повелительница оружия. Хоть ей и пришлось оставить работу нельзя ради ребенка, она ничуть об этом не жалела. И теперь она беспокоилась о будущем дочери, которую любила всем сердцем. Не обязательно, согласился ее отец, едва заметно улыбаясь уголками губ, как и все представители рода учих. Только сомневаюсь, что она найдет себе другое предпочтение. Но если это случится, то пускай будет так. Я не выражаю, он еще раз взглянул на заснувшую малышку и огляделся по сторонам, похоже, все уже на стадионе. Может, и мы тоже пойдем. Он вопросительно посмотрел на старшего брата, но тот его уже давно не слушал. Он и комико стояли напротив совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку. Опять? Вздохнул Саски, понимая, что в ближайшее время ответа не получит и фыркнул, и чем они только занимаются. Разве не видишь, а Джисон? Они разговаривают, пояснила белокурая девочка, уже спустившись на землю и подойдя к брату, мы с Сишей тоже так умеем. Вот, смотри. Она пристально обозрелась на близнеца. Тот несколько секунд вглядывался в ее светлые очи и затем моргнул и подарил сестре улыбку. Кажется, они поняли друг друга. Их родители же продолжали свое безмолвное общение, разбавляя переглядываниями и жестами. Камикалу чисто улыбалась своему мужу. Прошло уже много лет с начала их совместной жизни, а ее любовь по-прежнему била ключом. И хотя Тачи на протяжении этого времени ни разу больше не говорил, что любит ее, она была счастлива, так как видела все его чувства к ней. Они находили себе отражение в его глазах. У Чихи даже не нужно было ничего говорить, так как она научилась считать все его эмоции по одному только взгляду и прочим движениям. Притяжение, что возникло между ними с того самого момента, когда Хьюга первый раз вернула его к жизни, не угасло до сих пор. И для того, чтобы понять мысли друг друга, никакие слова им были не нужны. Может нам и вправду стоит вернуться? Глаза Куна и Чемельком обижали окружающий вид вернулись к черным очам брюнета, детям нравится гостить здесь. Не спорю. Но что насчет твоего друга Таки Каги? Он едва заметно наклонил голову. В ответ легкий кивок в сторону он поймет. Это ведь наши родины и рано или поздно бы должны были вернуться. Ты ведь тоже этого хочешь? Да. В качестве обмена в Таки все равно вышлют двух шиноби нашего класса, так что все будет в порядке. Надеюсь, новый Хакаги сможет уладить все без лишних проблем, косой взгляд в сторону стадиона, откуда слышались людские возгласы и прочих гам. В нашем квартале полно свободных домов, так что переезд не займет много хлопот. А ведь скоро уже начнется экзамен на Чунин, вспомнила девушка, чуть сжав ладонь любимого человека, приблизив к нему свое лицо, едва ощутимо соприкасаясь с ним лбами. Дайски наверняка захочет участвовать и отговорить его теперь вряд ли получится. Пусть участвует, если хочет. Наш сын уже достаточно взрослый для этого. Ему будет тяжелее остальных. Он не может контролировать Кикигенкой, постоянно активированный геном утомляет его быстрее других шиноби. С самого это же твой сын и твой. Я верю в нашего сына Итачи и люблю его. Люблю всех наших детей и всю семью. Люблю тебя, она чуть прикрыла глаза и провела ладонью по щеке у чихи, будто ища ответы на невысказанные мысли. Итачи обворожительно улыбнулся жене и нежно поцеловал ее. М-х-х-х-м-м-м-м-м, тихое мучание над его ухом привлекло внимание обоих. Спящий генин пошевелился, наконец-то пробудившись. О, Дайскей не проснулся. Радостно воскликнула наблюдавшая за родителями Ука. Остальные зрители только улыбались. Камик и жена наклонилась к старшему сыну и ласково погладила его по неровно уложенным и сине-черным волосам, поцеловав в лоб. «Вставай, родной мой», прошептала она добрым материнским тоном. Мальчик рубиновые глаза с темными вкраплениями, в центре радужек которых сияли белые зрачки у наследованного Деудюцу. Конец, подписывайся на канал а мы переходим к следующей истории.